Девушки отдыхают Вы очень вовремя, Василий, мы как раз завтракать собираемся, так что милости просим к столу Спасибо, ребят, я не голодный Что значит вы не голодны? Вы же с дороги, рано встали, чтобы на первую электричку спеть, так что возражения у нас не принимают Ириша, не наседай, дай человеку в себя прийти, у тебя молоко сбежало Михаил Василий Василий Саныч Аня, дядя Вася Дядя Вась, мама нас все время пичкает, поэтому лучше сразу к столу приходите, тогда она отстанет Ребят, ну как-то неудобно, ну вас стесняю А вот этого, чтобы мы больше не слышали Это мне должно быть неудобно, я вас с работы отвлекла Квартира у нас небольшая, но места всем хватит, не переживайте, а гостям мы всегда рады Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведомо куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Наташ Что? А не ходила бы ты сегодня в школу, а? Ну вот еще, с чего это? У тебя смотреть больно Мы с тобой, между прочим, до трех часов ночи на кухне проговорили Тяжеловат, наверное, а? Да нет, мам, легче стало, наоборот Какая ты у меня умница Я ведь боялась, что ты Юру не поймешь Но он же любит меня И спасибо, что сказали мне правду Юра жив и... И, знаете, это очень здорово Какая ты у меня взрослая А в школу, может, все-таки не пойдешь? Пойду Контрольный сегодня О, дети пошли Приходится уговаривать, не ходишь в школу Ладно Пойду, пока И спасибо за правду Нет, я ему говорю Сергеич Ты же карданный вал погнул Это точно? Не верит А вы как считаете, Василий? Вы знаете, по идее, возможно Что вал шарами все-таки деформируется Вот Миш, ну что ты к человеку пристаешь? Он же суда не машину Сергеича приехал обсуждать Точно Аня, когда ты поведешь Василия в школу С сыном знакомиться? А, а я вот тут подумала А может, вообще не нужно в школу ходить? Подожди, а как же тогда? Мне кажется, что лучше Степке вот так мозг не взрывать Ну, сразу Мне кажется, Аня права Нужно Степу подготовить к вашей встрече Да, и к тому же я еще ему о вас ничего не рассказывала И лучше устроить вашу встречу, ну, без надрыва Например, у нас дома Тогда приглашаем Степана к нам в гости А Василия можно представить как Аниного дядю То есть моего брата? Да, лучше моего Какая разница? Ну, хорошо Значит, ты уговаривай Степу Сегодня к нам зайти в гости А я приготовлю пирог медовый По случаю приезда брата Брата мужа Да какая разница? Ладно, будет сделано Ребята, я не понимаю А зачем вообще этот спектакль? Ну, понимаете, если Степку сразу так огорошить Заставить его врасплох Он сразу же начнет защищаться И не факт, что он вообще станет разговаривать А так вы увидите его, какой он есть на самом деле Ну, тогда да Да вы не волнуйтесь, Василий Все будет хорошо Ладно, я пойду Ждите меня со Степкой Хорошо, давай Ребята, какая у вас есть замечательная дочка? Знаете, у вас сын тоже Молоток Вот и вы, наконец-то Я вас уже заждалась Доброе утро, я торопился как мог Хорошо Я вам звонила, потому что у меня появился план И мне нужна твоя помощь А план чего? Как это план чего? Застановление дружеских отношений с Ириной Ренатовной Мы же ее вчера ни за что ни про что обидели Она, между прочим, считала меня своей лучшей подругой Да-да-да, ты права, не красиво получилось Ну и что ты придумала? Раз мы покусились на святое На отношения Ирины и Игоря Ильича Поставили под сомнение Осквернили подозрением Короче, я купила две рамочки в виде сердечек Ставим сюда их фотографии Да, милые вещицы Надеюсь, Ирине они тоже понравятся А с тебя техническое осуществление плана Что я должен делать? Нужно распечатать фотографии Они у меня в компьютере В электронном виде Доброе утро, Елена Петровна Как себя чувствуете? Спасибо, хорошо Мы к пикулям привычные Значит, ужин понравился, на пользу пошел, да? Ну, а как же И паштет из гусиной печенки хорош был И крутого не подвели на янтарном бульоне А че это вы слюну пускаете, как собака Павлова, Ебога? Я и о вас подумала Вот Угощайтесь Это мне? Угу А кому ж еще? Вы же сторона пострадавшая Даже поужинать в ресторане не успели Это же мои любимые Угу Достигачики на сливочном масле Вот спасибо Вот спасибо, удружили Ой Елена Петровна Ох, удружили-то, а Что, я дикий, что ли? Такую вкусноту нужно со сладким чаем, да в другой обстановочке Что, неужели до вечера дотерпите? А? Да Дотерплю Ну что я, молотилка колхозная, чтобы на рабочем месте пирожки рубать? Петр Степанович Вы меня удивляете Вы прямо на глазах меняетесь? Да, меняюсь Угу И надо сказать В лучшую сторону Мне вот это нравится, где Ирина Рената в черном платье По-моему, это слишком эпатажно А вот тогда вот это, где она в бирюзовом? О, вот это получше О, смотри Смотри, вот здесь она очень трогательная Да Ну что ж, теперь нам нужно выбрать рассказы Ой, у нее же есть отличные фотки после вручения пеликана, помнишь? О, точно Тогда сейчас нужно их распечатать Вот О, отлично Сейчас мы вас вырежем, Ирина Ренатовна Только вы не бойтесь Это совсем не больно А потом придет очередь И рассказывать Звучит кровожадно Зато будет очень мило Ну да Да Я перезвоню, ладно? Привет, ты чего? Нет, я все знаю про Юру Понимаешь Я совсем не знала, что мне делать Сказать тебе или нет И прости меня, пожалуйста Лен, я тебя не виню Правда? Ведь тебе так тяжело пришлось Лен, ну я знаю, что он жив И просто хотел облегчить мне жизнь Но он не знал, что я буду ждать его сколько угодно Вот есть любовь Одна и на всю жизнь Веришь? Верю Я не просто верю Я знаю Ты думаешь, он твоя единственная любовь? Да Никого другого я уже любить не смогу Ты уверена? А насчет цемента звоните завхозу Вот так Дядь Петя Ирина Ренатовна еще не пришла? Еще нет Вот и славно Спасибо за ключи Здравствуй, Ирочка Ренатовна Ирина Ренатовна Здравствуйте Ну, мне пора Петр Степанович Дайте, пожалуйста, ключ от моего кабинета Спасибо Привет, Коля Привет Отойдем? Дело есть Ну, я только не люблю дело есть Я крем-брюле люблю есть Че? Да ничего Каламбур Ага Вот поэтому ты, Коля, нам и нравишься Разносторонний ты парнишка с юмором Кому вам? Ну, нашей R&B команде Кстати, пойдешь к нам на клавиши играть Сразу станешь звездной школы Круто Слушай, только, по-моему, у нас звездный состав уже комплектован Нет? Ты про ганетах, что? Так они сдулись уже А свято места пусто не бывает На клавиши говоришь? Ну, а что? Я всегда мечтал выступать Ну, вот, видишь С твоим талантом Давно пора в народ выходить Только что я девчонкам скажу Женьке А ты не тушуйся Мы же не конкуренты Пост, альтернативная школьная команда Соревноваться с ними никто не собирается Ну, раз так Тогда ладно Молодец, чувак Давай питай Здравствуйте 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 Ты сегодня вечером что делаешь? Э-э, козе хвост приделываю Ну, правда Да ничего А есть предложение? Да Приглашаю тебя на небольшую домашнюю вечеринку По поводу? Папин брат приезжает Вот такой вот мужик Приходи, познакомлю Да неудобно как-то все-таки Семейный праздник Да ладно, что там неудобного? Тем более, ты почти свой Мама торт испечет Медовый? Медовый Ну, тогда это другое дело Мама, у тебя вообще мастерица торт и печь А я это дело уважаю Ну вот отлично Родители рады будут Так, 11-й Б Вспокаиваемся И готовимся к занятиям Опоздавших ждать не будем Мам, ты что, Марафеевич, собралась куда? Да пора уже подсуетиться Кто знает, что нашим молодоженам в голову стукнет Теперь-то квартирка По праву их не Думаешь, выпрут нас? Не выпрут, а выгонят Ты давай учи родную речь потихонечку Тут тебе не наш крыжопль Значит, выгонят Ну что ты за каркуша у меня такая Кар-да-кар Не выгонят Но подстраховаться не мешает Пора мне уже к женишкам моим наведаться К дедулям ненаглядным Пойдешь своего писателя окучивать Ой, писатель-то Это гол как сокол С него толку пшик Ну, хотя жалко немножко Он такой интеллигентный Культурно говорит, ручки целует Хотелось бы мне побыть писательней А тогда кто? Да был там один кренделек Попроще нашего дедуля интеллигентного Но зато с московской прописочкой Пожалуй, с него и начну О, на ловца и зверь бежит Свиньи по-быстрому Женька, помнишь, я тебе как-то говорил Что хочу на клавишах играть в группе? Как ты? Да ты мне все в уши прожужжал Ну, короче, раньше не было такой возможности Теперь такая возможность есть Короче, мне Стас предложил в группе у них играть На клавишах Ты не против? Я нет, конечно Я только за Правда, что девчонки скажут? Хочешь, ты свои клавиши на отдам? Мне не жалко Круто Слушай, а почему ты и Зеленову отказалась их дать? Ну, раз тебе не жалко Любись ты на меня, потому что Что Лебедева, что Зеленова Ну, я тебе гарантирую Что ни Лебедева, ни Зеленова К твоим клавишам не подойдут Хорошо, договорились Играй на здоровье А правда, что девчонки скажут? Женька, что ты заладила? Что девчонки скажут? Что девчонки скажут? Да нормально все скажут Действительно Инструмент чей? Мой Значит, мне решают Когда они тебе нужны? Ну, желательно сегодня начать репетировать Слушай, может быть мы На следующий переменец гоняем тебя домой? Возьмем? Ну, должно успеть Круто Спасибо тебе Ты настоящий друг Это я тебе как клавишник-клавишника говорю Василий Данилович Какими судьбами? Да вот Прогуливался тут неподалеку Да и думаю Зайду Ну, что ж Коля зашли Проходите Только я уходить собралась А я вас надолго не задержу У меня, собственно, к вам вопрос Личного характера Я вас слушаю Неудобно так С порога Скажите У вас вроде как Не сложилось с Кулёбином? С Петром Неконорычем? Да Мы не сошлись характерами А мне ваш характер очень подходит Считаю вас женщиной Исключительных достоинств Ну, вы у меня льстите Чистую правду говорю А как же тогда Наши прежние размолвки? Если чем Я видел вас Прошу простить Не держите на меня зла Ну, хорошо Давайте забудем все, что было Так что Вы вроде как Приверились Ну, выходит, что так Ну, тогда я Пойду Любовь Кирилловна Не смею вас задерживать Позвольте я позвоню, можно? Позвони Я Обязательно Позволью Любочка Обязательно Прошу вас Обязательно Еще бы Куда ты денешься С подводной лодки Мам, ну ты даешь Лихо ты его сделала Учись Пока мамка жива Да, ловко ты с мужиками Обращаешься Это только начало Доча То ли еще будет Елена Абстроновна У вас совесть есть? Вы когда меня в покое оставите? Что я вам сделала? Вы зачем мне фотографию Димину подсунули, а? Вот эту С вручения пеликана И рамочка эта пошлая сердечком Вы на что опять намекаете? Это не я А кроме вас больше некому Никто кроме вас про меня с Димой не знает Это не просто жестоко Это гадко Ириночка Ренатовна Может быть кто-то подумал Что на фотографию Игорь? Не смейте выкручиваться Вы хотели мне сделать больно Радуйтесь Вам это удалось Я боюсь уже и слушок успели по школе пустить Какой слушок? Про то, что мы с Игорем расходимся А вы расходитесь? Что на вас? Вот про кого говорят Хоть плюй в глаза Все божья раса И хватит притворяться Актриса из вас никуда шла Ой-ой-ой-ой В народном юношеском театре Меня хвалили за талант Да Ну, кого это принесло на мою голову, а? Здравствуйте, Любочка. Простите, что без предупреждения, но мне очень нужно с вами поговорить. Вообще-то я занята. Прошу вас всего пару слов. Я вас слушаю. Ну что ж, мы так и будем в коридоре разговаривать. Ну, можно и на кухню пройти. Отлично, я и отчаю не откажусь. У нас нет заварки. Ладно, можно и так. Хорошо, проходите. Ну? Любочка, вы на меня сердитесь и, более того, имеете на это полное право. Да не сержусь я на вас. С чего вы взяли? Ну, я же был нечестен с вами. Обманули, что ли? Ну, можно и так сказать. Но, скорее, слукавил по поводу квартиры. Я заподозрил вас в корысти, испугался и не сказал правду. Ну, что вы меня загадками изводите? Говорю же, у меня нет времени. Вы помните, вы спросили, кому принадлежит квартира, в которой мы с Леночкой живем? Я сказал, что внучке. Это не так. Квартира в моей полной собственности. Квартира ваша? О, круто! О, Колян, молодец! Давай, тащи свою пианино сюда. Нам как раз для аранжировки твоих клавиш не хватает. Зацени, кстати, какую музычку придумали. Да, давай. One, two, three. Стоп! Ну, почти Аркели. Реальный R&B. Не знаю, по-моему, но какой-то саундтрек похожий. Ну, к фильму какому-то. Слушай, а ты прав, чувак. Это, между прочим, очень кайфовый фильм. Да, не знаю, что там кайфового. Мне это совсем не понравилось. Но Музан рулит. Да я смотрю, ты в теме. Да ну вас, парни, скучные вы какие-то. Лучше о группе поговорим. Что мы будем делать с текстами? Ну, что будем делать? Писать их. У меня, кстати, есть пока пара мыслей. Давай. Рифмы роятся, роятся, на бумагу ложатся. Кто-то скажет чушь, бред. Я отвечу, это true rap. Круто. Прикольно. Скажи, а там будет какая-то партия бэк-вокал для нас? А то мы тоже хотим выступать. Ну, конечно, надо же показать таких клевых девочек. Кстати, у нас с Полиной сегодня кастинг. Мы хотели бы уйти пораньше. Но, девочки, вы знаете, что ваше желание для нас закон. Так что давай, Колян, расчехляй свою пианолу и погнали. Да. Я негодяй, осознал это и прошу прощения. Да за что же прощения просить? Не виноваты вы? Ну, подумаешь, присочинили немного. Вы же писатель. Да вы-то ведь знали, что я говорю неправду. Вы такая чуткая женщина, вы не могли этого не понять. И вы, вероятно, обиделись на меня за то, что я вам не доверяю. Ну, было дело. Но я решила, что вы скрываете от меня правду, потому что у вас есть на это причины. Ах, как же я в вас не ошибся, боже мой. Как я был прав. Вы такая чуткая, такая дивная женщина. Скажите, вы сможете меня когда-нибудь простить? Конечно. Я на вас давно уже не сержусь. Ой, ну прямо камень с души. Ну, о наших прежних отношениях пока говорить рано. Конечно, конечно. Я все понимаю. Но я могу надеяться, что когда-нибудь вы снова начнете мне доверять. Надеяться можете. Спасибо, Любочка. Жень, ты где была? Мы тебя обыскались. Договорились же на большой перемене в столовке. Девчонки, мне нужно было срочно сколько домой сбегать за клавишами. И ты еще зачем? Ну, Стасова в группу пригласила. Я ему их одолжила. Ну, ты даешь. А с нами посоветоваться слабо было? Ну, это мой инструмент. Вы здесь при чем? Ничего себе. Ты инструмент этим дуром отдаешь, а они, между прочим, над нами издеваются. Да я его не дуром отдаю, а парню своему помогаю. Ну, че себе широкий жест. Женька, клавиши на общие деньги куплены. Девчонки, вы мне обещали об этом не напоминать. Сама виновата. Головой надо было думать. Я думала. Думала, что у меня подруги нормальные и понимающие. Ну, вы же нормальные. А Зеленова с Лебедевой нормальными? Может, ты хочешь, чтобы они тебя в РНБ команду взяли? Да нет, не хочу. Девчонки, по сравнению с ними, эти две блондинки, просто сама адекватность. Прикол. Вот и вали к ним. Да ну и свалю. Ирина Ренатовна, вам понравился мой подарок? Какой подарок? Как же, сюрприз у вас в кабинете. Я хотела сделать вам какой-нибудь приятный пустячок, чтобы вы на меня больше не сердились. Так это вы мне фотографию на стол поставили? Ну да, и рамочки с сердечками. Вам понравилось? Нет. Значит, вы все еще злитесь на меня? Да ни на кого я не злюсь. Просто не нужно больше никаких подарков. Хорошо, Света? Хорошо. Свет, ну не смотри на меня так. Ну, пожалуйста. Просто пойми, у меня сейчас в жизни все так запутано. Ты здесь совершенно ни при чем. Правда? Значит, мы по-прежнему подруги? Ну, конечно. Эй, дуреха. Ой, девчонки, за вами прям не угнаться. Это точно. Ну, когда на кастинг придем, ты там особо не отсвечивай, ладушки. Это как? Ну, сиди в сторонке, никого ничего не спрашивай, ничего не говори. А то еще подставишь нам. Конечно, я буду тихо, только посмотрю. А там есть на что посмотреть. Говорят, топовые стилисты там будут работать. Что в топиках? А не холодно? А что я говорила? О, я к тебе собиралась. Такие новости закачаешься, представляешь? Каримова с Рассказовым решили разбежаться. Да вы что? Угу. Так вот почему Ирина Ренатовна из-за подарка так размерничалась. Какой подарок? Да так, примирительный. А вы что, тоже поссорились? Ну, я ее вчера вроде как обидела. А что значит тоже? И вы с ней ссори? Да она какая-то бешеная. Ну, подумаешь, я сказала, рассказываю правду. Но должен знать мужик, как его невеста хвостом вертит. Да это все сплетни и домыслы. Между ними с Мирославом Николаевичем ничего нет. Да причем не с твой Милославский? Тут дела покруче будут. Тьфу. Ну, да чего же у тебя, Еленка, язык поганый, а? Мелешь, как по мелом противно слушать. Ну, не лезла бы не в свое дело. Глядишь, у людей лад в семье был бы. Тьфу. То, не то. Все не то. Вы кого на кастинг понабрали? Мне не нужны эти клонированные барби. Ни характера, ни индивидуальности. А по-моему, третья очередь даже ничего. По-вашему, грудь четвертого размера, это все, что нужно. У нее улыбка, как у куклы. А какой образ вы ищете? Мне нужно безликое лицо. Но вместе с тем индивидуальность. Этакая инопланетянка не от мира сего. Обыкновенная, но с изюминкой, понимаете? Это какой-то оксюмарон. А никто не говорил, что будет легко. Мне нужно чучело. Мне нужно чучело. Понимаете? Чу-че-ло. Зовите следующих. Тебе кусочек побольше, поменьше? Что за глупые вопросы? Мне кажется, кусища, чтобы распробовать. На, держи. Лопай. Молодежь, не помешаем. Мы вот с братом решили чаи погонять. Садитесь, конечно. Я как раз чай новый заварила. Степ, знакомься. Это Василий. Белута. Василий. Белута. Что у тебя, имени нет, что ли? Почему нет? Меня обычно по имени называют. А так вообще Степан. Очень приятно, Василий. Здрасте. Здрасте. Вы знаете, вот меня лучше, мам, вас не снимать. А в три четверти мой самый выгодный ракурс. А меня лучше снимать перед светом. Вы знаете, глаза более выразительные. Расскажите о себе. Ну, я вообще очень давно в шоу-бизнесе и в модельной сфере тоже. Снималась для рекламы страз, известного чешского дома. И была лицом компании по продвижению плавленых сырков. Ужас. Сырная королева. Очередные куклы гнать в шею. Девочки, спасибо вам большое. Оставьте свои телефоны у администратора. Мы вам обязательно перезвоним. Стоп. А вот это может быть интересно. Я должна его увидеть. По-моему, этот вопрос вы уже сто тысяч раз обговорили. Обговорим сто тысяч первый. Я должна его увидеть. И пусть он мне сам все объяснит. Пойми, Зайцын, если он решился на такое, похоронил себя заживо, значит, ему не нужны подобные разговоры. Зато мне нужны. Ну, а как ты представляешь, как он будет смотреть тебе в глаза? Ему ведь и так непросто. А мне просто? Жить-то мне теперь как? Во что верить? Я должна с ним поговорить и точка. Зайцын, я могу полететь в Швейцарию, да хоть завтра. У меня же есть немецкое гражданство. И что потом? Ну, потом узнаю, где он. Встречу с ним. Ну, так ненароком. По-моему, это авантюризм. Да я готов на любую авантюру, лишь бы не видеть таких глаз вот у Наташки. Ну, что скажешь, дочь? Как тебе мой план? А завтра ты сможешь поехать? Посмотрите! Ну, все, все, как я хотел. Вот он, Оксюмарон. Находка. Гремучий коктейль приземленного и неземного. Да-да. Как раз то, что нужно для журнала в стиле фэнтези. Дорогуша, шаг назад сделайте. Повернитесь. Отлично! Просто великолепно! Да, это, конечно, несомненная находка. Голубушка, мы вас утверждаем. Скажите остальным, что все свободны. Как вас зовут? Надя. Надя, мы немного поработаем с цветом ваших волос. Вы не против? Ничего экстремального. Ну, немного, так сказать, освежим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень неплохо. Далеко пойдешь? Дядя Петя, домой я пойду. Поздно уже. Эй, эй, куда ты домой? Я тебя сегодня, можно сказать, на ужин приглашаю к себе. У меня вот такие пирожки. Пальчики оближешь. Дядя Петя, я у себя поужинаю. Слушай, что ты там у себя будешь есть в такое время? Ну, я думаю, осталось что-нибудь. Хотя, по-любому, девчонки стащили мои порции уже. Ну, вот именно, стащили, да и съели. Так что, давай, садись. Какая-то упертая. Хотя, упертая, это тоже неплохо. Ладно, давай еще порепетируем. Короче, сейчас. Через все барабаны на тарелку. Через все барабаны на тарелку. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец. Слушай, а ну-ка скажи мне, хочешь в группе играть? Конечно, хочу. А кто меня возьмет-то? Кто возьмет? Девчонки возьмут, ранетки. Шутите? Это же мои кумиры. Ну, знаешь, не сотвори себе кумира. Во-первых, ты молодец, трудолюбивая девчонка. У тебя получается. Я тебе еще тут поднатаскаю, будешь стучать не хуже Лерки. Вы мне такого не говорите, а то я и правда поверю. Ранетки, это же группа крутая. Они в Лужниках играли. А я кто? А ты кто? Ты? Будущая ранетка. Вот так. Думайте. Конечно. Значит так. Сиди здесь, репетируй, никуда не уходи. А я скажу за их руководителем. Он, по-моему, в школе здесь задержался. Давай. Ну что, Степ, чем, думаешь, заняться после школы? Да, думаю, в автотранспортной пойти. Получится, не получится, не знаю. Ну, попытка, не пытка. Не получится, в армию пойду. А почему именно в автотранспортной? Ну, нравится мне во всякой железной требухе ковыряться. Ну, требухе. И мне тоже нравится, кстати. А кем вы работаете? Я? Я автослесарь. И очень хороший автослесарь. Все говорят, золотые руки. Ой, ладно, ладно. Ну, по идее, есть такое. И что интересно, чутье у меня на это железко, как ты говоришь, в требухе ковыряться. А может, вы меня к себе возьмете под мастерие? Да нет, Степ. Ты сначала высшее образование получил. Ты знаешь, как я в жизни без него намалился? Вот дурак был то, что не стал ничего заканчивать. А теперь у меня, знаешь, есть такая пословица. Теперь у меня два чина. Дурак и дурачина. Это ж любимый поговорок моей мамы. Слушай, ты поняла, что это было? Привет какой-то. Может быть, это розыгрыш? Да вряд ли. Они с ней о контракте говорили. Ты можешь себе представить, что мы им не подошли, а какая-то лохудра деревенская, то, что надо. Не переживай. Может, они парад уродов собрались делать. Могу себе представить, что будет, когда наши узнают. Просто обсмеют. Да, взяли крокодила на свою голову. Слушай, давай договоримся, что мы о этой Надькиной звездной карьере никому ни слова. Конечно, Стас Гудслун точно не должен знать. Значит, пока мы никому ни слова, а там видно будет. Слушай, у меня голова кружится. Я хорошо выгляжу. Да вроде ничего, нормально. Вот это хорошо. Тогда пошли стресс мороженую заедать. Пойдем. Ильич, хватит ерундой заниматься. Дело есть. Ну, вообще-то я рефераты проверяю. Мне за эту ерунду деньги платят. Скоро ты про свои деньги и думать забудешь. Работать будешь только для души. Вы что, клад нашли? Нашел. А вы где, в цветочном горшке? В спортзале. Пойдем покажу. Дядь Петь, мне правда некогда. Уже вечер на дворе. Мне тут еще сидеть и сидеть. Много ты тут высидишь. Я такую девчонку нашел. Чистый клад. Я уже все посчитал. Ранетки с ней на мировой уровень выйдут. Концерты по всей... Ну, ты понимаешь, гонорары наши с тобой будут... Да нету ранеток. Ну, что они безударных? Есть ранетки. Есть ударные. Там внизу такая девчонка сидит. Золото. Чувство ритма как... Как у меня. Только лучше. Пойдем покажу. А, так... Ну, пойдемте. Посмотрим ваше юное дарование. Куда это ты собралась на ночь, Глент? В ночной клуб пойду. Хорош заливать-то. Да ладно. Я к Ленке. У нее останусь ночевать. С чего это вдруг? Ну, что? У Ленки прикольно. Тем более, дядя Вася будет где разместиться. Ага. Выселили. Не выселили, я сама предложила. Кстати, как он тебе? Нормальный мужик. И все? Я думала, он тебе понравился. Не, ну почему же? Понравился. Хороший мужик, правильные вещи говорить. Да и на молодежь не гонит. Ты мне тоже понравился. Ладно, пойдем. Проводишь меня до Ленки. Ой, за тобой глаз да глаз. А ты, правда, в ночной клуб соберешься. Пойдем. Ну, здорово, молодой дарование. Давай, показывай, чем ты тут, дядя Петюк, к себе так расположил. Нюта, спокойно. Это он с виду такой строгий. На самом деле нормальный мужик. Спасибо за лестный отзыв. Меня зовут Игорь Ильич. Я руководитель ранее. Так слышала про такую группу? Слышала. Ну, что-то она для барабанщицы как-то тиховато. Нюта. Ну-ка, давай нам по всем барабанам с тарелочкой. Это только два дня репетируем. Два дня. Два дня? Да ладно, молодцы. Ну, ты-то сама понимаешь, какая ты молодец. Ну, может, она не понимает, но зато я понимаю. Ну что, возьметесь ее поднатаскать? Да и еще бы с удовольствием. Сейчас у меня как раз очень много свободного времени, особенно по вечерам. Так что поднатаскаем. Ну что, будем делать из тебя новую ранетку. Согласна? Согласна. Ну, а вам, дядя Петя, особая благодарность. Да ладно. А ну-ка, Нюта, давай нам что-нибудь еще по заковыристое, с тарелочкой. Поехали. А? Не надо работать. Смотри, а нога. Ну, давай. За детей. Ну, я сегодня, когда ребят его видел, дома не выдержу, расплачусь. Хороший парень, Степка. Правильный такой, настоящий, да? Я на него сегодня смотрел и себя в детстве видел. Вот такой же. И ведь я тоже без отца рос. Да вы себя не вините. Степка хороший парень. Хулиганистый немножко, но на то он и мальчишка. А еще он очень открытый, честный и добрый человек. Да знаешь, Василий, когда Нюта с ним, мне прям на душе спокойнее. Да, я очень рада, что они встречаются. Ну чего, поникли. Все хорошо будет. Ну, а ты что? Да что тут бабник, он и все дела. Ой, там у тебя Степнов не такой. Ань, я тоже раньше так думала. Потом смотрю, быстро он утешается. Тоже мне звезда экрана. Окружился этот тетками и доволен. Может, это они его окружили? Все теснее, сжимая круг. Ань, не смешно. Я верила в него. Думала, что он настоящий, верный, надежный. Ему все эти долгие отношения никуда не впились. Ленок, к тебе пришли. Наверное, Степнов. Ленок на помине. Здрасте. Здрасте. Девчонки, извините, что так поздно, но дело до утра не терпит. А что случилось? Да сейчас, слава богу, ничего, но пришел тут тебя спросить. Не знаешь ли ты, как мне Юру найти? Юру? Так, дядь Борь, Юра же это... Блин, Анек, ты еще не в курсе. Женя, ты что ли клавиши утащила? Вы репетировать начали? С кем репетировать-то? Раняток больше нет. Я их одолжила. На время. Как? А сама? Ты же каждый вечер играешь. Как же ты теперь без музыки? Глупости все. Буду делом заниматься. К поступлению готовиться, учиться. Ну и правильно. А в какой институт будешь поступать? На юристоках хотела? Угу. Юридическую академию. Как ты хотел. Да ладно, Жень. С такой профессией нигде не пропадешь. Угу. А все эти игрульки, звезды тетрады, все это полное детство. Надо о деле думать. Да, это папа? Не пропадем, Жень. Вот это да. Ничего себе Юрка дает. И что же теперь делать? Ой. Да на Наташку он больно смотреть. Я подумал, была не была. Пойду в Швейцарию, разочью там Юру, не знаю. Поговорю с ним, что ли. Вы думаете, он станет вас слушать? Да я не думаю. Я чувствую, что Наташке больше жизни не будет. Она и сейчас уже готова на край света. Только что лучше я. У меня хоть гражданство есть. А у нее и виза давно закончилась. А у нас без визы на край света и не пускают. Ну, хорошо. Я сейчас позвоню родителям и спрошу, где его найти. Знаете что, Аня? Меня все дниутай зовут. Да, серьезно? Очень красивое имя, хорошее. Нюта, то, что вы продемонстрировали сейчас в зале, это было очень, очень хорошо. Спасибо, это все дядя Петя. Да ладно, дядя Петя, не прибедняйся, не люблю я этого. Таланта девахи. Это правда. Но одного таланта мало. Нужно еще тренироваться. Репетировать долго и нудно. Чего ж нудно? Мне нравится. Целыми днями бы за установкой сидела. Значит, толк будет. Ну что, в таком случае, может быть, еще пойдем устроим один сет. Игорь Ильич, какой еще сет? Да вы что, чай стынет, пирожки ждут. Попробуйте, во рту тают. Какие красивые. Да, главное, вкусные. Давай, 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 берите. А побарабанить мы всегда успеем. Мам, ты чего стал ковкопанная? Давай, руки мой и иди ужинай. Мама, я фотомодель. Очень приятно. А я китайский летчик. Ешь, иди. Мам, я серьезно. Я на кастинг ходила. Меня девочки посмотреть взяли. Ну, наши девочки королевишны. И чего? Ну, и что, они не понравились, а я понравилась. Мне сказали, интересное лицо, украшение журнала. Правда, что ли? Ой, радость-то какая. Надька, заживем. Поперла нам. Держись, столица гущины в городе. Да не тряси ты так, а. И без тебя голова кругом идет. Столько за один день навалилась. Да и мама твоя без дела не сидела. Оба хахали мои заявились. Хвостом виляли, прощения просили. Но только куда им теперь? До нас, до фотомоделей. Мы теперь будем из олигархов женихов убирать. А как же детки? Пусть пока будут. Мне писательушка больше по нраву. И осанистый такой, и квартирку имеет. Ты ж говорила, гол как сокол. Это он меня так проверял. Да за что боролся, на то и напоролся. Куда ему против меня интриги плести? Ой, мам, а вы что, с тобой встречаться будете? Не знаю. Завтра в гости наведаюсь и поглядим. Что у нас там на ужин, мам? Э, нет. Теперь тебе на ночь трескать нельзя, а то на обложку не поместишься. Ой, мам, ну я же есть хочу. Перехочешь. А сколько денег заплатят, сказали, а? Ну, мы еще контракт не обсуждали. Ишь ты, контракт у нее, сокровище ты мое. Ты посмотри, не продешеви. Гущины за копейки лицом торговать не будут. Ну, пойдем, дам тебе пирожок какой-никакой, низкокалорийный. Вот адрес. Мама сказала, что его несложно найти. А это что, клиника какая-то? Ну, не совсем. Это научно-медицинский центр. А на его базе больные создали какое-то общество творческое, что ли. Я не расслышала. Плохая связь была. Ой, я по телевизору в передаче про такое центры видела. Там больные, чтобы отличить от болезни, ну, общаются и спектакли ставят. Ну, спасибо тебе, Лена. А то, не знаю, что б я без тебя и делал. Ходил бы там, бродил по Цюриху. Ждал у моря погоды. Да не за что. И вам спасибо. Да мне-то за что. Ну, за Наташку и за то, что вы такой офигенный папа. Мама, спасибо. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Деньги. Взял. Документы. Взял. Все взял. Не первый раз лечу. Пап, скажи Юрию. Ты не переживай, дочь. Ну, найду я, что ему сказать. Или, может, ты сама хочешь что-нибудь от себя передать? Ну, хорошо, напиши ему записку. Нет, пап. Скажи, что я по-прежнему его люблю. Ой, ну скажу. Ну, конечно же, скажу. Ну. Ну все. Пока. Мам, ты что это готовить делась? У нас что, гости будут? Нет, это я на вынос. Пойду писателя-фантаста задабривать. А-а-а. Очень шесть, что я не могу пойти с тобой. Ну, очень мне интересно, как ты будешь с ним разговаривать. Ну-ка. Слушай, а ты вот с соли побольше насыпь, скажешь, что влюбилась. Молодец, учишься. Только я и без тебя знаю, что сказать. У меня экспромтом лучше получается. Ясно? Ясно. А квартира-то у него большая? Не знаю. Вот сегодня выясню. Кто это? Нет. Сходи взгляни. Осторожненько. Мам, это твой второй дедун. Только у него с лицом что-то, он прям на себя не похож. Скажи, что меня нет и сегодня не будет. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не отъел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не отъел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Здравствуйте. Добрый день. Мама дома? Не, маму нету. А где она, не знаешь? А она это, в парикмахерскую пошла голову красить. Зачем? Она и так прекрасно выглядит. В таком случае, передай ей, пожалуйста, вот это. И скажи, что я еще зайду. Хорошо, конечно. Не забудь. Да, вот так. Нужно было Юрке что-нибудь на память передать. Ну, я думаю, у тебя будет такая возможность. А скоро папа будет в этом центре? Ну, не знаю, может, завтра к вечеру. Долго придется волноваться. О чем? Ну, о том, как они там встретятся. Наташа, давай с тобой вот как договоримся. Волноваться ты начнешь завтра, где-то в районе обеда. Ты же понимаешь, что сейчас это бессмысленно. Мам, сама знаешь, это невозможно. Наташа, слушай, что я вспомнила. Завтра ведь премьера фильма. Ты есть в титрах? Нет, только папа. Нет, но все равно интересно, чтобы смотреть. Пойдешь? Ну да, Ленка обещала с пригласительными помочь. Это тебе? Ну и что ты ржешь? Мам, похоже, что дизун воспользовался рецептом конька-грабонька. Не поняла. Он себе башку покрасил. Да ладно? Не может быть! Правда, что ли? Ну даёт! Ты видишь, что любовь ко мне с мужчинами делает, да? Хочет казаться малыш. Значит так, когда бы он ни переходил, меня для него нет. Ясно? Ясно. Вот клоун, насмешил. Лень мне что-то готовить стала. Ладно, по дороге с кулинарией куплю пирогов и скажу, что домашние. Вот и правильно. А то я есть хочу. Ты чего? Миша, я всё про сына своего думаю. Да. Как всё-таки вы с ним похожи? Это просто фантастика. Хотя всё логично, он же твой сын. Сын-то сын, но я же его не воспитывал. Ну, знаешь, такие вещи в крови. Наверное. Послушай, раз уж вы с ним поладили, может, скажешь ему правду? Нет, тут торопиться не стоит. Я ведь не знаю, что обо мне его мать скажет. Я не хочу, чтобы они из-за меня с матерью ругались. Ну, хорошо, тогда сначала с ней поговори. Кстати, я об этом думал. Вот сейчас кофейку допью и пойду. Ещё одну чашечку выпью и пойду. Привет, девчонки. Здрасте. Здрасте. Чего ты такая уставшая? А так, не выспалась. Ага, понятно. Надеюсь, это не помешает вам всем четверём сегодня собраться в актовом зале. Зачем? Как зачем? Репетировать. Без ударника. Так, кто у нас творческие руководители группы? Ну, вы. Тот же. Так что сегодня после уроков как штык и другим передайте. Приказ ясен? Ясен. Отлично. Да. Ну, до вечера. Добрый день. Здравствуйте. Вы к кому? Я к Викторе Дмитриевне. Она у вас здесь учитель инфраструктуры работает. Я знаю, кто и кем у нас тут работает. А вы ей кто? Вообще старознакомый. Ага. Ну, если знакомый, подождите здесь. По школе вам перемещаться нельзя. Стёпин, иди сюда. Значит, сгоняй спортзал, позови ей Викторию Дмитриевну. Вот так. Давай. Скажи ей, пришли тут к ней. А вы, извиняюсь, давно Викусю знаете? Давно. А у вас так все в школе разговаривают с другими? Ну, типа, Викуся и Руси. Да нет, конечно, что вы. Я просто Викусю очень давно знаю. Ещё у вас пионерлагеря. В пионерлагеря? Да. Двадцать лет назад. А вот здесь вот встретились, представляете? Вот здесь. Я ж тогда после школы сразу в погранцы ушёл. Она там с каким-то уголовником связалась. Он ей всю жизнь испортил. А вы откуда знаете? Да она мне сама рассказывала. Так что, если бы не этот козёл, мы бы с ней, может быть, душа в душу бы жили. Мне, пожалуйста, пять пирожков с мясом. Эти четыре последние. Ну, давайте все. Ой, а что значит все? Я эти пироги беру, я. И пакет апельсинового сока. Вы что, не слышали? Это мои пироги. Мужчина перед вами стоял. Ну, мужчина, уступите даме место, в конце концов. Вы же ещё не заплатили. А с чего я должен тебе уступать? О! Это ты? Сколько себе? Да. Сто сорок шесть рублей. Ну и куда тебе эти пироги? И так уже ряху на него шла снится. Слушай, ты вообще на себя в зеркало смотрела, а? Тоже, между прочим, не стройняшка. Ты ко мной такой. А ты в кровавую. А ну прекратите, я сейчас в милицию вызову. Да вы не волнуйтесь, он сам в милиции. Так, вот вам сто пятьдесят рублей. Сдачу возьмёшь и бе за светофор. Вот это ж женщина, а! О, Вик, вы знакомый. Вик, привет. Он что, наврал? Мне его выгнать? Вик, мне с тобой поговорить надо. Да нет, мы действительно знакомы. А о чём ты хочешь поговорить-то? Ты предлагаешь, мне здесь начать разговаривать? Ну, пойдём ко мне в спортзал. Всё нормально? Да, Петя, всё нормально, не переживай. Мадам! Мадам, вам не тяжело, а? Тоже сумку помочь занести? Ага, сейчас. Знаю, зачем тебе моя сумка. Фиг тебе, они пироги. Я за них заплатила, понял? Да не нужны мне твои пироги. Вот тебе сок не нужен ещё, а? Место сдачи. Чё? Слушай, я тебе по башке не сильно съездила. Да не, нормально. Слушай, вот тебе моя визитка. Если что понадобится, звони. Ха! Гаишник с визиткой. Ну и зачем ты мне уж понадобится? Ну я не знаю, там машину на учёт поставить или техосмотр пройти. Ты что, не видишь? Я пешком хожу, нет у меня машины. Ну, понимаешь, машина это дело наживное. Сегодня нет, завтра есть. Ну ладно, только сок забери. Я женщина честная и мне чужого не надо. Пока. Так позвони! Сегодня мы начнём новую, на мой взгляд, очень интересную тему. Рассмотрим феномен Японии. Извините, пожалуйста, Виктор Львович, можно войти? Прошу. Спасибо. Как вам известно, Япония – крохотное островное государство с населением около 130 миллионов человек. Её национальный валовый продукт составляет 8%. Ты в курсе, что сегодня репетиция? Какая репетиция? Ну вот так, я сама в шоке. Девчонки сказали, что Игорь Ильич всех ждёт после уроков. Ну ладно, мы даже рады. Я думал, вы меня сожрёте из этих клавиш. А что, репетировать-то бы? Да не знаю, я думаю, рассказок сам всё скажет. Анна, мало того, что вы опоздали, вы ещё и лекции читаете. Извините, пожалуйста, Виктор Львович. И Япония занимает третье место по производству после таких субъездержавок. Здравствуйте, Пётр Никонорович. Вы позволите? Конечно, конечно, проходите. Мне кажется, что вот эта вот вещь принадлежит вам. Спасибо. Только вы на Любочку не обижайтесь. Дело в том, что это я её обидел. Не извиняйтесь, вы тут ни при чём. Ну как, то есть ни при чём. Если бы я вёл себя с ней достойно, она бы не отдала мой подарок. То есть вы считаете, что она передарила нам эту вещь на свадьбу, потому что вы её как-то обидели? Не как-то, а очень сильно. Я не поверил этой честной, бескорыстной женщине. Пётр Никонорович, по-моему, вы заблуждаетесь относительно неё. Нет, нет. Вот, держите скорее. А то, наверное, уже остыли. Здравствуйте. А вы что здесь делаете? Я приходила насчёт Лены и уже ухожу. Извините, дамы, я вас на секунду покину. Ничего, ничего, Пётр Никонорович. Я сейчас провожу гостю. У меня как раз к ней имеются кое-какие вопросы насчёт Андрея Васильевича. Как ты посмел вообще сюда явиться, а? Вик, я тебя прошу, не ругайся. Я просто хотел с тобой пообщаться. Да, мне казалось, что мы уже обо всём, о чём могли, поговорили. Разве нет? Ты понимаешь, я приехал в Москву, чтобы увидеть Степана. Вика, я хочу с ним общаться. Раньше надо было хотеть, а теперь уже поздно. Так что давай, поезжай в свой Рыбинск. Я не в Рыбинске живу, я живу в Твери. Да мне всё равно, хоть в Таганроге. Только видеться со своим сыном я тебе не позволю. Ну, эта мать уже погорячилась. Я его видел и общался. Как ты посмела. Мика, он классный парень. Ты не переживай, я ему ничего не сказал, что я его отец. Я просто хотел с тобой поговорить, что делать. Ну, спасибо тебе. Слава Богу, что хоть ума охватило. А теперь уезжай. И чтобы больше ни ему, ни мне на глаза не показывался. Ты что, старику, про меня не говоришь? Ты меня наплела. Ничего я не наплела. Ну, конечно, тоже мне интеллигенция. Только нос задираете, дескать, нет на вас греха. А сами в каждой бочке затычка. Ты дрянь такая, скажи мне. Ты зачем к старику приходила? Не смейте со мной так разговаривать. Я тебе сейчас посмею. На сто лет вперёд запомнишь, как в мою жизнь соваться. Какое вам дело вообще? Я вам деньги отдала? Что вам от меня ещё надо? Подбирайте выражения. Ведёте себя, как баба базарная. А про слово «совесть» вообще, наверное, никогда не слышали. Мне стыдно за вас. Ишь ты совестливая какая. Ты школьников своих учи в школе. Поняла? А если кому-нибудь будешь про меня на уши лапшу вешать, пожалеешь. А, Зоя Семёновна? Зоенька уже ушла. Ну что мы с вами стоим? Давайте пойдём на кухню. Пироги есть. А то уже остыли, наверное. Ну, репетиция, ведь это же хорошо, разве нет? Да понятно, что хорошо. Но всё равно как-то странно. Да ладно, чего уж тут гадать. Вечером встретитесь, разберётесь. О, кстати, я тут твоего дядьку только что видел. Да. А что это он тут делал? Ты, наверное, обознался. Да нет, это точно он. Может, он к тебе заходил? Стёк, ты знаешь, я у Ленки тетрадку с домашним заданием оставила. Нужно срочно забрать. Давай, увидимся, ладно? Увидимся. Вот напекла с мясом. Решила, что настоящие мужчины любят с мясом. Конечно, тем более домашние. А у меня для вас тоже сюрприз. Надеюсь, ордер на квартиру. Обожаю сюрпризы. Вот. На завтра билеты в кино. В кино? Очень романтично. И не просто кино, а премьера фильма по моему сценарию. Вот это да. И посвящаю эту премьеру вам. Ой, ну, ну хватит. Всё, вы меня уже прям совсем засмущали. Всё, хватит. Давайте чай пить. Давай. А то пирожки потом совсем остынут. Будем холодные есть. Ой, Виктория Дмитриевна, здрасте. Ань, мне сейчас некогда с тобой разговаривать. А вы виделись с Василием Александровичем? Я видела, он из школы выходил. Так вот, откуда он знает про Стёпу. А я-то всё гадала. Виктория Дмитриевна, я не знаю, чем ваш разговор закончился, но судья... Послушай, девочка. Я, конечно, была рада тому, что ты встречаешься с моим сыном. Я думала, что ты хорошо на него влияешь. Но это уже ни в какие ворота не везет. Всему есть свой предел. Я просто хотела... Так что не суй свой нос, куда не просят. Но ведь со Стёпой вы тоже не просили меня общаться. Да не строй из себя дурочку. Ты поняла, о чём я говорю. Лена-то в школе? А где же мне ещё быть-то? Ну, не знаю. Вы вроде ссорились, может, разъехались? Мы даже если и поссоримся, разъезжаться-то нам некуда. Я квартиру-то сдаю. Ой, смелый вы человек. Почему? Ну, в наше неспокойное время сдавать квартиру. Да нет, Люба. Жильцы очень культурные и живут уже давно. Да знаю я этих культурных. Пока живут, они культурные. А как начнут уезжать, так и паркет поцарапан, и сантехника течёт, и на окнах краска облупилась, и ещё по межгороду тысяч на пять долгов. Да нет, они и правда хорошие. И потом ни паркету, ни окнам ничего не угрожает. Там у меня ламинат и стеклопакеты пластиковые. И ремонт я сделал основательный, специально, чтобы сдать. Так что волноваться нечего. И потом вы не думайте, что вы одна такая осторожная. Я очень долго выбирал жильцов. Ну вот теперь-то я вижу, вы человек крайне разумный. А на ремонт много потратили, а? Метраж у квартиры большой. Физкульт, привет бывшим коллегам. Ого, Виктор Михайлович, как там у вас дела в Голливуде? В Голливуде всё отлично. Вот, собственно, пришёл отчитаться. Жаль, что Савченко нет. Ну, можете отчитаться мне. В общем, завтра у меня премьерный показ. Я вас всех торжественно приглашаю. Любовь и звёзды. Думаете, стоящий фильм? Надо сходить? Людмила Фёдоровна, не смущайте человека. Я думаю, мы все пойдём, правда? Поздравляю с дебютом. Мы в вас просто не сомневались даже. Спасибо, спасибо. Ну, вот, в общем, жду вас всех завтра. Пойду, а то мне столько билетов надо раздать. Спасибо вам ещё раз. Леночка, здравствуй. Можно тебя на минутку? Здравствуйте, Зоя Семёновна. Конечно, можно. Я, ты знаешь, забегала к вам сегодня ненадолго. Отдать твоему деду кое-какую вещицу. Даже догадываюсь, какую. Кулон? Да, но дело не в этом. Ты знаешь, кого я там встретила? Да, уже догадываюсь. Любовь Света Кирилловна. Дед влюбился, ничего не соображает и никого не слушает. Ну, в том, что он влюблён, как раз ничего зазорного нет. Здесь дело в другом. Грешно, конечно, плохо говорить о людях, но, ты знаешь, мне кажется, эта женщина твоего деда совсем не любит. Да ладно, Зоя Семёновна, чего стесняться? Ей нужна его квартира. Значит, ты тоже всё понимаешь? Ну, конечно. Я образумить его пыталась. Дохлый номер. Пожалуйста, не волнуйся. Мы вместе что-нибудь придумаем. Спасибо. А то я прям уже не знала, как от неё избавиться. Ну что, друзья, как говорится, спасибо этому дому, пойдём к другому. Ну уж, Василий, будете в Москве непременно заходить. Ну уж теперь обязательно. Мы вроде теперь как с вами родня. Бывай, брат. Жалко, что ничего не вышло, но... Идея была хорошая. Мишка, ну что ж я сделаю, если его мать против? Я её понимаю. А может, нужно было всё-таки Стёпе сказать, что вы его отец? Если Вика против, я против неё не пойду. Я и так ей всю жизнь сломал. Да ладно, ребят, ну чего же об этом? Вам огромное спасибо. И Анечке огромный от меня привет. Ведь если б не она, я ведь так с Осёной бы не познакомился. Да это точно. Ладно, поехал я. Ну всё, счастливо. Счастливо. До свидания. Я открываю дверь с ноги в опустевший класс. От того, что я вижу, сразу дёргается глаз. Почему? Потому что в полнейшей тоске Гуцул белым мелом скрипит по доске. Ну что творишь-то? А что ты про меня фигню всякую читаешь? Там про меня не было написано. Ну сейчас-то ты скрипишь. Где ты вообще-то фигон откопал? У друга. А, понятно, почему он тебе её отдал. Наверное, соседи в милицию нажаловались. Да ну вас, блин, я только осваиваюсь. Да ладно, шутим мы, играй как можешь. Это же репетиция. А друга в армию забрали. Вот и отдал. И ты, Колян, не стесняйся. Ну мы же все отлично знаем, что ты музыкалку окончил. Ну и закончил, подумаешь. Ну давай что-нибудь забацать для нас. Ну давай. Ну давай, сыграй, ну что-нибудь. Ну а что сыграть-то? Да что угодно. Только не Мурку. Привет, Леон. Привет. Слушай, у нас завтра премьера. Я вот тебе билеты принес. А почему так много? Тебе и девчонкам. Спасибо, но дед нам уже раздал. Ну все равно возьми. У меня некому, а ты друзей пригласишь. Придешь? Приду. Я очень рад. А Кристина там тоже будет? Ну, конечно, она же там тебя играет. Ладно. До завтра. До завтра. Миш. Ну что ты о нем думаешь-то? Что тут думать? Жалко его, конечно. Ну, ничего не поделаешь. Почему? А мы никак не можем ему помочь, а? Да как тут поможешь? Мы сделали все, что могли. Соваться в чужие отношения дело неблагодарное. Ира. Да. Ты меня отвлекаешь. Прости, пожалуйста. Я больше не буду. Кстати, а чем это ты занят, а? Между прочим, кто-то отдыхать собирался. Я работаю над Черногорским проектом. А, Мишка, ты собираешься его выиграть? И мы поймем в Черногорию. Время покажет. Хотя в таких условиях даже тендер на дачный туалет заработать сложно. Ну, хорошо. Молчу. Да дело не в тебе. Компьютер слабоват. На работе машина будет помощнее. А что, прикольно? Мне тоже понравилось. Только Гуцелла опять какие-то неприличные звуки издавала на свои шарманки. Слушай, отвали, это не я. Привет коллегам музыкальному по цеху. Здрасте. Привет. Ну, я смотрю, вы уже закончили? Вообще-то нет. Ну, на самом деле, мне уже на работу пора, так что давайте сворачиваться. Как поиграли? Нормально, начинающая группа. Так, кто со мной? Я. Я. Колян, а ты что, не идешь, что ли? Мы же одна группа. Да иду я, иду. Вот. Ну, надо же, Степанова звезда. Вот кто бы мог подумать. Ну, да уж. И главные роли сразу занялась. Светочка, неужели ты пойдешь на премьеру? Конечно. Он же всех пригласил. Ну, ты же не все, Светлана. Ты же, ты высокоинтеллектуальная девушка, воспитанная на классической литературе. Неужели ты опустишься до такого уровня? Если я вас правильно поняла, Мирослав Николаевич, вы решили бойкотировать приглашение Виктора Михайловича, да еще прикрываетесь мещанскими рассуждениями о низких и высоких жанрах в искусстве. Нет, не прикрываюсь. И ничего еще не решил. Просто если вы пойдете, то я с вами. На блокбастер? Это же не драма Тургенева. Ну, Светочка, ну, при чем здесь блокбастер? Зачем вы так со мной? Я могу смотреть блокбастеры, просто не все блокбастеры одинаково полезны. Ну что, девчонки, так и будем в галделки играть или, может, возьмем инструменты? А смысл? Репетировать. Игорь Ильич, может, мы чего-то не понимаем, но у нас нет барабанщика. Или вы теперь за него? Ладно. Не буду вас больше мучить. Вы давайте настраивайте инструменты, а я пойду приведу вам барабанщика. Откуда приведете? С вахты. Если вы о дяде Пете, то мне кажется, это не очень хорошая идея. Нет, он, конечно, классный, но смотримся мы вместе очень странно. Как три поросенка и серый волк. О, а давайте переименуем группу в три поросенка. И в масках будем играть. Ничего вам не придется переименовывать. Ждите, через пять минут я буду. Интриган. Ладно, давайте настраиваться. Ну да, а то сейчас приведут какого-нибудь ринга старая. Мне очень хочется облажаться. Это разминаю, разминаю. Теперь поехали в одну сторону, в одну. В другую сторону, в другую сторону. В другую сторону. Нют, ты чего как неживая? Я боюсь. Чего? Ну как, это же мои кумиры. А, ну кумиры. Зато какой у тебя учитель. Петр Степанович. Так что не дрейфь. После репетиции приходи, мы с тобой чайку с пирожками выпьем. Теперь каждый палец разминаем. Ну, что, готовы к труду и обороне, а? Да готовы, конечно. Так и рвется играть. Отлично. Смелость города берет. Пойдем. Нюта, давай. Ой, что ж ты своим гостям стойку не протрешь? Они у меня непривередливые. Но нам все равно очень приятно. Да, Коль? Да мне все равно. Ну что же вы меня не поздравляете? Или ваши девочки вам ничего не сказали? Про что? Ну и про касты вчерашний. А что же там было интересного? Ой, лучше я не буду рассказывать, а то еще обидятся. Вы сами спросите у них. Тебя выбрали, что ли? Ну, так. Поздравляю. Вот, что ты бросилась стойку-то протирать, да? Ладно, Гуцул, забей. Давай лучше на девчонками припоколимся, когда они из туалета вернутся. Ты что, сбрендил, что ли? Не надо с огнем играть, не... Зато прикинь, какие у них лица будут. А вот и мы. Девчонки. А я тут вот что вспомнил-то. Как вчера ваш кастинг-то прошел? Ммм... Да фигня всякая. Нечего даже рассказать. Ты режиссер какой-то, транссексуал, по-моему. А вот Наденька нам поведала, что кастинг был просто улетным. И условия контракта ей, ну, очень понравились. Ну, девчонки, знакомьтесь. Это ваш новый барабанщик. Здравствуйте, я Нюта. Привет. Ну, это, конечно, не Петр Степанович. Ну что, ну, вы же музыканты. Что вам разговаривали? Давайте, может, вы сыграете что-нибудь вместе, а? Ну, а что ты умеешь? Ну, вообще-то я знаю все ваши песни, но репетировала чемпиона любви. Ну, давай садись. Я? Ну, а кто же еще? Мы вообще-то без тебя играть не можем. Ну, ладно. Ну, ладно. Делай за меня все, что хочется И не думай, что когда-нибудь кончится Все, что про любовь, это вечное Неизменно и никем не замечено Где есть радуга, не разгаданно Мы бежим туда, значит, так надо нам А награда, что мы еще не знаем Ведь мы с тобой чемпионы любви И мы с тобой в этом мире одни Наликто, наликто от любви Чтоб никто не смог узнать И мы с тобой в этом мире одни Ведь мы с тобой чемпионы Ох, Андрюша, что твоя Вернее, теперь уже наша родственница творит Так Что на этот раз? Она за Кулемина замуж собралась Подожди За дедушку Лены Кулеминой? Угу Вот ведь неуемная, а Я сегодня с ним разговаривала Думаю, нам надо вмешаться Потому что сам он ни в чем разобраться не сможет В конце концов она покажет ему свое истинное лицо Ой, боюсь, что будет поздно Думаю, Кулемину надо помочь Судя по тому, как ты это говоришь У тебя уже и план какой-то есть А давай ты скажешь, что в квартире произошло убийство Поэтому она опечатана Пока идет следствие Зонька, я знаю, что у тебя богатое воображение Но вообще-то это противозаконно И мы с тобой в этом мире одни Мы далеко, далеко от других Чтоб никто не смог узнать И мы с тобой в этом мире одни Ведь мы с тобой чемпионы любви Никогда, никогда, никогда никому Нас не догнать Ну, я не знаю, по-моему, очень хорошо А вам как? Вы, конечно, извините, Игорь Ильич Но, по-моему, вообще не вариант Это почему же не вариант? Нюта репетировала всего три дня Но уже, смотрите, какой прогресс, а? Да ладно, Игорь Ильич Не надо меня защищать Я сама все понимаю Нюта, постой! Женька, по-моему, уже чересчур Ну, а что мне нужно было ей сказать? Мы перезвоним вам завтра Не чувствуешь фальшь? Да чувствую Все равно как-то коряенько получилось Подумаешь Нашла, чем гордиться Ты журнал какой-то задрипанный А вы вообще видели мою портфолио? Я, между прочим, снимала для самых крутых глянцевых журналов Платами запасной модели А что, все время эти картинки с собой таскаешь? Конечно! Я без портфолио с дома не выхожу И я тоже, кстати! Ну, давай посмотрим Только пальцами не залапайте Слушайте, девчонки 21 век на дворе А что вы с бумажками-то бегаете? Откуда мы знаем, Коль, где встретить продюсера? Вдруг здесь в кафе А компьютера с собой нет Вот, пожалуйста, портфолио Продюсеры в кафе Ты прикинь, мы с тобой такие два продюсера Это как-то не то, да? Это как-то жалостливо Ну, это совсем не натурально, да? Не-не, все не то А вот девушка без портфолио Давайте к нам, девушка Так, все, отдайте, хватит И мое тоже Давай Тоже мне Мы-то знаем, как она себе дорогу прокладывает Ой, ты хочешь сказать, что она продюсеру в глазки стреляет? А то и больше Мы-то сразу ушли И кто знает, чем они там занимались Милые дамы Ты же там тут твердили, что режиссер-то был Какой-то сексуал А ей-то какая разница? Языки у вас без костей Так как бы вам потом не пожалеть о своих словах? Ой-ой-ой, как страшно! Страшно! Не догнал Неужели она вам действительно так уж прям не понравилась? Мне нет Мне, если честно, тоже не очень Но она ведь действительно с нуля выучила эту вашу песню за три дня Представляете, за неделю каких бы результатов она добилась? У меня нет настроения для таких экспериментов Все равно зря вы ее обидели А что еще нам нужно было ей сказать? Ну, не знаю Сыграли бы еще раз Она хоть паб выклась бы Таким людям, как она, очень сложно в обществе дорогу себе пробивать Каким таким? Деддомовская Так а что же вы нам сразу не сказали? Развели тут интриги Мы ждали, что придет какая-нибудь суперзвезда Ну да Сплоховал ей Нужно было предупредить Ладно, девчонки Давайте собрать инструмент Привет Добрый день Над чем трудишься? Да вот, черногорский проект Есть успехи? Да даже не знаю Идеи-то много, а вот все они какие-то типовые получаются А нужно что-то экстраординарное Мне кажется, здесь что-то нужно стилизованное Подсредневековый замок Во всяком случае, что-то из природного камня Наверное, ты прав Спасибо Не за что А что ты так идеи-нибудь разбрасываешься? Сам-то ты участвуешь в тендере? У меня этих идей, как грязи Все равно я ведь все сделать не успею Угу Ясно Ну что? Довели юное дарование? Дядя Петя, а где ее теперь найти? Не знаю Выбежала отсюда вся в слезах, как ошпаренная А у вас есть ее телефон? Откуда? У детдомовской девчонки телефон Я ей там еды притащила Она А из какого она детдома? Не знаю Я даже фамилии у нее не спросил Может вернется? Ты бы вернулась Да, нехорошо получилось Петр Степанович, простите нас, пожалуйста Девчонки Что вы у меня прощения просите? Вы же не мне гадости наговорили Понимать же надо Да Но вряд ли она вернется Девчонки Доча, привет Ты что это веселая такая? Аж противно А чего мне не радоваться? Меня мой писатель-фантаст пригласил завтра на премьеру своего фильма Поздравляю А тебя что, обидел кто-нибудь? Мне, слушай, премию на работе дали Ой, а я бы не взяла такую премию Очень смешно А чего? Сама извишь, когда тебе нормальные вопросы задают? А это что за альбомы? Портфолио Чего? Слушай, мам, ну ты вообще колхоз Фотографии специальные для кастингов Мне тоже надо сделать Я же теперь фотомодель А, а эти где взяла? У принцесс наших Мне такое же сделать надо Видишь, Женька, нельзя быть такими категоричными Понимаешь, когда рассказываю, что он придет новую ударницу Я почему-то подумала, что с ним в спортзал войдет вторая Лера Да, так же подумала Да А если подумать, Мютка играла в принципе неплохо В принципе, да Ну а что, что за нее не заступилась? Не знаю Верку вспомнила Я тоже Поэтому я промолчала Не хотела против всех идти Видимо, против меня одной Ну, вдруг еще найдем и нет Ну а как, Наташ? У нас никакой информации Даже фотографии нет Да Остается только надеяться, что она сама вернется Слушай, Лен Я тебе вчера пригласительные давал У тебя случайно не осталось лишнего билетика? Есть, а сколько тебе нужно? Да мне один нужно Я приятеля забыл пригласить На, вот мне Степнов сегодня вручил Мне некого приглашать Хочешь, все забери Да нет, мне нужен только один Ну смотри А то я остальные завтра в школе раздам Ну и раздавай Привет, доченька Привет А Степин папа уже уехал Я знаю Ты что, его встретила? Да нет, я просто подозревала, что так и будет Почему? Ну потому что Виктория Дмитриевна Наотрез отказалась его и видеть, и слышать Аня, ты только не переживай Потому что ты все сделала правильно, слышишь? Ты знаешь, есть такие люди Которых не переубедишь Как не старайся? Да я не переживай Я просто устала очень Ну тогда пойдем Я тебя ужином кормить буду А папа где? На работе Придет вечером поздно Подожди, он уже собирался отдыхать Я сама ничего не понимаю Уже в своем новом проекте с головой Вот дает Знаешь, между прочим Благодаря этому проекту новому У нас в жизни могут быть большие перемены Ты меня пугаешь Ничего не пугаешь Пугаешь Нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, тебе можно? Привет А что это ты за мной зашел? Мы же вроде не договаривались Ну, мне у твоего дядьки кое-что надо спросить Да? А что? Ну, там про мотоциклы Про что? Ну, про мотоциклы Он же ведь в этом сечет Раз в автосервисе работает Ну, сечет, наверное Только его нет А где он? Он уехал Жаль А он тебе понравился? Ну да, дядька твой Мужик здравый А знаешь Степка Он вообще-то совсем не дядька Да? А кто же тогда? Да так Просто знакомый Он скорее больше к тебе отношения имеет В смысле? Степка Он твой отец Как это Отец? Ведь мы не ангелы Живем мы на земле Дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И, наверное, забыли Что не верим в чудеса По небу плыли мы Неведомо куда И растворились мы Наверно в облаках Ночью крылья Словно птицы Улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю Обещаю Найти Я обещаю Обещаю Найти Я найду тебя Здорово, Платон Привет Что, помнишь, что мы после уроков остаемся? Гуцул, а сегодня же премьера фильма Ты что, не идешь? Какая премьера? Репетировать надо, новую песню прогонять А завтра никак? И завтра тоже Каждый день Учиться, учиться, еще раз учиться Не помню, кто говорил Но абсолютно верно Так что ты тоже в кино не идешь Слушай, я Женьке обещал уже Платон, ты понимаешь Если мы решили этим серьезно заниматься То не надо отбиваться от коллектива Ну договорились же уже Ой Платон, Женьке можно объяснить Что в кино можно сходить в следующий раз Она девочка умная, поймет Сама недавно играла в ансамбле Репетиция для нее святое слово Гуцул, все наши идут Понимаешь, все наши идут сегодня Все наши для тебя теперь Это группа, а остальные пусть идут куда хотят А что, нельзя исключение сделать сегодня? Так, возьми словарь И прочитай там про дисциплину Там очень охотчиво все написано Интересно, почему же он мне ничего не сказал? Ну, у каждого поступка свои причины Или, наверное, просто не хотел, чтобы я знал, кто мой отец Ну, или боялся, что мама будет против Да уж Она бы его, наверное, в порошок стерла Не, наверное, а точно Если уж мне так попало, за то, что я его нашла От кого? От матери моей, что ли? Ну, да Мне Виктория Дмитриевна уже давно все рассказала И ты никому ничего не говорила? Я чужих секретов не выдаю Мам, можно ли я твою сумку сегодня возьму? Еще чего? А я что, с пакетом пойду, как деревенская? Ну, мне в агентство за гонораром надо Гонорар – дело хорошее Только не думай, чтобы он у тебя в карман не поместился Так что без сумки обойдешься Да, и ключи не забудь, меня сегодня вечером не будет Вот и откуда? Идем с дедом на премьеру его фильма Ой, мам, видишь, как здорово получается Я модель А ты с писателями по премьерам ходишь Все, как мы хотели, только квартиры пока своей нет Будет, будет У меня этот дед почти в кармане Ты на тату, чтобы не сглазить Ой А это, наверное, твой помолодевший явился Все, никак не уймется, а Че это он так рано приперся? Ну ты прилип-то, а Надь, избавься от него как-нибудь Как? Ну как? Ну, любым способом Надоел хуже горькой редьки Ну, может, просто дверь не открывать Угу Так он по дверью торчать будет Ну Ну, сделай что-нибудь А сумку свою дашь? Да, да Ишь, ты своего не упустишь Только его не пускай в квартиру Ну почему ты мне сразу ничего не сказал? Ну я думала, у нас секретов друг от друга нету Она попросила никому ничего не говорить Что тут такого? Ну не знаю Наверное, не хочет, чтобы все узнали, какой у нее сын Раздолбай Ты не такой, что я раздолбай Ну она считает меня полным уродом По-моему, ты утрируешь Все время за мной таскается, лечит Ты будешь как отец Даже в школу устроилась, чтобы меня пасти За каждым шагом следит Шмонает сумки, карманы Теперь это еще с отцом видеться не дает Ну зачем ты так про нее? А как еще про нее? У нее эта опека уже вот где Ну просто вы друг друга не понимаете Вот и все И мы с ней И ты с ней Тебе-то ведь тоже от нее влетело? Ну я и правда не в свое дело лезу Ань, да если бы не ты Я бы своего цена никогда бы не увидел Даже на фотографиях Ну а ты не пробовал с ней по душам поговорить? Пробовал, поговорил Получил по башке И как-то желание разговаривать сразу пропало Потому что это тоже не подарок, Степка Значит поздно пить боржон Но выход-то всегда есть Да Пойду поговорю с ней еще раз Получу по башке Ну, мне не привыкать Ладно, подожди, не кипятись А то вы опять с ней поругаетесь Не бойся, не поругаемся Мы и не мирились Ай, пойдем в школу Дядя Пень, ну как вы думаете, куда она могла пойти? Себе в детский дом Куда ей еще податься? А в какой вы не знаете? Я ей анкету заполнить не предлагал Ну хотя бы район знать какой Привет, девчонки Привет Привет А может быть вы знаете маршрутку или номер автобуса? И о транспорте мы с ней не разговаривали Ну о чем вы тогда разговаривали? О музыке, девчонки, о музыке Она просто помешана на музыке А вы ее отфутболили А может быть ее кроме нас в школе еще кто-то знает? Кто ее знать может, кроме меня? Ко мне она приходила, понимаете? Ко мне А теперь все, контакт потерян Привет Здорово Что за столпотворение? Вот, и думаем, как нам Нюту отыскать А все-таки решили ее вернуть Правильно? Правильно-то правильно, только ее сейчас найти надо Девчонки, я придумала Нужно обратиться к папе Леры Он составит ее фоторобот И мы подпишем Нюту, мы тебя ждем Точно, и расклеим на столбах А она себя увидит и найдется По-моему, это вполне реально Мама, что за дела? Что именно? Выражайся яснее Почему я не сказал, что отец приезжал, что он хотел меня видеть? С этим подонком ты общаться не будешь Почему с подонком? Почему у тебя все вокруг подонки? Во-первых, не все А во-вторых, не смей разговаривать со мной таким тоном Я лучше знаю, с кем не общаться, а с кем нет Я уже взрослый Да? Ты взрослый? Только почему ты из милиции не вылезаешь? Да может, я там работать буду Да кому ты там нужен? Ты что думаешь? Там такие оболтусы требуются, которым на все наплевать Потому что они веселье взрослые Ну все, завелась Я думал, ты хоть что-то поймешь А, это вы с отцом все понимаете Только один почему-то в тюрьме А второй не лучше любого уголовника Да что ты заладил? Уголовник, уголовник Ты что, слов других не знаешь? Да я-то знаю Только ты их не слышишь или не понимаешь? Я дура Одна тебе растила Из кожи лезла Всю жизнь на тебя положила И в результате Вместо спасибо Спасибо, если тебе это так важно Только ты мне своим воспитанием достал уже Я хотела, чтобы ты человеком вырос А я кто по-твоему? Ёжик лысый А ты, ты весь в отца Чем отец-то плох? Да, сидел, ну и что? Была с полуроссии сидела Достоевский и тот на каторге был И что? Теперь его в школе проходят? Только отца твоего в школе проходить не будут Разве что в школе милиции Как особо опасного бандита Как ты достала меня уже своими норовоучениями? Если я такой плохой, не сдала бы меня в детдом? Там хотя бы с отцами милиции разрешили Все-таки, мне кажется, идея с фотороботом не очень хорошая Ну почему? Ну, во-первых, расклеенные на столбах бумажки мало кто читает Я всегда читаю К тому же обычно, если такие бумажки расклеены То люди думают, что на них преступники Точно Либо преступник, либо депутат Чтобы за него проголосовали Ну и у Нюты из-за этого могут быть проблемы К тому же, если учесть, что она из детдома, то тем более Ну, тогда идеи кончились Почему кончились? Я считаю, что идея с объявлением очень хорошая Только нужно написать, что у вас будет концерт Точно, и она придет как фанатка А мы ее на сцену вызовем Слушайте, нет, подождите, а как же другие фанаты? Мы же совсем не репетировали, как мы играть будем? Ну, ради Нюты, я считаю, можно пойти и на такой обман Я согласна Я тоже Мы им объясним, и они все поймут Оп! Учитесь Вот что значит человек с высшим образованием И обмануть может, и не обидно Ну, я предлагаю с объявлением пока не торопиться Нюта девочка настырная и может самообъявиться И долго нам ждать? Ну, может быть, до завтра Согласны? Да-да-да Николай Павлович, поздравляю вас У нас в школе опять ЧП и опять СИЗРУКОМ! Что стряслось-то? Что? Я ничего могу говорить Сейчас придет Виктория Дмитриевна и сама вам все скажет И вы все узнаете из первых рук Я попросила ее зайти А вы что, не можете сами объяснить? Не в моих правилах Быть испорченным телефоном Николай Павлович, вызывали? Да-да, проходите, Виктория Дмитриевна Правда, я, собственно говоря, не знаю, в чем дело-то, а? Вот, пожалуйста, Виктория Дмитриевна, объясните нам Что это у нас за последнее время тенденция в школе появилась Когда учителя избивают учеников? Я не понимаю вас, о чем вы, Людмила Федоровна? Вы не понимаете? Я собственными глазами видела Как вы ударили ученика И куда? Куда? По лицу Ах, вот вы о чем Именно Степнов у нас отличился тем же самым Теперь вы? Вы что там? В институте физкультуры? Учат лупить детей? Подождите, может кто-нибудь объяснить, кого ударили? Да я дала пощечину Белутин А, ну тогда понятно Аня, можно тебя на минуту? Что ты хотела? Слушай, ты знаешь, одна из отца? Да, он в Свери живет, два часа автобусом Ну, а у улицы дом? Я на память не помню, сейчас Это записано Вот Спасибо Слушай, подожди, а ты куда? Сейчас же урок В Тверь Позвони, когда едешь Ладно Белута, звонок уже был Прошу прощения, Ирина Ренатовна Мне очень-очень срочно нужно уйти Ну, знаете ли Николай Павлович Так вы знали, что Белута сын Виктории Дмитриевны? Ну, конечно, знал Если Виктория Дмитриевна принесла его документы в школу Интересно А почему мне надо было поставить в известность зауча? Ну, вы знаете, мы так договорились Как бы не афишировать этот факт Ну, может быть, даже скрыть его Хотя, Виктория Дмитриевна, я таких методов не одобряю Ни дома, ни тем более в школе Да я понимаю, Николай Павлович Ну, просто сил уже не хватает Странно А почему вы скрываете-то Что вы со Степаном Родственники? Потому что он вырос оболтусом Хулиганит И меня позорит Вам что? Стыдно? За собственного ребенка? К сожалению Виктория Дмитриевна Мне необходимо Я должна Я обязана с вами поговорить Давайте найдем в школе какое-нибудь укромное местечко И поговорим с вами тет-а-тет Николай Павлович Вы не против, если мы поговорим наедине? Да нет, конечно, ни в коем случае, пожалуйста О, знаете что? Вы оставайтесь здесь А я пойду Я вам так скажу Более укромного места, чем кабинет директора Вам в школе не найти Я гарантирую Сюда никто не придет Спасибо Спасибо, Николай Павлович Вам меня не понять Он такой неуемный У меня просто Мне так тяжело Мне просто сил порой не хватает Что же вы думаете? Я вот сейчас вот здесь вот Обвинять вас буду Вы знаете, мои слова Сейчас, скорее всего, будут похожи больше На исповедь Ведь я была бы очень плохой матерью Вы? Привет, Витя О, добрый день Вы не знаете, где Людмила Федоровна? А, она сейчас будет некоторое время занята Понимаешь, у нее там серьезный разговор С родителями? Ну да, с одним из родителей Понимаешь, там трудный подросток И... А что? Зачем она тебе нужна? У нее урок И, по-моему, скоро звонок Да, скоро звонок А где у нее урок? Одиннадцатый А Одиннадцатый А? Да Вот что мы сделаем Понимаешь, я... Извини Я... Я совершенно не понимала свою дочь Я противилась ее интересам Не хотела вникать ее проблемы А она у меня играла в школьном ансамбле Мне это ужасно не нравилось Господи Да если бы мой Степа играл в школьном ансамбле Я была бы только счастлива Только бы не забирали его в эту милицию постоянно Ну вот видите А меня категорически не устраивали ее увлечения И что, вы заставили ее уйти из группы? Это было совершенно бесполезно У нее мой характер А эти, что называется Нашла коса на камень И в результате мы Так разругались, что Перестали видеться и Не общались Десять лет Десять лет? Представляете? Десять лет Все эти годы мы жили как чужие люди Я не знала, что с моей дочерью Как у нее здоровье Какие у нее проблемы Ну в общем Хотя наверняка она нуждалась в моей поддержке Ну что, вы не пытались восстановить отношения? Она пыталась И не раз Поздравляю, снимки получились великолепные Хм, кто б сомневался Я же фотогеничная Ну, ну, а ты ошибка-то не зазнавайся А я не зазнаюсь, просто знаю себе цель Ваша самоуверенность под мазой Просто восхитительна На, честно заработала В смысле, это что, лохотрон, что ли? Деньги где? О, о, о Прям пошутить нельзя Вот, другое дело Теперь погулять можно как следует А я смотрю, ты не промах Координаты у администратора оставь Мало ли, всякое бывает Вдруг понадобишься Оставлю А где фотки? В монтажной, дизайнер обрабатывает А посмотреть можно? Да без проблем Иди в монтажную и посмотри Угу Ну, и что потом? Что потом? Потом шли годы Она меня простила И опять она Первая сделала шаг Мне навстречу И вы помирились? Помирились И сколько лет прошло Сколько радости Счастья Прошло мимо Сколько не сказано Сколько не сделано А вместо этого сплошные обиды И долгие вечера Одиночество Ну, а вы же теперь не одна Вы вместе Увы Они сейчас уехали за границу С мужем И с моим внуком На постоянное место жительства Так жаль Жаль Очень жаль Это после того, что В общем, начали как-то налаживаться отношения Судьба нас опять развела И что Вы опять Одна? Нет Сейчас я не одна Вы знаете Моя дочь Сделала для меня гораздо больше Чем я для нее Практически после 15 лет Ну, в общем Короче говоря Она Воссоединила меня С моим бывшим Мужем Это Шинский? Да Жень, привет Женечка, прости меня, пожалуйста Сегодня не получится С тобой, например, пойти в кино Почему? У меня репетиция Какая? Да Гуцул сказал, чтобы мы все были В обязательном порядке Совсем забыла, что у вас команда Ну да, репетиция – это аргумент Что, правда? И ты не обижаешься? Нет Что, честно-честно? Ну ладно, Коль Я в кино могу с девчонками сходить Женька, какая ты молодец у меня Спасибо тебе огромное А мы с тобой в кино Обязательно вместе сходим На какой только захочешь Фильм, и ладно? Да ладно, расслабься Главное, что у вас команда И вы репетируете А это хорошо Вот мы с своей группой Вчера, походу, дело Окончательно добили Почему? Рассказыв привел нам Новую Дарницу Нормальная девчонка Играет так себе Но это дело времени Мы взяли и отшили ее Зачем, Жень? Просто тяжело Видеть кого-то на месте Лерки Ну да, понятно Планирование пока запрещено А Лерка из Англии К сожалению, не вернется Да Но мы, к сожалению, слишком поздно Это поняли Хорошо, хоть у вас все нормально И как же вы нашли в себе силы Чтобы начать встречаться С бывшим мужем? Вы же так давно его не видели Время Многое расставляет по местам Но у вас же наверняка был целый список претензий, а? Конечно А так бы мы не расстались И что, вы прям все простили, что ли? Вот представьте себе Я как увидела его Про все на свете сразу забыла Я даже не знаю, как это вышло А я своего увидела Так Всех с собак на него спустила Вы меня, простите А можно речный вопрос задать? М? А вы его Любили? Ну, когда жили вместе Да очень Мы жили так дружно Так хорошо Просто с полуслов друг друга понимали А потом Он вас бросил? Хуже С бандитом связался Я никого не хочу сейчас оправдывать Но вы тоже подумайте Может у него для этого были какие-то Веские причины? До девяностых Степка маленький на руках Работать не могу пойти Денег нет Живем бедно Ну вот видите Он все-таки для вас Старался А Наша новая восходящая звезда Здрасте Привет Посмотреть на работу пришла? Ну да, интересно Вот Любуйся Хороша? Класс Красоту ничем не испортишь От скромности не умрешь Тут еще фотограф Хорошо постарался И я чуть подрисую Так что у тебя только одна треть останется Ну зато эта треть главная А у меня к вам просьба есть Какая? Я хочу сделать сайт со своими подружками О, что за сайт? Какой дизайн? Ну такой Максимально откровенный Чтобы на них все могли посмотреть Хм Круто А я заплачу Пытался денег заработать А вы знаете какой у Васи был талантливый боксер? А в те же времена было не до спорта Нужно было выбирать между рэкетом и барахулкой Да, я понимаю вас, понимаю В те годы многие ошибки совершили Наша страна не готова была к капитализму Все это так неожиданно произошло И среди моих знакомых Тоже очень многие люди С покалеченными судьбами Вот Вася фактически Поломал свою жизнь за нас со Степкой Ну А когда вы его увидели Вас где-нибудь Ёкнуло? Да еще как Ёкнуло, Людмила Федоровна У меня прямо Все сердце сжалось Ну я взяла себя в руки Все высказала ему И выставила в шею Ну я кто? Людмила, ну Нет, ну мы в жизни такие поступки сгоряча совершаем Потом всю жизнь раскаиваемся Нет Ну вы вот то, что так получилось Сейчас, жалеете? Не знаю Наверное, жалею Ну вам увидеться с ним опять надо Как? Ну как, как, ну Возьмите себя в руки Соберите все силы Попытайтесь с ним поговорить еще раз Вы думаете? Уверена Когда еще было сказано Не суди, да не судим Будешь Ну я, к сожалению Это слишком поздно поняла У вас есть шанс Понимаете, мне было просто обидно Что я одна осталась Я же о нем даже и не думала Точнее, злилась на него Во всем его обвиняла Можно бы отдать позу? Пожалуйста Ух, это еще обязательно А фотки их есть? Навалом Ничего себе, девицы А им хоть по 18-то есть? А им по 22 А они просто молодо выглядят Хорошо Что конкретно хочешь? Порнуху Ого А не круто ли? Может Непринужденной эротикой обойдемся? Ладно, обойдемся Но только очень непринужденный Гонорар? Для такого дела не жалко Эти девицы, они что тебе? Так крепко насолили? Наперчили Эх, женщина-женщина Ну что, согласны? К примеру, пять? Да, я практически уже готова А мне еще пару минут Так, Виктор Мы с тобой договаривались Походить по отдельности Каждый сам по себе Люсь, ну что в этом плохого Если я буду провожать тебя в кино? Я в состоянии сама добраться до кинотеатра Люсь, в том, что я буду сопровождать тебя в кино Как коллега коллегу Нет ничего предусудительного Это нормально Это дань вежливости В культурном обществе Женщине даже одно неприлично появляться Неужели? Ну это естественно Это как говорить Здрасте, до свидания, спасибо Ну если это так же естественно Как говорить спасибо, здрасте, до свидания Тогда сопровождай Наконец-то королева снизошла Жек, а где Платонов? Ты же с ним собирался на премьеру идти Да он не может, у них репетиция Подумаешь, репетиция Вот именно, один раз пропустил бы, ничего не случилось бы Да и неделю пропустил бы, ничего не потерял Чего этот рэп репетировать? Кустьянка, рэп не хуже другой любой музыки Не цепляйтесь Ну что им, спасибо сказать за то, что они наши инструменты забрали Вот именно Воспользовались ситуацией, пока у нас барабанщика нет Девчонки, инструменты не наши личные, а школьные Ну а клавиши твои? И куплены на общие деньги Да, я дала их Коле Давайте закроем эту тему Я ее больше обсуждать не хочу Наташа, а твой папа пойдет на премьеру? Нет Почему? Вы же вместе писали музыку в фильме Он на Швейцарию улетел На гастроли? Нет Юрку искать Да ладно, а что ж ты молчишь? Да там непонятно еще ничего Да, твой папа просто супергерой Представляешь, как было бы здорово, если бы Юрка услышала музыку, что мы написали к фильму Я была бы счастлива Услышит, Наташка Обязательно услышит Наверняка фильм будет обалденный Пойдем Вот, Любовь Кирилловна, подвольте вам представить Мой друг и соавтор Виктор Степнов Он, кстати, исполняет главную роль в фильме Ой, да что вы! Очень приятно Взаимно здрасте А это героиня Кристина Очень рада, очень приятно Ну что, пойдемте вовнутрь? Ну вы идите, а мы немножко воздухом подышим Ну как хотите, встретимся в зале Хорошо Ну как, мамка? Замечательно Да и как закончилась воспитательная беседа? Ну, Савченко говорила, что ты встречалась с родительницей А, это Виктория Дмитриевна, надо было с ней поговорить Ну, за пять минут ее дела не решишь Физручкой? Учитель физкультуры Проблем у нее с сыном Ну, у кого их нет? Не понимают они друг друга Язык общий найти не могут Ну, это вечная тема, отцы и дети Ну, и чем это все закончилось? Время покажет Ну, как ни странно, я из этого разговора для себя кое-что вынесла Люся, мне нравится Педагог со стажем, мать взрослой дочери Да, да, вот представь себе Я вдруг поняла, сколько я времени в этой жизни потеряла впустую Сколько я не сделала для Октябрины Ненадолой любви Тепла материнского А я жалею о потерянном времени по другому поводу По какому? За это время мы с тобой могли нарожать много детей Но, к сожалению, время упустили Может быть, это был самый главный шанс в этой жизни Самый главный Тут я с тобой согласна Ну, чего теперь жалеть? Бесполезно Главное, помочь другим, чтобы они эти глупости не наделали Будем надеяться А ты говорила, что Степнов Кристину бросил? Ну, говорил, и что? Да не выглядит она убитой горем Ну, играет, Аня Она же актриса Ну, смотри, они стоят рядом, нормально разговаривают Ну, а что, она должна выцарапать ему глаза при всех? Да нет, я просто думаю, что у них реально ничего не было Ну, с чего ты взяла? Ну, потому что люди после такого друг к другу не улыбаются Они вообще стараются друг к другу на глаза не попадаться И не светиться лишний раз Да А это еще кто? Понятия не имею Жених, по-моему Значит, Степнов-то правду говорил? Ну, может Лен, ну, что ты стоишь? Ань, ну, а что я должна? До потолка от этого прыгать, что ли? Ну, иди, подойди к нему Нет Я лучше после фильма Кристина Поговори с ней, ладно? Слинноногой у блондинка Я гуляю по проспекту Я пока не олигарх, но у меня полно респекта У меня крутая тачка Несмотря на школьный статус Я сегодня зажигаю в ночном клубе Крэйзи кактус Завязывай, кактус и олигарх Лажа какая-то А что такое? По-моему, нормально Мне тоже понравилось Перестань, сейчас по-моему, очень классно Для вас может быть и классно А у меня планы посерьезнее Я вообще не собираюсь все время быть школьной командой Мы можем хоть в телек попасть Главное много пахать, тогда группа загремит Да, прикольно Афиши, автографы, папарацци, все дела, да Кстати, Поль, у тебя в портфолио есть крутая фотка Прямо как раз как для афиши Какая? У меня все классные Ну, достань, покажи, я тебе покажу Так, а где мой портфолио? Потеряла? Его тоже нет Подожди, нужно вспомнить, где мы их смотрели в последний раз В кафе Мы их точно нам оставили Быстро! Девчонки, ну куда? Репетиция Стас, это наше портфолио, это очень важно Они стоят кучу денег и трудов Не, нормально Слушайте, а репетиция отменяется, да? А что, незаметно, что ли? Лена, я хотела с тобой поговорить О чем? По поводу Виктора Я просто не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки Никаких недомолвок и нет Мы с Виктором просто друзья Да не надо ничего объяснять, я уже все понимаю Но он очень переживает, что ты ему не веришь Я верю Ты после фильма к нему подойди Ведь очень нужна будет твоя поддержка Зачем? Фильм Отстой Я на монтаже кусочек видела Но я тебе этого не говорила Надя! Что это такое? Ой, не знаю, Елизавета Петровна На подоконнике лежала А ты посмотрела что-то? Нет Надо же, какая Нелебопутная О, так ведь это Это же девочки из Женькиной школы Вот, смотри, это их фотография для агентства Надо обязательно отдать им Да, наверное, расстроились, что потеряли Так, в кабинет отнесу Чтобы с ними ничего не случилось А то залякаются здесь на стойке Дядя Петя О, пришла Слушай, я верил, что ты придешь Как дела? Ничего Слушай, ты куда это Убежал-то с репетиции? А? Я тебе столько всякой вкуснятины принес Девчонки сказали, что я не готова С ними играть Ага Да, я и не надеялась А Слушай, ну ты не расстраивайся Ну, сейчас мы с тобой чайку выпьем Успокоимся Вот У меня столько пирожков для тебя А, вот Прямо для меня? Прямо для тебя М, подюхай Давай, 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 ешь И все равно я научусь И буду играть лучше, чем Лера Правильно Правильно рассуждаешь Ты же талант Я им докажу Мы им докажем Ты знаешь, девчонки тоже Больно разборчивые стали Мы не мытьем, так катанем Да Жизни по-другому нельзя Это точно У кого спрашивать? Нужно идти Алекинскую маму Мама, смотри Здрасте, простите А вы не видели тут наше портфолио? Папки с фотографиями Мы здесь вчера оставили Здравствуйте, девочки Видела Вы ведь это ищете? Да, да, да А я в кабинет хотела отнести Чтобы не потерялись Какое счастье Спасибо Здесь вся моя жизнь А вы на премьеру Почему не пошли? Да вы знаете У нас есть дела Поважнее У нас же новая группа Ранетки-то распались Может быть даже скоро у вас Здесь выступать будем Ну, для этого мне надо вас послушать Ничего, послушайте Скоро нас вообще все услышат Правда, Олечка? Да, Полечка Ну ладно, мы пойдем До свидания До свидания Видишь, какие девочки целеустремленные Верить, что все у них получится Что все о них узнают Молодцы Ага, скоро все только о них говорить и будут Да Бедный Степнов Представляю, сколько сил положил он на этот фильм Угу В сценарии И сам играл Переживать такие провалы очень больно Слушайте, его надо как-то поддержать Фильм отстой Да И зрители еще с середины начали уходить Да я бы тоже ушла Неудобно перед нашими было Девчонки, вот честно и пречестно Я роман читала Блин, с фильмом не сравнится Ленка, ну о чем ты? Ну понятно, что не дед со Степновом Такую ахинею написали Бедный Степнов Представляю, каком он шоке был После просмотра Угу И дед Виктор Михайлович А мне понравилось, как вы играли Лен, вот только не надо, а У тебя либо вкус плохой, либо ты издеваешься Не надо обижать меня своей жалостью Мне жалости, сочувствия, ненужды Молодец Нют А ты зря тогда ушла Девчонки жалели Ага И плакали хором в три ручья Ну ладно тебе, плакали Плакать не плакали, врать не буду Мне два раза повторять не надо Я лишний раз глаза мозолить не любитель Слушай, ну что ты сразу обижаешься Они ж хорошие девчонки Просто К Лерке привыкли А она вот уехала Так что Им тоже сложно Сразу ей замену найти Ну и нормально Нормально Они даже фоторобот хотели твой составлять Чтобы искать тебя Ой, дядь Петь Не надо меня успокаивать Отказались так, отказались Я буду для себя играть А ранетки тут ни при чем Мне кажется, что фильм, мягко говоря, не удался А вы как считаете? Не удался? Он просто гнян Но люди-то уходили Домите, с фильмов Тарковского тоже уходил по ползала Но это не означает, что фильмы плохие Зритель до них просто не дорос То есть вы считаете, что ваше кино – само совершенство? Нет, почему? Тартина не лишена недостатков Но они никак не связаны с режиссуру Я сделал все, что мог Я крайне сожалею, что начал снимать фильм по плохому сценарию Но почему вы взяли именно этот сценарий? Ну, я надеялся, что я смогу что-то вытащить Понимаете, когда снимаешь фильм по изначально плохому сценарию Тут даже гениальный режиссер ничего не может переделать Я крайне удручен этим Что вы можете сказать об актерском составе? Непрофессионализм актеров не пошел фильму на пользу Я пошел на поводу у авторов сценария, которые сделали ставку на внешнее сходство героев Поэтому мы были вынуждены пригласить непрофессиональных актеров Поверьте, я крайне об этом сожалею Но все же, как вы оценивали свою работу? Я считаю, что работу режиссера в этом фильме можно оценить, по моему мнению, на пять с плюсом Бытует мнение, что если фильм удался, то все хвалят режиссера, актеров Если не удался, то винят сценариста Вы можете это прокомментировать? Извините, у меня нет больше времени, я еду на банкет Это ж надо так испортить мой сценарий Поэтому режиссеру руки бы оторвать, такую дрянь снял Ой, даже стыдно, что мое имя в титрах Ну что вы, это же Слава А мне сегодня было очень приятно находиться рядом с вами Правда? Конечно, правда, зачем мне врать? Ну, а что вам конкретно понравилось? Да все Кстати, а если будут фильм по телевизору показывать? За это же платят дополнительные деньги? Ну, вообще-то да Прекрасно Вот скажи, пожалуйста Что самое главное у барабанщика? Сила и мощь Да, кисти надо тренировать А кисти, это само собой Есть нужно за двоих Чтобы сильно быть Давай, давай, давай Ну, с аппетитом у меня проблем нет Да? У меня тоже Слушай, ну-ка Дай-ка мне записать твою фамилию Либо адрес детского дома А зачем? Ну, я, конечно, верил, что ты придешь Но сомнения были Никуда я не пропаду, пока не стану классным барабанщиком Даже не надейтесь Вот теперь вы будете очень знаменитыми Такой руки испачкан Я не знаю, нет, это ни в какие ворота не лезет Показывать такие эротические сцены Да еще такого низкого пошиба Люся, ну, теперь другие времена Другие времена? Я ни в какие бы времена не согласилась бы сидеть рядом со своими учениками И смотреть подобные сцены Люся, они в Америке такие картины штампуют В семь штук в неделю И благодаря таким сценам они собирают хоть какой-то сбор Ну, а все остальное оставляют желательно Лучше, да Этот фильм не спасли даже эти дешевые трюки Люся, ты у нас прямо кинокритик Тебе надо в Голливуде в худсовете посидеть Мне не до шуток Пошли отсюда скорей А то, я боюсь, выйдет Виктор Михайлович Придется с ним говорить А я врать не умею Подожди, Агнесу Юрьевну надо подождать А ничего, мы ее на улице подождем Надо же, Степнов ведь совсем не артист А как сыграл в этом фильме? У него такой героический персонаж, а? Да, хотя что говорить, он ведь в жизни такой Свечка, я вам удивляюсь Фильм же очевидно плохой Зато главный герой настоящий Супермен Да я вообще не понял, что режиссер хотел сказать этой картиной Получился какой-то клип американщина Мирослав Николаевич, а по-моему вы придираетесь Да тут и придираться нечего Фильм же очевидно не выдерживает никакой критики Ну а я с вами не согласна Вот лично мне герой Степнова очень симпатичен Светочка, может быть в романе так и было Но Степнов сыграл неубедительно А вот вы, например, смогли бы сделать те трюки, которые он в фильме выполнил, а? Что выполнить? Скакать как Тарзан? Я даже пробовать бы не стал Ага, вот видите, значит не смогли бы Светочка, дело не в том, что я бы не смог Просто меня этому не учили Каждый должен заниматься своим делом Привет Как фильм? Ну Если честно, я не критик Ну не надо быть критиком, чтобы понять, понравилась тебе картина или нет Ну Честно, это капец То есть хорошо, что папы там не было Кстати, он звонил И что сказал? Виделся с Юрой И как там Юра? Папа сказал, что расскажет все при встрече Так долго ждать Ой, Надька Ты что, побила кого, а? Мам, надеюсь, не просто побила А убила Ты что, с ума сошла? Ой, да мам, господи, не пугайся Это ж краска Сейчас пойду отмываю Кстати, как кино? Ой, ужас Народ с полфильма сбежал А ты? А я что? Ради таких денег и потерпеть можно Что, большие деньги? Гонорары у них, дай боже Да если еще фильм по телеку пустят Вообще можно на жизнь не жаловаться Слушай, заходил твой принц сегодня два раза Записку он оставил Ой Сидена в голову, а все туда же Сказала, что зайдет, хочет тебя застать Ничего, походит и перестанет После этой премьеры я окончательно определилась Нам больше подходит писатель-фантаст Жаль, а помолодеешься смешнее Он бы меня веселил своим видом Доктория Дмитриевна Ань, ты извини, что я без предупреждения Да ничего, вы проходите Анечка, я тогда накричала на тебя Ты уж не обижайся, пожалуйста Просто у меня со Степаном и так непростые отношения Да понятно Аня, я взяла твой адрес в школьном журнале Аня, скажи, где Степан? Вы только не злитесь Степа в твери Я так и знала Виктория Дмитриевна, все в порядке? Он на смс-ке пишет Ага Анечка, пожалуйста, набери со своего телефона ему Потому что, когда я звоню, он бросает трубку Сейчас Степан, это мама Ты где? В Твери Так поздно уже Ты что, там останешься, что ли? Ну, не дури Ладно Отца позови Василий Значит так Приезжайте завтра оба Слышь? Да Дом поговорим Бай Свет Любовь До потери боли и до сути Ты чья? Ты чей? Он, наверное, был самым лучшим Пока Был с ней Это все о ней Это все о нем Все случилось так Ты здесь не при чем Прозвуча слова А я как раз уходить собирался Проходи Ты это видел? Ну, когда? Я проснулся полчаса назад Везет Я сегодня вообще не спал Премьеру отмечал Ты сейчас что? Издеваешься, что ли? Не, прости Я просто еще сплю Ты почитай, почитай Это тебя разбудит Что делать? Не знаю даже Из города уехать Из страны И вообще сквозь землю провалиться Послушай, Вить Хочешь совет? Ну? Прекрати истерику Тебе сейчас нужно Заставить себя Выкинуть все из головы И заняться какой-нибудь Бурной деятельностью Иначе ты с ума сойдешь От собственных переживаний Так Послушай Ты мне сам говорил Что режиссер Бездарный И Это он во всем виноват Я тебе верю Это понятно Что вы теперь делать? Если ты хочешь действительно получить от меня совет Пойдем со мной Куда? В школу Ведь мы не ангелы Живем мы на земле С дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И Наверное Забыли Что не верим в чудеса По небу Были мы Не ведом А куда И Растворились мы Наверное В облаках Ночью крылья Словно птицы Улетят на небеса Нам Наверное Что-то снится Хоть я Не ангел Но я Хочу Вспокой И Ты Тоже Я Съел Но Все Равно Будешь Мой Но Я Не знаю Сколько Буду В пути Я Обещаю Обещаю Найти Я Обещаю Обещаю Найти Я Найду Тебя Надоело Это В школу Уже Хочу Поскорее Каникулы Каждый день Одно и то же Ты уверена? В чем? То, что каждый день Одно и то же Например, вчера Вот этого не было И что это такое? Не знаю Пойдем в библиотеку Сходим посмотрим Давай Кстати, мне надо Реферат скачать Блин, как же я могла Забыть А то биологическая Спросит, а у меня Ничего нету Реферат ты не успеешь Скоро звонок Ну тогда сайт запоминай Пойдем Пойдем Мам, ты куда так рано? Мам, ты меня слышишь? Надежда, ты, кажется, на работу собиралась Вот и топой куда шла И не задавай лишних вопросов Ты, значит, с дедом поссорилась И пирогов я у него напекла Мириться пойдешь? Пироги, кстати, не трогай В кафе с моим поешь А ты не забыла, что сегодня этот помолодевший твой придет? А меня не будет Ничего Я к этому времени уже буду дома И надеюсь, что не одна Ты сейчас что, еще кого-то завела? Завела, не завела Какое тебе дело? Много будешь знать, скоро состаришься Гуд бай Гуд бай Доброе утро Здрасте О, девчонки Я же вас только и жду Извините, а вы не знаете, что это у нас за надпись на школе появилась? Какая еще надпись? Ну, он там, вон, на стене окраска нарисовал Да ладно, бог с ней с этой надписью Есть новость поважнее Нюта нашлась Клево! И сегодня вечером она придет к вам репетировать Точно? Ну, если бы вы видели, как она хочет научиться стучать на барабанах Вы бы не сомневались Какая упертая Вот это я понимаю, спортивный дух Только больше не обижайте ее Не будем Школа Следующая остановка Отделение милиции Спасибо Ну, может, какое напутствие? Да Поставь сегодня семь пятерок Пять четверок Ну и все Ну, а как же тройки, двойки? Тройки, на твое усмотрение А двойки мне оставь Мне есть кому и за что ставить Любе, например Ну да Ты поговоришь с ней сегодня? Поговорю Конечно, у нее и капли совести не осталось Но, Петра Никанорыч, мы с тобой не бросим Не переживай Спасибо До вечера? До вечера Я с тобой заеду Людмила Федоровна Хорошо, что вы здесь одна Здравствуйте Доброе утро А вы, я вижу, все еще в подпечатлении от вчерашнего разговора Да уж Знаете, что Степа сорвался и уехал к отцу в Тверь Да вы что? И вы не успели с ним поговорить? Да нет, я поговорил, но позже, уже по телефону И со своим бывшим мужем тоже Они сегодня возвращаются вместе И я хочу, чтобы мы все втроем пообщались Ну, слава Богу А как вы считаете, я правильно поступила? Ну, если честно Нет Ну, если вы уж так прислушиваетесь к моему мнению, Виктория Дмитриевна Да То Скажу вам прямо Вам лучше поговорить с мужем без Степы Почему? Ну, понимаете Вот, несмотря на то, что вы все делаете ради него Угу С его взглядами вы уже знакомы А вот отношения с мужем Вам еще предстоит выяснить Согласны? Ну, не знаю Подумайте, подумайте Ведь если вы будете разговаривать втроем У вас получится какой-то суд И договоренность ваша тоже получится В общем, какая-то казенная А вам надо найти какие-то точки соприкосновения Ну, у меня уроки Знаете В жизни есть что-то важнее уроков Здрасте, Светлана Михайловна Здрасте Здрасте А можно в интернет? А у вас что, первого урока нет? Есть, но мы по-быстрому Но если по-быстрому, то можно А то мне все время выговаривают за ваше опоздание Давай, оляполли.ру Я помню Ох, нифига себе Слушай, они что, совсем с катушек съехали? Типа того Многие модели с ума сходят Я про этот фильм смотрел Слушай, я понимаю, конечно, что Слава хочется, но не такой же Что там у вас? Не, не, ничего Ну ничего, так быстро в класс Спасибо До свидания До свидания А дверь-то почему не закрыли? Вот мерзавцы, вот мерзавцы, вот мерзавцы Ну раз так можно писать, ну это ж Все правильно, молодцы Фильд средний Нет, ну честно, Витя, на троечку А ты сам-то как считаешь? Зря я решил профессию поменять Актер из меня никудышный Ну... Ну Петру Никонорычу за что? Там от романа одно название осталось Так тоже часто бывает Кино очень часто не совпадает с тем, что было в книге Вот, Монте-Кристо, помнишь? Я когда первый раз увидел, думаю А где же это? А где же это? Ты очень хорошо сыграл, мне кажется Ты убедительный Да ладно, Николай Павлович Чего вы меня уговариваете, как маленького? Чего? Я сам не понимаю Все равно мне в высшей роли физрука не прыгнуть Ты знаешь, учитель это тоже почетная профессия Ты уж тут своих заслуг-то не принижай Ты был очень неплохим учителем Ну, это понятно Просто... Вот вы, Николай Павлович Почему вы думаете, я пришел к вам с этим пасквилем? Почему? А потому что, когда мне плохо, я все время в школу иду Только здесь нет вранья Все понятно, ясно Да не маши ты рукой И правильно, что пришел А куда тебе пойти? Школа это твой дом На данный момент, конечно, бывший Но все-таки это твой дом И правильно, приходи, всегда приходи Ладно, пойду я К рассказывающему хотел зайти Извини Ты, если что, заходи Если что, ты же знаешь Я всегда Спасибо Ой, Виктор Михайлович Как я рада вас видеть Вчера была на премьере вашего фильма Людмила Федоровна, пожалуйста, не надо об этом Нет, нет, ну что вы Я же просто по делу к Николаю Павловичу Ну и как вы думаете, ее дядя Петя уговорил вернуться или она сама? Разницы никакой Ну как это никакой? Либо она придет через силу и без настроения, либо она нас простит Да просто нужно сделать так, чтобы она нас по-любому простила У меня есть идея Откуда, Жень? А я вообще уникум Со мной дружить полезно В общем, надо ей подарить мне дорогой телефон и сим-карту И полезно и приятно О, точно И не потеряется больше Я только за Я тоже Она будет в команде, а связь в команде, это главное Чур, брелочек я дарю Николай Павлович Я взяла на себя ответственность И отпустила Шубину домой По семейным обстоятельствам Ну что, это правильно Знаете, когда у учителя семейные проблемы, толку от него мало Вот не затянулось бы это только надолго, а? Нет, нет, не затянется У них уже вчера все сдвинулось как бы с мертвой точки И дальше, я думаю, будет все попроще Ну, мне так кажется Людмила Федоровна, да вы просто психолог Ну что вы, ну Это простые человеческие отношения Все равно Вы нашли в этих отношениях проблему Помогли ее решить Нет, психолог, психолог Самый настоящий Да, только что вот нам с физкультурой делать Ее ведь физикой в спортзале не заменишь А? Батюшки Что такое? Степнов приходил У него же после этого дурацкого фильма депрессия Вот пусть и заменит коллегу Мы же ведь так одним выстрелом убьем сразу двух сайцев Во-первых, уроки не пропадут А потом хорошего человека Отвечем от дурных мыслей Вот вы как психолог, вы же не против? Да я-то не против Это очень хорошая мысль, Николай Павлович Только Степнов-то уже домой ушел Нет Я думаю, он к рассказу должен зайти Я думаю, что я успею Эй, лейтенант! Как служба? Ха-ха-ха, кого я вижу Что, хотите улицу в неположенном месте перейти? Ну, это я и без вас справлюсь Ну, тогда угадаю Машину купили Ха, если бы Ну, а что ж тогда? Хочу вас в гости пригласить Меня? И в честь чего? Да просто так, на пироги Хм, хорошо, только сегодня мой сменщик В палатке все пироги скупил с мясом Ха-ха Ну и хорошо Я сама напекла, как у нас дома в Сызрани Так что кулинария пускай отдыхает Так вы из Сызрани? Да Так мы с вами земляки, я же это вы из Самары Вот и прекрасно По-соседски в гости Ну, ладно, хорошо Только вы скажите, пожалуйста, а как вас зовут? Любовь Кирилловна Очень приятно А меня Пал, как говорится, Палыч Ха-ха-ха Очень приятно, Пал Палыч Ну что, пойдемте, или у вас служба? Да нет, это и так сверхурочно Давайте, Любовь Кирилловна, я вас на машине прокачу С ветерком, а? Давайте Ладно, пойду я А то мне в школе не очень-то и полегчало Только еще хуже стало Все врут прямо в глаза И смотрят так жалестливо, как на смертельно больного Ты главное сам себе переставай жалеть, больной Тебе легко говорить А мне в голову даже ничего не лезет Пашка уже трещит Все равно ни о чем не могу думать Ну, значит, переходи в нападение Чем сопли на кулак наматывать? То есть? Ну, не знаю Выложи в интернете сценарий И опиши, как участник событий И что ты по этому поводу думаешь Пусть достанется тому, кто действительно повинен в провале А что? Это мысль О, Витя Степнов Хорошо, что ты не ушел У меня к тебе есть предложение Ну что, лучше, чем в кулинарии? Не до слова Я теперь в кулинарию не ногой Спасибо Спасибо, маловато будет Ну вот Слава Богу А то уж я было подумал, что вы меня клеите Я же говорю, пирогов просто так их не бывает Прямо аж полегчало Ну, знаете Я бы тоже к кому попала, не пошла Ну, ладно Ладно, финтить-то Говорите, чего вам надо-то? Пристал тут ко мне один хлыщ Ходит и ходит Спасу нет Я ему и так И этак А ему хоть кол на голове тиши Не понимает по-человечески И все тут Ну, ладно Количе, конечно, я его не стану Но дорогу он сюда позабудет Это я вам вещаю Нет, бить его нельзя А то он еще коньки отбросит Че? Такой хилый? Такой старый У меня к вам деловое предложение Он сегодня опять прийти должен А вы должны выйти И встретить его Как мой муж Интересно, шуба его в кино, что ли, замещает? Я думаю, ей это больше идет Хорошо, что я не видела этот отстой Зато я сегодня видел кое-что с тобой в главной роли Получше Есть на что посмотреть Южин, что ты еще мог там видеть? Оляполя.ру Разве это не вы с Лебедевой сделали? Так Всех предупреждаю заранее Чтобы не было лишних вопросов Викторию Дмитриевну я замещаю только на один день Виктор Михайлович, можно выйти? Что еще? Ну, мне нужно в интернет Так теперь это называется? Не могла до урока сходить? Да нет, мне правда нужно в интернет Очень срочно А если правда нужно в интернет То потерпишь Построились! Хватит ржать! Че, вот так вот На полном серьезе? Конечно нет Шустрый какой Надо сделать вид Что вы были в отъезде А потом приехали И ведете себя Как полноправный хозяин Ну, для этого Сначала надо хотя бы на ты перейти А? Хорошо Только вот без этих пошлостей Типа брудершафта Ладно Я ж все равно за рулем, а? Ты че себе позволяешь? Ну, ты ж сама сказала Полноправный хозяин Так вот, чтобы этого Больше не было Во всяком случае До прихода этого хлыща Ладно Давай форму Какую форму? Ну, какую форму? Форму мужа Я не знаю Там майку синюю Трикотаны с вытянутыми коленками Тапки с собакой покусаны Че там еще положено? Вик, привет Привет Может, пойдем где-нибудь посидим? Не здесь же общаться на холоде? Пойдем Только я хочу, чтобы Степка в школу пошел Никуда я не пойду Так, Степ Прекрати за меня делать монстра Я все прекрасно понимаю И обещаю тебе Больше никаких выпадов С моей стороны Мы просто мирно посидим Все Все будет тепло Обещаешь? Ну как? Ну просто мечта того хозяйки Еще бутылку пива тебе и перед телеком посадить А что, жена? Есть у нас что-нибудь пожрать? Пироги еще есть? Пироги Опять пироги, да? А суп мы не могли сварить, да? Суп давай Ну ладно, хватит, хватит А то весь актерский пыл сейчас остынет Его ж подогреть можно Руки убери Хватит А что это ты мужу говоришь Руки не распускай? Кто-то у тебя появился, что ли? Другой, а? Признавайся, кто это другой там, а? Ну хватит тебе, Паша Светлана Михайловна, можно в интернет? О, Оля-Поля пришли Зайдитесь Дайте А ну-ка встать Оля, что это за дрянь? Откуда это взялось? Что вы все вылупились? Вон отсюда Выключи монитор Светлана Михайловна, как вы позволяете им такую дрянь смотреть? Выгоните немедленно всех отсюда Дождь идет И этот чайник летит прямо по встречной, прямо на меня Я хватаю палку Ну, дружок, сейчас я тебя Вот ему и продолжишь А что, и продолжу? Давай Сейчас разберемся Здрасте Здравия желаю А вы, собственно, к кому? А вы, собственно, кто? Я, собственно, муж Чей муж? Так, Любин муж Из Самары я Не припоминаю, чтобы у Любы был муж Из Самары Так мы, знаете, сначала развелись А потом снова сошлись Да я муж, муж, вы даже и не сомневайтесь Ну-ну А где сама Люба? Люба? Да, Люба в магазин пошла, Люба Ладно Позже зайду Муж Лен, Лен, стой Привет Привет Слушай, а у тебя сегодня физра есть? Нет, а что? Блин А ты в курсе, что Шубина Степнова заменяет? Как это? Ну, я не знаю Наверное, его попросили Представляешь, наш класс сегодня весь урок дурацкие шуточки отпускал по поводу фильма А он что? Да ничего Гонял нас до седьмого пота Злой, наверное, был, как собака Слышал, наверное, все, но в виду не подавал А вы с ним как? Общаетесь? Да так, лучше не спрашивай Понятно Ой, привет Привет, как хорошо, что ты пришел А я тебя уже не ждала Ага А я весь такой внезапный Как съездил? Привет Потом расскажу Аня, слушай, не добавишь пятьсот рублей Мы нашли хороший мобильник, нам не хватает А мы потом тебе скинемся Я и на тот-то заняла А зачем вам деньги? Мы хотели нашей барабанщице подарок сделать О, у вас новая барабанщица? Кто такая? Прикинь, она сидит дома И у нее даже никогда мобильника не было Мы хотели ей подарить А можно я тоже вложусь? А ты-то что? Ты ее даже не знаешь Зато я вас знаю Ей приятно, вам приятно Вам приятно, мне приятно Вот, держи Спасибо большое Давайте сдать Не надо Остальное на счет положить Ты что, банк ограбил? Нет Это мне баб дал Ух ты Ладно, идем Пойдем Люба Люба А ты А ты что это не сказала Что твой хахаль Полковник милиции, а? Это не хахаль мой был Это мой зять родной был И что, он из наших? Нет Он там по наркотикам Слушай, ну ты Так же можно и палку потерять Я там в коридоре Чуть Трикотаны твои не обделал Так это его, кстати, трикотаны Тут я думаю Чего он на меня так Подозрительно смотрит И нет ничего смешного в этом Водка есть? Так ты же за рулем Да какая разница? Давай Кто это мог сделать? Да ясно, кто эти дуры От зависти У них-то теперь группы нет А у нас есть Вот и приклеили Наши с тобой фотографии Каким-то Проституткам Только непонятно Где они взяли Наши фотки Так, а ты помнишь Кто вернул нам Наше портфолио? Мама Алехинская, так? Точно Это рыжая все замутила За то, что мы Сманили ее Коленьку Так, пойдем сейчас Прямо к ней И разберемся Пошли Ну давай За тебя, Паша Ну вот Опять приперся Сейчас наезжать будет Что я в его кальсонах Это не он Это тот, крашеный Да? Ты так уверена? Только пойдем вместе открывать Я не пойду И я не пойду Тоже мне Мужик называется Ладно, что ты Подожди Да отцепись От меня Сказали, что нужно В библиотеку зайти Я бы и сама зашла Ну конечно Так мы тебе и повели, гадина Вы что так Со всеми должниками обращаетесь Да верну я вам завтра эту книжку Алехина Не перекидывайся Оля, включи Ну вы, блин, девчонки, даете Это мы даем, Алехина, да? Мы даем Признавайся, гадина Зачем ты нас на всю школу опозорила? Я? Да мне бы такое в голову не пришло Вы что, маку объелись? А вы все сюда приводите похвастаться Или только в избранных? Да что это такое? Минуту Ну пожалуйста Нет Все, библиотека закрыта Закрыта Приходите через полчаса Расходитесь, уроки скоро Идите, учитесь Нет, ты видела? Она еще издевается Ну-ка признавайся Это двоих рук дело У вас реально в башню поотъезжали Вам нужно к психиатру Так, что за демонстрация? Ну-ка быстро взяли, зашлись по классу Это что такое еще? Вы кому? А вы кто такой? Я тут живу Вот с ней Люба Кто это? Это Василий Данилович Мой муж Какой муж? Ты же говорила У тебя нет мужа Ну как же нет? А дочь откуда? Не в капусте же я ее нашла? Это Что за Василий Данилович, а? Пашенька Успокойся У нас ничего не было Честное слово Как-как Как это не было? А чувства? Василий Данилович Ну вы что же хотите мне семью разбить, а? Мы только соединились После долгих лет разлуки И чувства вспыхнули вновь А наши? Наши? Что же, погасли что ли? Это ты тут шашни крутишь? Пока я там на севере горбачусь на тебя с дочерью Аааа Паша, спокойно Василий Данилович Ну скажите же ему, что у нас ничего не было Он же убьет меня Разбирайтесь Сами Эй, ухажер А тортик-то Ты ей принес что ли? Так давай Кто-нибудь мне объяснишь, что здесь происходит? Людмила Федоровна, посмотрите, что она сделала Фу, какая мерзость Убрать немедленно А убрать это может только тот, кто это сделал А значит, Алёхина Почему вы тут голые-то? Да вы не понимаете, это только наши лица с фотографий взятые А туловище Она сама на компьютере прерисовала Да при чем здесь я, что ты несешь? Кто еще? Ты из-за зависти нас решила подставить Ой, да пошли вы Так, Женя Да не делала я этого Так, мне все ясно Сию секунду меня не интересует вопрос, кто это сделал Это надо немедленно Убрать из компьютера и библиотека должна работать в нормальном режиме Убрать это может только администратор сайта То есть тот, кто его завел Как его найти? Можно у Южина спросить Иди ищи Южина Стой, Людмила Федоровна, вы понимаете, что пока она будет вот эту всю комедию ломать Кто-нибудь увидит адрес сайта и зайдет туда с другого компьютера Адрес сайта? Да, он на стене школы краской написан Так, все ясно Действовать надо немедленно Идите к Елене Петровне, просите тряпки, ведра Может быть растворитель понадобится Вперед! Мы? Мы? Ну что, за встречу? Ну и как ты устроился? Да нормально Даже можно сказать хорошо Живу в Твери Работаю в автосервисе Кстати, неплохие деньги зарабатываю Я же хороший автомеханик Не то, что пойдет Ну да, я помню Ты любила это дело Ты знаешь, а Степка тоже очень любит во всяких железяках ковыряться Тонка Минчина приезжал по автосервису Хорошего у нас с тобой парень Вася, я перед тобой извиниться хочу Я была не права, что так к тебе относилась и тогда, и сейчас Не прекрати Не-не-не, я плакать не буду Да, слушай Понимаешь, я просто не понимала, что вот ты таким способом хотел заботиться о нас И в итоге попал в тюрьму Я, не с того, чтобы тебя поддерживать, я еще тебе грязь подпала Наверное, вы должны меня не навидеть? Должен Мне действительно это сильно приятно До немусти далеко Я эту немусть вот там на себе испытал Так почему же я должен навидеть мать моего собственного ребенка? Ну вот и хорошо Знаешь, что? Часть застегу, сколько хочешь, я не против А если я в Москву переберусь? Ты знаешь, сколько мне полно из Москвы в тюрь клиентов приезжает, чтобы сэкономить? Денег, чтобы снять квартиру, да и гараж у меня хватит Лиля, ну я вижу, ты не против Ну ты ладошки Нормально, то есть нас вот голыми выставили, а мы еще должны все это стирать А что? Когда наши фанаты написали ранетки на стене, ты, между прочим, громче всех орала, что это самореклама И мы все сами стирали Так что если это твои фанаты, то будь добра, сама за ними и убирай Звучит логично, и сейчас нет времени рассуждать и думать Немедленно бегите, берите ведра, там эти шкурки, я не знаю, что надо Женя, и немедленно найди Южина Светлана Михайловна, библиотека на осадном положении Немедленно уберите эту мерзость с компьютера А ты сейчас обратно? Да нет, два раза в день дорога, я из этого возраста уже вырос Да и честно говоря, я бы сегодня со Степкой вечером пообщался А вот завтра утром был, стартанул домой А тебе что, есть где остановиться? Так я в прошлый раз у Ани, у Степиной одноклассницы останавливался Кстати, классные они люди Уж я думаю, они меня приютят еще на одну ночь Ну не знаю В прошлый раз, кажется, Аня сама тебе предложила остановиться А сейчас тебе придется как бы напрашиваться Неудобно, по-моему, это Ты думаешь? Ну, если что, так я тогда в гостинице переначиваю А нет Так он сейчас, смотри, вокзалы круглые сутки работают Ну, Вик, впервые шли Вась, ну прекрати, а То есть, в один день туда-сюда мотаться, ты вырос А вот ночевать на вокзале ты еще не вырос Не понимаешь намеками? Так я скажу Ночи у нас И со Степкой будешь общаться, сколько хочешь Ну, я не возражаю Ну, что, тогда я ему Позвоню ему сейчас, да, скажу Чтобы он бежал прямо из школы И... А ты его там будешь дома ждать Окей? Так, тряпками для отвода глаз помашем, да? Оль, ты правда дура? Или прикидываешься? А что? Ничего, мы туда идем не тряпками размахивать, а реально мыть стены Потому что это прежде всего в наших интересах Ясно тебе или нет? Ясно, что орешь-то Подожди, может пацанов наших попросить помочь? А то все ногти себе переломаю Нашла кого просить, Оль Я надеюсь, что они этого еще не видели И не увидят, пока Южин не разберется с этим сайтом Привет! Привет! Что, поговорил с Любой? Слушай, по-моему, проблема решилась сама собой Оказывается, у Любы муж есть Да ладно? Точно тебе говорю Из Самары приехал Ходит по квартире в моей футболке и штанах, как хозяин Да, быстро они обжились А по-моему, это даже к лучшему Может, она к нему и переедет? Ну да Из Сызрани приехать в Москву Чтобы потом Москву променять на Самару В общем, да Но в любом случае Она через полгода у меня съедет Как договаривались И пусть катится хоть в Самару Хоть в Сызрани, хоть к черту на кулич Ну все-все-все-все Ну ладно Поехали Да, Оля, ты права Канты моему маникюру и нейл-дизайну тоже Что это за краска вообще? Может, проще ее было закрасить? Может быть, и проще Только пока мы будем бегать За этой краской потратим кучу времени Она нам нужно быстрее все-то смыть Пока Стас с Гуцулым не заметили нас за столь высокоинтеллектуальным делом Ну вот, накаркала Давай, ты не быстрее, чтобы не заметили Блин А мы сначала не поверили, что вы тут школу моете А мы не моем А мы ее так От пылью протираем Послушайте, а что там под пылью? Не важно Да ладно, нам-то не рассказывайте Раз вы так усердно трете Значит, что-то важное Ну, может быть, и важно Только мы вам все равно не скажем А то будете потом над нами прикалываться? Мы? Да ни в коем случае Мы же не будем? Нет Нет, он сказал, не будем В общем, ранетки сделали порнокалаш из наших фотографий А сайт написали вот здесь вот на стене Слушайте, а чего за сайт? Ага, так мы вам и сказали А все равно его сейчас Южин удаляет Ага Ну, ясно Ну, ладно, вы оттирайте, бог в помощь Может быть, вы нам поможете? Мы и так все испачкались Не, мы не можем У нас дела же Каримова нас вызвала Просила какой-то резервуар там Очень тяжелый перетащить Ну, а к вам зашли просто Провед Ну, во сколько он Ага Да Ну и катитесь Нечего пялиться Ой, может, оттирать будешь, а? Южин, ты же все стер? Куда там, думаешь, все так просто? Покажи нам Ну, сказали, что никого не пускай к компьютеру Ну, ладно, мы-то свои Нам можно, давай Ну, замотал, мы посмотрим и уйдем Ну, смотрите Вот это попадос, жесть Не зря они там себе ногти ломают Ну, что? Прочитал? А вы? Ой, да не расстраивайтесь вы так, Петр Никонович Мне друг тут одну штуку посоветовал Харакири В чувстве юмора вам не откажешь На самом деле я пришел за сценарием Зачем тебе эта дрянь? Ну, почему же дрянь? Это вовсе не дрянь Мы-то с вами об этом знаем Мы-то знаем Но люди-то судят по тому, что видят на экране И читают в газете Вот Вот в этом как раз и дело Нужно наш сценарий выложить в интернете И написать несколько комментариев Пусть люди сравнятся с тем, что было на экране Вот ты о чем Ну, хорошо, тогда у меня к тебе два вопроса Во-первых С чего ты взял, что кто-то это будет читать? Один-два дотошных найдутся Поднимут бучу, а нам того и надо Ну, хорошо И второй вопрос Поважнее Кто тебе разрешит выкладывать сценарии в интернете? Ведь права-то принадлежат продюсеру А мы ему сейчас позвоним Он человек хороший Ну что, все ушли? Да все, все У вас там все готово? Да, все готово Смотри, я на вас надеюсь Все будет хорошо О, идет Здрасте Да, привет Ты молодец По тебе часы можно сверять Ну что, пойдем репетнем? Пойдемте Дядя Петя, вы с нами? Нет, я пост не могу покинуть Давай Ну ладно Приятного аппетита Ой, спасибо А то у меня от этой еды в самолете пластмассовой Тошнит, если честно Ну рассказывай, пока Наташки нет Ну что рассказывать Заведение само по себе неплохое Коллектив нормальный Ну и поскольку там живут только больные люди То они, ну, поддерживают друг друга как могут А как Юра? Юра, ты знаешь, вот сколько раз я с ним встречался Он все время при деле был Занимался чем-то Все время картины какие-то боял Такой одухотворенный Ты знаешь, меня даже с зависть взяла Ой, ну ты Тоже нашел кому завидовать Ну, Оль, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю Просто там собрались только творческие люди Видимо, болезнь располагает во все это углубляться Ну а как у Юры сохранилась надежда на выздоровление? Ты знаешь, я вот думал, что туда уходят жить больные Только те, которые отчаялись А получилось совсем наоборот Ты знаешь, там собираются только те, кто твердо уверен, что выздоровеет И даже если кто-то умирает Они все равно продолжают верить Это потрясающие люди А про Наташку что говорил? Ну, если честно Я сделал вид, что мы встретились с ним случайно Ну, давай Смелее Начнем с чемпиона в любви Чемпиона любви? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делай за меня Все, что хочется И не думай, что когда-нибудь кончится Все, что про любовь Это вечное Неизменно и никем не замечено Где есть радуга Не раскатана Мы бежим туда Значит, так надо нам А награда, что мы еще не знаем Ведь мы с тобой чемпионы любви И мы с тобой в этом мире одни Далеко, далеко от любви Чтоб никто не смог узнать И мы с тобой в этом мире одни Ведь мы с тобой чемпионы любви Никогда 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 Никому Нас не догнать Что не сказано То не сделано Это ясно всем, как черным по белому Неразгадано Непроверено Но стоять на месте так не сумели мы Раз и навсегда Это может быть Невозможно одному море переплыть Будет берег, но мы еще не знаем И мы с тобой чемпионы любви А-ау АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец! Молодец! Ну, а это тебе от девчонок Ой, мне? Да А что это? Не знаю, посмотри Ой, а зачем мне? Ой, он звонит На зеленую кнопку нажми Алло А это, чтобы ты больше не терялась И всегда была на связи Ясно тебе? Ясно Теперь ты настоящая ранетка И нас снова пятеро Петр Николаевич Ну, здравствуйте Ну, что у вас за серьезный разговор? Сначала ответьте нам на такой вопрос Как вы считаете, кто виноват в провале фильма? Честно? Думаю, что я Ну, это же я нанял режиссера Который умудрился так сценарий испоганить Выходит, я и виноват То есть вы тоже считаете, что сценарий хороший, а режиссер плохой Значит, вы с нами заодно А то, что вы виноваты, это еще вопрос Ведь он всеми нами манипулировал, и вами в том числе Так это я должен был им манипулировать, а не он мной Так что я себя вины не снимаю Тем более Мы предлагаем наш сценарий поместить в интернете Пусть народ почитает и сравнит Ну, например, что в сценарии эротических сцен ноль Только тогда надо поддержку обеспечить Просто так читать сценарий провального фильма никто не станет Вот, я ему то же самое говорю Однако, если нанять пару человек Вас, сценаристов Чтобы они обеспечили десяток другой читателей с отзывами Ничего в этом плохого не будет А Мнигент потом все равно сформирует посетителей сайта? Блин, ногти придется заново наращивать Деньги тратить Во-во А могли бы в солярий сходить? Ну и где она? Между прочим, менеджер должен появляться по первому требованию клиентов А мы ее уже пять минут ждем Здравствуйте, девочки Вы что-то хотели? Да, хотели Мы бы вас просто так не звали Знаете, что сделала ваша дочка? Что? Она испортила наши фотографии Те, которые мы у вас забыли Вы про те папки? Да, про те папки Про наш портфолио Ну, во-первых, Женя не могла их испортить Потому что она их в глаза не видела После того, как вы их здесь забыли Мне их передала Надя Если хотите, можете у нее спросить Что случилось с вашими фотографиями У вас ко мне все? Тогда извините Приступлю к работе Всего доброго Вот Надька, а вот дрянь Слушай, а такой теревний прикидывается Я считаю, что этой стерве надо показать, кто здесь рулит Ну, значит, созвонимся завтра о подробностях Так точно Около полудня меня наберите Здрасте Привет Здравствуйте Да у вас здесь литературный кружок Это внучка Петра Никаноровича Ну, до свидания, Петр Никанорович До свидания, внучка Петра Никаноровича До свидания Боря, ну о самом главном ты мне не сказал ни слова Ты передал Юре, о чем Наташа просила Нет Почему? Духу не хватило Ты знаешь, я всегда считал себя сильным человеком А среди этих больных я потерялся, как муравей Да и... Что? Мне показалось, что Юра по-прежнему не горит желанием сообщить Наташке, что он жив Ну, что мне сейчас говорить? Говори правду Субтитры подогнал «Симон» Наташка, ну ты как? В порядке-то? Да, все в порядке Видишь, я даже сам не ожидал, что так получится Да ладно, пап И спасибо, что рассказал мне все как есть А я тоже так считаю, что лучше знать правду Да И скрывать от меня ничего не надо Я все могу решить сама Ты только обещай нам не торопиться Подумай, прежде чем что-нибудь предпринять Обещаю Ну, да что? Все, что не делается, то... Все к лучшему, знаю, пап Ладно, школа пора Да, ну, Наташ, если что надумаешь, то... Знай, мы рядом, всегда поможем, ты в курсе, да? Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не бедом, а куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Представляешь, я с отцом до самого утра разговаривал Оказывается, он у меня мировой мужик Он мне тоже понравился Слушай, а мать вообще не узнать Ласковая, добрая, принарядилась Даже жарочку приготовила Ужин в смысле? Да что там ужин, еще и завтрак Думал, что-то делал Никак в жизни столько не ел Слушай, ну а как у них вообще с отцом? Ну, ты знаешь, я такое только в кино видел То есть, все налаживается? Ага Ты знаешь, мне кажется, что они до сих пор, ну, это Любят друг друга? Да Ну, они, конечно, шифруются Но я-то вижу А папа говорит, что он вообще хочет в Москву перебраться Ой, это же здорово А ты знаешь, какой он у меня автомеханик? О, его в любой автосервис возьмут Что там автосервис? Я думаю, куда покруче Конечно же, у него все получится Тем более, когда вы рядом Ань, знаешь А ведь это все ты Спасибо тебе Ну, на темность, ну, пусти Ладно, я тоже очень рада Ну, пусти, раздавишь Пойдем Ну что, Ген Так, успей Так Рисовалку еще Не слышу энтузиазма в голосе Добро пожаловать, Миша Куда мне? С тобой тягаться? Напрасно, батенька, напрасно Терпение и труд, как говорится Ой, да и так все знают, кто у нас лучший архитектор Я сам у тебя учился Все равно Я бы на твоем месте еще поработал Такие проекты на дороге не валяются Да Черногория Лакомый кусок Поехать туда на пару лет Это сказка А не работа А когда за эту сказку еще и платят прилично Ну А какие там вина, Миша? Да Совместить приятное с полезным Редкая возможность в нашем бизнесе Ну ладно Я не особенно-то и напрягался Пойду начальству покажу Ну давай Наташ Привет Ну как жизнь? Вчера папа из Швейцарии вернулся Ого, ну и как? Он встретился с Юрой? Встретился Даже пообщались они с ним Вот только обо мне ни слова Совсем Как это ни слова? Он же за этим и ездил Юра сам сказал не говорить мне, что он жив А папа не решился сказать, что я уже все знаю Офигеть Ну а сам он как вообще? Нормально Там у них центр искусств Занят постоянно И настроение хорошее Да? Наташ, что-то мне не верится Человек отказался от любимой девушки Из-за неизлечимой болезни И что? Живет и радуется Фигня какая Он для папы, наверное, вид сделал Я тоже так думаю Слушай, Наташ Мне кажется, что Юрка ждет от тебя какого-то знака Вот прикинь Он благородно тебе сказал, что умер Чтоб ты не мучилась и не ждала его А сам страдает Вот если бы ты, например, написала, что любишь его, несмотря ни на что Точно Письмо, Лен Ты гений Ну Надо его как-то взбодрить Дать ему надежду, что еще не все потеряно Спасибо, Лена Я прямо сейчас пойду и напишу Слушай, Наташ Или не надо Дай мне еще раз с предками переговорить, а? Зачем? Наташ, ну ты же понимаешь, что это серьезный шаг Мы можем вообще ему всю жизнь перевернуть этим И подожди до вечера Ладно Подожду Тук-тук А, Стас, проходи Слушай, у меня к тебе очень важный разговор Слушай, Николай Павлович Понимаешь, какое дело? Тут надо на конкурсе выступить А что за конкурс? А, вот Ежегодный городской конкурс художественной самодеятельности Понимаешь, каждая школа выставляет свои лучшие кадры А это когда? Это через неделю Ранее-то кто у нас теперь нет Вернее, ну, не в полном составе они Не могут они выступать А вы-то репетируете, твоя группа? Конечно У нас все полным ходом идет На вас одна надежда Вы Конкурсу успеете подготовиться? Да легко Все у тебя легко Ты пойми, это очень важное мероприятие Николай Павлович, все будет в лучшем виде Спасибо за доверие Ну-ну Здравствуйте Здравствуйте К нам? К вам, к вам А у нас с документами все в порядке Да, хорошо Регистрация у нас есть Ты знаешь У меня тоже есть Я тебе могу показать Так мы ничего не нарушали Красавица Ты, главное, всегда ремень безопасности пристегивай Все будет хорошо Ой, Пашенька Леван Паша, проходи Надежда, ну, кто тебя учил гостей на пороге держать? Ну, я думаю, может, я не кстати Да что ты очень кстати Я блинов напекла Ой, помолодел-то как Неприлично даже Это Это я так Петя Прости меня Данилович, у тебя семь пятниц в неделе То я предатель То сам прощения просишь Да Запутала меня Змея подколодная Была у нас с тобой дружба И туго потерял Да кто змея-то? Нечего нам с тобой делить, Никонорович Старые мы с тобой неудачники Оба в дураках остались Ничего не пойму Ты можешь толком объяснить? Она Нас обоих обманула Приехал ее бывший муж Она за нос водит Старикам голову морочит Кто, Люба, с чего ты взял-то? Видел Вот этими самыми глазами Видел Ходит В майке В майке По ее квартире И ручищами своими Ее Лапает Врешь Это Это твоя низкая месть Месть? А ты сходи сам Посмотри Убедись Месть Слушай, упоительно вкусная у тебя Блины ливаша Кушай, Пашенька, кушай Дай Бог тебе здоровья Похоже, отстал мой, крашеный А все тебе спасибо Ну Так ты Всегда ко мне обращайся Не, что крашеное Что не крашеное Да хоть лысый Со всеми разберусь Ой, замучилась уже Никаких сил нет Так на нервы действует Что? Да кран будь он не ладен Что, строительный что ли? Да нет Под раковиной Все капает и капает Ну так Мы это за две секунды исправим Ты что? Ну поднимся Так Подержи Ой, господи Как хорошо, когда мужчина в доме Вот хозяйство, оно ж мужика требует Да Маму, можно тебя на минутку? Ну чего тебе? Может выйдем? Ну, как я и думал Начальство подтвердило Полный фуфло Просили все переделать А Значит, у тебя еще есть шанс А мне он нужен? Сил уже никаких нет Похоже, я пас Схожу с дистанции Что-то ты быстро сдаешься Нужно правильно расставлять приоритеты Для меня сейчас Черногория Не главное А что, есть более интересный проект? Ну, скажем так Есть Странно Что-то я про такие не слышал Да это так Я еще Кроме всего прочего Помогаю директору по коммерческой части У нас с ним такая договоренность Была Когда я переходил в ваш отдел Понятно Ну, а мы еще полоюем Мне есть За что бороться Ну, что Желаю успехов Мама, а ты еще что, цвегна? Где? Мам, ну не в Карганде А что там на кухне за перец сидит? А, это? Это Пашенька из Самары Какой еще Пашенька? Ты сдурела вообще? Ты забыла, зачем мы сюда приехали? Доча Ну, не ори на мать Нет, так как мне не орать? Ты кого вообще подцепила? Такую же гологрань, как и мы У тебя же писатель есть Вот его и окучивай Остынь Писатель от нас никуда не денется Стрекан для квартиры А Паша для души И вообще Я имею право отдохнуть Ах ты, уработалась Мама, это я прошу каждый день Много ты понимаешь Еще посмотрим, кто больше заработает Мама Ты с ума сошла? А если писатель узнает? Что узнает? А у нас с Пашенькой Мы просто приятно общаемся Вот Вот, Сул Смотрим Вот эту тему на конкурс продвинем Тебя посмотрел? Ну все, давай, тогда мы тебя ждем Ага, давай, пока Светка договорилась После роков репетиции Она где-то к трем подтянется Клево Слышал? Слышал, а с кем это они репетируют, собрались? Не знаю Может уже новую ударницу нашли? Если они нашли ударницу Нам капец На конкурс они поедут Они же у нас звезды Спокуха Я сегодня останусь Посмотрю, честно к чему Ну давай Привет Садитесь Нет, ты что, с ума сошел? Ты зачем пришел? Ты же знаешь Знаю Я все знаю И то, что Миша твой сейчас Парится над черногорским проектом Тоже знаю Ну и что? Ты мне об этом пришел сообщить? Ты опоздал, я в курсе Да? Да Проект-то большой Денежный Очень хочется Михаилу В Черногорию Шемоданчики-то Пойди уже собрал? А я бы на твоем месте Не торопила события Еще никто Никуда не едет Да ладно Да Видела бы ты, как он Упирается Кстати, а тебя он спросил Хочешь ли ты в Черногорию? Он не говорил Но я еще пока сама не знаю Как на это реагировать И вообще Окончательное решение Еще не принято Поверь мне Миша давно уже все решил Он хочет выиграть этот тендер И с таким напором Он выиграет А потом поедет С тобой Или без тебя Так, люди, у меня есть новость Савченко предложил нам выступить на конкурсе Ух ты А что за конкурс? То, что самодеятельность Ну извини, Полиночка Ты, наверное, думал нас на конкурс красоты отошлет На самом деле, это наш первый шаг к славе Угу, можно подумать Полин, ты что, с вами не врубаешься? Надо же с малого начинать Светиться везде, где можно Вспомни свои первые кастинги Можно считать, что нам повезло Если бы ранетки были в полном составе Отправили бы их А сейчас надо пользоваться шансом Слушайте, а ранетки просто лопнут от зависти Вот мы и посмеемся, а? Смеетесь Но пока никому ни слова Все держим в секрете И ты, Платон, смотри Женьке ничего не разболтай Угу Ладно, Стас, короче, все понятно? Давайте репетировать Отлично Вот эту вещь посмотрите На конкурсе сделаем Ген, да я никогда не поверю Что Миша может променять меня на деньги Очень даже может Ты плохо бы знаешь Он тебе в институте как еще пыль в глаза пустил Так ты до сих пор рассмотреть его настоящую сущность не можешь Ну ты послушай, что ты несешь, а? Ира, опомнись Он не достоин тебя Ну сама посмотри, где он сейчас? Нету А я здесь А в чем логика-то? Я никогда ни на что тебя не променяю Ты мне дороже любых проектов вместе взятых Ирочка Выходи за меня замуж Ты что? Да пусть он едет в свое Черногорию Я никогда тебя не брошу Ни за какие горы золотые Ты... Ты перегрелся, Ген Ира Ты же знаешь Я всю жизнь тебя люблю Я не смотрела Ирочка, я так подошла Хотела поздороваться Да тут хоть смотри, хоть не смотри Вскрывать больше не имеет никакого смысла Ирочка, ты мне можешь все рассказать Я никому ничего не скажу Ни за что Да уж действительно, хватит слухи плодить А то ходим, косимся друг на друга Надоело все хуже Горькой Редьке Света, сядь На той фотографии, которую ты мне подарила Был не Игорь Ильич Как не Игорь Ильич Подожди, только собираться У нас еще один важный вопрос не решен Насчет гонораров? Не заработали еще Нам нужно определиться названием группы Оля, поля, точка, ру У нас нет права Девчонки, продадите нам права А что вы ржете? Расскажите мне Ну прикинь, кто-то взял фотографии Полины и Оли И приделал их головы голым теткам И выкинул все эти А название сайта написал на школе Че, реально не видел? Нет, жесть Слушайте, а езди посмотреть Вот вы придурки, а Да ладно, Полин, че ты, по-моему, прикольно Сейчас у меня кто-то да прикалывается Ладно, Маль, пойдемте Погоди ты, Полин, ну перестань Ну че, ну мы же прикалываемся Все нормально Дай я тебя лучше подсуню А мы, между прочим, узнали, кто это сделал Да ладно, кто? Это Надька, Лерькина сестра Коза деревенская И как у нее только мозгов хватило Я думала, она комп только на картинке видела Ничего, мы ей еще такое устроим Какая ты у меня грозная Ну, грозная и самая красивая Так лучше? Ладно, прощаю Ну вот, отлично, мы все помирились Поэтому я приглашаю вас всех в кафе Заодно Надьке устроим веселую жизнь Она еще пожалеет, что с нами связалась Ой, спасибо тебе, Паша Руки у тебя золотые Леваш, ну для тебя сюда, пожалуйста Ну что ж, забегай, когда будешь рядышком Где живем, теперь знаешь Я тебя горяченьким кормлю Конечно, горяченьким Такая знойная женщина Прямо с пылой Ну ладно Пока, Любаш Мама, это что было? Что такое? Мама, он же тебя лапал Ты говоришь, просто общаемся А он руки распускает Ой, ну ущипнул один раз Не завидуй Мама, у тебя на старых лет крыша съехала Может, вы вообще того? У вас все серьезно? Может быть, ты знаешь Меня прямо так и тянет к нему Вот оно что Уходит И пеликана Его брат получал Понятно И ты влюбилась в Дмитрия? Да Представляешь Он как будто бы создан специально для меня Они с Игорем так похожи Как две капли боты Так они же близнецы Да Но они совершенно разные И Дима оказался мне гораздо ближе И понятнее Какая драма Как романтично Он в море Ты здесь А бедный Игорь Ильич безутеш Похоже на то Конечно Они же родные братья Боже, как в романе Как необычно Как вас выше А он-то что? Что? Ну как ты? Дмитрий твой Ну, вот мы Переписываемся по электронной почте Вроде бы все складывается Но Дима просто не хочет обижать брата Игорь Ильич все поймет Он благородный человек А вот сейчас Вы портите ему жизнь Я понимаю Нет Ты еще ничего не понимаешь Пока ты здесь Игорь Ильич будет несчастен Ты же у него все время перед глазами И он будет постоянно вспоминать о своем несчастье Но он ведь ничего не знает о нашей переписке Это тоже ужасно Ты только подумай Он ведь будет на что-то надеяться И из-за этого он не встретит и не полюбит другую Я поняла Ты должна уехать Куда? К любимому В море Как это необыкновенно Как это возвышенно Ну это как-то очень неожиданно Ирочка Это же твоя судьба Твоя жизнь В твоих руках И как у вас дела на личном фронте? Да не спрашивайте Проговорили всю ночь Да вы что Ну и как? Хорошо По-доброму Без упреков Я даже не думала Что такое возможно И знаете Он В Москву перебирается Где жить будет? Ну Квартиру будет снимать А где же еще? А вы Не думали предложить Чтобы Вместе? Не Не-не Я это не думала Я думаю Что это еще рановато Как-то А как у вас С Виктором Львовичем Получилось Ну когда вы Решили съехаться? Получилось Ну Само собой Ничего не получается Звезды Звездами А Жизнь это жизнь А Да Это понятно Я просто Хотела спросить А кто первым Это предложил? Конечно я Мужчины Знаете Они робкие Такие Ну я вам так и сказала Давай жить Вместе Вам хорошо Вот такая решительная Женщина Да при чем Здесь решительность Главное Это Главное Это чувство Вот если вы Ну Понимаете Да Чувствуете То я вам рекомендую Действовать открыто А пожалуй Когда Василий Приедет Я Так и сделаю Сорой Доктория Дмитриевна Не хотела прервать вас Не-не Все в порядке Люсечка Мы с вами потом Еще договорим Да-да Конечно Спасибо Людмила Все хорошо Вот я сегодня утром Пораньше встала Чтобы специально Блинов для вас напечь Можно с икоркой А можно с брынзочкой Люба Я прошу тебя Скажи правду Господи Вы о чем? Я больше так не могу У меня сердце разрывается Одним словом Я знаю К тебе вернулся муж Понятно Что? Что? Знаю кто до вас Эти слухи доносит Дружок ваш Доброжелатель тоже Нашелся Так это Правда Успокойтесь вы Я ведь это Все специально устроила Устроила? Я ничего не понимаю Я специально Договорилась с одним человеком Чтобы он помог мне Вашего дружка Отводить А то ведь проходу не дает Таскается со своей любовью А оно мне надо? Ну хорошо А муж-то Муж он есть? Ну спектакль это все Розыгрыш Чтобы дружок ваш понял Что шансов у него ноль Дайте ему время Успокоиться Потом-то он все равно Все узнает Вы главное сейчас Если я в чужой группе И очень даже есть И очень даже есть А Савченко об этом знает? Точно Девчата Ведь он не в курсе Что мы нюту нашли Вот именно А вы на него наезжаете Спасибо тебе, Коль Коль Реально спасибо Да ладно, не за что Вы только на меня в следующий раз Не рычите Кольник Ну прости нас, пожалуйста Мы больше так не будем Ладно, замяли Давайте Пока Надежда Я вас недооценил Что еще? Ну Оказывается, ты прикольная Но это тема Оли и Полина Я просто в отпаде С чем это взял, что это я? Ну ты знаешь Если честно Я сначала не поверил Потому что Для этого не только рисковый Нужно быть Но еще и мозгами уменьшили Ха-ха То есть у меня мозгов нет Так в том-то и дело Что с мозгами все в порядке С внешностью Вон Делок на кастинге обскакал Я думал, они тебя загнобили совсем Загнобили? Это же кто-то кого загнобил Да, уж Что ты не поспоришь Три-один в твою пользу Молодец, Надька Вся школа ржет Я в угаре Ты что, Гуцов Клеишься ко мне, что? Да ты чего? Я по-дружески Угу Ты своей по-дружески Зеленовой оставил Чего сразу Зеленовой? Зеленова Прикольная штучка Ты что, думаешь Мы с ней после школы В ЗАГС побежим? И жили они долго И счастливо И умерли в один день Видишь, сама все понимаешь Чушь это все Мне в отношениях хочется Чтобы была какая-то легкость Вот ты, например А что я? Ну С тобой легко Можно поприкалываться Поржать Ты свой парень Эй, официант Два кофе принеси Повезло тебе, что ты не ходил на премьеру Да не скажи Я вообще сам жалею Потом обязательно посмотрю Да было бы о чем жалеть Даже ходить не советую Позорище В смысле? Да этот дурацкий Морозевич Весь сценарий угробил Фильм полный отстой Да ты че Все так ужасно Ничего Спокойно Мы тоже не лыком шиты Мне тут рассказов Одну идейку подкинул Как очистить свое чистое имя От этого помета Ой, не скажи ведь Если все так, как ты рассказываешь Тут уж ничего не справишь Если фильм-то провальный Читай, вся команда Ногами в жир вляпалась Ну не скажи Мы так просто не сдадимся Мы выложили сценарий На официальный сайт фильма Пусть почитают и посмотрят Где наш сценарий Где-то Прости, господи, фильм Интересно И как? Работает? Да вот пока не очень Вчера заходил Посетили ноль Ну, подожди Это было вчера А давай сегодня Сегодня посмотрим Ты, главное Раньше времени Не расстраивайся У нас ведь народ Очень долго раскачивается Так, какой там адрес? Два кофе Два кофе Дальше не надо Это не твое молоко Ты не заказывала Ты что? Ты обслуга А клиент всегда прав Или тебя этого не учили В вашем заведении? Ну что, будешь Хамить клиенту? Вещь какая Еще вяка Ну что, я ее устрою Слушай, а давай Подставим Сделаем так, что Женькина мама Подумает, что Она ворот Вау А как? Да очень просто Я изображу, что Деньги она с нас взяла А в косу Их не положила А эта тварь Ничего доказать не сможет Так, где у нас отзывы? Ну вот О, они нас хвалят Ну как ты говорил Так, подожди А это что такое? Это музыка к фильму Продюсер рассказал Что надо тоже разместить Ты смотри Сколько народу Скачало, а? Точно Слушай, да это же успех Раскачивать, значит Нравится? Ну поздравляю Да, музыка-то В общем-то Больше Наташкина Чем моя Да Да, алло Да, я Хорошо А куда? Да Буду хорошо Слушай Зовут на интервью Наша музыка Действительно Имеет успех Надо идти Поздравляю Я очень рад Ведь мы с тобой Чемпионы любви И мы с тобой В этом мире одни Далеко, далеко Одных дней Чтоб никто Не смог узнать И мы с тобой И мы с тобой В этом мире одни Ведь мы с тобой Чемпионы любви Никогда, никогда, никогда Никому Нас не догнать Ютка, просто супер Да вообще зажгла не по-детски Девчонки, прям как старые времена Спасибо Пойдем сюда, пожалуйста Девочки говорят, что ты не принесла им чек Это правда? Не, может быть Я же только что приносила Два кофе Ну мы что, слепые Деньги у нас с нас взяла А чека нет Как это понимать? Да я приносила Елизавета Петровна Честное слово Она деньги К себе в карман положила Я видела Наоборот Ой, какой ужас Куда мы с тобой прижим Я вообще позор Спокойно, спокойно От тебя я этого не ожидала Пойдем снимать кассу О, Стас А ты че это Припозднился-то? Да так занимался В библиотеке был А, а я думал У ранеток на репетиции А ранетки репетируют? Конечно А, ты же не в курсе Я им такую ударницу привел Нет, не в курсе И где нашли? Девчонка из детдома Сирота Ну, так играть хотела А мне что, жалко? Я ее всему и научил То есть ранетки без лерки справляются? Ну а че? Эта нюта Еще похлеще лет Ой, слушай Я что-то ляпнул Не подумав Ладно, дядя Петя Пойду Девочки Я не знаю, что вы от меня хотите Но мы работаем по правилам До свидания Мы хотим, чтобы вы получше следили за своими сотрудниками Пойдем отсюда, Поль Надя Что это было? Ты мне объяснишь, в чем дело? Они, может быть, на тебя зрято зашнут? Угу Это они мне так отомстить хотят За что? Да так, ерунда На меня взяли в журнал сниматься, а их нет Вот их теперь жаба и душит У вас что-то случилось, Светлана Михайловна? Игорь Ильич Я все знаю Вы не должны обвинять Ирину Ренатовну Она вам все рассказала? Да Вы самое главное не переживайте Вы такой хороший человек У вас все будет хорошо, поверьте Спасибо, конечно, но... Я уверена, что вы еще найдете женщину, которая полюбит вас Что значит «найду»? Я уже нашел Я думаю, что Ирина, она перебесится И все у нас будет хорошо То есть? Я понял Значит, я потерял ее навсегда Повезло нам с твоим Платоновым Я не думала, что он на нашей стороне будет Куда же он денется? Ну как куда? Промолчал бы и все Он же конкурент Я бы ему показала Сразу бы забыл, что такое конкуренция Сериарист Слушай, а давай прямо сегодня Савченко скажем Что мы теперь в полном составе? Давай, конечно А конкурс как нельзя, кстати У нее такие дебют на сцене И как раз такое важное мероприятие Давай, слушай Классно ты отползла Да ничего я не отползла Сказал все как есть Эти номеры хотели меня подставить Только у них кишка тонка Так что, получается они наврали все? Конечно Странно, что мне это в голову не пришло Что? Ну, не все заказы через кассу проводить Надь, ты что, с ума сошла? Это воровство Я знаю Именно поэтому я так никогда не делаю Я же честная Но сама по себе идея неплохая Идея-то неплохая Риск, конечно, благородное дело Но меру тоже надо знать За это и посадить могут Алло, мам Привет Да все в порядке Мам, я по поводу Юры Мам, да ничего не начинаю Тут Наташкин папа в Швейцарии был В смысле, зачем? Да не знаю я Дела какие-то, мам Ну и Случайно столкнулся с Юрой Ну да И Наташка теперь в курсах Мам, да погоди ты Я хотела спросить Чего нам теперь делать? Да Ладно, я поняла тебя Да, передам Давай, папе привет Пока Ну, что она сказала? Она говорит, что она не имеет морального права Тебе всоветовать А типа сама считает, что Желание Юры надо уважать В смысле? Она говорит, что Юра Долго решался сказать тебе о том Что он умер А когда решился У него как камень с души упал Ну я не знаю Наташ, это она говорит Ну и вообще Он ожил И с головой В работу ушел Что же делать ты теперь? Лен, вот Все понимаю Чувствую сердцем Что Не так все Кого слушать? Натах Я не знаю Решать по-любому тебе Петр Никонорович Я к вам У меня хорошие новости Кстати, откуда вы так поздно? А я, Витя В парке гулял С любимой Да Поздравляю Ну так Что за новости? А Сценарий на сайте Народ читает Вовсю Отзывы Отлично Я прям обалдел Ну ты меня прямо к жизни вернул Я уж думал Никогда больше писать не буду Так Будете Будете Я же всегда говорил Вы отличный писатель А вот мне пора думаться Это ты о чем? Да Че там Петр Никонорович? Хватит изображать из себя Супермена Актеры должны играть в кино А преподаватели физкультуры Должны преподавать физкультуру Я так думаю Тебя что Обратно берут? Да нет Там Нашей школе Места нет Хотя Савченко Меня бы взял Он тут На днях Пару уроков Доверил провести Ну так в чем проблема-то? Да я Не хочу Нового преподавателя Подсиживать Человек она хороший Другую школу найду Ну а как же Наше Соавторство? Нет С меня хватит Вы уж лучше Пишите свои романы А я вон Преподавать физкультуру буду Как раньше Этот шоу-бизнес Меня с верной дорожки Сбил Ну что ж Я твое мнение Уважаю Может зайдешь? Ленка должна быть дома Ленка? Да нет Поздно уже Дома пойду Ну Удачи вам Петр Никонорович И тебе удачи Витя Спасибо за добрую весть Да Привет 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 Устал Как черт знает кто Угу Ужинать будем? Конечно будем Да почему так поздно? С Черногорским проектом разбирался Почти закончил Это так срочно было? Ну Ира Тендер же И что ты так за него уцепился? Почему уцепился? Просто хочу выиграть Вот я и говорю Прям так решительно настроен Ира Это ведь для нас Отличная возможность И в плане Опыта И в плане денег Значит ты уже все за всех решил Да? Ну а если я Например Не хочу ехать Если я откажусь Один уедешь Что за странные мысли? В чем странные? Знаешь что мне Гена сказал? Ах Гена Ну тогда понятно Для тебя что действительно? Деньги важнее чем твоя семья? Ира, очнись Что за чушь ты говоришь? А ты знаешь Он мне как раз рассказал И о твоем рвении И о стремлении к победе Любой ценой А значит Гене твоему Деньги Не нужны Он у нас бессеребренный Юродивый такой Почти святой Наташка Привет Че ты такой веселый? Наташка прикинь Продюсер собирается выпустить диск С нашей музыкой С музыкой к фильму? Ну да Представляешь Фильм провалился А музыка понравилась Ну да ладно Ну это серьезно Я сейчас встречался с журналистами Рассказывал как музыку писали Ты интервью давал? Соображай Быстрее Смотри Я специально настоял Чтобы на диске с саундтреками стояли И твое И мое имя Да Они уже начали обложку Диску разрабатывать Я знаю Что должно быть на обложке Сейчас Сегодня я улыбаюсь Шире чем Луи Армстрон Сегодня я веселее рейса На Амстердам И сюда Ну что ты выяснил Да Похоже Они снова в полном составе Что серьезно? Все подробности завтра Когда все соберутся Ты можешь в общих чертах Обрисовать их тебе? Ну вот Наличь не попить А сил нет Моталось Окей Пять сек Сейчас я тебе Энергетик забабаху Так Берем лед Теперь берем Кофе Кофе Сыпем Кофе И главный штрих Готово Спасибо Обращайся И что это ты перед ней так расшибаешься? Она клевая Что прям Лучше Зеленовой? Ну почему же лучше Зеленовой? Ну с Зеленовой приятно пройтись На людях показаться Но Кукла есть кукла Вот оно как Ну понимаешь Просто мне уже надоело С Зеленовой Приходится все время Кем-то прикидываться Мачо себя строить А с Надькой все просто Притворяться не надо И теперь ты переключился на нее Ну ты меня удивляешь Нет Ну естественно Зеленову я никуда не отпущу А с Надькой Просто можно дружить Она прикольная Прикольная Оборжаться Моле Подожди Хотя бы сайт Поле-поле Ну я тащусь Например от этого Понимаешь Где ты еще увидишь Такого авантюриста Да я бы таких С удовольствием Всю жизнь не видел А Зеленова узнает Тебе голову откусит Да не узнай Да она Узнавать-то нечего Понимаешь В конце концов Имею я право Общаться с коллегой по работе О, Женечка Привет Ты где ходишь? Пап У нас отличные новости Мы нашли барабанщицу Теперь ранятки опять с боли Ты же сказала Больше заниматься Юридически нужна Серьезная подготовка Или ты передумала? Пап Ну ты что Не рад за нас? Почему? Я рад Но меня и твое будущее волнует А все эти твои репетиции Только время отнимают Ну пап Которые можно использовать С гораздо большей пользой Пап Музыка меня нискодечко не отвлекает Ты уверена? На все сто Женечка Ты знаешь Я уважаю И ценю твое мнение Но На одной музыке Мне кажется Далеко не уедешь Пап Я обещаю Что я поступлю А после репетиции У меня Ух Такое настроение Что горы свернуть Ух Ну иди Иди Сворачивай свои горы Из гранита науки Вот Вот и это будет Память Ну что ж Ты ведь Не против? Конечно же нет Я не отвечу Я не отвечу Не понравится Нет мира без тебя Нет жизни без тебя Нет солнца без тебя И небо без тебя Разбиты все в колах Разбиты все мечты Поскольку только я Поскольку только ты Ведь если б не было тебя Вся жизнь могла бы Посадили Нет у них девчонка Новая играет Реально Круз включат Нормально Подсуетились А что за кадр Хорошенькая? Да не Маленькая Серенькая Заморож какой-то Хотя я сейчас не разглядел А она из нашей школы? Не левая какая-то Хорошо играет Говоришь Ну все Накрылся наш конкурс Почему это? Да потому что Савченко над ранетками Трясется как над родными Если она узнает Что они снова играют Сотопудовых на конкурс отправят Так не паникуйте Ранеткам все равно Время нужно Чтобы восстановиться Тем более Новый человек в группе Это надо сыграться Репертуар выучить Все нормально А пока они партитурки Новые учат Мы быстренько Станем The best group of school Чего? Учи английский Ты же Орымбишник Я говорю Что эти малахольные Нам не конкуренты Мы лучше Точно Дай пять А что? Откуда она? Кажется Дедомовская Ну вот Говорю точно Малахольные Оль Хватит язвить Говорю же Играет она Реально круто Теперь главное Что бронетки Ничего про конкурс Не узнали Ведь мы не ангелы Живем мы на земле С дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И наверное забыли Что не верим в чудеса По небу плыли мы Не ведомо куда И растворились мы Наверно в облаках Ночью крылья Словно птицы Улетят на небеса Нам наверное Что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю Сколько буду в пути Я обещаю Обещаю Найти Я обещаю Обещаю Найти Я найду тебя А Василий Данилович Проходи А я вот видишь Кошеварю Помаленьку Что Скучно без Любочкиных Пирогов стало Стало быть Сбегал Убедился Что я тебя не обманул Про мульта Да Не был я у нее вовсе Не до этого мне сейчас А я думал Сбегаешь Посмотришь Что за Тип с ней Рядом ошивается У меня же фильм вышел Премьера Критики То все Знаменитость Стало быть Провородишь бабу Знаменитость Я грешным делом Вчера за ней Опять Наблюдал Они опять вместе были И бугай этот Знаешь кем работает Гаишником Вместе Говоришь Вместе А с чего ты взял Что он гаишник А что он кондитер что ли Стоит в форме С палкой полосатой Неподалеку На перекрестке тут Значит Говоришь Вместе Вместе Да да Здрасте У меня вопрос к вам есть Можно А Лехина Вопрос у тебя Ну заходи Заходи Я тебя слушаю Ят Ранедок Мы слышали что скоро Среди школьных групп Будет конкурс Это правда? Да Есть такое Дело есть такое Конкурс От нашей школы Тоже ребята выставлены Вот именно А почему вы выбрали Команду Стаса А не нас? А кого это вас? Так называемых вас Уже вроде как нет Ранедки давно распались А честь школы Надо защищать Вот я и попросил Ребят поучаствовать Мы не распались Нет мы распались Но это раньше А сейчас наоборот Мы даже репетируем Что вы репетируете? Без Леры? Что это за группа? Группа Ранедки А у Лерницы мы новую нашли Не хуже Лера Ну а что же вы молчали? Мы хотели ее побольше Поднатаскать Поднатаскать? Наращивайте Так сказать Качество Объем Конкурсов На ваш век еще хватит Но мы сейчас хотим выступать Нам еще пара репетиций И честное слово Мы вас не подведем Боевые вы девчонки За что я люблю Ну а со Стасом Что делать? Может они откажутся? Откажутся они как же Вряд ли они откажутся Ладно слушай Уже звонок давно был Ну-ка давай Иди на урок Иди А я тут думать буду Что с вами со всеми делать Спасибо вам большое Сегодня мы с вами вернемся К образу прекрасной дамы В лирике Блока В стихотворении Вхожу я в темные хромы Слышится благоговейное ожидание Чуда ее появления А вот и наша прекрасная дама Садитесь, Женя И слушайте Блок Ну как? Да все супер Шрек конечно поворчал Радь приличия Но глаза у него загорелись Думаешь нас возьмут? Ну посмотрим Да я думаю да Алехина А вам не стыдно? Мало того что вы опоздали Вы еще и болтаете Может быть вы поделитесь С классом То что вам гораздо более интересно Чем лирика Блока Извините пожалуйста Мирослав Николаевич Но это правда важно Мы готовимся к музыкальному конкурсу Уже пронюхали? Только зря надеетесь Вас все равно не возьмет А мы не надеемся Мы знаем точно Что испугалась да? Правильно сделала Прекратите немедленно Единственная музыка О которой мы будем говорить На этом уроке Это будет музыка поэтики Великого стихотворца Ой Петр Никанорыч Дорогой вы мой Здравствуйте Заходите скорее Я как раз борща сварила Накормлю вас Ну что такое с вами Так и будем топтаться на пороге Люба Есть один щекотливый вопрос Который не дает мне покоя Щекотливый? Дело в том Что один наш общий знакомый Сообщил мне Пренеприятные вещи Впрочем Не буду лукавить Василий Данилович Снова видел вас В обществе Этого мужчины Ну и что из этого? Я же вам все объяснила Это для отвода глаз Попросила мужичка Подыграть мне Чтобы отвадить Нашего общего знакомого Ну хорошо Ну зачем же снова Встречаться С этим мужичком? Вы что мне не доверяете? Слабая женщина помощи попросила Это плохо А вот шпионить и подглядывать за мной Это хорошо Нет Его поступку не может быть никакого оправдания Но вы Вы меня поймите Я Я весь изнервничался от подозрений А так хочу вам верить Вот и верьте А Васе вашему скажите Чтобы врал поменьше Так это Все неправда? Ну что ж Дома самостоятельно Разберете параграф О рентгенских лучах Кто открыл Как применяется Ну и прочее Я буду спрашивать Теперь все свободны Стас Задержись на минуточку Слушай Собери свою команду На большой перемене Спортзале А что такое? Насчет конкурс? Ну вот когда соберетесь Я вам все скажу Ладно Давай Ну к кому я в гости хожу? К вам Пироге Кому пеку Вам А не какому там Мужичку Вот в этом вся главная правда Ну как я счастлив Любочка Ойли А может вам еще доказательства Какие-то нужны Ну хотите я Замуж за вас выйду Замуж? За меня? Ну а что Если чувство настоящее Да я ради этого Готова даже прописаться у вас в квартире Вот тогда поверите? Любочка Милая вы моя Да я Я не достоин этого счастья У меня в голове полная сумятица Такой кавардак Позвольте мне немножко подумать Игорь Привет Ты сегодня очень красивая Спасибо Я как раз собиралась к тебе зайти Не придумывай Ничего ты не собиралась Это верно Нет я хотела бы Но не смогла А я смог Я решил зайти и сказать Что хватит уже бегать друг от друга Как маленькие И прятать глаза Будто мы в чем-то виноваты Но я и в самом деле виновата перед тобой Ну перестань В чем ты виновата В том что полюбила другого Ну Так случается Перестань быть таким хорошим Я чувствую себя полным ничтожеством Это ты перестань Ты Ты Самая прекрасная женщина на свете Ты знаешь Ты всегда лучше всех меня понимал Да И вот сейчас я знаешь что понял Наши отношения Зашли в тупик А мы все делаем вид Что это не так Да Но мы же хотели подождать С выводами Вот и дождались Что по школьным коридорам Ходишь уже не ты А твоя тень А я где? Ты? Не знаю На берегу моря Смотришь вдаль Смотришь когда Димка вернется из рейса Так Перестань Не плачь Послушай Я вот что думаю Тебе нужно ехать К нему Правда Бросай все И уезжай Так будет лучше Для всех А ты А если бы Перестань Я историк И знаю что История не терпит Сослагательных наклонений Никаких если бы Прикиньте Этот компот Уже в курсе Ранятки знают Про комплекс А я думала Что они сюда приперлись Ну да Потому что Алехина-то на литру Опоздала А потом Такая говорит Ага А все собрались Очень хорошо Вы знаете Какая у нас получается Петрушка Я бы сказал Ситуация Не было ни гроши Да вдруг Алтын Ну Ты значит Ни одной группы В школе не найдешь А то сразу две Объявились Но мы первыми Подали заявку На конкурс Стас Ты успокойся Не волнуйся Никто твоих прав У тебя не отбирает И никто на них Не покушается Но Все дело в том Что Просили прислать раняток Я же не могу Этот факт Игнорировать И что нам делать А что делать Что делать Я думаю Давайте сделаем так Устроим конкурс Для конкурса А? Ну Повисим афишу Пригласим всех желающих И закатим концертище Игорюш Миленький Ты наверное Меня ненавидишь Да? Перестань Ты же знаешь Что единственное Что я ненавижу Это Пенки от молока Знаю Ну как же я уеду Кто тебе будет Эти пенки С молока убирать? Да запросто Возьмешь билет Сядешь в поезд И уедешь А молоко я буду В магазине покупать Пастеризованное Его кипятить не надо Значит Ты правда считаешь Что мне нужно ехать? Я считаю Что люди Которые любят друг друга Должны быть вместе А еще я считаю Что глупо Спрашивать на это Разрешение У своего бывшего Жениха Признайся Рассказываю Тебе же будет Без меня плохо Будет Признаюсь Но если ты останешься То будет плохо Нам Всем Троим Как тебе смуть Мать? Не важно Я ведь По химии Специалист Вот она Химичила А На этом Пятиминутка Самобичевания Будем считать Оконченной Значит Все Решено Нужно ехать А ты Заладил А я буду счастлив От того Что люди Которых я люблю Тоже счастлив Вы что хотите Чтобы мы Вот с этими Недорогившими На одной площадке Уступали Ну во первых Не с этими А с ранетками И потом Почему на площадках Ну каких площадках Зачем ютиться На площадке Мы честь по чести Выпустим вас На сцену И пусть публика Решает Кто из вас Больше достоин Представлять нашу школу На городском конкурсе Смотре Творческих коллективов А ну как Пойдет По-моему это честно Мы согласны Отлично Молодцы Молодцы Как говорится Пусть победит Сильнейший Желаю вам Творческих успехов Ну и Духа победителей вам Давайте Дерзайте Ну вообще нормально Ширек замутил Просто выгораживает Любимчиков А по-моему он прав И потом не Савченко Будет выбирать А зритель Так что посмотрим Кто кого Посмотрим Только сделаем так Кто проиграет И объявляет о распуске команды И больше нас под ногами Не путается И пусть те кто проиграет Возвращают нам инструменты И идут читать свой грустный рэп В переходах Отлично Я в своей группе уверен А мы в себе Кстати Любань Я когда к тебе шел Такого странного дедулю встретил Какого дедулю? Да не знаю Интеллигентишка какой-то В пальто По-моему от тебя выходил Так посмотрел на меня Как солдат на боже Знаешь Хахаль что ли? Да Женишок очередной Ты знаешь У нас С женишками разговор короткий Башкой вниз С лестницы спущу И все Нет Он безобидный Не надо его с лестницы Виды имеешь что ли? Как получится А вообще Дедок ничего Из писателей Квартиру имеет Московскую Денежки водятся Любань Ты женщина Не только красивая Но и сметливая Дедок конечно хороший Только Сама подумай Зачем он тебе Будет в постели Костями греметь Вот все бы вам Мужикам постель Мне о будущем Думать надо Кто меня с дочкой Содержать станет? Ты что ли? А хоть бы и я Че это я? На дороге зря Палкой машу что ли? Я между прочим Любань Тоже партия Это незряшная Того глядишь Вон на квартиру Штрафов насобираю А Когда это будет А тут вариант Готовый Ну Ну сама ты Посудили в бане А Ну зачем тебе Свою красоту И молодость На этих старых Пердвих Стариков Убивать Давай лучше Мы с тобой Вместе Вот жить станем А Платон Говорить надо Ну чего Зачем нас девкам спали Не девкам и девчонкам И испарила А по честным все рассказала Понятно? Ты че дебил? Платон Ну мозгом-то хоть иногда Надо пользоваться Ну я и пользовался И решил что так будет справедливо А вы че голосование испугались? Да ничего мы не испугались Мы то их левреток Порвем как Тузик грелку Понял? Ладно Готово успокойся Тем более Платон прав Батл так батл Пусть победит сильнейший Ладно Колян Встретимся на репетиции Да ты че Стас Он же крыса натуральная Сдал нас ни за что Ни про что Ну сдал Теперь ты уже ничего не поделаешь Тем более так реально честнее будет Стас ты че? Он нас кинул Никто нас пока не кинул А будешь убежать мальчика Холенька обидится И заберет свои игрушки Из песочницы Ясно? Чего? Говорю будешь шугать Платона Останемся без синтезатора Понял? А Понял Че то я не догнал сначала Ну лучше поздно чем никогда А вот теперь давай догоняй его Объясняй какая тебе жидкость Голую дарила Видишь какой шустрый Я шустрых люблю Так вот О том и речь Я знаешь ли Для любимой женщины Вон Звезду с неба Оштрафуют Так что о достатке Не беспокойся Знаешь я когда тебя увидел Сразу подумал Вот такая вот мне вот и нужна Какая такая? Боевая Прямо в самом соку Я ж Любань все понимаю С детом ты Все хорошо придумала Хороший вариант Только Любань Я ведь тоже Не лаптем щихлебаю Складно лепишь Товарищ лейтенант Любань Так и жить будем Душа в душу Ну а как же дедуля Я ему вроде как Пообещалась Ты за деда Не беспокойся И вообще Не твое это дело Над этими вопросами Знаешь голову греть Наверное мужик в доме есть А? Ну ладно Любань Засиделся я что-то На работу ведь пора Нарушителей Надо выявлять Ну а за деда Ты не беспокойся Где мой мундир? Алло Нют Привет Это Аня Ранетка Привет Я тебя узнала Что? Что плохо слышно? Да Да Я узнала Нют Говори пожалуйста погромче Ты сегодня сможешь На репетицию прийти? Ладно приду Что? Да Нют мы тебя будем ждать От девчонок привет Ну что придет? Вроде сказала придет Только она была какая-то грустная Было очень плохо слышно Наверное не вовремя Точно Она же просила ей только по вечерам звонить Да ладно ерунда какая Эээ товарищ Простите Офицер Плохо разбирает в званиях Разрешите поблагодарить вас Искренне За что это? Ну как же Вы же помогли нам с Любочкой Весьма деликатной ситуации С Любочкой говоришь? Ну С Любовью Кирилловной Вашей приятницей Ведь это вы Помогли нам избавиться От излишне назойливого поклонника Моей невесты Моей невесты? А Разве она вам не говорила? Да Мы с ней собираемся Пожениться Значит слушай сюда Старый пень Любочка не Незнакомая И жениться на ней буду я А не ты Да что вы себе позволяете Она мне сама сказала Что готова выйти За меня замуж Тебе почудилось Склеротик На хрена ей нужен Такой дыхайдайка Как ты Утки за тобой выносить Значит выпил корвалола И побежал домой А то простудишься Понятно? Да что вы себе позволяете Кто вы такой? Муж яейный Гражданский Ясно? Ты что скорую помощь вызвать? Не хочешь? Ну как хочешь Николай Павлович Можно? А, Ирина Ирина Проходите Что там у вас? Заявление Какое заявление Дорогая моя Вы только что были В отпуске Недавно Это заявление Об уходе Николай Павлович Уход Интересно Девки пляшут И куда это вы Собрались уходить? Что в монастырь что ли? Почти На север Какой север? Подождите Ага А школа Уроки У ученики Жених ваш Как же? Николай Павлович Ну не мучайте меня Подпишите заявление И все Вот Да вы что дорогая моя Я так всех учителей Растеряю Если я не буду Вникать в суть дела Ну-ка давайте Рассказывайте Это долгая история Ничего я потерплю Присаживайтесь И рассказывайте Все с самого начала Как на духу Без утайки Ты что соскучился? Что так рано И указать ему на место Такая девушка горячая Слушай Наверное сегодня Соберу чемодан И из общаги К тебе Перееду А что нам тянуть Молодым красивым А? Ну иди уже Ну уж пойду Ты уж жди меня Прямо с самоданами Ой прям Заволновалась Вся Уцул Где твои чувства ритма? Че ты играешь как контуженный? Стас Че ты бесишься? Да того Нам этот конкурс надо выиграть Кровь из носа Всем ясно? Вот мальчишки Им лишь бы кровь А что если мы просто Возьмем и тупо нарежем Побольше бумажек С названием нашей группы? Действительно тупо Ага И тут как раз Коленька нас вложит Он же у нас Борец за правду Правда Коленька? Да хорош трепаться Давайте дальше репетировать Платон ты готов? Когда по честному я готов А эти все подставы Мне не нравится Ой Платон Он с тобой дело иметь Прямо противно Такой весь чистюля Слушай ты Зеленова Че тебе все противно? Противно Если тебе так противно Я вообще отсюда уйду И к кому я видал Вашу группу? Заткнись Подговорили нас бросить В самый ответственный момент Да при чем тут ронеточки? Притом Это наверное Женечка Тебе напела Повод любой найти Без клавиш Мы конкурс не выиграем Да я назло останусь И буду репетировать Понятно тебе? Чтоб ты так про ронеточки не говорила Я надеюсь все пар выпустили Можем дальше репетировать Да, два брата, акробата Строили цирк Честное слово Я так понимаю Вам по сердцу больше Дима пришелся, да? Вы правильно понимаете Ира, дорогая моя Они же вроде как Одно лицо Да лицо-то одно А характеры разные А чем вас не устраивает характер Игоря Ильича? Вот на мой взгляд Золотой человек Золотой Ну конечно золотой Ой Николай Павлович Ну не троите мне душ У меня и так сердце на части разрывается Простите Ирочка, простите Я понимаю Лезу не в свое дело Ну так вы меня отпустите? Ой Ножом по сердцу Отпущу, конечно, куда и нет Любовь, я понимаю Только я вот что хочу вам сказать В школе вас будет очень не хватать И ученикам, и мне Да я думаю, и Игоря Ильичу тоже Мне тоже будет вас очень не хватать Она точно сказала, что придет, а? Я же при вас разговаривала Нет, она возьми эту трубку Не берет Он может и в метро едет, не слышит Ладно, подождем еще Время терпится Девчонки, привет Женька, на минутку можно? Извини Ну ты чего, Коль? Что за секреты? Женька, короче, я тут подумал Хочешь, я из этой группы уйду навсегда? Тебе же нравилось? Ну, теперь не особо Достали они тебя, да? Ну, дело на полпути не бросается Женька, какое дело? Тем более, если я за вас переживаю И хочу, чтобы ваша группа выиграла конкурс Спасибо, конечно, но так нельзя Ты человек слова И если ты вызвался поддерживать этих Эту команду То будь с ними до конца Выкладывайся по полной Ради чего? Ради кого, Жень? А хочешь, я специально буду лажать на концерте? Ну, не в трет-анализе заиграю Фу, даже не думай Женька, а если мне не нравится, что мы с тобой врагами становимся? Не врагами, а соперниками И не в жизни, а на сцене По-моему, так интересно А дуться на меня не будешь? Вдруг я выиграю? Ну, во-первых, вы не выиграете А во-вторых, ты мне будешь нравиться еще больше Ну, смотри у меня Если у нас из-за этого конкурса с тобой отношения испортятся Я эту команду рэнбишную Куда подальше пошлю, понятно? Турачок, да не бойся ты, не поругаемся Да? Что-то я тебе не очень верю Да? А так? Да-да Разрешите, Николай Павлович А, проходи, Игорь Ильич, проходи Ты присаживайся Я тебя не очень отвлек Да ну что вы, Николай Павлович, о чем вы говорите? Я с удовольствием на вас отвлекусь Мне все равно работа в голову не лезет Понимаешь, я тебя как раз по этому поводу-то и вызвал Ну, Ирина Ренатвина мне все рассказала Ну да, вот так вот у нас жизнь сложилась Ты поверь, ты мне как родной Скажи, что, ты действительно хочешь, чтобы она уехала в Мурманск? И да, и нет, Николай Павлович Я люблю ее Поэтому не могу видеть, как она мучается Она и его любит, и меня жалеет Да ему там тоже не сладко Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, Игорь, Игорь А что, считаете, что я размазня, тряпка? Какой размазня? И потом, тряпки так не поступают Это слово и дело настоящего мужчины Я бы даже не побоялся пафоса, знаешь, благородного Я тобой горжусь Да, ну, с Ириной понятно А ты теперь как? Да что я? Мне переживать некогда У меня дел по горло Сейчас вон экзамены Тут конкурс музыкальный на носу Правильно, молодец А если будешь мыкаться, бездельем маяться То мы тебе сверхурочный подкинем Чтоб всякой ерундой голубь не забивал Спасибо Но этого не надо Это я пошутил Нют, что ты такая кислая? Все получится Ну давайте, поехали Что случилось? Да ничего, руку что-то свело Ну-ка, дай посмотрю Ничего себе свело Синяк какой Это ты где так? Это упало Нет, Нют Так упасть нельзя Я тебе как спортсмен говорю Давай, колись, что случилось Мы у Иронетки всегда друг другу все рассказываем Да, корпоративная этика Побили меня Я же просила вас днем на телефон не звонить Просто я от детдомовских телефон прятала А что, у вас в детдоме телефон нельзя? У нас тоже в детдоме корпоративная этика Все, что у нас есть, мы делим пополам А Закрысятничество темное, то есть бьют А я телефон спрятала, значит, закрысила Это что, тебе темное устроили? Да нет, хотели телефон отобрать Року вывернули Я отбивалась, как могла Ну вы не переживайте Я все равно буду играть Нютка, ты прости нас Это мы виноваты Ну, кто ж знал? Здравствуйте, Ириночка Ренатовна Вам литературу выдать? Нет, Светочка, я пришла тебя в кафе пригласить Посидим, поболтаем Может, шампанского выпьем Ой, за любовь? За любовь и за мой отъезд Как? Ты уже уезжаешь? А куда? Далеко, на север К Димке поеду Как же я без тебя? Свет, не расстраивайся Я тебе писать буду Слушай, а раз такое дело Может, устроим прощальный вечер в школе? Соберемся всем педсоставом А? Да зачем мне педсостав? Я с самыми близкими хочу попрощаться Так что давай, бери своего Милославского И пойдем в кафе Хорошо Разбиты зеркала Разбиты все мечты В осколках только я В осколках только ты Нет мира без тебя Нет мира без тебя Игорь Ильич, у нас тут такие дела Представляете, у Нюты телефон отобрали Да, Нюту избили и телефон отобрали Подождите, стоп Давайте по очереди Кто отобрал? Детдомовские Точнее, ребята из детдома Так, спокойно Я завтра же схожу К тебе в детдом И поговорю с директором Не надо, пожалуйста Так только хуже будет Вы знаете, что со стукачами делают? Догадываюсь Но я поговорю без лишнего шума Твои ребята и не узнают об этом Спасибо, Игорь Ильич Пока еще не за что Ну что, а на сегодня по домам? Да нет, вы что Мы только начали Нам еще три песни разбирать с Нютой Вот ты славненько Давайте тогда работайте Ни о чем постороннем не думайте Ну что, поехали? О, какие люди Привет Миша, смотри, кто пришел Проходите, проходите, Валь Ребят, я ненадолго Я пришел сказать огромное спасибо Вам Как это ненадолго Мы с таким тортом Быстро не управимся Да ладно А по какому поводу пируем? Ребят, вы хорошие, замечательные люди С этим спорить не будем Тем более, симпатии взаимны Проходите, будем чай пить Ну, спасибо, только на минуточку Проходи Я не твоя Не твоя Ошибка, не твоя слепа Не дыши в моей пыль Увидишь, это моя луна Нютка, ну ты даешь Что-то не так? Ты шутишь? Ты шутишь нужно Ну, более-менее Как-то вот разговорились По-человечески Это ж она меня перетащила сюда, в Москву Классная она женщина Душевный человек Ну, и часто вы с ней встречаетесь? Да бывает Хотелось бы чаще Я, ребят, как ее видел Мне в душе что-то перевернулось Вот Стоит передо мной А я в ней девчонку вижу Посмотрю Ее коса Ее улыбка Слушайте, ребят Вы здесь Посидите, поговорите А я скоро вернусь Мишка, знаешь Я за столько лет Такое впечатление Что разучился Ухаживать Я не знаю даже о чем с ней говорить Говори, что чувствуешь Про улыбку скажи А не засмеет? Если душевная женщина Не засмеет Ну, если нет Сразу И поймешь Когда любишь Надо говорить Алло, Вик Привет, это я Можно я приеду? Поговорить нужно Прямо сейчас Ну что, по домам? Такой тревожный день Не хочется сразу домой идти Слушайте А идемте в кафе? Посидим Потрясим Давайте А куда пойдем? Как куда? Самый лучший молочный коктейль У нас в кафе Это реклама А что, правда? И у нас самые лучшие Пирожные в городе Давайте Я там часто бывала Правда? Да, только Пирожных не пробовала Да и коктейли вообще не пила Подожди А что ты там делала? Ну, я вас приходила слушать На каждом концерте была Ни один не пропустила Ну, это упущение Что ты не попробовала пирожные Но мы это сейчас быстро исправим Ты какие больше любишь? Безель или кремовые? Я все люблю У нас в детдоме напряженка с пирожными А на сладкое у нас макаронная запеканка Я тебе обещаю Пирожные тебе понравятся больше, чем запеканка Идемте? Идем Ну что, Ленок? Виктор Михайлович, спасибо, что пришли Я уже не знала, что делать Как он? Меня туда не пустили Говорят, в реанимацию нельзя Ну, ты только заранее-то Лазарь и не пой Дед у тебя, знаешь, какой? Боец Еще нас с тобой переживет Что у него? Сердце? Да Сердечный приступ Я знаю, его эта сволочь довела Невеста из тухлого теста Крали деревенская Точно знаешь? Не сложно догадаться Скорая по ее адресу приехала Ну, раз скорую вызвала Значит, она не такая уж и сволочь Может, даже любит его? Угу Любит Да уж Скорую вызвала и дома сидит Завтра пойду к ней Узнаю, что она с дедом сделала Может, не надо, Ленок? Ну, ее Пусть дальше жизнь деду портит Нет уж Ладно Утро вечера мудренее Пойдем, я тебя до дома провожу Мам, познакомься Это Нюта Наша новая ударница Очень приятно, Нюта Елизавета Петровна Девчонки, во времена моей молодости Ударницами называли передовиков производства Так она и есть передовик На лету все схватывает Молодец Умница А то я уже беспокоилась, что вы не найдете новое барабанничество Девочки, ну что Отметим знакомство Кто какие пирожные будет, выбирайте Ну, я как обычно А я со взбитыми сливками Два Моя рыбка А ты, Нюточка Я ничего не буду У меня денег нет Ну вот Нют Угощаем ведь Нет У меня от сладкого может аппетит испортиться И сегодня я видела в меню У нас на ужин запеканка Столовой Ты ужинаешь в столовой? Понимаешь, просто Нюта, она... Я детдомская Значит так Я хозяйка этого кафе И у нас такие правила Каждая ранетка, когда приходит Просто обязана выбрать любимое пирожное Правда, девчонки? Правда Вот Поэтому все заказы отменяются Сейчас принесу пирожное А там сами выбирайте Вик, ты чего так легко оделась? Ну, посмотри, холодно же Да, Степка дома А мне с тобой поговорить нужно Да и мне с тобой хочется поговорить Только вот, ну, с чего и как начать Не знаю Ладно Давай я начну Короче, Вась, может Попробуем еще раз, а? Ну, по молодости не получилось у нас Но теперь же мы умнее стали, да? Да ты всегда была умнее меня Только я дурак Натворил он делов Да бог с ним, с прошлым-то А сейчас Чего скажешь, а? Чего тут языком молоть? Люблю я тебя Не всегда я тебя любил Замерзнешь, давай я тебя Боброшу Ну что, Нюточка, нравится? Очень Спрашивайте Мне все нравится Даже любимое не могу выбрать А у вас там Ну, как кормят? Кормят нормально Сегодня суп гороха выдавали С копченостями? С горохом Ну, а как живется? Несладко, наверное, да? Живется нормально В школу ходим Правда, городским родителям Всякие страшилки про нас рассказывают Мол, воры, шпана Ничего Вот школу закончишь Поступишь в институт И все будет по-другому Ты девочка умненькая Ага Может, квартиру дадут Вот так даже плохо начнется Каждый день буду пирожные покупать Нюточка А кто тебе волосы красил? Наши девчонки Что, не нравится? Ну, извините У меня на стилистов денег нет А при чем здесь стилисты? В вашем возрасте Естественность – это главная красота А химией ты только волосы себе портишь Вот посмотри на меня Какие у тебя глазки чудесные Темные, глубокие Может быть, и волосы потемнее покрасить? А мне свой цвет волос темный Темно-русый, кажется, называется Вот видишь Природа – это лучший стилист Правда, Нюта А то обесцвечивание Это как-то, ну, очень простенько выглядит Ты только не обижайся Мы же хотим как лучше Да что мне обижаться? Какая есть, такая есть В основном я все равно бегать не буду А зачем нам салоны? Знаете что? У меня есть идея У меня дома есть прекрасная итальянская краска Пойдемте к нам перекрасимся А? Решай, Синют Мы же не будем Ну, чего мне решаться-то? Мне все равно Тебе понравится, обещаю Значит так, вы ешьте А я пойду папу предупрежу Что мы домой собираемся Спасибо вам, Виктор Михайлович Я бы, наверное, до сих пор на этой скамейке сидела Голова кругом, ничего не соображаю Отключить тебе надо голову Горячего чая выпить и спать завалиться Да не усну я Страшно За деда боишься? Угу Эти его приступы все чаще и чаще Он же у нас нараспашку, а этим пользуется Плюют душу всякие сволочи Со сволочами мы разберемся А за деда ты не волнуйся Хотя у меня у самого душа не на месте Чего врачи-то сказали? Да как обычно Ситуация критическая И прогнозы делать рано Ну сейчас в больницу звонить бесполезно А завтра с утра я позвоню и все узнаю Хорошо, спасибо Только я всю ночь с телефоном просижу Вдруг позвонят Значит так, Кулимина Твоя основная задача на сегодня это выспаться Ты деду бодрая нужна Дохлый номер Какой тут сон? Ну хочешь, я подежурю возле телефона? И тебе страшно не будет Правда? Вы можете остаться? Конечно А завтра с утра вместе ломанемся к деду Здорово Спасибо вам Вот тебе новый имидж Я теперь на падишахом похожа Ничего, ничего Сейчас волосы прокрасятся Красоткой станешь Мама родная не узнает Ой Да вы не переживайте Я про свою маму все равно не в курсе Меня в доме малютки оставили Ты что, совсем-совсем ничего про родителей не знаешь? У нас в детдоме, знаете как? Если мама, то знаменитая актриса А если папа, то летчик-оспытатель А бросили нас случайно По ошибке Мам! Я пришла, мам! Мама! Мама, вот что это у нас тут вот это? Чемоданы чьи-то стоят Форма чья-то Да так, вещички кое-какие Ты давай раздевайся Руки мой Ужинать садись Устала поди, доча Целый день на ногах Ну что, Надюха Дружиться будем? Можешь теперь меня батей называть Вы мне не батя И отца у меня вообще нет А скоро, видимо, и матери не будет Не обращай на нее внимания Побухтит и отойдет Да ладно, ничего Не общай ее истерики по барабану У меня нервы крепкие Пойдем докажу, а? Паша! Вот ты! Так Ну вот Прям как актриса Это же не я Нет Вот это ты настоящая На? Очень Как бы мои нера зазлились Прическу повыдергивают-то Как повыдергивают? Правда, что ли? У вас там что, дикие все? Ладно, прорвемся Пора мне Спасибо вам за все А, вот вы где Привет, пап Слушай, а ты не мог бы Нюту довезти до дома? Ну, или такси вызвать? Запросто А, значит, и есть Нюта Приятно познакомиться Владимир Петрович Папа Женя Ну, пойдем я тебя До дома довезу Еще чего Если я к детдому на такси подъеду Меня со света сживут К детдому? Ну, ты не волнуйся Я тебя сам отвезу Мы близко не будем подъезжать Или подъедем так Тихо, незаметно Идет? Ну, пойдем Пока Пока Бедный ребенок Всего боится Ну, мам, теперь и бояться нечего Ведь у нее есть мы Просто мы со вкусом детки Мы раненки Просто мы такие детки Мы раненки Мы раненки Просто мы со вкусом детки Антонина Григорьевна, я бы хотел с вами поговорить насчет вашей воспитанницы Ани Морозов. Это связано с группой, о которой вы по телефону рассказывали? Да, и с ней тоже. Понимаете, она у нас теперь барабанщица, и девчонкам надо встречаться, репетировать, быть на связи все время, понимаете? Ага, вот в чем дело. Уж не про телефон Львы, который я вчера изъяла. Да, именно про него. Тогда слушайте меня сюда. Никаких телефонов у себя в классе я иметь не позволяю. Потому что, во-первых, совершенно непонятно, откуда он взялся. Это раз. Во-вторых, из-за него возникают только драки. Это два. А в-третьих, там полкласса передралось. Да нет, послушайте, как-то непонятно, откуда он взялся. Девчонки скинулись вчетвером нюте на подарок. А, так это подарок. Ну, надо же было сразу объяснить. Я же думаю, разумеется, самое плохое, что она его украла где-то, понимаете? Нет, нет. Все было именно так, как я говорю. Я сам присутствовал, когда они его дарили. Так что можете вернуть аппарат законной владельцам. Игорь Ильич, вы меня тоже должны понять правильно. Музыка, группа, это все замечательно. Я ничего не имею против. Но телефон нюте я не верну. Не обессудьте. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Ну, им правда нужно быть на связи для репетиции. Как же это вам так подоходчивее объяснить? Детский дом – это не школа. Это совершенно другая специфика. Здесь никто не должен поделяться. Если я его отдам, они первые пострадают от такого решения. Поверьте, остальные дети ей не простят этого. Ну, может быть, как-то ребятам можно объяснить, что телефон для Нюты не игрушка. Он нужен для дела. Исключено. Или покупаете всем телефоны, причем одинаковые. Или никому. Да, незадача. Давайте поступим так. Телефон будет у меня в кабинете. Если вам что-то нужно будет ей сообщить, вы звоните. А я потом передам. И никаких проблем. Да, пожалуй, так будет лучше всего. А как только она выходит из детдома, она будет с телефоном. И мне тоже будет спокойнее. Я хоть буду знать, где она и что. Договорились? Договорились. О, Виктор Михайлович. Здрасте. Привет, чувак. Проходи. Я сейчас. А мы только хотели узнать, а Петр Никанорыч как себя чувствует? Ему уже лучше? Врачи говорят, состояние стабилизировалось. А Лена у него? Да нет, она... Просто она всю ночь... Вернее, мы с ней возле телефона просидели. Она спит. А, то есть она в школу не пойдет? Ну, во всяком случае опоздает. Хорошо, что вы пришли. Вы там учителей предупредите. Ладно? Ладно. Ну, вы тогда и привет передавайте. Хорошо. Ну, мы пойдем. Пока. Прокопьева Ирина тут живет? Да, а что? Ей цветы пусть распишутся. Ее сейчас нет, она в магазине. Тогда вы распишитесь. От кого это? Я не знаю. Наше дело доставить. Тут записка. До свидания. Да-да, до свидания. Ирина, я с надеждой жду твоего ответа. Гена. Ну, Гена. Ну, крокодил. Я вижу, что Нюта чего-то хочет добиться. Нельзя ей сейчас обрезать крылья. Вы не представляете, какими жесткими, даже жестокими бывают наши дети по отношению к тем, кто вдруг становится не таким, как все. Я просто хочу избежать конфликтов и уберечь девочку отбитой. А давайте пригласим ваших ребят к нам в школу, на концерт. Они им музыку заодно послушат и посмотрят на выступление Нюты. Ну, не знаю, не знаю. Как бы хуже от этого не стало. Ну, должны же они понять, в конце концов, что Нюта трудится. И трудом своим она заслужила быть участницей группы. Да. Трудолюбивых у нас в детдоме уважают. Тут вы правы. Вот. И может, на ее примере кто-то еще захочет заниматься музыкой? Ну, пожалуй, идея неплохая. Да, мы обязательно завтра придем. Отлично. Ждем. До завтра. Рада была с вами познакомиться, Игорь Ильич. Взаимно. Николай Павлович, я хотела бы уйти тихо. Не устраивать никаких отходных. Матка говорит с волей вашим. В общем, может, это и правильно. Просто не хочется выносить всю эту историю на всеобщее обсуждение. Игорю и так плохо. Понимаете? Я понимаю. Понимаю. Вот вам обходной лист. Сходите к Елене Петровне, библиотеку, потом бухгалтерию. Спасибо вам, Николай Павлович. За что? За понимание. За понимание. Что ж такое? Все увольняются. Валя из столовой уволилась. Теперь вот вы. Николай Павлович, ну, мне очень жаль. Так получилось. Я же вам все объяснила. Да это я так. Ворчу по-стариковски. Вы не обращайте внимания. Ладно. Подписывайте обходной. Все будет хорошо. Спасибо вам, Николай Павлович. Да, вот так вот. Эта, ты можешь мне сказать, зачем ты туда идешь? Что ты хочешь узнать? Поинтересоваться хочу, каким боком у деда приступ случился. А потом отошью ее так, что она к нему на пущенный выстрел не подойдет. А что, если все не так, как ты себе представляешь? Да я не представляю. Я знаю, что она во всем виновата. Если с ней сейчас не разобраться, потом будет хуже. Ладно. Убедила. Но я с тобой поэтому... Нет. Это наше дело, семейное. Я сама. Я вроде тоже не посторонний. Не посторонний, но лучше я сама. Все, я пошла, ждите меня здесь. Екатерина, разрешите. Мне очень нужна ваша помощь. В столовой сегодня работать не будет. Тетя Валя уволилась. Как уволилась? Ну так вот. Переехала в другой район. Да она меня предупреждала. Я совсем забыл. Вчера пришла, забрала документы и все. А кто ж теперь будет вместо нее? Никого. Вот так вот я прокололся. Понимаете? Ну, не подготовился. Голова совсем кругом идет. А что ж теперь делать-то? Ничего. Вы разрешите? Да. Мы заказали сухой паек. Надо его рассортировать между учащимися. Всего около тысячи человек. Как я с этим справлюсь? Я так могу до ночи просидеть. Ну, а что делать? Иного выхода нет. Вы возьмите себе в помощь. Тетя Лиду. И как-то будет с Божьей помощью. Я уверен, вы справитесь. Ну, некого больше. Извините, Элитарон. Спасибо. Привет, девчонки. Ань, можно тебя на минуту? Идите, я вас догоню. Привет. Ну, как дела? Ну, классно. Слушай, я должен сказать тебе очень важную новость. Батя теперь с нами живет, прикинь? Да ладно. Ну и как они? Классно. Мать себя порхает. Прям не узнаю ее. Помолодела лет на 20. Сейчас физкультуру, сама все увидишь. Ладно, пойдем. Чтобы не опаздывать. Дорогуша, я вообще не понимаю, чего тебе от меня надо. Мне твой дед нужен, как собаке в третий глаз. Знаете что? По вашей милости он загремел в больницу. А может, он просто старый? Да. Он старенький, вы хотели этим воспользоваться. Ой, как интересно. Вы думали его охмурить, прописаться в нашей квартире, а деда в гроб загнать? Ты что несешь, трясогуска? Наркотиков ешь поменьше, чтобы мозги прочистить. Устите, я знаю ваши планы. Да я прям вся дрожу. Так испугалась. Только зря вы торопитесь от деда избавиться. Доконайте его раньше времени и не получите нашу квартиру. Слышь, доча, она меня еще учить вздумала, пигалится. Она знает мои планы. Да твой дед вообще в мои жизненные планы не входит, если хочешь знать. У меня вон. Паша, иди сюда, меня тут обижают. Что такое, Любань? Эта девка орет, что я ее деду угрохала. Ты что, это не протрезвела с утра, что ли? Проспи, сиди, милая. Я вам не милая. Никто твоего деда не трогал, правильно? Твой дедушка старенький. Ископытился он сам. Понимаешь, из него песочек сыпется. А он вздумал в такую красавицу влюбиться. Ну, ну, надо же соизмерять свои возможности. Верно, Любань? Сам виноват. Надо было за здоровьем следить. Вывод о возрасте. Так что, давай-ка вали отсюда, пока я добрый. Да пошли вы все. Ты что сказала? Сейчас нагоню и ноги вырву. Люди живут, радуются, тихо, спокойно. Нет, надо всяким цариканам влезть и нервы побордить. И дорогу сюда забудь, тварь. А деду привет передай, если очухается. Иди домой. Садишь-то, внучка, злая. Но дубины. О, Степ, иди сюда, сейчас боржешься. Ну, смотри, я шубинские кроссовки в кольцо закинул. Да? Теперь доставай. Да ты что, это ж прикол. Прикинь, она сейчас придет, как макак идут прыгать. Я говорю быстро. Достал кроссовки Виктории Дмитриевны. Ты что, заболел? Повторяю, быстро доставай кроссовки Виктории Дмитриевны. Да что случилось-то? Мухой! Достал? Вот. Виктория Дмитриевна, моя мама. И те, кто пискнет на уроке, урою. Те, кто будет плохо себя вести, закопаю. Всем понятно? Вот и ладушки. Ну как? Сволочи. Что такое, обидели? Да ничего. Вы были правы, зря я к ним пошла. Они только над дедом поржали и все. Кто это они? Да это Грымза теперь с каким-то пузаном живет. Такой же хам, как и она. А, значит, у нее кто-то появился. Да. Наконец-то она от деда отвяжется. А вы говорите, детская ревность, хорошая женщина. Я же говорила, что он из-за нее в больницу попал. Да, жалко деда. Ему и так сейчас нелегко. А если еще узнает, что его любовь неземная хахаль о себе завела, так вообще крушение всех надежд. Ну сказать-то надо. И чем быстрее, тем лучше. А то его сейчас чуть ли не с того света вытащат. Он к ней намылится и увидит эту бедляцкую парочку. Мы его потом вообще не спасем. Да. Но боюсь, что она от тебя эту информацию не воспримет. Опять подумаешь, что ты сочиняешь. А я попытаюсь. Ну как? Ну аккуратнее, Виктор Михайлович. Не волнуйся, я осторожен. Прямо сейчас поеду в больницу и попытаюсь с ним поговорить. Ладно, я в школу. Хорошо, пока. Вот, Елена Петровна, это последние. Пусть у вас постоят. У вас надежнее будет. Вы, кстати, сверились? Все на месте. На месте, на месте. Я так не понимаю, зачем вы все это пересчитывали? Разве так не положено? При увольнении все по описи пересчитать и сдать. Как? И вы туда же? Куда же? Ну вот Валентина Паверихова уволилась. Теперь вы... А что такое-то? Елена Петровна, только я попросила бы вас не рассказывать об этом всем подряд. Мне не хотелось бы, чтобы это все обсуждали. Ну, конечно, конечно. Я понимаю. А почему вы увольняетесь-то? Уезжаю. А, да, Валентина, она тоже переехала в Юго-Забадный округ. Я подальше. В Мурманск. Мурманск. Дмитрий. Я еще раз вас попрошу, Елена Петровна, не обсуждать это принародно. Ирина Ренатовна, я могила. Все еще работаешь? Завтра сдаю. Хорошо, что зашел. У меня к тебе вопрос. Задавай. А какого ответа ты ждешь от моей жены? В смысле? В смысле? Сегодня принесли цветы. Записочку я твою прочел. А ты зачем? Чужие записки читаешь. А почему бы мне ее и не прочесть? В мой дом принесли цветы. Моей жене. Мне стало любопытно. Кто же этот тайный воздыхатель? Я думал, их позже доставят. А их принесли раньше. Чего ты ждешь от моей жены? Если это, конечно, не секрет. Не секрет. Я ей сделал предложение. Ах, вот как. Да. Вот так. Не поздновато? Раньше надо было предложение делать. В институте, когда на одном курсе учились. Да нет. Не поздновато. В самый раз. Ты как раз в Черногорию мечтаешь уехать. А Ирина не хочет. Ты уверен? Уверен. Тебе важнее Черногория с бешенными доходами, а не семья. И ты вот так вот за нас все быстренько решил. И я сделал предложение, а решать все будет Ирина. И в отличие от тебя, я бы от семьи, от любимой женщины никогда не уехал. Ни за какие проекты и заказы. Красиво излагаешь. Только почему-то мне кажется, что ты лжешь. Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, Я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно. Может, рано опоздать. Или бежать за тобой. О тебе все мысли, О тебе все слезы. Для тебя все песни до последнего дня. Может быть, не поздно. Может быть, не вместе. Может быть, забуду и уйду навсегда. А теперь... Слушайте, нужно написать объявление о концерте. Кто этим займется? О, давай мы сделаем? Давай. Ага. Напишите крупно, ранетки. А нас-то ими внизу, чтобы не видно было. Не суди о людях по себе. Хотите, можете сами плакат нарисовать. Здрасте. Сейчас я буду свое время за вас тратить. Так, стоп. У нас в концерту двух групп. Давайте по человеку от каждой они нарисуют. Вполне логично. От нас будет Гуцул. А я от Ранеток. Только давайте я буду не с Гуцулом, а с Платоновым. Он же в вашей группе. Или вы так не считаете? Ладно, будешь с Платоновым. Ну вот и все. Я уезжаю. С Николай Павловичем уже попрощалась. Вот. Присядем на дорожку. Димке что-нибудь передать? Нет. Ну тогда я пойду. Иди. Поставь. Что? Зовите на свадьбу, если что. Хорошо. Пока. Пока. Ну что, Елена Петровна, как? Хватит этих сухих пайков-то? Хватит, Николай Павлович. Хватит. Еще останется. Что значит останется? Не должно оставаться. Да кому понравится эта сухомятка? Ее же есть невозможно. То есть я хотела сказать, просто кого-то нет, кто-то есть не хочет, вот и остается. Угу. Только помяните мое слово, а с каждым днем будет оставаться все больше и больше. Елена Петровна, я занимаюсь этим вопросом. Надо же не так просто провернуть. Ну потерпите денек другой, потерпите. Угу. Пока вы найдете замену Валентине, пока она сам книжку сделает, пока все кабинеты обижат. Я так долго не выдержу. У меня уже руки отваливаются. Я придумаю что-нибудь. Придумаю, честное слово. Вот поверьте мне, придумаю. О, Жень, Женечка, ну-ка иди сюда. Слушай, а ты не можешь со своей мамой поговорить? Может, она выручит нас, поработает недельку-другую, денег-другой, а может недельку, недельку. Николай Павлович, она уже работает в кафе. Да я знаю, я знаю. Ну, а ты все-таки спроси, а? Ну, она же тут всю кухню знает, все знает. Скажи, я лично прошу, а? Хорошо, я сегодня после школы зайду к ней. Ну, вот и славненько, вот и славненько. Лен! Привет! Ну что, выспалась? Да. Ну, конечно, всю ночь на телефоне, переволновалась, наверное. А вы откуда знаете? Ну, мы заходили к тебе, нам Степанов открыл. Степанов. А, девчонки, это не то, что вы подумали. Да мы ничего и не думали. Да, Лен, ты о чем? Да нет, я так. Натах, тебя по-английскому вызывали, меня не спрашивали? Нет. Федор Николаевич. Как вы? Слава Богу, обошлось. Видно, нужен я еще кому-то на этой земле, раз Бог меня не прибрал. Конечно, нужны. Всем нужны. И Ленке, и мне, и читателям. Так что вы ни о чем таком и не думайте. А я-то старый пень. Ведь Ленка мне говорила, а я-то еще маленький. Ничего не понимаешь. Она, как выяснилось, все раньше меня поняла. Да ладно. Забудьте. Все кончилось и хорошо. Кончилось-то, кончилось. Но, Любонька-то, змеей оказалась. Да я в курсе. Я еще хотел на нее квартиру переписать. Как молодой ухажел. Так вы и есть молодой. Петр Николаевич, да выбросьте вы ее из головы. Легко сказать. Да я понимаю. Но лучше всего забыть. О, представьте себе, что вы написали страшный роман и отложили далеко на полку. Все, кончено. Все позади. У меня ведь теперь вся жизнь позади. А может, правда вам роман написать? Нет, Витя, роман – это не мое. Я фантаст. И, как выяснилось, не только в творчестве, но и в жизни. А где наша Ирина Ринатовна? Она не заболела? Нет, она уходит из школы. Как уходит? Куда? Увольняется. По личным обстоятельствам. По личным. А что произошло? Этого я не знаю. Ну нет, она вроде бы как бы странно совсем не собиралась. Может быть, что-то случилось? Может быть, помощь нужна? Ну, если бы что-то случилось, наверное, она бы нам сказала. И не попрощалась, и не зашла. Да, очень странно. Друзья, может быть, она беременна. Ну, точно. Ну, как же мы сразу не догадались? Игорь Ильич, вас можно поздравить? Да вроде не с чем. Нас не обманете, Игорь Ильич. Да я и не планировал. Скажите, а Ирина уходит из школы, потому что она беременна? Мы так рады за вас. Нет, это вовсе не то, о чем вы подумали. Мы с Ириной вообще решили расстаться. Что он сказал? Решили расстаться? Я не ослышалась? Да нет, Людмила Федоровна. Вы не ослышались. Они расстались. Я пишу под яблоком наше название. Ранетки. Хорошо, не возражаю. А вот это что означает? Как ваше название? Так вот же написано, черви. Что за фигня? А, карточная масть. А по-моему, это не карточная масть, а черви, которые жрут ранеток. Не знаю, Женя, я подробно с ними не вдавался. Мне сказали нарисовать, я рисую. Да я тебе говорю. А карточная масть это так, для отвода глаз. Вот сразу узнаем мерзкий подкол Зеленовой. Да ладно тебе, Женька. Ну что ты? Кто чего имел в виду, меня меньше всего интересует. Я все. Ну что, по-моему, круто. Какой ужас. Так вот из-за чего она уходит. Она не может с ним работать в одной школе. Бедная. Ну вообще так, по-хорошему. Это он должен уйти, ну так, по-джетельменски. А мне кажется, она правильно сделала, что уходит. Потому что нечего изменять жениху с другими. Вот так. Ну вы это, вы откуда знаете, Елена Петровна? Знаю. Она сама мне все сказала. Простите, так вот почему Игорь Ильич смутился. Да, как-то нехорошо с поздравлением-то получилось. Жаль. А в жизни всегда так бывает. Хорошим мужчинам всегда попадаются вот такие. Елена Петровна, ну хватит уже. Ну действительно, ну в самом деле. А что ты так вам сказала? Ну то, что уходит человек, а вы оставляете негативный осадок. Какой осадок? Я правду говорю. Да вы поймите, кроме них двоих это никого не касается. Ирина Венатовна, хороший, честный человек. Нас это не должно абсолютно волновать. А меня, Виктор Львович, в отличие от вас, все волнует в этой школе. Потому что на мне висит все хозяйство. Да. Что, все в сборе? Всем. Будем репетировать. Стас, а что нам репетировать-то? У нас все готово. Нам другой вопрос решить нужно. Какой? Слушай, Платон, не в службу, а в дружбу. Сгони за водичкой, а? Да вот еще, сам сходи. Че, тебе трудно что ли? У меня нога болит, я на физре подвернул. Ну пожалуйста. Ладно, схожу. Так, что с ранетками делать будем? Они звезды, их принимать лучше будут. Если они выиграют, нам капец. Можно им клавиши заклеить скотчем по всей длине. Одну нажимаешь, звучат все. Скотч можно, так же легко отклеить. А давайте продыряем им барабаны. Ну это школьное мущество. Узнает, что это мы сделали, нам всем хана. Ну в принципе можно гитару расстроить. А как их расстраивать? Доколки подкрутил и готово. Из всех предложенных вариантов мне нравится расстроить гитару. Мне тоже, потому что даже я могу сделать. Ну да, подложим им поганку на концерте. Ну в принципе с гитарами самый оптимальный вариант. Во время выступления их настраивать не будут. Спасибо тебе, добрый человек. Дай бог тебе здоровья. Ну что, пройдемся еще разок? Конечно. Для закрепления. Let's go. Можно? Пожалуйста. Что-то хотели? Елена Петровна, я пришел извиниться за то, что я в учительское, ну сделал вам публичное замечание. Извините. Да уж, Виктор Львович, я была о вас более высокого мнения. Ну да. Раньше я себе такого не позволял. Ну конечно. Я же завхоз. Завхозу можно, я же не учитель. Да при чем тут завхоз? Ну, знаете, если бы я была директором, вряд ли бы вы сделали мне такое замечание. Ведь так? Елена Петровна, поймите меня, вы вторглись в чужую жизнь. И сделали это не очень конфиденциально. Никуда я не вторглась. А сказала то, что знаю. И потом они бы все равно мне все выспросили. Ну, все равно это было не очень, ну, деликатно. Виктор Львович, вы поймите, вы работаете в школе, а это женский коллектив. Тут все болтушки и шило в мешке не утаишь. Ирина Петровна, а вам бы понравилось, если кто-то начал обсуждать вашу личную жизнь? Было бы что обсуждать. Что нет предмета обожания? Предмет есть, на вахте стоит. А в чем же делать? Мне бы живого человека надо, с чувствами. Ай! Прикольно получилось. Просто отпад. Ранеток съедят черви. Думаешь, они доперли? Кто, ранетки? Нет, конечно, они же тупые. Думаешь, не поняли подколы? Ой, конечно, не поняли. Слушай, а давай еще что-нибудь подрисуем, а? Что? Например... Сейчас. Ну, например... Вот это. Ну как? Только улыбочку ему принесу, а то он грустный какой-то. По-моему, отпад. Народ оборжется. Пойдемте. Здрасте, Игорь Ильич. Привет. Спасибо вам, что вы поговорили с моей директрисой. Она теперь разрешает мне сотиком пользоваться. Слушай, Нют, а как они отнеслись к твоей прическе? Ну, ничего, как я и ожидала. Странно. Ты же не в салоне красилась. Действительно, что такого? Понимаете, девчонкам не объяснишь, в салоне или не в салоне. Они на меня теперь как на эту смотрят. На кого эту? На белую ворону. Ну, почему? Нормальный цвет. Просто я теперь от всех отличаюсь. Ну, и что с того? Ну, у нас этого не любят. Бьют? Нет, сначала косятся, потом пальцем тычут. Потом подлянки устраивают, а потом сразу бьют. Ну, если что, ты только скажи мне. Ничего, скоро на тебя перестанут коситься. Я их пригласил на ваш концерт. Да ладно, здорово! Вы такой молодец, Игорь Ильич! Не знаю, хорошо ли это. Да что, это же просто отлично! Ты представляешь, они увидят, как ты играешь, и поймут, что ты вот такой барабанщик. Да у нас в детдоме законы другие. Так, перестань раньше времени вешать нос. Вот будет концерт, тогда и посмотрим. Ладно, давайте репетировать. Ну что, Михаил, готов проект? Да, заканчиваю. А то я все остальное уже просмотрел. И как? Ничего существенного. На тебя одна надежда. А у Геннадия не понравилось? Видишь ли, не впечатлило. Правда, он обещал его переработать. Может быть, сумеет исправить. Хотя я в этом не уверен. А вот и он. Да нет, это старый вариант. Наверное, новый еще не принес. Ну, он принесет, принесет. Парень настойчивый. Сергей Александрович, а я вам через час оба проекта и принесу. И его, и свой. Окей. Угу. С утра комиссия начинает подробное рассмотрение. Ван Геннадий и переработал свою работу. С утра комиссия начинает подробный проект. Кардинально. А по-моему, клево, девчонки. Да, Нютка, ты вообще такая молодчина. Спасибо. Девчонки, а что завтра за концерт? В честь чего? Понимаешь, завтра очень решающее выступление. Ну, такой музыкальный спарринг с другой группой. Да, что-то типа джентльменского пари, рушить которое нельзя. А что за пари? Ну, в общем, если они выиграют, то мы разбегаемся. А если мы выиграем? То они. Девчонки, я вас не подведу. Правда, я все сделаю. И даже больше. Нютка, мы в тебя верим. Просто, девчонки, я, находясь с вами, впервые почувствовала себя счастливой. Вы для меня все. Нет, все будет хорошо. Не переживай. Девчонки, мне сегодня надо пораньше уйти. Ты куда? К деду? Да, в больницу. Давай. Пока. Пока. Я тоже пойду. А тебе куда? Нужно к маме забежать. Савченко попросила, чтобы я с ним встретилась и поговорила по поводу работы в столовке. Ладно. Пока. Пока. До завтра. Ну что, еще поиграем? Ну нет. Хватит уже. Плохая примета, много репетировать перед выступлением. Ладно. Вот кадр. Кто это мог сделать? Ну как кто? Конкуренты, наверное. Да. Видимо, Лебедевой с Зеленовой. Скорее всего. Нас бы за такое темное устроили. Нас, к сожалению, нет. Вот по всей пакостят. Девочки, а у вас есть маркер? Да. А что? Сейчас увидите. Вот, так намного лучше. Теперь все по-честному. Коль. А, Женечка, привет. А я тебя здесь жду. Ну, чтобы домой проводить. Все суток с мамой переговорим? Давай, конечно. Ну, наконец-то. Вот у Коль тебя уже заждался. Мам, ты не могла пару дней поработать в столовке? В смысле? Ну, в школьной столовой. Савченко очень просят. Так там же тетя Валя. Она переехала в другой район. Да-да, я помню. Она хотела квартиру поменять. А, так ты согласна? Заменить неким. Ну, успели никого найти. Ну, ладно, надо, так надо. Вопросов нет. Савченко нам помогал, когда мы без копейки сидели. Теперь наш черед ему отплатить. Классно. Он будет рад. А ко мне Степнов приходил. Да, я знаю. Виктор хороший парень. Он поддерживает меня. Не забывает. Вообще, хорошо, что такие люди есть на свете. Это я, знаешь, к чему клоню? Нет пока. Если я помру вдруг, мне бы хотелось, чтобы у вас со Степновым все срослось. Дед, ну ты даешь. Ну, я, конечно, хотел бы, чтобы это произошло попозже. Но ты же видишь, какой я хворый. Ты что такое говоришь? Не смей даже думать об этом. Лен, ну мне не 17 лет. И что? Помирать сразу? Хватит уже ерунду говорить. Панику тут развел. Да никакой паники. Просто в любой момент со мной может что-нибудь случиться, а я вам так и не дал своего благословения. Дед, замолчи сейчас же, или я уйду. Лен, я только хотел, чтобы ты знала, я не против ваших отношений. Да я и так это знаю. О смерти-то зачем говорить? Чтобы мыслей у тебя таких больше не было. Совсем с ума сошел. Я на тебя обиделась. Но в моем возрасте эти мысли вполне естественно. Умирать он собрался. Только в себе и думаешь. Так, короче. Помрешь, домой не приходи. Ясно? Завтра тебе бананов побольше принесу. Говорят, они настроение поднимают. Ну и где-то вычту. И для мозга хорошо. Все, пока. Ну что, Любань, давай еще по одной для аппетита. А то ты прям страдаешь от его отсутствия. А вот потому и не страдаю, что вовремя наливаю. Надежда, ты? Да, я вам. Руки, мой ужин готов. Ну что, Радюх, садись поговорим. О чем? Вот мы с твоей мамой сидим и думаем. Мы ведь, как говорится, люди рабочие, а работы не боимся. Правильно, Любань? Да, верно, верно. И значит, у нас со временем все будет. И квартира? И квартира будет. Я вообще готов от зари до зари работать, чтобы нам всем хорошо было. И ты, Радюх, тоже молодец. Вкалываешь. А что, мне в кафе хорошие чаевые платят. Вот видишь, у них чаевые дают, а у меня, значит, водочные. Вот жалко я, пока никуда не устроилась. Мне бы такое место подыскать, где побольше нахапать можно. Ну, в хорошем смысле этого слова, чтобы не посадили. Ты что говоришь-то? Мама, мне кажется, у меня есть идея. А мне кажется, у нас рюмки греются. Ну что, Женя, как поиграли? Ой, здорово. Нютку так хорошо обрабанить стала. Круто. Котлерка? Ну нет, но прогресс значительный. А вы как? А мы ничего. Прогнали пару раз. Так интересно заглянуть в завтрашний день. Как думаешь, кто на дуэли выиграет? Мы или вы? Не знаю. Мне все равно. Как все равно? Ну, в любом случае, будет одинаково обидно. Послушай, Женя, мне показалось, что наши что-то затевают. В смысле? Ну, против вас. Вдруг инструменты испортят. Будьте повнимательнее, ладно? А то, как жвачку приклеют, как в этот раз. Так мы же играем на одних и тяжих инструментах. Ну, все равно. Будьте повнимательнее. Гитары изведения не выпускаете, ладно? Хорошо. Спасибо. Виктор Михайлович, это я. Ленка. Ну, была у деда? Была, ему уже лучше. Алло, алло. Не слышно ни черта. Ты сейчас что делать собираешься? Ничего. Лен, только давай без этого, без трагедии. Все же нормально. Чего ты нож повезел? Ага. Как-то грустно все равно. Давай-ка я сейчас к тебе подскочу. А то тоже придумала хандрить на пустом месте. Тебе аппетит сегодня прям волчий. Угу. В школе сухой паек давали. Проглодала страшно. Ой, не-не-не, все, хватит. Я наелась. А что случилось в школе? Почему сухой паек? До столовой закрылась. Там повариха уволилась. Вот все, и остановилась. Угу. А цветы папа подарил? Угу. Красивая. Всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пап, какие-то красивые маме цветы подарил. Мы с ней прям сидим и любуемся. Долго выбирал. Какой это все-таки наш джентльмен. Прям такой внимательный. Да, я очень внимательный. Ладно, я пойду. Всем приятного аппетита. Угу. Угу. Что ты решила? Ты о чем? Про записку от Гены. Ты ведь ее прочла? В букете ее нет. Потому что я ее выбросила. Что это означает? Что это и есть мой ответ. Ну, он ответа ждет. Букетики присылает. Ему, пожалуйста, это и выговаривай. Я ни в чем не виновата. И нечего предъявлять мне эти бессмысленные обвинения. И кроме того, я не могу запретить ему меня любить. И вообще хватит. Я ему взаимностью не отвечаю. Любит он. Ну, еще посмотрим, кто кого любит. В столовку? Да сдалась мне эта школа. Там их взять-то нечего. Навару никакого. Голый оклад один и только. Мам, ты что, не понимаешь? Ну, не все же ученики в школу приходят. Кто-то болеет, кто-то прогуливает. Обеды с лишних знаешь сколько остается? Правильно. И при жертве все время будем. Девка, верно говорит, голова. А ты уверена, что там будет что-то оставаться? Любаня, я тебя умоляю. Это же госучреждение, это школа. Это же не частное кафе, как у Надюрки. Там бери просто и не хочу. Мам, мясо будешь домой таскать. О! А за месяц. Ты представляешь, какая экономия? Мясо. А что? Я, пожалуй, пойду. Я никакой работы не боюсь. Главное, чтобы от нее польза в семью ушла. Вот и правильно. И будем договориться нашей дружной трудовой семьей в трех сторон белокаменной покучивать. Я, значит, на дороге. Любаня в столовой, а Надюрка в кафе. Ну, кому тут грустно? На первый, второй рассчитайся. Первый. Лен, ну ты чего? А вы разве не знаете? Нет. Если тебе что-то надо, ты намекни, я мигом. Ну, неужели. Лена, нет. Не надо. Ты чего? Я не могу. Ну, никого же нет, и дед в больнице. Прекратись. Ты не убирай меня. Ну, а почему? Я не могу объяснить. Все. Закрой за мной. Я не могу объяснить. Я не могу объяснить. Ну, я могу объяснить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Намекаешь, что моему отпуску конец Ира, тебе совершенно не интересно, что происходит в нашей конторе? Я не это имела в виду Неужели ты не понимаешь, насколько этот заказ серьезен для нашей компании? Ну хорошо, хорошо Если ты так настаиваешь, я пойду Тем более, что ты мой начальник Только не начинай Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведомо куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Нет, ты видела? Вот свиньи Слушай, все-таки догадались, а? Какой ужас! Сердце с кинжалом, башлятина А что можно было еще ожидать? У них мозги-то ранееточные И что они хотели этим сказать? Ну, видимо, типа они нам отомстили Ни ума, ни фантазии Да, с чувством юмора у девочек явно проблемы Алло, Вить, привет Да, я Ты где сейчас? Давай бросай все и дуй в школу Как? А ты не знаешь? У нас сегодня Ранетки новым составом выступают Да, ударницу нашли Вот как раз у нее сегодня дебют Посмотришь? Давай, жду Ты знаешь, уже ни для кого не секрет, что Ты выиграешь этот конкурс А у меня ты до сих пор так и не спросил Хочу я туда ехать или не хочу Ты что-то имеешь против Черногории? Да при чем здесь Черногория? Да хоть Никарагу, Миша Дело-то не в этом В чем? А в том, что ты опять все сам решил А меня ты спросил Потому что я знаю, что ты мне все сама скажешь Да, конечно скажу Если тебе еще это интересно Мне очень, очень интересно А я никуда не поеду, Миша Так что поедешь один? Ну и что ты молчишь? Ведь поедешь, правда? Геночка твой, конечно, поступил бы иначе Он бы плюнул на работу ради тебя А вот Геночка именно так бы и поступил Ну конечно И нечего иронизировать В нем-то я на все сто уверена Интересно, почему я не удивлен? Да потому что ты прекрасно знаешь, что работа для тебя важнее и семьи Конечно, меня А вот Генка Я для него Всегда буду на первом месте Девчонки, сегодня за инструментами сидите В смысле? В прямом, с гитарами смотрите в оба Наши соперники что-то затевают Червяки? Откуда знаешь? Платон вчера рассказал А что они могут сделать? Не знаю В прошлый раз они нашли, как нам выступление испортить Клавиши заклеивали, залепили жвачкой, выход на усилитель Опять Зеленова не имется Слушайте, она уже достала, надо ей устроить А что ты ей строишь? Она пока что еще ничего не сделала Ты что, будем ждать, пока сделает? Так я и говорю, следите в оба Да, спасибо Платону Девчонки, инструменты из рук вообще не выпускаем Ну Зеленова все-таки надо навалять Для профилактики Петр Степанович, мне к вам просьба Я слушаю Сегодня к нам на концерт ранее-то гости придут Нютины друзья из детдома Нютины? Замечательно Да, могли бы вы их встретить и показать, где находится актовый зал? Да не волнуйся ты Встретим, как полагается, проводим, покажем Спасибо Ох, кого я вижу! Привет Сколько лет, сколько зим Видел твой фильм, очень понравился Особенно ты Да этот фильм в общем не мой Позорище какое-то И Петр Степанович Надо упоминать, блин, не о нем Да ладно тебе, нормальная киношка То-то и дело, что киношка Слушай, а вы что, действительно корабль построили? Или, слушай, а как невесомость вот эту вот Там в этом все сложно Петр Степанович, простите, нам нужно решить организационные вопросы Что за вопросы? Что случилось? Да нет, это я так Просто наедине хотел с тобой поговорить Все равно тебя донесут Что донесут? Понимаешь, Ирина уволилась Оба-на! А что случилось? Да поехала к Димке в Мурманск Так они с твоим братом-то Ну, в смысле Вот дела Да Как Саша била Ну, значит, как Знаешь Игорек Я думаю, хорошо, что так случилось Ну, в смысле того, что выяснилось До свадьбы, а не после Ну Может, ты и прав Я вообще, знаешь Понял одну вещь Что с этими сердечными делами надо поосторожнее И вообще Не стоит торопиться Пойдем Ой, Генка, привет Здравствуй Очень рад тебя видеть А мы с Мишей Решили зайти узнать результаты Ты, кстати, думаешь, кто победит? Мне абсолютно все равно А ты что, не участвуешь в конкурсе? Если бы я захотел, я бы, конечно, мог победить У меня была пара гениальных идей Ну, так а в чем дело? Я решил не напрягаться Да, почему? Ира Неужели ты не понимаешь? Я просто не хочу От тебя уезжать Генна, не надо, перестань Мне не нужна Черногория Мне не нужны деньги Мне нужна только ты О, Виктор Михайлович, здравствуйте Я вас оставлю На концерте увидимся Так, хорошо А я же вас так и не поблагодарила Спасибо, что заменили меня На уроки Да не за что Мне было очень приятно Окунуться, так сказать В знакомую атмосферу А скажите честно Скучаете по школе? Еще бы Я вообще решил с актерством Завязать Почему? Да не мое это Сейчас вот как раз подыскиваю Место в какой-нибудь школе Хотите снова преподавать? Угу Кстати, не слышали Нигде физрук не требуется Знаете что Виктор Михайлович А я думаю Вам нужно вернуться Куда? Добрый день Здравствуйте Вы к кому? К вам Ко мне? Слушайте, я вас знаю Вы были, кажется, на свадьбе, да? Ну вот точно Вы новая родственница Зои Семенны О, стоп-стоп-стоп Вы старая родственница ее мужа Ой, простите Я не то хотел сказать У вас потрясающая память Да Ну, что есть, то есть Профессиональная А вы, значит, ко мне, да? Зачем? Я в вашу школу На работу устраиваться А, ну да На работу, конечно Конечно Мне давно нужна была охранница В ночную смену Ну, вы знаете Я не по этой части Я вообще-то в столовую Ну, что ж, тоже замечательно Замечательно Так сказать Заждались мы вас Вот Это в каком смысле? И страдались молодые организмы Без полноценного, так сказать, питания Может, вы мне скажете Почему ваш повар уволился? У вас что? Платят плохо? Платят у нас Нормально Да А она сама виновата, поварья А что такое? Плохо кормила охрану Вот ее и уволили Ну, надеюсь, с вами такого не случится Ну, что вы Я отлично готовлю Ну, посмотрим, посмотрим Ну, как, куда? Сюда В школу, на свое прежнее место Не понял А вы как же? А я хочу уйти Почему? Ну, скажем Так у меня складываются обстоятельства Какие-то проблемы? Да нет, как раз наоборот Вы знаете, я же всю жизнь работала как ломовая лошадь По-другому не скажешь В наше время женщинам нелегко приходится Вы знаете, у меня есть одна знакомая каскадерша Да-да, очень интересно Да, вот мы с ней в фильме Ага Опять я про свой шоу-бизнес Так что вы говорили, вы из школы хотите уйти, да? Да Муж мне сказал Сиди дома Я буду сам тебя содержать Молодец Хороший у вас муж Да А вы знаете, я просто Просто решила Хочу побыть немножко женщиной С женой Так сказать, если получится наверстать упущенное А по работе не заскучаете? По коллективу? Да у меня же еще сын Да, столько лет ему внимания не могла уделить Ну что же, если у вас все хорошо То я только рад буду Да вы, мы счастливый случай То, скажите тоже Да не-не-не, если бы не вы То я бы так и не решилась бы уйти Нельзя же просто так взять и подвезти Савченко Николай Павлович у нас золотой человек Это правда А знаете что? Давайте-ка прямо сейчас И пойдем к нему Чего тянуть? А? А давайте Итак, как я уже говорил Нашими экспертами и заказчиками Рассмотрены все представленные проекты Кстати, Михаил Алексеевич Да, Сергей Александрович Я так и не видел вашего проекта Мне что-то происходит На наш день Да, его нет Как это прикажете понимать? Ведь я сам видел, как вы долго над ним работали И что-то какая дождь Дождь Да, действительно Я в последний момент понял, что делаю не совсем то, что нужно И вы решили добровольно отказаться от участия в тендере? Да Сошел, так сказать, с дистанции Ну что ж, мне искренне жаль А мне что делать? Нет, вы скажите, что мне делать? У меня и так учебный план на сбарку Химия в старших классах и так сложная Выше головы А сейчас они отстанут от плана Когда они нагонять будут экзамены на носу Да, да, что? Ну, хорошо, хорошо Я вас очень прошу, пожалуйста Вы уж побыстрее подберите преподавателя Да, спасибо, спасибо До свидания Кто там еще, что? Николай Павлович, можно к вам? Здрасте, Виктор Дмитриев, что у вас? А я не одна О, Витя Здравствуй, Виктор Михайлович Ты знаешь, я всегда рад тебе видеть Ну, сейчас прям, я тебе скажу, прям не вовремя У меня тут, знаешь, два пожара наводнения Не знаю, за что хвататься Николай Павлович У нас к вам две новости Одна хорошая, а другая плохая Какие новости? Вы что, вы смерти моей хотите? Какие еще новости? Я увольняюсь Да вы что, с ума все посходили Куда же вы все бежите-то, а? Вы что, хотите, чтобы я тут один остался, а? Николай Павлович Что Николай Павлович? Что Николай Павлович? Вы посмотрите, у меня химика нету Повара нету Теперь еще офис рука не будет Что вы со мной делаете, а? Николай Павлович, ну, не волнуйтесь Так, послушайте Ведь есть еще и хорошая новость Виктор Михайлович готов вернуться Если, конечно, вы не против А, вернуться? Ну, это тогда другое дело Виктор, ты что, действительно, серьезно хочешь вернуться? А как вы думаете, другие не будут против? Ну, в смысле, учителя и вообще Я же ведь ушел Не сказать, что красиво Виктор Михайлович, не сходи с ума У меня все расписание кувырком Все будут счастливы Ты понимаешь, что вся программа летит А еще дети голодные Скажите, а случайно у вас повара нет? Нет, у нас только физруки Да? Жаль Но обсуждать достоинства и недостатки всех представленных проектов Мы можем до бесконечности Но время деньги Совершенно верно, Сергей Александрович Поэтому не будем толочь воду в ступе Лучшим, хотя со второй попытки Признан проект Геннадия Васильева Аплодисменты, господа Да, да, Геннадий Андреевич Мы тоже были приятно удивлены Вот, ознакомьтесь, коллеги С этим великолепным проектом Лиша, ты же твоя идея Лиша, секундочку, смотри Ну что ж, Геннадий Андреевич Я поздравляю вас Теперь ваш рабочий кабинет будет в Черногории Ого, счастливчик Геннадий Андреевич Что-то не так? Или вы не хотите ехать? Нет, да, да, конечно Я еду Да-да, кто там? Здравствуйте, Николай Павлович Здравствуйте, Любовь... Кирилловна Любовь Кирилловна, здравствуйте, дорогая моя Очень рад вас видеть Какими судьбами вы к нам? А я к вам работать Вы к нам работать? Потрясающе Это что, министерство Прислало вас к нам Вот так быстро работать? Да никто меня не присылал Я сама пришла Присаживайтесь, ради бога, присаживайтесь А я так удивился Думаю, какая быстрая реакция Министерства на мой запрос Ну, давайте я вас сразу Веду в курс дела Чтобы вы могли приступить К выполнению своих обязанностей Ну что, с химией у нас в школе Всегда было хорошо С химией? Да, ну, с химией, конечно, я понимаю, что без химии в современном мире никуда Совершенно с вами согласна Химия теперь везде Но вот в школе Ну, как в школе? В школе обязательно химия Как в школе? В школе мы, можно сказать, закладываем азы Понимаете? Ну, не знаю Может, у вас какие-то новомодные нормативы, а? Вот меня учили, что химия для школьников очень вредна Ее надо избегать Какие-то у вас альтернативные взгляды Ну, как химию избегать? Она же в школьной программе Вы что? Ну, что вы такое говорите? Она же очень вредна Подождите, подождите Любовь Кирилл Ну, я понимаю, что там есть какие-то опасные ингредиенты Но это же одобрено министерством Ну, если вы настаиваете Но если кто-нибудь от этой химии помрет Отвечать будете вы Помрет Вы так не шутите Странно как-то Как же вы можете преподавать химию с таким отношением к предмету? Я не преподаю химию Я повар Вы повар? Да Извините, Радьков Так вы повар Я-то думал, что вас в министерстве Услал как преподавателя химии Ну, значит, повара вам не нужны Нет-нет, что-что сидите Повар очень нужен Очень нужен повар Давайте все сначала начнем Значит так Эй, алло Что, выступать передумали? Во-первых, мы тебе не эй А во-вторых, не дождетесь Ладно, ладно, спокойно Ну, что, спросить нельзя? В туалет мы Чего надо? А гитара вам в туалете зачем? Вы бы барабаны для полной коллекции прихватили бы Слушай, отвали, а По-хорошему Вцепили свои гитары, как не пойми кто Да Походу, про гитары можно забыть И про клавиши тоже А нам с ними выступать Что делать будем? Не знаю Похоже, мы в пролете Не, нифига Я все равно что-нибудь придумаю С питанием в школе у нас всегда было Хорошо Замечательно Я бы то сказал, неплохо А теперь, думаю, будет еще лучше Давайте мне ваши документы Диплом, санитарную книжку Ой Ой, а я что-то даже не сообразила Не взяла с собой Очень жаль Ой, как жалко Как жалко Вы бы могли уже сегодня прям приступить к исполнению своих обязанностей Ой, не ожидала, не ожидала Ну как не ожидали? Ну что вы, что вы Питание для ученика в школе это главное Я тут даже, знаете, нанял человека совершенно постороннего Ну, мне не отказали там Ну, неловко, понимаете Нужен все-таки постоянный повар А завтра? Вы завтра можете принести? Конечно Значит, завтра прям и приступите к делу Ну что, я очень рад был вас повидать И мне тоже очень приятно Секало и Павлович Жду вас завтра Любовь Кирилловна Очень рад был видеть Очень рад Ой Ну, всего доброго Да, да Вы на концерт пришли? Да, мне Рассказов позвонил Почему вы вчера убежали? Леночка, я же говорю, так нельзя Что нельзя? Вы же теперь не мой учитель, а я не учница Давай не здесь А кто нам мешает? Давай потом поговорим Нет, сейчас Вы же говорили, что любите меня Я и не отказываюсь Просто сейчас все изменилось Что изменилось? Я возвращаюсь в школу Возвращаетесь к нам? Да Я опять буду твоим учителем А ты моей ученицей Ну, что же Понятно А выпускной у нас через два месяца? Ну да И вы перестанете быть моим учителем, верно? Верно Так, вы кто такие? Вы чего? Мы на концерт, нас пригласили А Вы из детдома? Из детдома, и что? Да ничего А вы что зажались-то? А что вы нас скакиваете? Так я вас ждал Вы и Нютины друзья Друзья, и что? Ничего Ну что, пошли в актовый зал? Я вам покажу, пошли Ну, проходите, не бойтесь Чего вы? Миш Я ничего не понимаю Ты Ты отдал свой проект Да, все правильно Ты же по ночам над ним работал Мы столько сил в него вложили, а? Я ничуть не жалею Нет, я тебя не понимаю Что тут понимать? Я сделал это ради тебя Ради меня? Да Да Наши отношения дороже всего Да Ты меня поразил Ну что ж, теперь ты видишь Кто тебя любит по-настоящему Да, теперь я вижу Миш Угу Такая перспектива Такие деньги Ира Да Деньги не главное Главное наша семья А возможностей у нас еще будет очень много Да И миллионы наши От нас не уйдут Ах Очень мне хотелось бы в это верить А ты мне верь Любимая Ммм Ну что, сходила в школу? Сходила Берут с руками и ногами Молодца С такой профессией всегда святы будем Есть проблема Директору документы приспичила Какие? Диплом, трудовую и санитарную книжку до кучи Ну знаешь, сейчас с этим строго Всему есть предел Я у мужика спросила в переходе 25 тысяч За какую-то корку и вкладыш Совсем оборзели Любимая Любимая Так это не проблема Сейчас я без палки прикину с ментом И отберу этого перца все, что тебе надо Где, ты говоришь, этот торговец с дипломами стоит? Да тут рядом, через два квартала В переходе Вот ты смотри, оборзели, а? Ведь три шкуры дерут трудового народа, а? Ну я сейчас ему устрою пойду Сейчас устрою И санитарную, и трудовую У тебя что, и трудовой нет, что ли? Конечно, есть Я ее портить не хочу Мне моя нужна С хорошим стажем в системе общепита Вот У меня где-то права Одного директора ресторана завалялись Сейчас я к нему зайду Он мне за эти права Все, что хочешь, сделает Ой Солнце ты мое Всемогущее А то Зачем тебе моя душа? Что ты во мне нашла? Я удивлен, что твоя любовь еще не прошла Все эти годы мы сидели за одной партой Я даже скатывал математику Украдкой знакомой с детства Второй десяток вместе Все нас дразнили и весело Тилетили тесты Жених и невеста На двоих одно сердце Все было за улыбку А теперь нужны средства Беззаботные дети Стали играть по-взрослому Проблемы детские Сменили на капусту острую Сложные вопросы Атлеты перед боссами Все непросто Как на ринге перед боссом Со мной тебе придется туго На гламурных пати Я езжу на метро Я не способен много тратить Наши широкие штаны А не костюмы Прада Зачем тебе моя любовь? Оставь, это не надо Покажи мне любовь Я хочу быть с тобой А ничего так играет Что скажешь? Да, ничего Тебе не нравится? Ну почему? Нормально Но Дараня так им далеко Ну, это пожалуй Не читаю книжки Я не играю на бирже Не продумал бизнес И даже в 30 Я не смогу остепениться Со мной твоя душа Не станет утопать в эмоциях Не дарю цветы Большими сотнями порциями Не живу мечтами Не купаюсь в грезах Я приземленный И не срываюсь с неба звезды Не поступил в институт Не заработал бабок И не смогу Так то, что обещают олигархи Я живу музыкой И это чистая правда В отличие от тебя И вот это вы хотите поставить на конкурс? А что такое? Ужас, какой это ужас Это к музыке Это весьма имеет отдаленное отношение А детям нравится? Некоторым и курить нравится Что ж, прикажете ориентироваться на вкусы толпы? А может мы с вами немножко устарели, а? Это сейчас самое модное направление Ну, в таком случае Уж лучше наши старые добрые ранятки Людмил Ферн, какие же они старые? Что я слышу? Вам стали нравиться планетки? Гораздо лучше, чем вот это Не знаю, не знаю Покажи мне Покажи мне Покажи мне Свет Представляете Я сегодня Степнова видела Он к нам на концерт пришел Да? Опять шикарно выглядел? Да Шикарно А ведь теперь тебе, Светочка, придется видеть его каждый день Это почему? Савченко взял его на прежнее место Что ж теперь будет? Что же теперь будет? А что будет? Физкультуру будет преподавать Это же хорошо, когда в школе по большому счету Ты чего? Что с тобой? Температура? Тебе плохо? Да Да, мне плохо Может, скорую вызвать? Да, вас скорая боится, что не поможет Не поможет? А что с тобой? Я перед ним Я перед ним устоять не смогу Перед кем? Перед Виктором Михайловичем? Да 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 У тебя же Милославский есть Ах, Елена Петровна Что вы понимаете? Ты что? Переломаешь мужику всю жизнь? Ты швертихвостка А я перед ней скорую, скорую Тьфу Ну что, готовы? Готовы Ленка с Наташкой уже на сцене гитары настраивают Тогда пора Только надо барабаны поставить на сцену Хорошо Ребят, помогите девчонкам Игорь Ильич, нам их помощь не нужна Мы и без них справимся Ну что вы как маленькие? Ну, Игорь Ильич, правда Мы же сами Сами, сами Нечего вам тяжести таскать Марш на сцену Игорь, Стас Поможете? Поможем, поможем, конечно Ага Так Ага Так Фамилию написали Так, теперь какого ты года рождения? Такие вопросы задавать девушкам неприлично Мне можно, я орган Право порядка Так, сколько тебе лет, говоришь? Ну что, сам не видишь, что молодая? Я вижу, в самом соку лет 18 Я говорю, какого года? 68-го Вот 68-го Ну все Теперь нужно все это состарить Зачем? Ну тебе хоть и 18 лет Ты же не вчера все это получал, а? У тебя же стаж, наверное, какой-то есть Как и у меня Паша Что бы я без тебя делала, а? Ну все предусмотрел, все Так Значит, вот это надо заварочкой залить А потом я Утюжком пройдусь И еще, еще Где-то я в коридоре там видел Шкурку Зачем? Так Вот Сначала Шкурочку потрем А потом Валенком сверху Чтоб не блестело Понимаешь? Пашечка Какой ты у меня умный Ну так ПТУ с красным дипломом закончил Ну, за работу Так Ну что, я объявляю? Да, все на местах Мы готовы Отлично Не волнуйтесь, все будет хорошо Стойте! Что случилось? Педали от бочки нет Что? Ну, от большого барабана Я знаю, что такое бочка Как нет? Блин Я же говорила Я же говорил, что я их сделаю Ты что-то придумал? А я не только придумал Я еще и воплотил А что это за фигня? А это педаль от бочки Я только что ее спер Пусть попробует без нее сыграю Ну, Гуцелл, ты гений Игорь, ты молодец! Да я тебя расцелую Вот так Дай я тебя потом тоже Расцелую Ну что, пойдемте посмотрим На наших мегазвезд Как они теперь забоют Николай Павлович, выручайте А что такое? Да у девчонок небольшая заминка А что случилось? Да ничего страшного Сейчас все уладим Вы, главное, время потяните Как? Ну, выйти на сцену Что-нибудь скажите зрителям А что я им скажу? Николай Павлович, вы что хотите, чтобы ранитки проиграли? Ну, придумайте что-нибудь Ну, ладно, ладно Я придумаю, пойду Коля, ну что же делать, а? Это черви украли Я же тебе говорил, Жень Я девчонок всех предупредила А эти, они как червяки, правда Везде пролезут Так я сейчас пойду найду этих уродов Ну, а смысл? Они же все равно не признаются Хотя, верно, ты права Так что делать-то? Блин, мы облажаемся по полной программе Так, Жень Стоп, я знаю, что делать Скажи, ты одной рукой сможешь сыграть свою партию? Ну, в принципе, да, смогу Смотри, я сейчас на эту клавишу назначу тебе звук большого барабана Ты сечешь? Секу Вот ты просто нажимай, и все, как барабан бьет Коля, я тебя обожаю Так, держу Тетя Лида, Милославского нужно спасать А что это? Светочка узнала, что Степнов в школу возвращается А ей что? Она почти замужем Так вот именно, что почти Она же сидит, вся не в себе Глаза закатывает Жуть Что это делать, а? И что за молодежь пошла, а? Семь пятниц на неделе Так, ведь Милослава Николаевича жалко Ведь этот дуран да его бросит А он этого не переживет Очень романтическая натура Я знаю, что делать Тут отворот нужен Чтобы Светка напрочь Степнова забыла Да? А такие бывают? Ну конечно, все сделаем В лучшем виде Только мне нужен один волос Степнова Так я что возьму-то? Слушай, я из головы что-ли буду вырывать? Зачем вырывать? Ну там, с расчески возьми Или с одежды Да, я поняла Да, да, да Да, я поняла Ага Ребята Ни для кого из вас не секрет Что многим из вас Я имею ввиду старших пластиков Скоро предстоит выпускной экзамен Угу Ну я надеюсь, вы к нему готовитесь? Готовитесь, а? Да Потом, после этих экзаменов У вас впереди широкая дорога Вам открыты все пути Ваше светлое будущее И вы должны понимать Со всей ответственностью Насколько серьезен этот выбор Николай Павлович Николай Павлович Готов Вот Поэтому Надо поступить в институт Не затягивать С выбором Профессии Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Нет мира без тебя Если б не было тебя, погасли б все на свете звезды Если б не было тебя, то целый день дожди и слезы День или вечер, я не замечу, это не вечно Я не отвечу, но все равно ты не знай Нет мира без тебя, нет жизни без тебя Нет солнца без тебя и неба без тебя Разбиты все львова, разбиты все мечты Ты же говорил, что мне все обломается Да блин, выкрутились как-то А как они без барабанов играют, я не понимаю Женька клавиши перенастроила, помогает новенькам Это же вы за уроды-то, а? Чего тебе? Это же вы педаль украли Ах, вот кто у нас помогает ронеткам Не могу понять, Платонов, тебе что, больше всех надо? Я последний раз вам говорю Отстаньте от девчонок Да ты уже достался своими дешевками Ты понимаешь, что ты можешь все испортить Мы можем не выиграть Да мне наплевать, выиграешь ты или нет Я вообще из вашей группы ухожу Да ну и катись, кому ты здесь нужен? Мы бы тебя в жизни не позвали, если бы нам не нужны были клавиши Да я так и думал Ну и подонки живы Подонки? Все Подожди, Игорь, подожди А знаешь, кто ты? Ты просто подкаблучник, мямля Ты для нашей группы, как для собаки, пятое колесо Да хоть голова Да как раз хоть головы вам всем и не хватает Нет, прошу, спасибо Нет, прошу, спасибо Сегодня дебют у нашей барабанщицы Давайте поздравим Нюту Нюту Ты че? Ну че, сегодня? Главное-то пойдет так, чтобы синяков поменьше осталось Тогда ногами по почкам Мирослав Николаевич Елена Петровна, ну идиот Да это все не я, это пальто Вы прям такой красивый, импозантный мужчина Да это так всегда, на одежку смотрят, а душу не замечают Ну купите себе такое же Да нет, уж спасибо Я хочу, чтобы душу мою любили, а не красивую обертку Нярослав Николаевич, вы сегодня не в настроении? Что-нибудь случилось? Оставьте, Елена Петровна Оставьте Так, ребята, теперь будем голосовать Голосовать мы будем таким образом Я буду называть группу Ну, а вы будете аплодировать Кому громче вы будете аплодировать, тот и победитель Итак Черви А теперь ронетки ПЕСНЯ Тетя Лида, это не опасно? Кому? Мне. А тут-то при чем? Я на тебя колдую. А что вы там шепчете-то? Гимн Российской Федерации. Гимн? Зачем гимн? Не сходи с ума-то. Шучу я. А что делаете-то? Вы же пожар устроите. Не мешай. Ты хочешь помочь Милославскому или нет? Хочу. Так зачем пожар-то устраивать? Я знаю, что делаю. А ты не лезь. Сиди тихо, а то передумай. Все. Перегорели ее чувства. Готово. Ну что, вы проиграли. А мы без вас знаем. Не удалась диверсия, а? Помните, что обещали? Может, не напоминать. Мы свое обещание сдержим. Группы больше не будет. Да ладно. Мы передумали. Играйте, сколько влезет. А нам подачки не нужны. И вообще это дело чести. Ой, кто о чести вспомнил? Слышь ты, педаль верни. Слышь ты? Какую педаль? Гуцелуй, ты что, память отбила, а? Ладно, верни педаль. Слушайте, давайте сами заберете в гримерке в шкафу. Окей? Витенька! Витенька, проводите меня сегодня домой. Света, вы в порядке? Может, что-то случилось? Уже поздно, я боюсь одна. А как же, Мирослав Николаевич? Ах, да при чем здесь он? Вы же вроде... Что он скажет? Меня его мнение совершенно не волнует. Да вообще, он живет в другой стороне. Я, наверное, не тот волос взяла. Не тот, а чей? Не знаю. Милославский надевал пальтост Степнова. Ты что, волос Милославского для отворота взяла? Ну, совсем дурила, а? А что теперь делать? Мы же все испортили. Во-первых, не мы, а ты. А во-вторых, можно все переколдовать. Правда? Может, завтра переколдуем, а? Так и быть. Ну, и ворона, что Еленка? А как, что она подписана? Я подписана. Так не хочется расходиться. Да, мы сегодня прям зажгли. Да, как стали, добрые времена. Мне кажется, это даже лучше. Ну, нет, чуть по-другому. Нютку свое добавила и звучит по-новому. Да, Нют, спасибо тебе большое. Да ладно, захвалили уже. Ничего, сейчас совсем своей станешь, почувствуешь, какие мы суровые. Еленка шутит. На самом деле, мы тебе очень благодарны. Ты нас прям выручила и спасла нашу группу. Я понимаю. Девчонки, я, наверное, впервые в жизни почувствовала себя счастливой. Спасибо вам, Ранетки. Эй, ты еще что? Ты у нас теперь тоже Ранетка. Да-да-да, Нюта Ранетка. Ладно, девчонки, мне уже пора, а то на автобус опождаю. Ну, давай, на тебе позвоним. Ну, или просто заходи. Давайте, пока. Спасибо. Пока. Как же с Нюткой? Здорово. Да. Играет она круто. Да, человек хороший. Пошли. Мам, дай пожрать сил нет. Садись. Ну что, Надюха, как день прошел? Да так. Клиентов мало, работы много. Доча, смотри. Паша мне документы сварганил. Завтра в школе начинаю работать. Молодец, мама. Я чаевые принесла. Умница, дочка. Сколько тут? Мало. На чаевых много не заработаешь. Стараться надо. Ну, ничего. Я на этом не собираюсь останавливаться. Это ты о чем? Не знаю. Я что-нибудь придумаю. Обязательно. Молодец. Вот такая вот у нас хорошая, настоящая, трудовая семья. Ой, какая встреча! Это же наша звезда! Смотрите, так она еще и не отвечает. Совсем зазвездилась. Мэй теперь не друзья. Да, к ней теперь на кривой кобыле не подъедешь. Что вам надо? Ой, она не понимает. Так мы ей сейчас все быстренько разъясним. Да, ребята, вы чего? Барабан через плечо. Надо будет этой барабанщице по барабанам настучать. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Савченко звонил. Говорит, что нашли повара. То есть тебе не надо больше в школу идти? Нет, пойду на всякий случай для подстраховки. А после обеда в кафе забегу. Кстати, я тебя все забываю спросить, как ваше выступление прошло? Мама, это был полный улет. Правда, очень круто. То есть победа? Ну да, Нютка так радовалась. Правда, был один момент, что мы думали, что мы облажаемся. Ну, Жень, ну что за выражение? Облажаемся. Ну, можно же сказать, я думала, что все пропало. Ну, смысл один. В общем, Гуцул спер у нас педальку от барабанов. Зачем? Он играет в другой группе. Типа конкуренция. Детский глупый поступок. Не ожидала от Игоря. Мы все равно и сделали. То есть ты хочешь сказать, что вы как-то вышли из положения? Ну да, твоя дочь всех спасла. Правда? А как? Ну, на самом деле, это Коля на идее. В общем, мы на фортепьяно сделали звук этой педальки. Ммм, какой Коля молодец. Передавай ему от меня привет. Вот что значит настоящий друг. Сладкий, пошли. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Хорошо. Хорошо, я передам. Здравствуйте, Петр Степанович. Здравствуйте. Петр Степанович, А вы сегодня Виктора Михайловича уже видели? Нет еще. А тебе зачем? Это личное. Вы уйдете у Лиды, увидели? Не будет ее сегодня. Как не будет? Кто сказал? Сама позвонила, давление у нее. Что же теперь делать-то? Все пропало. Что это у вас все пропало? А что им будет-то? Кому им? Полам. Выздоровеет человек, придет и помоет. Да при чем здесь полы? А что же у вас тогда все пропало? Все пропало, все. Как я без нее буду колдовать? Ну зачем колдовать-то? Бери швабру домой. Вот тоже придумаю. Да вы как всегда ничего не понимаете. Нам надо ее переколдовать. Понимаете, надо, надо. Пять бабские штучки. Прям не школа, а съезд шаманов. Переколдовать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не поощрялась, все, что относилось к рок-музыке. А что теперь изменилось? Ну, многое изменилось. А вот ты обратил внимание на эту девочку, которая на барабанах играла? Это новенькая. Я на нее весь вечер смотрел. И я тоже. Ты знаешь, она как-то мне в душу запала. Я не знаю даже почему. Я знаю. Она чем-то напоминает нашу Октябрину. Октябрину? Угу. А помнишь, мы недавно смотрели фотоальбом с ее детскими фотографиями. Ну так вот, эта девочка чем-то похожа на нашу Октябрину. Так, в классе девятом-десятом. Точно, как добрая. Молодец какой. А я думаю, что? Кого она мне напоминает? Интересно, где они ее нашли? Сечка, я тебя ждал. Меня? Тебя? На нашем месте. Ты что, забыла? И что? И не дождался. А я же давно в школе. Почему? Почему ты ушла без меня? Потому что я вас разлюбила. Ну вот, видишь, Сечка, я же жду, я волну... Что? Вы оглохли. Разлюбила? Сечка, что вы такое говорите? Как разлюбила? Ну что здесь непонятного? Разлюбила и все. Так, так не бывает. Почему не бывает? Постоянно бывает. Вы вон классиков почитаете. Так там у них на каждом шагу. Любит, разлюбит. Полюбила, разлюбила. А почему? Откуда я знаю? Так получилось. Ну что там с учителем химии? Нашли кого-нибудь? Нашли. Расстарались для вас-то, Николай Павлович. Только без опыта работы преподаватель. Да что же вы так, дорогой мой? Нам нельзя без опыта работы. Вы что? У нас экзамены на носу. У всех экзамены. В конце учебного года вообще преподавателей найти невозможно. Я понимаю, но все же... Вы-вы-вы-вы тоже нас поймите. Не хотите, ждите до сентября. Найдем другую кандидатуру. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. До сентября нам нельзя, нам сейчас надо, понимаете? Тогда берите, что есть. Сами знаете, в конце года менять педагогов тяжело. И вообще не принято. Ну поймите, без опыта работы. У нас же выпускники. У всех выпускники. Так вы отказываетесь. Нет-нет-нет. Мы берем. Берем. Спасибо вам, Иван Борисович. Нет, мы берем. Берем. Спасибо вам, Иван Борисович. Спасибо. Можно, Николай Павлович? Я на секундочку. Так, скажите, что у нас, наконец, с учителем химии? Ой, сегодня придет. Будет знакомиться с коллегами, я ее вам представлю. Ну что ж, очень хорошо. Хоть одной проблемы меньше. Хотелось бы верить. Мирослав Николаевич! Вы с Светочкой разговаривали? Что она вам сказала? Что она вас не любит? Это неправда. Неправда. Нет, это правда. Она мне сама сказала. Это все дело в колдостве. Вы же вчера пальто Степнова надевали, а на нем остался ваш волос. На Степнове? Да нет, на пальто. Я же думала, что это Степнова, а я отдала его тете Лиде, а тетя Лидова сожгла. Степнова? Да нет, волос. Понимаете, все дело в колдостве. Мы хотели Светочку отворотить от Степнова, а волос-то ваш. Мой. Ну а что еще? Она же вас разлюбила. Да, да, она меня разлюбила. Вы только не волнуйтесь, вы не переживайте. Мы все поправим. Вот тетя Лида выздоровеет, и она все переколдует назад. Куда? Назад переколдует. Ну, чтобы Светочка Степнова разлюбила, а вас полюбила. Вы только не волнуйтесь. Вы не переживайте, это коллоство. Вы не волнуйтесь. Какая чушь! Елена Петровна, у меня жизнь разбита. А вы мне туда хинею несете. Ну почему же хинею? Я совсем не хинею. Вот, пожалуйста, диплом, медицинская книжка, трудовая книжка. О, какой у вас стаж-то, а? Это, можно сказать, нам повезло. О, вы настоящий профессионал. Спасибо. А это что, вы работали в посольстве Нигерии поваром? Да. А в Сызрине есть посольство Нигерии? Да. Никогда бы не подумал. Но это раньше было, а сейчас его закрыли. И даже, знаете, не посольство, а консульство. Маленький филиал. А, консульство, консульство, понимаю, да. Ну и как трудно было кормить консула? Ой, да чего там трудного? Это вы только думаете, что они дикие, едят одни папайи с маракуйями. А наш одни пельмени трескал. За обе щеки уплетал. За обе щеки? Да, еще добавку просил. Вот ничего, кроме пельменей, не ел. Вот никогда бы не подумал. Ну что ж, вы можете приступать к выполнению своих обязанностей. Пойдемте, я вам покажу столовую, все ваше хозяйство. Ой, с удовольствием. Прошу вас, Любовь Кирилловна, прошу вас. Пойдемте. Пойдемте. Физкульт, привет. Виктор Михайлович, милости просим. Очень рады вашему возвращению. Да, разрешите представиться, Виктор Львович, так сказать, ваш тезка. Экономическая география. Да, я вас слышал. Да, я вас видел, рад познакомиться лично. Взаимно, очень приятно. Я, пожалуй, пойду. Три минуты до звонка, еще надо подготовиться. Да, мне тоже пора. Еще увидимся. Очень рад, что в нашем мужском полку прибыла. А что это с Людмилой Федоровной? Она же вроде первая была за мое увольнение, а тут вроде как будто даже рада. Виктор Михайлович, вы же ничего не знаете. Шинский, бывший муж Борзовой. Не такой уж он и бывший. И они опять вместе. Да, но мы все яростно делаем вид, что этого не знаем. Чудеса. Тогда я тоже буду делать вид. Хотя мне это и трудно. Вот уж от кого не ожидал, так не ожидал. Да, личное счастье может серьезно изменить жизнь. А я заметил, Людмила Федоровна так изменилась. Даже похорошела. Я искренне за нее рад. А, а мы-то как рады. Любовь благотворно влияет на человека. Ой, вы знаете, мне кажется, что у нас даже атмосфера в коллективе изменилась. Что-то мы разболтались. Пойдемте к нам урок. Вот, проходите. Вот это и есть наша столовая. О, Елизавета Петровна, добрый день. Извините, ради бога. Я вас, по-моему, сегодня напрасно побеспокоил. Добрый день, Николай Павлович. Да что вы всегда к вашим услугам? Дело в том, что мы нашли нового повара. Вот, прошу любить и жаловать, знакомиться. Вы? Вы? А что вы здесь делаете? Ой, Лизонька, какая встреча, какая радость. Вы что, знакомы? Еще бы, мы прекрасно друг друга знаем, правда, Лизонька? Я бы так, конечно, не сказала. Не, не, конечно, да что это? Да мы практически подруги. Подумайте, как песен мир. Ну, с чего начнем? Николай Павлович, вы идите, а мы с Лизонькой тут разберемся. По-нашему, по-девичьей. Она мне все покажет, расскажет. Ну, замечательно. Это очень хорошо. Тогда я вас оставлю одних, а то, вы знаете, у меня столько дел. Елизавета Петровна, еще раз большое вам спасибо. Ну. Не знала, что вы повар. Да. И стаж у меня солидный. Ну что, показывайте, как у вас тут. Что? Слышал новость? Степнов вернулся. Ну и что? Ну, как тебе новость? Да никак, вернулся и вернулся. Он же тебе по морде настучал. Ну, тогда была тема, сейчас нам нечего делить. Угу. Давай. Гуцулов, задержись на мемку. Слушай, давай начистоту. У тебя ко мне претензии есть? Нет. Правда? Без обид? Без обид. Я рад, что вы вернулись. Я рад. Что было, то было. Забудем. Ну, если что, какие соревнования, вызовите там. Прыгнуть. Пробежать на время. Я готов. Хорошо. Слушай, Беллута, меня похоже сегодня спросят. Что, не готов? Да, блин, четыре критические статьи нужно было прочитать. Невозможно. Ну, а я тут при чем? Ну, ты же мозг, придумай что-нибудь, а то мне точно пару влепит. Ладно, есть у меня один способ. Победим врага его же оружием. Это как? Ну, понимаешь, у всех учителей насчет их предмета есть пунктик. Надо просто найти его и зацепиться. Почти всегда срабатывает. А точно проканает? Стойте. То есть, садитесь. Давайте начнем урок. Мирослав Николаевич, а ведь мы до сих пор не знаем, кто же вам самому нравится. Что вы имеете в виду? Ну, в смысле, любимый писатель, любимое литературное произведение. А. Светлана. Что? В смысле, баллада Жуковского Светлана. Встаем, идет. Давай, давай. Дип-дип, ура! Дип-дип, ура! Дип-дип, ура! 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 Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Глот, это кей! Снег пололи, слушали, кормили. Счетным курицу зерном, ярый воск топили. В чашу с чистой водой клали перстень золотой. Серьги изумрудные. Расстилали белый плат, и на чаши пели Влад песенки подблюдные. Легко повелся. Тускло светится луна, в сумраке тумана. Молчаливая и грустна милая Светлана. Похоже, я сегодня побью все рекорды. Он до конца урок не очнется. Я прошу прощения, мне надо отойти. Вы сидите тихо, пожалуйста, ладно? Ес! Пожалуйста, пожалуйста, можете не торопиться. Ну, с оборудованием, я думаю, вам все понятно. Ну да, я вижу, тут у вас без премудростей. Я-то думала, в московских школах посолиднее обстановочка. Значит, основные блюда готовим все здесь. В исключительных случаях заказываем что-то готовое. Понятно. Вот, старайтесь много не заказывать. Это почему? Ну, чтобы не залеживалось. А что такое бывает? Количество учеников нам, конечно, известно. Но сами понимаете, иногда кто-то не придет, кто-то вообще обедать не захочет. Да, понятно. А на завтра оставлять нельзя. Испортится. У меня не испортится. Нет, нет, что вы. Ни в коем случае не оставляйте на завтра. Это недопустимо. Да что вы такое подумали? Я что, правил не знаю? Просто я имею в виду, что я так рассчитаю, что у меня не залежится. И знаете что? Старайтесь сильно не экономить. Вдруг кому-то не хватит. Не переживайте. Дети голодными не останутся. Ну, что у вас в дальних повещениях? Елена Петровна, что вы там говорили мне про эти гадания? Да не про гадания, а про колдовство. Это вообще все равно, я ничего не понял. А что тут непонятного? Мы с тетей Лидой решили вам помочь. Помочь? Как? Светочку отвадить от Степнова. Отвадить? Она к нему липнет, как... Да, ошибочка вышла. Какая ошибочка? Ну, накладочка. Мы хотели как лучше. Вы, главное, не волнуйтесь. Вам легко говорить. Она на меня даже не смотрит. Это все колдовство. Вот тетя Лида выздоровеет и все переколдует. И Светочка к вам вернется. А что с тетей Лидой? Да ничего страшного, просто грипп. Давайте звоните ей. Вдруг она там умрет. Ну, вас скажете тоже. Сейчас позвоню. Ведь скажет такое, а? Алло. Фитилида? Да, это я. Как вы там? Лечитесь? М-м-м. М-м, да. Ага. Все, мы вас ждем. Все нормально, завтра будет. И все у вас будет хорошо. Вы уверены? Да мы сто раз такое проделывали. Можете даже не сомневаться. Ладно, я до завтра дотерплю. Оля, посмотри, какое колечко. Оно бы клево подошло к моим глазам и даже кофточки, да? У тебя губа не дура. Ой, смотри, какое платье. Оля, ты хочешь моей смерти? Да я его на показе мод видела. Оно вживую еще круче и стоит запредельно. Блин, ну как же сложно жить с таким хорошим вкусом? Ой, не говори. Одевались бы на чертезоне и горе не знали. Привет, девчата. Как дела? Привет, Гуцул. Скажи, ну почему ты у меня не олигарх? О, как. Это вот, вот этот ваш гламур, он до добра не доведет. Чего ты не понимаешь? Нет, ну в тебе, конечно, что-то есть. Но какой-то ты бесперспективный. Так, это что еще за тема? В общем, Гуцул, привет, смеете обрось. Мне очень не хочется, честно. Ну, а что делать? Не бросать. Нет, для тебя брошь. Найду себе какого-нибудь такого, знаешь, лысого, старого, но богатого. Потому что, знаешь, я умываю без такого кольца. Без вот этого. А сколько оно стоит? Сто тысяч. Рублей, не долларов. Знаешь что, Полиночка, а давай ты будешь меня любить таким, какой я есть. Бедным и коротким. Неужели мне и правда придется его бросить? Полин, ну что ты заладила? Бросить, не бросить? Ты сначала найди богатого и лысого. Чего ты не понимаешь, Оль? Я родина совсем для другой жизни. Какое будущее меня ждет с Курсулом? Вы на обед ходили? Нет еще. Я как-то кушать не хочу. Понятно. Пойдемте скорее, я вам такое покажу. Обалдеете. Куда? Ну куда? В столовку. А что там? Сама все увидишь. Пошлите, только не тормозите. Ой, звезда прям с ума сойти. Ну это мы еще посмотрим, кто тут звезды. Ты о чем? О том, что слишком рано они решили, что победа у них в кармане. Все еще сто раз может измениться. Так они по голосованию выиграли. Олечка, тебе всему нужно учить. Запомни, если хорошо подумать, то любое событие можно перевернуть в свою пользу. Ты хочешь сказать, что у нашей группы есть шансы попасть на конкурс? И очень большие. Именно этим я сейчас и займусь. Полина, если это у тебя получится, ты будешь королевой интриги. И я съем свою шляпу. Тогда покупай кетчуп, потому что я слышал, что фитер без соуса не очень вкусный. Ну и полюбуйтесь, кто нас теперь кормит. Я здесь есть не буду и в столовку больше не ногой. Я на бутеры перехожу. Ой, да что ты ерунду говоришь? Неужели ты из-за этой коровы теперь голодовку объявишь? Подумаешь, тетка с котелками. Конечно, ты ведь только себе хуже сделаешь. А огученный по барабану. Я ее просто видеть не могу. Да-да, кто там? Николай Павлович, у меня к вам очень важный разговор. Это что, так срочно? Да, очень. Ну хорошо, я тебя слушаю, Полина. Понимаете, случилась очень неприятная история. Да? Ну и что, случилось? Ну я говорю насчет выступления Ронеток. Ну а что, что-то не так? Да. Ты в конце концов можешь объяснить, в чем дело? Дело в том, что на конкурсе будет смотр школьных групп, так? Да, так. А новая ударница Ронеток не из нашей школы. Ну и что? Как что? На конкурсе должны показываться таланты нашей школы. Понимаете? Нашей. Ну, я думаю, что это не так принципиально. Я думаю, что нет. Да? Да. А что скажет руководство школы, где учится эта новенькая? Да, они ведь тоже могут участвовать в конкурсе. Я об этом не подумал. Вот именно. Да, это проблема, ты права, Полина. Что-то надо делать. Послушай, если тебя не затруднит, ты не могла бы пригласить ко мне Ронеток, а? С удовольствием. Спасибо. 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 О, девочки, я вчера впервые слышал вашу группу. Мне понравилось. Спасибо. Не, серьезно, довольно высокий уровень для школьной группы. Видно, что вы серьезно относитесь к делу. Спасибо вам большое. А, да, я хотел спросить, вчера на барабанах играла девочка. Она из нашей школы, да? А, вам наша нюта понравилась? Угу. Вы знаете, мы ее совершенно случайно нашли. И она ради того, чтобы вместе с нами играть, научилась играть на барабанах. И у нее вчера был первый концерт. Она же молодец. Живая, веселая девочка, да. Талант сразу видно, да. Вы знаете, наша нюта, она... Она сирота. Как сирота? Из детского дома она. И вообще ей не просто приходится. Да, и нам очень нравится вместе играть. А мы делаем все, чтобы ей было не одиноко. Ну, после этого ваша группа мне еще больше по душе. Не, это здорово, что вы ее пригласили. Достойный поступок. Мы с вами рады. Мы очень ею гордимся. Она и человек хороший, и барабанит здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, нас зачем-то Савченко вызывает. Виктор Михайлович, а пойдемте сегодня в кино? Не произносите при мне это слово. Почему? Для меня это запретная тема. Вы все переживаете из-за вашего фильма? Да не... Не мой это фильм! Сколько можно повторять? Ну, тогда, может быть, в театр? Вы ведь еще не были актером театра. Светлана Михайловна, не надо разговаривать со мной об искусстве. Тогда, может быть, в цирк? Вы что, издеваетесь? Там же клоуны! И что? Они тоже артисты! И вообще! Витя! Светлана Михайловна, извините меня. Ну, лицедейство это не для меня. Простите, пожалуйста. Витя! Ну, теперь вы понимаете, что это было бы как-то вот некорректно посылать на конкурс ученицу из другой школы. Ну, а кто тогда поедет, Николай Павлович? Червячки? Червячки! Ну, а что делать? Или они, или никто. Понимаете? Ну, это несправедливо. Да я понимаю, вам обидно, тем более, что вы выиграли. Можно сказать, в честной борьбе победили. Ну, правила есть правила. Вы меня тоже поймите. Это ж не я их выдумал. Ну, ладно, Николай Павлович, пусть едут. Нам все равно. Да уж. Пусть червячки станут лицом нашей школы. Да ладно, Лена, пусть едут. Пусть. Мы им палки в колеса вставлять не будем. Ну, конечно. Мы же такие добрые и благородные. Ну, мне очень жаль, что так получилось. Очень жаль. Ну, вы мне поверьте, я сам расстроен. Правда, девчонки. Ну что, преклоняйтесь и восхваляйте. Алина, ты приболела? Сам ты приболел, Стас. А я вот все устроила. Мы едем на конкурс. Чего? Подожди, а как тебе это удалось? Ну, просто Савченко подумал и понял, кто настоящий талант, а кто его просто изображал. Полина, я тобой восхищаюсь. Ну, ты прям великий махинат. О, комбинатор. А не, Полин, ты леди Винтер. Стас, вот вечно ты какие-то мутные комплименты делаешь. Ну, видимо, с творчеством классиков ты мало знакома. Ты меня вообще запутал. Скажи, ты будешь меня благодарить или нет, а? Реально, Стас, что ты домотался? Дай-ка я тебя, Полиночка, расцелую. Хорошо, Полин, я перед тобой вот преклоняюсь. Вечно тебе слава. То-то же. Все это, конечно, замечательно, но проблема с клавишами остается открытой. Савченко сказал, что он сам заберет их у Ранеток. Мы Платонова выгнали. Лично я сама договорюсь с Лужиной. Полина, ты звезда. Стас, учись Оле комплименты делать. Понял? Вячеслав Николаевич, можно вас на минутку? Да, Виктор Михайлович, я вас слушаю. Даша, не знаю, как сказать. Я хотел спросить, как у вас дела со Светланой? Дела? Ну, ваше отношение. А, у нас все совершенно прекрасно. Отлично. А мне показалось, а это обыкновенное колдовство. Чего? Ну, самое обыкновенное колдовство. Завтра тетя Лида выйдет и все назад переколдует. Тетя Лида? Переколдует? Непременно. И Светчика сразу же разлюбит вас и опять полюбит меня. Вы уверены? Да, совершенно точно уверен, абсолютно. Грослав Николаевич, вы здоровы? Я? Я абсолютно здоров. Совершенно. Ну и что ж, раз уж вы не видите в этом никакой проблемы, то я-то и тем более. Спасибо. Да. Вас проводить? Не забудитесь? Ну что вы, я могу и отлично и сам дойти. Надо сообщить Нюйте. Блин, для нее-то трагедия будет. Угу. А она так рада с нашей победе. Вот что. А давайте ей не скажем, что выступление из-за нее сорвалось. Но она же не переживет. Да, можно сказать ей, что конкурс отменили. Или он будет в другой день. Самое главное, чтобы она правду не узнала. Алло, Нют. Привет, Таранетки. Да, это я. Можешь говорить? Но нам надо встретиться. Только не в школе. Я не очень хорошо выгляжу. А чего такое? Потом расскажу. Ну, тогда приходи в кафе, сможешь? Да, хорошо. В кафе приду. Игорь, Женя мне рассказала о вашем вчерашнем инциденте на концерте. О каком инциденте? О том, что ты у них тайком взял педаль от барабана. А, это я пошутил. Пошутил? А мог сорвать выступление? Ой, ты прости его. Ничего бы я не сорвал. Просто прикалывались. Ничего бы не произошло. Знаешь, я была у тебя лучшего мнения. И что? Вы меня теперь уволите? Да при чем здесь уволите? Работа к этому отношения не имеет. Просто ты должен понять, что так поступать нельзя. Ну, я больше так не буду. Детский сад. Ты уже мужчина. И должен отвечать за свои поступки. Елизавета Петровна, раз давно не мальчик, что же вы как мальчика меня отчитываете? Так и поступай по-мужски. По-мужски. А зарплату детскую платят. А у меня для нашей доблестной охраны горяченькие пирожки. О! Ух ты, действительно горяченькие. С пылу, с жаром. Я сегодня борщ готовила, а капуста с картошечкой остались. Да и думаю, порадую коллегу. Не выбрасывать же. А, да, это вы хорошо придумали. Угощайтесь на здоровье. Ммм, вкусные. Кушайте, кушайте. Я вам еще напеку, поправляйтесь. Мы же рабочий класс должны помогать друг другу, да? Профессия у вас напряженная, ответственная. Вам надо хорошо питаться. Это точно. Я же день и ночь на посту. Глаз не смыкаю. Почти. Скажите, а профессия у вас опасная? Честно? Очень. А почему? Бандиты и... Мошенники из всех мастей так и пытаются в школу пробраться. Боже мой. Какой ужас. Да, да, да. Я, можно сказать, каждую секунду своим здоровьем рискую. Да. Так что вы подкармливайте меня. Мне нужно сил набираться, чтобы было чем рисковать. Ммм, вкусно. Мед. Чистый мед. Что, начальство докопалось? Да, блин. Надо бы только нотации читать. Это точно. Слушай, Гуцул, а у тебя заклады хорошие? Чего? Ну, у тебя денег на жизнь пускай? Несмотря что жизнь называть. Так сама знаешь, денег много не бывает. Ну, это ты прав. Гуцул, а мы можем зарабатывать больше. Как? Чайные пакетики по два раза заваривать? Спасибо за идею. А если головой работать? Работать, не работать. Все равно барменам много денег не срубишь. Если только в приличном ресторане, то кому я нужен в приличном ресторане? Знаешь такую пословицу? Не место красит человека, а человек место. Мы можем и здесь хорошо наловиться. Как? Ну, например, все деньги к рассказу проводить. Дорогие коллеги, я вас хочу познакомить. Новая ученица? Это в конце учебного года. В какой класс? Коллеги, это Софья Сергеевна Денисова, наш новый преподаватель химии. Ой, какая молоденькая. Простите нас за ошибку, но вы правда выглядите как ученица. Да я знаю, я только вот пединститут закончила, еще нигде не работала. Значит, ваш дебют состоится в нашей школе. Добро пожаловать. Да, только я так боюсь. Я тоже боялся. Витя! Ну? Боюсь, что ученики все равно всерьез воспринимать не будут. Ну что вы, вы еще ничего не попробовали, а уже ставите на себе крест. Видишь, клиент сидит. Он всегда заказывает одно и то же и очень хорошо знает наши расценки. Ну, и что? Я специально не буду к нему подходить. Ему надоест ждать, и он оставит деньги на столе. Он всегда так делает. Так, и что? Ты таких клиентов дофига догоняешь? Допустим. А я-то тебе зачем? В чеке должны быть напитки из бара. Угу. И еда с кухней. Кухню я беру на себя. А мне бар. Сейчас. Секун. Деньги пополам. Договорились? Согласен. Я, к сожалению, должен уже бежать. Соня, Софья Сергеевна, смелее, смелее. Виктор Иванович. Чай, чай, чай. Ну, Софья... Сергеевна. Сергеевна, да. Расскажите нам о себе. Ну, что рассказать? У нас в роду все химики. А, и вы решили продолжать семейную традицию? Ну, не совсем. Скажем, родители настояли, чтобы я на химические поступала. А что же, сами-то не хотели наукой заниматься? Я вам честно скажу, не горело желанием. Я вообще преподавать боюсь. Поверьте, милая, мы все боялись. Правда? Я вообще очень переживаю. Если вдруг не получится, я, наверное, сразу химию брошу. Буду кем-нибудь другим работать. Да что вы! Вы не знаете, что такое школа. У нас здесь так весело. Вы знаете, у вас все получится. Но школа, она, она как магнит. Она притягивает, увлекает. Поверьте моему опыту, а мне пора. Сейчас. Да. Счастливо. Увидимся. Софья Сергеевна. Да. Печенье-то берите, берите. А, спасибо. Чувствуете себя как дома? Спасибо. Николай Павлович, можно? Да, да. Я не могу найти журнал «Десятого». А предыдущий урок был у вас. А, да вот он. Я его на место не поставил, извините. Пожалуйста. Агнаса Юрьевна, вы присаживайтесь, присаживайтесь. Скажите, как вам наша новая учительница, понравилась? Хорошая девочка. Только очень напугана. Да, я тоже заметил, что как-то она не в себе. Она говорит, что если у нее сейчас не получится, то она навсегда уйдет из школы. Ой, как жалко, ой, как жалко. У нас же с кадрами такой дефицит. Вот как ее задержать? Как задержать? Нам же без химика никак нельзя. Задержать? Жалко. Почему? Обносим. Ну как, Николай Павлович, ну она же очень молоденькая. Просидит с нами всю жизнь. Семью не создаст. Ну почему не создаст? Ну что, у нас прям все бессемейные, что ли? Ну как-то вы... Кстати, это идея. Какая идея? Понимаете, надо, чтобы тут у нас в школе у нее организовался роман. Производственный. Служебный. Служебный роман. Николай Павлович, а вы коварный интриган. Да на что вы, господство, ну какой коварный. Вы же, вы понимаете, я боюсь, что ничем другим ее в школе не задержать. Вот, честное слово, я бы сам, нет, сам бы организовал. Ну, понимаете, я это организовать не умею. Замечательная идея. Да. Спасибо. Спасибо. Будем работать. Ньютка, что с тобой? Не обращайте внимания. Я группу не брошу, пусть каждый день меня пинают. Я ради группы ранятки готова терпеть все, что угодно. Так, по три тысячи рублей за вечерочек. Что скажешь, плохо? Да, это реально неплохо. Держи, твоя доля. Заработал? Да, прикольно. А че ж не прикольно? Ты вообще меня держись и будешь шоколадить. Да, а такие бабки за одну смену? Жизнь. Слушай, Гуцул, а тебе сколько денег надо для полного счастья? Ну, не знаю, штук сто. А тебе? А мне сто мало. У меня аппетита, будь здоров. Так, короче, сегодня пойду провожать тебя я. И не дай бог, кто подойдет, я голову оторву. Только этого не надо. Ты потом уйдешь, а мне с ними жить. Они меня еще больше наваляют, если узнают, что у меня защитники появились. Подожди, а почему они себя так ведут? У них своя банда. Они думают то, что если ты общаешься с домашними, значит, ты выскочкой хочешь выделиться из толпы, показать, что ты лучше всех. Они там все такие чеканутые? Да нет, если нормальные. Ну, в общем, как и везде. Ну, у вас же в школе есть тоже злыдни? Ну, есть и что. Как ты одна пойдешь? Вдруг они еще раз нападут. Поэтому я в школу не пошла. Они наверняка меня там караулят, а я тут. Подождите, а как теперь репетировать? С этим я сама разберусь. Это мои проблемы. Они забадают меня караулить, А я сдаваться не собираюсь. Попинают и отстанут. Хотелось бы верить. Только пока они отстанут, они из тебя инвалиды сделают. Помнишь, утром мы говорили о девочке, которую Ранеток играл на барабанах? Конечно, помню, она у меня из головы не идет. А представляешь, что она из детдома, полная сирота. Какой ужас. У меня сейчас такой сложный возраст, ей просто необходимы родители. Ну, в любом возрасте необходимы родители. Ты не понимаешь. Сейчас формируется ее будущее, определяются приоритеты. В это время ей особо нужна помощь. Ну, значит, для нее удача, что она играет в Ранетках. И девчонки ей помогают. Да. Я очень рада, что она не одна. Ну, что, Любань, как первый трудовой день? Берищен. Неплохо. Присмотрелась, выспросила все. Ну, и есть что урвать. Привет, мам. Привет, доча. Ничего, я найду, не сомневайся. У меня даже план есть. И какой? Ты представляешь, у них там вообще никакого учета и контроля. Ну, продуктов, правда, заказывают мало. Даже детям не хватает. И что там урвать можно? Вот у меня, смотри. Три тысячи рублей за один день. О, молодец, Татюха. У меня предложение. Давай устроим 100 соревнований, кто больше бабок принесет, а? А что мать-то принесет? Ой, дурила-то, Надежда. Я теперь главная и заказать могу сколько хочу. Соображаешь, Любань? И вообще мы теперь еду можем в дом не покупать, на продукты не тратиться. Вон, Анюх, ты мать слушай. Мать верно говорит. Она вообще у тебя умная. Бизнес-вумен как есть, а? Ну, и что делать будем? Мы пытались нюдке сказать то, что выступления не будет. Но у меня язык не повернулся. Она в таком восторге от нашей группы. Слушайте, а может, ей лучше из группы уйти? Ты что несешь? Да подождите. Я все понимаю. Для нее это будет удар. Для нас серьезная потеря. Ну, так реально будет лучше. Да что лучше? Да что, что? Человек здоровье сохранит. Поверьте мне. Я знаю, что такое побои. Ну, может, ты права. Может быть, там действительно будет лучше для всех. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok А вся... Сэр? Фу! Не фу, а вкусный и полезный завтрак. Вообще, ты как с отцом разговариваешь. Я, понимаешь ли, с утра кручусь. Хочу, чтобы дочь в школу голодная не ушла. А она, понимаешь ли, лицо кривит. Извини, пап. Правда вкусно. Просто с самого утра настроения нет. Куда ж она с утра пропала, это хорошее настроение? Или ты его для репетиции приберегла? Кстати, как там ваши ранетки? К конкурсу готовитесь? Зачем нам готовиться? Мы в нем участвовать не можем. Как это? У вас же теперь есть барабанщица. А ну и что? По условиям конкурса она должна быть ученицей нашей школы. А она что, в другой школе учится? Пап, я тебе говорила, она из детдома. А, ну да. Ну так проще простого пусть перейдет в вашу школу. Всего-то делов. Бросьте. Разве это возможно? Женечка, для человека с интеллектом нет ничего невозможного. Ну а как? А вот кашу доешь, скажу. Субтитры сделал DimaTorzok И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Заходите. Вот, Мирослав Николаевич, пожалуйста, объект доставлен. Какой-то такой объект. Что вам надо так? У меня он еще третий этаж не мыть, не чищен. Че-че, Лида, миленькая, помогайте, пожалуйста. Что вы сделали со Светочкой? Она на меня смотреть не хочет. А, правильно. Сильно получился отворот. Ага, так превратите ее обратно. Не, милок, не проси даже. Как? А что мне делать? Вы меня невестой лишаете. А, вы меня здоровья лишаете. Это почему? По кочану. Колдовать-то это что? Это грех большой. Я вон, а после того раза-то пластом лежала. Злые силы одолевали. Ты же сказали, подакра. Подакра. А подакру кто наслал? Злые духи. Сейчас-то вам лучше. Теперь еще получше. Отпустили окаянные. Ну, тогда колдуйте. Фигу вам. Это как же так? Это как же так? Ну, вы родили тут дел. А нам теперь расшлепывать? Вы посмотрите на Мирослава Николаевича. Его же само не ровен час. И подакра с параличом разобьет. Молодой. Оклемается. Кстати, что? Вы колдуйте немедленно. Не стану я больше поражить. И все, точка. Девчонки, вы чего такие кислые? А с чего ты такая будрая? А мне папа одну очень крутую штуку рассказал. Давай колись. В общем, я знаю, как делать так, чтобы нютку допустили до конкурса. Ну и как? Надо, чтобы ее перелили в нашу школу. Мама, папа был одноклассник. Его Гриша звали. Они вместе за одной партой сидели. Так вот, он был дедомовский. Ну так это когда было-то? Так сейчас все гораздо легче. Нютке надо сказать, что у нее есть паспорт. И она сама вправе выбирать, где учиться. Она взрослая. Слушайте, девчонки, а круто. Если она переведется к нам, то ей от своих будет меньше доставаться. И будет законный повод сваливать из дедома. Слушайте, ну здорово будет, если получится. Что гадать? Пойдемте к Савченко, у него и узнаем. Пойдем. Хорошо, я понимаю. Вы нам помогать не хотите. Ну, кто-нибудь другой эти привороты от ворота может снять? Конечно, может. Кто угодно может. Так научите меня. Нет, милок. Это хуже, чем сам выражитель. Это почему? А как же? Колдовство передавать. Это дело темное. Это не узнает никто. От них не удаешься. Они все видят. Кто это они? Нечистые. Сила. Подусторонняя. Ой. Не к добру это. Тетя Лида, я вас умоляю. Скажите, что мне делать? Мы за вас всю школу вымываем. А? Да, точно. Если вы только скажите, что делать, а я ради этого готов мыть грязные полы во всей школе. И в спортзале? И в спортзале. Главное, скажите, что делать. Ну, фотография нужна твоей веточке. И пару волос с того, ну, от кого от ворот делать будет. А, так, значит, фотографию, волосы. И что дальше? Значит, волосы эти, мужчины твои, завернешь в фотографию, и фотографию сожжешь. Но при этом надо произнести особое заклинание. Диктуйте. Сейчас я запишу. Хитрый ты какой, а? Тетя Лида, без заклинаний не сработает. А, а за отворотные слова вы мне подоконник протрете. Ясно? Ясно. Николай Павлович, мы придумали. Что это вы такое придумали, что врываетесь ко мне в кабинет, можно сказать, без стука? А? Извините, пожалуйста. Мы знаем, как на конкурс попасть. Нужно, чтобы Нют учился в нашей школе. Да, и всем будет хорошо. И школе, потому что в ней будет Нюта учиться. И Нюти, потому что она будет учиться в самой лучшей в мире школе, в самом лучшем в мире директором. Ай, подлиза, ай, подлиза. Ладно, подумаем, что можешь сделать. Николай Павлович, ну мы не подлизы. Ну, вас ведь правда все очень любят. Ладно, тут думать надо. Вы хоть номер детского дома-то знаете? Рассказов знает. Он туда ездил, с директрисой разговаривал. А, значит, контакты уже есть. Это неплохо. Он говорит, что она очень добрая и Нюту любит. О, ну что, раз рассказывал, ездил. Ладно, там посмотрим, посмотрим. Вы нам поможете, да? Я сделаю, что могу. Надо связь подключать. Через Гурану, там, ну. Спасибо вам огромное. Спасибо, не отделайтесь. Марш на урок, чтобы ни одного прогула и ни одной троечки. Мы вам обещаем. Обещаем. Здравствуйте. Мне нужны методические материалы по химии 10-11 класса. А мы методички ученикам не выдаем, девочка. Тебя кто за ними послал? Простите, я не представилась. Я новая учитель химии. Зовут меня Софь Сергеевна. Очень приятно. А я Уткина. Светлана Михайловна. Я старый библиотекарь. В смысле, заслуженный. Очень приятно. Да. А скажите-ка, Софья... Сергеевна. Софья Сергеевна. Вы замужем? Нет. Очень-очень плохо. Простите, я говорю, плохо, что на работу берут учителей с неустроенной личной жизнью. Да, британские ученые установили, что это очень плохо отражается на успеваемости и дисциплине учащихся. А при чем здесь моя личная жизнь? Вы мне методички дадите? Я-то да. А вот вам скоро будет совсем не до методичек. Начнете здесь свою личную жизнь устраивать. Я вообще-то сюда работать пришла. А все сперва говорят. Мы сюда работать пришли. А потом начинают на Виктора Михайловича бросаться. Бред какой-то. Что с Виктором Михайловичем? Степнов. Нас его все знают. Он звезда. Простите. Вы нормально себя чувствуете или мне в другой раз зайти? Да нет уж. Вот ваши методички. Изучайте. И помните, в нашей школе с этим делом строго начнете флиртовать и все. Считайте уволены. Так, значит так. Нам нужна фотография Светочки и клочок волос Степнова. Так, фотография у меня есть, а волосы я ему трать не готов. А во имя любви? Скоро мне вырву. Шучу. Ладно. Давайте зашлем к нему медсестру. Пусть она отяпает от этого шевелюра клочочок волос. Скажет, мол, для проверки надо. В школе эпидемия педикулеза. Да. Педикулеза? Это шо, вши что ли? А что? На войне все средства хороши. А не нравится, сами придумывайте. А может мы его в парикмахерскую заманим? Ну, для стрижки. А потом отрезанные волосы потихонечку заберем. Нет, не пойдет. Он недавно стригся. Ну, а если с пиджака волос взять? Проходили уже. А вдруг опять что-нибудь напутаем? Она еще на дядю Петю набросится. На дядю Петю не надо. Я тоже так думаю. Ладно, положитесь на меня. Есть у меня одна мыслишка. Сегодня мы поговорим с вами о селекции. По определению академика Николая Ивановича Вавилова, это эволюция, управляемая человеком. Так, Ритя, сегодня после уроков никуда не уходишь. У нас репетиция. Будешь приничать на клавиши. Размечталась. Лужин, я не поняла, что за тон? Ты радоваться должна. Слушай, и ваша группа вообще никуда не уперлась. Так что на клавишах будешь брынчать сама. Я не умею. Я тоже брынчать не умею. Я играю, понятно? Да ладно, хватит привязываться к словам. Там играть особо ничего не надо. Так тем более. Включишь себе фонограмму, будешь под нее скакать. Это же ты умеешь. Не хами, девочка. Со мной лучше не ссориться. Как страшно. Ну это пока не страшно. У тебя выбора-то все равно нет. Будешь играть в нашей группе. Разговор идет о чести школы. Надутся люди, которые с тобой поговорят по-другому. Процесс создания сопротивления стилей получения штаммы полировки. Виктор Михайлович, у вас козлы инвентаризованы? Да все стало. Причем неоднократно. Да? А вот от Коричникова я что-то не пропоминаю. Да вы что? Этот козел такой старый. Старше нас двоих вместе взяток. Виктор Михайлович, в нашем деле самая главная бдительность, учет и контроль. Этот новенький. Его нужно помечить. Да где же он новенький-то? Я даже сейчас номер покажу. Где у него? На брюхе что ли? Ну-ну-ну. Ой-ой-ой, Виктор Михайлович, вы главное не двигайтесь. Не двигайтесь, не трогайте. Я нечаянно краской на вас капнула. Я сейчас мигом все исправлю. А вы главное не двигайтесь, Виктор Михайлович. Не... Ну вот я же... Что это я? У меня же швабры. Я же про швабры забыла. У меня же швабры не помечены, Виктор Михайлович. Как же я забыла. А номер там? Не важно, швабры важнее. Прошу вас. Прошу вас, Виктор Михайлович, присаживайтесь. Вот такая наша школа. Спасибо. Ну как? Отдадите нам, вашу воспитанницу? Честно говоря, школа мне ваша понравилась. Ну вот, вот. А затея не очень. Почему? Аня, как и все наши воспитанники, девочка непростая. С характером. Боюсь, трудно ей придется на новом месте. Так мы будем рядом, поможем освоиться. Нет, я категорически против. Ну почему, Антонина Григорьевна, почему? Ну вы же понимаете, здесь ей будет лучше. Во-первых, у нее здесь подружки. У них общий интерес. Они будут играть в одном, в одном ансамбле. Ну неужели вы не заметили, как у нее стали глаза светиться? Боюсь я за нее. Знаете, как бывает, наиграются, как с котенком, а потом бросят. Мы не бросим. Девчонки за нее горой стоять будут. И сделаем все для того, чтобы она почувствовала себя, как дома. Не было у Анечки никогда дома. А теперь будет. Будет. Ню! Слушай, а что это за женщина с тобой пришла? Строгая такая, с виду. А, это она добрая. Это наша директриса из детдома. А вот зачем пришла, не знаю. Может из-за драчки. Мне наши наваляли, а она думает, меня тут побили. Вот и она. А ты что ей не скажешь? Все как было-то. Наших стучать. А, сейчас. Нас друг друга просто не закладывают. А если я правду скажу, у меня жизни не будет. Знаешь что? Переводилась бы ты в нашу школу. Уж больная кому нужна тут. Нужна. Мне нужна. Такая гарная девица. Вообще, ранетки будут рады. Знаешь что? Иди к Савченко и скажи ему, дескать, хочу перевестись в вашу школу. Только так построже. Дядь Петь, я боюсь. А вдруг откажет? А если откажет? Я уволюсь к чертям. Пусть сам в школу сторожит. Может, не надо? Надо, надо. Давай, все, иди, иди. Не откладывай, иди. Так, построже ему. Тетя Лида, вот Светочкина фотография. А вот волосы. Да куда ж такой клуб-то откарамцали? Мне всего-то пару волосин надо было. Да и если бы понадобилось, я бы с ней весь скальп снял. Ага, хорошо. После драки кулаками махать. Тетя Лида, какие слова? Говорите заклинания. Ах вы, прыгкие какие. Я вам сейчас скажу, а вы потом про полы и думать забудете. Вы мне сначала все отскоблите, а потом разговоры будем разговаривать. Значит, коридор и спортзал. И подоконники. Да помним, и помним. Ну что, Мирософ Николаевич, готовы к триловому подвигу? Готов. Идите, 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 идите. С Богом. А я тут пока чайку выпью. Ну, если вы и правда будете заботиться об Анечке. Будем. Будем. Обещаю. Ну, хорошо. Уговорили. Только вот Анечку никто об этом не спросил. Может, она и не захочет тут учиться. Ну, а чего мы гадаем? Давайте мы у нее спросим. Давайте мы ее позовем и спросим. Ну, кто там? Кто? Я же сказал, я занят. Анечка, что случилось? Николай Павлович, я бы очень хотела учиться в вашей школе. Ну вот. Мы тоже очень хотим, чтобы ты у нас училась. О, грехи мои тязкие. Спина болит. Давно я со шваброй не работала. Дожмите, Елена Петровна. Нам еще спортзал драйвить. Все, не могу. Я устала. Ноги гудят. Да? А я, знаете, напротив, чувствую себе необыкновенный пролив сил. Вот что значит. Подвиг по имя любви. Может, вы во имя любви остальное сами домоете, а? Нет, ну... Школа у нас, должен вам сказать, без ложной скромности. Прошу. Удивительная. Удивительная. Знаете, у нас особая атмосфера, я бы сказал. Осторожно, Николай Павлович, не подсказитесь. Пол только что вывод. В самом деле удивительно. Впервые вижу такого интеллигентного техработника. Да, у нас еще не такое можно... Впрочем, должен вам сказать, что профессионализм и корректность это, можно сказать, девиз. Да, кредо нашей школы. Игорь Ильич, Аня, проводите. Всего доброго. Всего доброго. Очень приятно было познакомиться. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Что вы мне тут устроили балаган, а? Николай Павлович, понимаете, тетя Лид заболела, у нее давление подскочило, подагра. Ну вот мы с Еленой Петровной и вызвались ей помочь. Да, да. Взаимовыручка – это хорошо. Одобряю. Ну так работайте, работайте. Елена Петровна, вы вот тут уже помыли, а? Пятушка осталась. Да. Вот, что это такое у нас хлеб-соль-то, а? Угощайтесь. Так сказать, обед без отрыва от производства. Вот это замечательно. А то, знаете, так заработаешься на ответственном посту, приходишь в столовую, а там уже все подмели. При мне такого не случится. Я уж знаю, как порции рассчитать. Это при прежней поварихе. То недостача, то лишние порции оставались. А у меня все под контролем. Вот, специально для вас двойной гарнир припасла. А можно? В следующий раз тройной гарнир и две порции второго. Понимаете, я после ночного дежурства, такой аппетит просыпается, кроссфорды готов съесть. Ой, ну зачем же кроссфорд? Я вам лучше биточки оставлю. В сметанном соусе подходит? Биточки очень подходят. Ну, кушайте, кушайте. Вы мужчина в самом соку. Работа у вас напряженная. Вам нужно усиленно питаться. Знаете, что я вам скажу? Золотая вы женщина. Любовь... Кирилловна. Кирилловна. Я даже сейчас за ваше здоровье вот эту сосиску съем. Будьте здоровы. Ой, люблю мужчин с хорошим аппетитом. Николай Павлович, ну скажите ей. Ну что ж сегодня за день такой, а? Все врываются ко мне в кабинет, как к себе домой. Кому и что я должен сказать? Лужиной. Вы представляете, она отказывается с нами выступать. И что, я ее теперь должен заставлять, что ли? Конечно. А кроме нее некому играть на клавишах. Она, между прочим, на конкурс скоро. Подожди, какой конкурс? Какой конкурс? Отборочный тур кто? Разве вы выиграли? Нет, ранетки. Ну так вот ранетки и поедут на конкурс. Не, ну как же. У меня же барабанщица эта левая, не из нашей школы. Вообще какая-то детдомовская. Полина, вы на конкурсе выступать не будете. А девочка эта, Нюта, она с сегодняшнего дня ученица нашей школы. Вот так. Стас, ну что там за тема с конкурсом? Не знаю. Зеленой опять к Савченко побежал, хочет, чтобы мы играли. А я уже расслабился, мне не до конкурса. Будь что, я бы пора подумать. Ты что, ботанешься? Да при чем тут это? Мне к поступлению надо готовиться. Я же на меня даже на ровный празд собираюсь поступать. А я тебе не хухры-мухры. Буду на стажировки ездить. Может в Англию получится выбраться. Все по своей Лерочке сохнешь. Да при чем здесь Лерочка? Учиться я хочу, понимаешь? Ты куда собираешься поступать? Никуда не собираюсь. Мне модельной школы хватит. Я мечтаю стать мисс мира. Ну а ты о чем мечтаешь? Где учиться хочешь? Да какой там учиться? Мне бы придумать, где бабла побольше срубить. Все, капец. Накрылся наш конкурс. Эти твари извернулись. Перевели эту казанскую сироту к нам в школу. Теперь они играть будут. Ну и фиг с ними. Расслабься. Я так хотела играть. Так хотела. Полина, да будут в твоей жизни еще конкурсы. Вон, с Лебедевой нами с мира дуй. Полиночка, не расстраивайся. Смотри, что у меня для тебя есть. Вау! Дизайнерская заколка из последней коллекции. Оль, посмотри. Клевая штучка. Класс. Вот, сын, только ты меня и радуешь. Погнали. Все чисто, тетя Лина. И коридоры, и подоконники. Говорить теперь заклинание. На бумажке напишу. А то вслух говорить боюсь. Как бы опять не одолели окаянные. И вы тут особенно не орите-то. Шепотом читайте. Потихонечку. Вот, вот, вот. Значит, волосы фотографию спалить, начисто. Погодите, брожить. Я сейчас уйду. Чур-чур. Чур. Чур меня. Ну, Елена Петровна, приступим. Да, приступим. Ха-ха-ха. Здравствуйте. Меня зовут Софья Сергеевна. А меня тогда Степан Васильевич. Приятно познакомиться, Степан Васильевич. Я ваш новый преподаватель химии. Ага, очень смешно. Ну, химичить мы любим. А ты вообще в каком классе учишься, деточка? Пожалуйста, тише, ребята. Да, Степан Васильевич, ну что вы шумите? Не видите, девочка нервничает. Ей так в учительницу играть не нравится. Хорошо. Своё чувство юмора вы мне уже показали. Посмотрим теперь на ваше знание химии. Тема сегодняшнего урока – сплава. А вы не боитесь, что вы нас сейчас научите, и мы вас отсюда по-быстренькому сплавим, а? В результате плавки металлов… О, пацаны, пацаны, это интересно. А можно про плавки поподробнее? Вы какие предпочитаете? Нет, ну, мне лично на девушках нравятся стринги. Как ваша фамилия? Семёнов. Так вот Семёнов. Выдите из класса немедленно. Что, прям с урока? Вот спасибо. А вы не хотите со мной выйти? Я вам свои плавки покажу. Мишган, ты учительницу-то не смущай. А то она уже вся покраснела. Ну, хоть ты человека не трави. Всё, думаешь, как бы Степнова своего захомутать? Вот ещё. Откуда вы знаете? Так вся школа знает, косатка-то моя. Только зря ты по нему сохнешь-то, по ироду окаянному. Почему? Ну, девка-то справная. Только Витька-то не нужна совсем. Не любит он тебя, точно тебе говорю. Да с чего вы это взяли? Вы что-то знаете? Знаю. А он сам ко мне пришёл давеча и говорит, сил нет эту Светку терпеть. Говорит тётя Лита, режь с моей головы волосы и наколдуй так, чтобы она отстала. Дурочка липучая. Так и сказал? Лепучая? Ну, или приставучая, я уж точно и не припомню. Нет, не верю я. Это вы придумали, тётя Лит. А ты проверь, проверь. Посмотри на его шевелёра-то. Огроменный клок волос оттяпал. Для дела, говорит, не жалко. А вот и проверю. Давай, ты проверь. Да, Гутцов, это транжира. В смысле? Ну, может, не стоит на Зеленова такие бабки тратить? Признавайся, сколько эта заколочка-то дизайнерская стоила? Баксов сто, не меньше. И что дальше? Ну, может, не стоит на Зеленова такие бабки тратить? Лучше полтовой зарплаты, не меньше. К тому же без обид. Девочка-то не твоего формата. Тебе бы что попроще. Без обид-то без обид. Только вот по поводу формата. Поживём-увидим. Что, думаешь, у вас всё серьёзно? Да, думаю. Я тебе как друг скажу. Такие девочки только олигархом светят. А я тебе вот что скажу. Олигархами Стасик не рождаются, а становятся. И шансы есть у всех. Виктор Михайлович! И не жалко вам было прическу-то портить? Да, Виктор Михайлович. Неважно, теперь выглядит. Но что делать было? А может, ничего не нужно было делать? Может, оставалось бы всё как есть? Нет, ну я бы так не смог. Эх, вы мне так нравились. Да вот, прицепилась, зараза. Не отцепится. Пришлось волосами пожертвовать. Зараза? За что? Почему? Да как вы только могли? Вижу вас. Ненавижу! Что за день такой? Сегодня? Да все с ума сегодня посходили, Лев? Не замечала, но никогда. Ну что, Софья Сергеевна с почином? Ну как урок-то прошел? Ужасно. Я плохой учитель. Совсем никто не слушает. Класс весь урок на ушах стоял, а я им как дура про эти сплавы. Ну-ну, Сонечка, то есть, Софья Сергеевна, вы знаете, это приходит с опытом. И потом, нужно быть пожёстче. Ну, посмотрите на себя, ну вы же чистый ангел. Взгляд кроткий, голос мягкий. А дети слабину не прощают, вы знаете, то иной раз надо, так сказать, и построже быть. Вы понимаете, дети, дети должны видеть вас, лидера. Авторитет, непререкаемый и строгий. Кто поговорил, Агнесса Юрьевна, вам бы само этим приёмчиком поучиться, чтобы дети вам на шею не садились. Они не садятся. Вы знаете, я беру лаской. Не кнутом, а пряником. Я увлекаю их своими уроками. Ну, конечно, когда они порой расшалятся, я могу и крикнуть на них. А ну сядь быстро, я сказала! И вы знаете, получается, они начинают слушать. Да уж, я бы сама начала. Сдура у вас получается, я так не умею. Нет, ну может быть, вот так совсем и не надо. Вы знаете, скоро у вас свой стиль выработается, лихая беда начала. Да я не могу, я всё время на ребят кричать. А зачем всё время? Вы должны помнить, кнут и пряник, кнут и пряник. Всё сделали как надо. Слова от воротки не перепутали? Да вроде бы. С Богом. Светочка! Простите меня, пожалуйста. А вы уже домой? Да. Позвольте, я вас провожу. Нет, спасибо. Понятно. Вы извините меня за бестактность, а ваша провожата на сегодня опять, Виктор Михайлович? Не говорите мне про Степнова, я его видеть не могу, слышать про него не хочу. Ну, что? Да ничего, тётя Лида, не сработало. А Степнова мы её отворотили, но ко мне-то всё равно не приворожили. А может, есть какое-то приворотное колдовство? Опять? Да даже не просите, знать ничего не знаю, ведать не ведаю ни про какие привороты. У меня по молодости от мужика в проходу не было. И поэтому знаю одни отвороты. Я готова репетировать. Ты решила играть с нами? Здорово. Какая теперь разница? Всё равно на конкурс мы попадём. А может и попадём. Я у Савченко была, а завтрашнего дня меня переводят в вашу школу. Да ладно? Круто! Круто! Супер! А в какой класс? Ну, не знаю, у кого классный рассказов? В нас? Ну, здорово, одноклассница! Девчонки, я предлагаю пойти тортик поесть и отметить. Женька, тебе лишь бы тортик поесть. Раз нютку с нами, давайте репетировать. Точно! Мы ведь теперь по условию конкурса проходим. Тогда бегом в спортзал, порепетируем, а потом и отметим. Да! Значит так, Софья Сергеевна, смотрите. Я хулиган. Нет, я буду хулиганом. Нет, Кагнаса Юрьевна, вы будете отличница. Круглова, дай списать, а то как двину. Софья Сергеевна, чего он? Ну, понятно. Значит, теперь я вам буду хамить, а вы меня тут осаживайте, осаживайте, да? А я вашу химию не учила, плевать мне на ваши уроки. Перестаньте хамить. О, а я еще хамить не начал, цепочка. Хватит, вон из класса. Ну, не верю, не верю. Надо больше металла в волосе. Не могу простить. О, Мирослав Николаевич, а, полюбуйтесь. Ваше довели. Человек первый день в школе, а на нем уже лица нет. Все, извините, нам пора. Сонечка, вам не надо сдаваться. Вы должны помнить, как вы начнете свой педагогический путь, так вам будут относиться в дальнейшем. Удачи. Иду. Что, урок, правда, выдался трудным? Не то слово. Думала, посиди ее. Наверное, зря я учителем пошла работать. Девчонки, а в школе у вас есть, ну, фифы? Ну, такие. Точно ты их обозвала? Ну, конечно, есть. Зеленого, Лебедеву, Вишни, ошибешься. А какой самый клевый учитель? Ну, это рассказов. Даже не обсуждается. А этот, директор Савченко, он злой? Да нет, что это? Добряк. Но построжицы любит. Зато вот Борзова, вот кого действительно нужно бояться. Да, еще там, Мегера. Ты с ней поосторожнее. Она чуть что орать начинает, как бешеная. Ну, ладно, на глаза я не буду попадаться. Что, поиграем? Да, давайте луну. Давайте. Мне не понять Наверное, можно, но не сразу. Не уходи. Не уходи. Какие сумки? Я как перед классом стану, так мне сразу кажется, что он такой огромный. А я такая маленькая. И дети. Стыдно признаться. Но вы знаете, я их боюсь. Они все время дергают, смеются надо мной. Понимаете, Сонечка? Дети смеются не от того, что им сильно весело, или там, Белуто пошутило остроумно. Они смеются от того, что вы смущаетесь. Вот уж поверьте мне. Сам, вот игру какой-то. И что же мне делать? А вы перестаньте робеть. Не надо их бояться. Вот они смеются, смейтесь вместе с ними. Вот у вас есть чувство юмора? Вообще-то да. Только я его сегодня в другой сумочке оставила. Ну вот видите. Так же и в классе. Не бойтесь с ними шутить, потрунивать. И результат удивит вас саму. Ну, не будете больше плакать? Только смеяться. И в крайнем случае помните, что я всегда рядом с вами. Помогу, подскажу. Нару на ней, в конце концов. Спасибо вам большое, Брослав Николаевич. Классный сегодня денек был. Почему? Потому что очень много новостей. Во-первых, нюту взяли к нам в школу. Ну, а во-вторых, поедем на конкурс. Девчонки, а давайте завтра около школы встретимся. Это, знаете, страшно. Первый раз, первый класс. Да, конечно, о чем речь? Блин, расставаться не хочется. А я, наверное, все-таки все равно на ужин опоздала. Это что получается? Ты спать голодная ляжешь? Да ничего страшного. Не в первый раз. Слушайте, а пойдемте ко мне в гости, а? Ну, поужинаем и заодно отметим, раз в кафе не пошли. О, а можно мне тоже. Аня, когда мама, знаете, какие пирожки готовит? Ммм, объедение. Ну что, нюту, ты как? А вы, девчонки? Не, я домой. Я тоже домой пойду. Мне к деду надо успеть. А мне реферат писать? Ммм, я бы хотела. Если можно, конечно. Не можно, а нужно. Я же приглашаю. Пойдем быстрее. Есть хочется, умираю. Всем счастливо. Пока. Слушай, а ничего, кормят ученичков-то? Жрать можно. Вкусно, сытно, а главное бесплатно. Почему это бесплатно? Ну, а как ты думал? Тут я пересчитала, там не досчитала. В нашу пользу и насчитала. Башковитая ты у меня баба. А то. И охранника местного прикормила, чтобы лишь... Лишних вопросов не задавал. Только он хам такой. Заладил все равно. Что в пакетах, что в пакетах. Ни сыда у людей, ни совести. Кого ты там, говоришь, прикормила? Охранника на вахте, чтобы он лишних вопросов не задавал. Все равно нужно раздобыть ключ от запасной двери. А для этого еще плотнее с ним. Сдружиться придется. Ты гляди, дружись там. Да меру знай. Ну, я ж для дела. Для дела. А то я знаешь, какой ревнивый. Ну, какой? Ну, ладно. Мамочка, мы дома. О, сколько вас? Мамочка, ознакомься. Это Нюта. Самый лучший в мире барабанщик. А еще знаешь что? Нюта завтрашнего дня будет учиться с нами в школе. Очень приятно, Нюта. Нюта, ознакомься. А это моя мама Ира. Очень приятно. Мамочка, а у нас есть что-нибудь поесть? А то мы голодные, как звери. Ничего нет. Но я собираюсь делать пирожки. Ммм, с яблоками? И с яблоками, и с капустой, и даже с мясом. Обожаю вашу стрепню. Замечательно. Раздеваемся, моем руки и ко мне на кухню. Будем вместе кулинарить. Папа, респект и уважуха тебе. А по-русски? А по-русски спасибо большое за совет, потому что с завтрашнего дня Нюта учится вместе с нами в школе. Вот. Значит, не зря ты сегодня кашей давилась. Я нифига не давилась. Каша вкусная была. Да? Ну, тогда тебе тоже респект и уважуха. Ну что, выходит, у вас теперь группа укомплектована? Ага. Теперь играем полным составом. Вот и славно. Девочки, вы талантливые. Хорошо, что не разбежались. Только вот вопрос. С учебы-то что? А что? Учиться никогда не поздно. А экзамены вступительные? Это вам не на гитарах блинчать. Твои ранетки решили, куда поступать будут? Не знаю. Мы еще не говорили на эту тему. А зря. Пора уже подумать. Ну, мы-то уже обо всем подумали. У нас ведь юридически, да? Ну, типа того. Да не типа того, а юридически. А что это значит? Нужно подготовиться как следует. На историю поднажать. Кстати, как там твой реферат? Да напишу реферат. Мне музыка никогда особо учебе не мешала. Это раньше. А когда до выпускных два месяца осталось, да и вступительный на носу, давай-ка, Женек, завязывай с самодеятельностью. Мам, ты чего? Мы на конкурс готовимся. Выступаем за честь школы. Вот последний концерт отыграешь и за границ науки. Да? Мам, пап, я пришла. О, хорошая моя. А папы еще нет. Вот-вот обещал вернуться. О, легок на помине. Ну что, девчонки, живем? Что такое? Что случилось? Только что с площадки. Условия, что надо, будем играть. Слава Богу. Не говори, мать. Помнишь, мы на сайте выкладывали музыку из фильма? Стрельнула музычка-то. Вспомнили про старика Кантора. Подожди, а сколько концертов? Один, два. Один, два. А, бери больше. Серия с бабахаем только так. Я уже ребят вызвонил из Германии. На неделе прилетят. Здорово. Да еще бы не здорово. Жалко, что ваша группа Ронетки распалась. Я бы вас на разогрев только так взял. А мы не распались. Ну, сама мне говорила, что барабанщицу теперь уже не найти. А вот нашли барабанщицу. К нам в школу нюта перешла. Нюта? А ну-ка, давай рассказывай, что это за нюта такая. Так, ну в общем, технология понятна, да? Берете кусочек теста, раскатываем его, кладем на центр начиночку, вот, и склеиваем. Видишь, какой хорошенький, аккуратненький получился. А у меня не пирожок, а целый пирожище. Отлично. Большому куску, знаешь, как рот радуется. У вас так ловко получается, я к тесту притронуться боюсь, никогда пирожки не лепила. А ты попробуй, это очень просто. Давай, пробуй. Вот, когда я вырасту, у меня в доме всегда будет пахнуть пирожками, будет полным-полно гостей и куча-куча детей. Какая молодец, а! А то некоторые девушки сейчас только о танцульках и думают. А я все хочу успеть. И на танцульке, и на барабанах научиться играть так, чтобы рометкам за меня стыдно не было. И большую семью, дружную, такую же, как и у вас. Ну вот, смотри, какой у тебя красивый получился. самый лучший из всех. Так, ты уж, пожалуйста, кушай хорошенько. Угу. Угу. Вот я домой вернусь, буду тебе манную кашу готовить на воде и посмотрю, как ты будешь кушать хорошенько. Так, не ворчи. Если так кормят, значит, для здоровья. Все, я побежала, мне пора. Погоди, Ленок, все хотел тебя спросить. Не знаешь, чего ко мне Степнов не заходит? Не может, наверное. Ну, в школу недавно же вернулся. Дело по горло. Ах, он снова учительствовать стал. А я уж грешным делом подумал, что он забыл меня, старика. Да нет, ты что? Он тебя любит. Ты передавай ему привет при случае и скажи, что я скоро выписываюсь, пусть приходит в гости. А, когда выписка? Послезавтра, обещали. Послезавтра? Так скоро? А что за новости? Ты не рада? А, да не придумывай, дед. Ну, я просто подумала, что не рано ли тебя выписывать? Может, подлечиться еще? Ты мне здоровья нужна. Ну, ладно, я побежала. Ну что, Степка, проводишь на то? Конечно, от двери до двери. Спасибо тебе, Степа. А то мы тут засидели с этими пирожками, тебя же заждались. Нет, а ты далеко живешь? Далеко. Вот видишь, родители отпускают, значит, доверяют. Это хорошо. Да нет, у меня родителей нет. Из детдома, потому что. Ну, ладно, Белут, пойдем. Спасибо вам за все. Спасибо вам, Ирина Петровна. Пирожки получились на славу. Прям, не знаю, когда дом тебе дойду. Ну, Нюту провожу. Спасибо. До свидания. До свидания, Ирина. До свидания. Ань, ну, что ж ты мне не сказала, что Нюта из детского дома? А какая разница? Что ж ты, с ней по-другому разговаривать бы стала? Не нужно этого. Вот и не сказала. Нет, конечно. Теперь-то я понимаю, почему она так трогательно о семье говорила. У меня прям ком в горле. Ой, все-таки, что не говори, а эти дети, они по-другому думают и чувствуют. Подожди, а это хорошо или плохо? Ну, если как Нюта, то хорошо, конечно. Ты знаешь, она мне очень понравилась. Такая славная девочка и добрая, и очень отзывчивая. Хорошо, что ты с ней подружилась. мамочка. А сейчас вернусь туда, где стены покрашены масляной краской. Номер три и в спальнях двадцать теплых кроватей. Да не переживай, это так. Скоро выйдешь из-за дома и будешь жить самостоятельной жизнью. Я думаю, это уже никогда не произойдет. Стоп, приехали. Нет, я дал обещание проводить ее до двери. Считай, что ты обещание выполнила. А дальше тебе не стоит идти. Пока. До завтра. В школе увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, только девчонку пока ничего не говори. Пусть не раздается раньше времени. Ладно. В общем так, если все решится в нашу пользу, ну а я думаю, что так оно и будет, то я тебе просто перезвоню. Договор? Да. Упин, опаздывай уже. Давай, беги, беги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя, у тебя сегодня сколько уроков? Слушай, мам, не надо меня так жестко контролировать. Я не в первом классе и не в пятом. Женя! Мам, я знаю, знаю. Просто ты для меня всегда будешь маленькой. Мам, проблема своя в том, что ты думаешь, что без тебя никто ни с чем не справится. Если бы ты могла сама справиться с организацией своего времени, ты бы уже давным-давно подготовилась к экзаменам. Что-то я еще не замечала, чтобы ты села заниматься. Ладно, я поняла. Можно я пойду? Иди. Но после уроков сразу домой. Разумеется. 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 Но я хочу быть с тобой И ты позднее съел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Опоздай, боялась Чуть не опоздала, вон лютка идет Привет Привет Держи, с первым днем в новой школе Подарки, девчонки, вы же знаете Ну ничего, нам на сохранение отдашь, если боишься Да ладно, думаю, за ручки не буду цепляться Ну пойдем Пойдем А какой первый урок? Алгебра Как раз борзовый идет, про который мы тебе рассказывали Лучше самое страшное в начале пройти Потом легче будет Правильно На стране твоя нравится, завидую А ты, кстати, в алгебре вообще как? Да не очень У нас математичка постоянно болела Ну ничего Если что, я тебе обиды не дам Даже борзовый Спасибо Пошли Здравствуйте, дядя Ильич Здравствуйте Привет, девчонки Здравствуйте Привет Ну что, будешь как дома? Мне до сих пор не верится, что здесь учиться буду Ну и правильно, не учись Вон, пусть твои подружки учатся А ты будешь со мной на вахте стоять Мы с тобой будем разговоры разговаривать Так, Петр Степанович, не надо разрушать наш коллектив Мы из нее-то еще отличница должны сделать Ладно, ладно Слушай, ну ты это Забегай ко мне на переменах-то Хочешь, я тебе О, я тебе ручку подарю Знаешь, какая ручка? Я ее столько кроссфордов разгадал Она счастье приносит Ну и знания, держи Спасибо, а вы тогда чем писать будете? А я новую возьму Буду другую тренировать Может, я этой ручкой Золотую медаль где-нибудь на Олимпиаде возьму По кроссфордам Спасибо, ну Мне девчонки уже ручку подарили Я ее тоже попробую потренировать Ну ладно Слушай, ну ты Все равно забегай Хорошо Ну что, постебемся над Сонечкой Давай, а как? Не знаю Сейчас зайдет, определимся Здравствуйте Запишите Запишите тему урока Предельные одноатомные спирты Их строение, физические и химические свойства Ммм, атомные спирты и самогоны Интересно Я вижу, Степана Васильевича Вы в этом вопросе весьма осведомлены Может, продолжите урок, коллега? А давайте он лучше лабораторку напишет Только перед этим надо сначала магазин За реактивами сбегать И вернемся все-таки Реактивные Мне кажется, тот магазин, который вы имеете в виду Реактив продает только под достижение 18 лет Да, и кстати, вам скоро сдавать ЕГЭ Советую, Степан Васильевич, сдавать вам именно химию с вашим товарищем Вы ведь после выпускного вечера в отрезвитель собираетесь поступать, не так ли? А там, знаете ли, требования серьезные Итак, с вашего позволения, мы начнем урок Доброе утро Доброе Здравствуйте, Игорь Ильич Здравствуйте Слушай, какой-то он странный в последнее время Да уж После того, как его Ирина уехала Совсем слыца спал Сидит у себя в кабинете Может, не кажется, ни с кем не общается Я вообще удивляюсь, как он уроки ведет Может, ему как-то помочь, Елена Петровна? А как тут помочь? Дела сердечные С этим переболеть надо Зачем вам бесить мужикам? Мы все равно ничего не поймете Да Вы тоже ЕГЭ уже совсем скоро Поэтому не лишним будет повторить старые темы Начнем с поиска корней квадратного уравнения Ну, нашли, что повторять Это ж легкотня Не, ну, серьезно Так, 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 тихо, тихо Хоть это и не сложная тема Но, тем не менее, в последней контрольной было допущено много ошибок На ЕГЭ должно быть все безупречно Так, к доске пойдет Лебедева А че я сразу? Лебедева, что за выражение? Что это за че? В обращении с педагогом Ну, что, подумаешь? Я же позавчера отвечала А у нас в классе новенькая Может, проверим ее знания? Оля, не учи меня вести урок Я сама знаю, кого вызывать Конечно Все же прекрасно знают, что ее в нашу школу перевели не для того, чтобы учиться, а чтобы на барабанах стучать Лебедева, сядь и закрой рот К доске пойдет Морозова А Лебедева будет продолжать Ага, готовлюсь, аж спотела вся Милта, ну, ты идешь к доске? Иду У меня к тебе предложение Ммм, какого рода? Может, еще конем сегодня? По поводу профуканного проекта Не очень логично, но Вот, мне нравится, я за В ресторан? Давай А пойдем к Лизе, а? Можно и к Лизе Прогуляемся Погода хорошая Слушай, давай только закончим и пойдем, чтобы не возвращаться, а, Миш? Тут осталось всего ничего Давай прямо сейчас Ну, давай Сколько мы с Лизой-то не виделись Да что-то давненько уже Где моя сумочка? Угу Вперед Не так? Нет Не так Ну вот, видите? Оля, помолчи Исправишь? Ну, если честно, я не помню, как правильно Хорошо Хорошо Садись До экзамена эту тему надо будет повторить Без нее никак Оля, иди Исправляй А я тоже не помню Так-так Лебедева Два Кто идет исправлять? А что это мне? Два А ей нет Потому что она Формулу не помнит А ты не помнишь, как себя вести в школе Вася Иди к доске Давай, Вася Давай, Вася Вот это да Петр Степанович, как и обещал Двойной паек Осилите? Конечно, осилем А что у нас тут сегодня? Картошечка Котлеточки Винегретик И два компота Ммм Вкусно Кушайте, кушайте Вы меня не стесняйтесь Я человек простой Заодно и скажете Понравилось или нет Может, я зря две порции вам принесла? Я бы таких три порции съел Ну, приятного аппетита Спасибо Ешьте, ешьте Ой Что-то я забыла вас спросить Ах, вот оно что Вы не могли бы мне дать Ключ от черного входа? Конечно, нет Понимаете У нас все на сигнализацию ставится Потом я Материальную ответственность несу И пожарная безопасность на мне Жаль Ой, а может дубликат сделать? А зачем вам? Понимаете, какое дело? Мне перед уходом Мусор нужно выбрасывать А баки мусорные Как раз стоят у черного хода Ну, что? Ну, представляете Какой крюк Мне приходится делать Через всю школу От столовой С мусором Потом вокруг К черному входу Потом обратно С этими мусорными ведрами А иногда и по два раза Приходится ходить Ой Знаете, как тяжело А вы знаете что? Вы ключ у меня берите Мусор выбрасываете А потом обратно ключ сдавайте Ой, думала уже Но вы понимаете Опять же бегать Бегать сдавать Потом опять мусор выносить А так бы был у меня ключ Я бы вышла Мусор выбросила Дверь закрыла И домой сразу Это не по правилам Ну, две порции тоже Не по правилам Ничто не узнает, правда? Конечно, нет Знаете Вы человек хороший Я думаю, что ничего страшного Если мы правила Немножко нарушим А ключ? Да Да Угу Ой Ой, спасибо Петр Степанович Вот я знала Вы не оставите в беде Слабую женщину Так Дома повторить Квадратные уравнения И систему уравнений С несколькими Неизвестными Можете идти Морозова Подойди ко мне на минуточку Ой-ой-ой Сколько внимания Беги скорее Может пятерку поставят Так, давай топай, а Слушай, руки свои при себе Держи, Кулемина Давай-давай-давай Пошла Так, все, ладно Давай, иди Мюта Я надеюсь, ты понимаешь Что с такими знаниями Ты ЕГЭ просто не сдашь Понимаю А что делать Ну что, тебе надо Подтянуться по математике Я в детдоме живу Вы себе представляете Как там можно заниматься Там домашнее задание Невозможно сделать Почему? Потому что его особо Никто не делает А выделяться из толпы опасно А, ну Хорошо Хочешь, мы будем заниматься Здесь с тобой После уроков А вам сложно не будет? Ну, жизнь вообще дана Не для того, чтобы Расслабляться Начнем прямо сегодня Давай? Давайте Ну что, Лиз Долго-то еще Пойдем В налоговую уже пора Вов, я бы до одного вошла Просто проверяю все В третий раз А что? Что-то не сходится? За последние несколько дней Баланс между деньгами и продуктами Сильно отличается Может, не учла что? Да нет, все учла Все проверила А в какую сторону Баланс не сходится? Володь Ну что ты в самом деле? Сидела бы я тут В прострации Если бы мы Продавали больше Чем закупаем Просто последнее время Продуктов Уходит столько же А выручка с каждым днем Все меньше и меньше Ну я так На всякий случай спросил Что ж, получается два варианта Либо кто-то деньги ворует Либо продукты С кухни Так касса же у меня на виду Я бы заметила Подожди Повара? Не знаю А как узнать? Проблема Ясно одно, что Сам никто не сознается Надо подумать Ну и что Отчитала тебе Борзова? Да ничего на меня Не отчитала Вполне нормальной Теткой показалась Никакой не стервой Борзова? Может ты не с ней Разговаривала? Ты же видела Как она Лебедева отчитала Ну не знаю А мне она предложила Позаниматься после уроков Да ладно Да я тебе отвечаю Видимо с ней что-то случилось Ну да По дороге на работу Кирпич упал на голову Девчонки Не знаю Мне она показалась Доброй и внимательной У нас на таких В детдоме нюх появляется Уж вы мне поверьте Странно Хотя в последнее время Она очень изменилась Ну наверное Из-за того Что она со своим мужем Сошлась Наверное Кстати он в нашей школе работает Географию ведет Виктор Львович Пойдем Пойдемте Ой Мирослав Николаевич Здравствуйте А я как раз собиралась К вам зайти А что? Говорю зайти Хотела поблагодарить вас За что? За совет Вы знаете Сработало Я можно так сказать Поставила их на место Да-да-да Пожалуйста Софь Сергеевна Как вы думаете Сюда этот шкаф подойдет? Что? Шкаф подойдет? А не знаю Великоват по-моему Да? А мне кажется Мороз Елена Петровна А Мирослав Николаевич Всегда такой грустный? Милославский? Да нет Не всегда Просто его Светочка бросила Жена? Нет Наша Светочка Рыженькая такая Из библиотеки Видели? Да Только мне показалось Что она с педагогом По физкультуре Степнов? Угу Да Это гвоздь в ее сердце Как вернулся в школу Про Милославского Забыла начисто Понятно А что учителя Они пытаются как-то помочь? Все-таки ненормально Что человек в таком состоянии работает Не знаю, как остальные А мне надоело всем помогать Я каждый день что-то делаю Решила пускай сами разбирается Своими любовными отношениями Мне Светлана Михайловна сказала Что здесь с этим строго У нас? Да, конечно У нас очень строго Очень Здравствуйте, Виктор Михайлович Здравствуйте Чего он мрачный такой? У вас вообще как? Да никак Все ходил, говорил, что любит А позвала домой Испугался Говорит, что он мой учитель Я его учница И все дела Ну, может он прав? Ведь он опять твой учитель В чем он прав? То, что для него общественное мнение Важнее, чем наши отношения? Ну, тебе же тоже не нужны Лишние слухи по школе Мне, если честно, все равно А вот ему, видимо, нет Слушай, нет, забей У мужиков бывает такая робость Странная какая-то Вот Южин тоже боялся меня А теперь Южин? Ничего себе Ты что, с Южином замутилась, что ли? Ну, у нас все в порядке Слушай, а давай камеру поставим Ну что, будем записывать Все, что происходит в подсобке А что нам это даст? Ну, как что? Будем знать Кто и когда заходит Что берет Ну, я не знаю Мне кажется, как-то это Ну, что как-то, как-то Самим, что ли, за всем следить? Ты знаешь, я так всем этим расстроена Что даже думать не могу на эту тему Вот и не думай Давай так Ты езжай в налоговую Ото всех Это не проблема Да блин Если бы Степнов ко мне не относился Как к ребенку У нас бы, наверное, тоже было все хорошо Мне это так бесит Блин, ну а что ты хотела? Взрослые так и поступают Когда им надо, ты вырос Когда не надо Неразумное дитя Ладно, хватит уже об этом Ты мне лучше скажи Как у тебя с Южином получилось? Он же весь стеснительный Отличник А что с Южином-то? Ну, я ему нравилась И это было видно А дальше дело техники Какой? Может быть, мне твоя техника поможет? Ну, просто он мялся, мялся И я решила его подтолкнуть И? Ну, и представляешь Когда ты не знаешь, что выбрать И тебе говорят Ну, ты в конце концов мужик или кто? Слушай, ну, наверное, это обидно Ну, действует безотказно И когда ты говоришь Ну, что ты от меня постоянно бегаешь И все, он твой Хоть Южин и ботаник Но, по крайней мере, он повелся Ну, все, звонок Я побежала Да, само собой, давай Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Тринадцатый Четырнадцатый Так, 30% класса отсутствует Наверное, к экзамену готовится Пропускать одни уроки в ущерб другим Это не слишком уважительная причина Вам не кажется? А по физре ЕГГ будет? А почему ты спрашиваешь? Ну как, если будет, то все начнут на урок ходить, готовиться Если даже и будет, то я рекомендовал бы вам сдавать что-нибудь другое Не думайте, что если вы можете подтянуться десять раз на турнике, то вам физкультуру сдать, расплюнуть Ну ладно, ну что там сложного-то Да? Первый вопрос по спортивной анатомии, и вы в пролете Дальше идет теория физической культуры Это тоже непросто Единственное, за кого я ручаюсь на экзамен, это за Лену Кулемину и за Куцину Лену Кулемину и за Кулемину Лену Лену А? Чего? Чего-чего, экзамен будешь сдавать? Да, буду Так, слушай, тебе говорю. Так, хватит теории, переходим к практике. Налево. По спортзалу. Марш. Веселей. Будем дружно готовиться к ЕГЭ. Привет, Лизка. Привет. А мы к вам. Ко мне? Ну, и к вам тоже. Ну, в общем, пообедайте. Пообедайте-то всегда, пожалуйста. А я убегаю, мне в налоговую надо. Ну, ладно. Скажи, как вообще-то дела? Дела? Да, ничего. Хотя, не так хорошо, как хотелось бы. Вы меня извините, что я... Ну, ничего, ничего. Работа святое дело. Приходите лучше ко мне в гости. Там мы посидим, поболтаем. Хорошо, созвонимся. Удачи. Спасибо. Пока, дорогая. Пока. Мне кажется, какая-то стревоженная она, да? Может, проблемы по работе какие-то? Ну, наверное. Ну что, пойдем? Пойдем. Ой, Леночка, а как себя дедушка чувствует? Поправился? Не ваша забота. Ваше дело еду раздавать, вот и раздавать. Между прочим, это из-за тебя дедушка в больницу попал. Такая внучка грубая, невоспитанная. Никакое сердце не выдержит. Да пошла она. Не хочу больше это слушать. Не приведете меня сюда больше. Лен, Лен, мы теперь тебе сами будем еду брать. Ишь ты, обиделась она. Еду из моих рук брать не хочет. И не вздумайте ей тарелки таскать. Одна порция в одни руки. Понятно? Игорь Ильич, я прошу прощения за вторжение. Но у меня прямо сердце кровью обливается, когда я на вас смотрю. А чего вы целыми днями ходите такой грустный? А вы не догадываетесь? Конечно, догадываюсь. В честь этого даже один журнал называется «Химия жизни». Я рад, Елена Петровна, что хоть кому-то в этой ситуации смешно. Да я и не смеюсь это вами вовсе. Я наоборот даже хотела вас как-то утешить. Вон министерство новую учительницу по химии прислало. Не хотите обратить на нее внимание? Это же ваш профиль. Боюсь вас обидеть, Елена Петровна. Но мне кажется, вы как-то слишком просто и прямолинейно воспринимаете жизнь. Мне нужна не учительница по химии. Мне нужна... Впрочем, что я вам тут буду объяснять? А почему же не объяснить? Я вас прошу, Елена Петровна, не надо проявлять ко мне чрезмерную заботу. Люди не всегда могут быть веселыми. Иногда им хочется закрыться, погрустить, подумать, побыть наедине с собой. Я очень ценю, что вы хотите мне помочь. Но в данной ситуации это довольно-таки бессмысленно. Извините. Лен, давай поговорим о чем-нибудь позитивном. Нельзя же себя так изводить. Что, кроме как об этой кухарке больше поговорить не о чем? Почему же? У меня есть куча тем для светской беседы. Родителей не видела почти год. Дед в больнице. Со Степновым цирк какой-то. О чем желаете побеседовать? Лен, ну хватит. Сейчас мы так все перессоримся. Алло. Да, пап. Да ты что? Ладно, я передам. Давай тогда, а? Пока. Девчонки, у меня отличная новость. Ну, будем выступать на разогреве моего папы. Лек, вот видишь, это по-настоящему хорошая новость. А Наташкин папа Боб Кандор. Знаешь такого? Конечно, знаю. Что, правда? Угу. Вот это круто. Я бы о таком даже мечтать не могла. Когда концерт? Послезавтра. Так что нужно сегодня порепетировать. Ты сможешь? Смогу. Только маме про концерт говорить нельзя. Скажу, что задержалась в библиотеке. А я отмазаться не смогу. Я Людмиле Федоровне пообещала, что сегодня к ней приду. Ну, давай подойдем к ней, поговорим. Да не, не надо, я сама. Только имей в виду, она весь этот наш рук терпеть не может. Да ладно страх наводить, она нормальная тетка, без шелухи. Правильно. Никого не слушай. Прямо сейчас пойдем к Борзовой. Ну что, ты что-нибудь еще хочешь? Ну, ты, я кофе ее допила. Ты же еще мороженое хотела. Не хочу. Слушай, а давай пойдем по воздуху прогуляемся? Давай. А кофе в другом месте съедим. Хорошо. Девушка, счет, пожалуйста. Да, конечно. С вас 1480 рублей. Ну как, вам все понравилось? Да, спасибо. Спасибо. Сейчас с дачей принесу. Не надо, спасибо. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Обязательно. Ну что. Да-да. Уходи. Ты что, уже пришла заниматься? Нет, у меня еще уроки не закончились. А-а. И что, ты хотела что-то спросить? Да, то есть, нет, ну не спросить, а сказать. Ну, у нас послезавтра выступление. И нам, то есть мы должны репетировать. А, вот в чем дело. И что, очень важное выступление? Я понимаю то, что алгебра тоже важная штука, но, понимаете, у меня это выступление первое, и я не могу девчонок подвести. Алгебру я обязательно выучу. Ну что ж, раз так, то, конечно. Ну, придется, видимо, нам с тобой заниматься после твоих репетиций. Вы же там не допоздна задержитесь? Часов до семи, наверное. Тогда жду тебя после семи. Ой, спасибо, Людмила Федоровна. Я знала, что вы меня поймете. Алгебру я обязательно выучу. Я побегу? Беги, беги. Слушай, тебе ничего странного в кофе не показалось? Да нет. Две вилки у моей тарелки рядом лежали. А у тебя что, нет? Я не об этом. Официантка. Что официантка? Ну, обычно, когда спрашиваешь расчет, она идет в кассу, считает и приносит чек. А то ты просто посмотрела в блокнот и сразу сказала. А что, тебе зачем? Нет, я не об этом. Я так, к слову, что действительно какие-то проблемы, если они заказы мимо кассы проводят. Ну, и что может быть и так? Какая нам разница? Они наши друзья, ну, меньше. Да, и в налоговую Лиза какая-то нервная побежала. Вот видишь, а я тебе говорила. Да. Версав Николаевич. А я вот зашла поблагодарить вас. Так вы же меня благодарили уже. Да, я подумала, вы меня не расслышали. Грустно так вот сразу ушли. Да, как видите, расслышал. А я еще спросить хотела. Как-то у вас так получается? Советы про юмор даете, а сами даже ни разу не улыбнулись. Да у меня, видите ли, наверное, не самый радостный период в жизни. А, это из-за той девушки, которая в библиотеке работает? Оказывается, вы уже в курсе. Ну, вообще-то да. Просто вы мне очень помогли. Я бы тоже хотела вам помочь. Зачем вы мне можете тут помочь? В взаимоотношении мужчины и женщины это вечная проблема. Многие из великих людей мучились, страдали. И никто никому не помог. Ну, все же, если вы вдруг расскажете о своей проблеме, вам станет легче. Думаю, что гораздо красочнее о ней вы можете прочитать у Толстого или Тургенева. Я читала Толстого, но давно. А что вы имеете в виду? Ну, как? Классический сюжет. Он любит ее. А она учителя вискультуры. Здравствуйте, Николай. Все-таки вы очень забавны. Вам плохо? Вы шутите? Алло, да, мам. Да и в библиотеке я занимаюсь. Ну, ты не переживай, я же обещала. Все нормально. Ну, я, наверное, задержусь. Мне еще ползадачника осталось. Да, давай, пап, привет. Фух, пронесло. Девчата, что вы, что-то не спалили меня? Жень, слава. Ладно, давайте дальше решать. А то еще ползадачника осталось. Нет пустых эмоций, значит, нет простых побед. Ты ничего не бойся, не всегда даешься. Говорит, что занимается. Значит, занимается. Хотелось бы верить. О, смотри, как установил. Абсолютно не видно. Вов, я тебя про Фому, а ты про Ерему. У тебя дочь на золотую медаль идет, а ты волнуешься. Может, поэтому и идет? Конечно, конечно, поэтому. Но доверять им все-таки надо. Лучше посмотри, какая красота. Это ты. Ну, улыбайтесь, вас снимают. Ну, все, завтра можно записывать. Она прямо оттуда записывает? Такая маленькая. Ну, да. Она не только маленькая, она еще и умная. Записывает только, когда в кадре что-то движется. И сразу на ноутбук. Как это? А вот так. Сенсор там стоит. Реагирует на движение. А зачем? Лиз, ну как? Для экономии батарей и места на жестком диске. Представь, если бы мы все подряд записывали. Это сколько времени надо ухлопать, чтобы все это просмотреть? Ты, Вов, конечно, молодец, но я как-то все это не по душе. Все это подглядывание, подсматривание, это все. Лиз, ну а что делать? Терпеть все это, что ли? Ну уж нет. Надо защищать свое имущество. И использовать плоды технического прогресса. Вот. Слушай, если я каждый день буду это есть, я в школьнику превращусь. Ну вот, я в дом иду, приношу, а ты привередничаешь. Просто когда ты дома готовила, гораздо вкуснее было. Извинения принимаются. И дверь в холодильник не закрывается. Куда вот это все девать? Я уже кое-что придумала. Что, второй в холодильник? Нет. У меня одна знакомая есть. Она проводница работает в поезде, из Москвы в Сызрань катается. Так вот, я с ней договорюсь, так она это будет продавать пассажирам. Полкова вообще. Слушай, ты у меня просто безнезвумен. А то. Слушай, знаешь, где надо работать? В правительстве. В оба, где ты развернулась. Да там и без меня таких хватает. Ну ладно, ты ешь, а я пойду проводнице звонить. А чего вы постоянно нашу химичку изводите? Ей же этап сложный. Да ладно, она же молодая, ей тоже по приколу. Ну не знаю. Мне кажется, это глупо. Да ладно, это же прикольно. Ладно, дело твое. Представляешь, а Мютка осталась сегодня с Борзовой алгеброй заниматься. О, все. Хана. Опять вам без барабанщицы горе макать. На самом деле, мы тоже обалдели. Но ты знаешь, мне кажется, Борзова к ней даже прониклась. Ну, может, она подкупила ее своим сиротством. Подожди, вы же на специально этим манипулируете? Да нет, я в хорошем смысле. Когда она говорила про детдом, про то, как у них все мечтают о семье, даже по моей небритой щеке прокатилась скупая мужская слеза. А уж как на старушку, типа Борзова, это могло подействовать. Ну да. Слушай, спросить тебя хотел, а у девчонки все на семейных ценностях так повернуты? Не знаю. Я, по крайней мере, в ближайшее время детей заводить не собираюсь. Ну, а вообще? Ну, какой смысл сейчас об этом говорить? Ладно, посмотри на мою маму. Ну, родила она меня рано. И что? Не закончила институт. Я хочу сначала в жизни чего-нибудь добиться. Нам потом уже детей рожать. Ой, понятно. Дело твое. Пойдем. Алло. Виктор Михайлович, здравствуйте. Это Лена Кулимина. А я, кажется, ключи от квартиры потеряла. И у вас же есть комплект? А вам не очень трудно будет прийти и открыть мне дверь. Просто как-то неуютно ночевать в подъезде. Спасибо. Я тогда жду. Может, тебя подвезти куда-нибудь? Да ладно? Пробки везде. Какие пробки? Ты что, забыла, кто я такой? Ну, не забыла, не забыла. Зачем зря время терять? Оба на одну работу. Лучше сделать что-нибудь полезное. Вот. Ключи, например. Дубликат. Ладно. А форма-то зачем? Ты что, в металлоремонт тоже на машине поедешь? Чего на машине? Пока ключи делают, я подработаю. Чего зря сидеть-то ждать? Умничка ты моя. Ни секунды без дела. Ну, так есть кого-либо. Х1,2 равно минус 13 плюс минус корень из 57. Пополам. Ой, точно, пополам. Ну, в принципе, неплохо. Схватываешь ты хорошо. Повнимательнее надо быть и потренироваться побольше. Значит, я тебе дам однотипные задачки, ты их порешаешь, хорошо? Хорошо. Принцип решения везде одинаковый, просто надо довести свое действие до автоматизма. Поняла? Поняла. Ну вот, на следующий раз мы разберемся с этими же квадратными уравнениями, но уже с параметрами. Э, простите. Людмила Федоровна, вы еще не освободились? Нет, мы еще занимаемся. Хорошо. Я вас подожду. Ой, Людмила Федоровна, поздно уже. Наверное, вам домой с Виктором Львовичем надо. Почему с Виктором Львовичем? Ну, как? Это же ваш муж. Что? А ты откуда знаешь? Разве ты секрет? По-моему, все знают. Ну, народ, а. Нет, не школа, а муравейник. Привет. Привет. Где ты их могла потерять? Не знаю. Дома, наверное, оставила. Теперь захлопнулась. Я в последнее время какая-то рассеянная. Ну что, я ключи тебе оставлю? Если только вместе с собой. Ну, хватит уже от меня бегать, в конце концов. Нет, ты представляешь, как я не пыталась скрыть наш с тобой взаимоотношения. Все без сладко. Даже новенькая и та уже знает. Ну, я говорил, что все это бессмысленно. Но ничего плохого в этом нет. Что ты волнуешься? Ну, не знаю. Все равно это достаточно неожиданно, когда она вдруг начинает меня подгонять, чтобы я с тобой домой шла. Ну, ладно. Сейчас вернемся домой. Я заварю чай на траву, чтобы ты успокоилась. Как тебе наша детдомовская? Ну, вообще, она хорошая, добрая девочка. Очень способная, но запущенная. Видно, у них в детдоме там с учебой не очень. Ну, и хорошо, что ты с ней начала заниматься. Ну, да. Может быть, экзамены нормально сдаст. Это когда о ней говоришь, ты хорошеешь, молодеешь. Знаешь, у меня такое чувство, что я в свое время что-то не додала октябрине. Вот, наверное, реабилитироваться хочу. А почему именно девочка из детдома? И жалось? Нет, ну, это не жалось. Нет, это какое-то другое чувство. Между прочим, она мне еще на концерте понравилась. А я тогда не знала, что она из детдома. Виктор Михайлович, я люблю вас. И я знаю то, что вы тоже любите меня. А все эти отмазки, учитель, ученица, ну, это только для школы. А сейчас мы не в школе. Нет, ты не понимаешь. Через два месяца... Это вы меня не понимаете, Виктор Михайлович. Два месяца ничего не изменит. Нет, какая разница, буду я учиться в школе или закончу ее. Вы все равно будете считать меня ребенком, а на самом деле ребенок. Вы, а не я. Я не готов. Пока. Надо дождаться выпускного. Ну, опять эти гнилые отмазки. Хайгут, сын, лови кофейку. Слушай, ну, у нас сегодня неплохой навар получился. Можешь сказать, рекордный. Может. Какая разница? Как какая? Что-то ты сегодня не в духе. Не знаю я, Надь. Зачем мы все это делаем? Как зачем? Это же деньги. На деньги в этом мире все что угодно можно купить. Угу. Это ты так думаешь. А ты что, думаешь, как-то иначе? Ну, понимаешь, вот покупаю я Полине всякие дорогущие штуки. А для нее я все равно, как был мальчик на побегушках, так и остался. Слушай, ну ты бы к ней еще в гранных кедах пришел, в разных носках. И в куртку еще заправил бы в курсе. В смысле? Да в прямом. Ты покупаешь ей все, а сам ходишь, как барванец. Почему барванец? У меня вся одежда целая. При чем здесь целая? Слушай, ну ты что, я не понимаю, что за девушка Полина? И что ей нужно? Ну, стекляшки там, колечки, шмотки. Парень. Какой ей нужен парень? Богатый? Как минимум модный. Как с обложки журналов. Ну ничего, мы займемся твоим прикидом, и все будет в ажуре. Вы ж поверили. И налий, наконец, кофе. Стопик, приходи. Зачем ты это делаешь? Так нельзя. Что нельзя? А как можно? Я же тебе говорил. Надо подождать выпускного. Вот и ждите своего выпускного, ясно? А теперь валите на километр, ко мне не подходите. У вас есть одна попытка. Лен. Леночка, ты пойми. Попытка не засчитана. А чтобы вы поняли, что я уже не ребенок, я вам вот что скажу. Когда мы встречались с Гусулом, у нас все было. Ясно? Ты серьезно? Серьезно. Хотите, спросите у него, если не верите. Сегодня мы опавшие листья, сегодня мы огни побережья. И то, что завтра может присниться, уже не повторится, как прежде. Мы будем трогать хрупкие звезды, теплом своим согревая так нежно. Забыть, понять, поверить не поздно. Твоя любовь остается надеждой. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Как жаль, что мы от чего-то зависим, но звёзды так любить не умеют. Тебя рисуют капли на стёклах, и реки с неба льют бесконечно. Но я, поверь, совсем не промокла, твоя любовь остаётся надеждой. Девушки отдыхают Да, вашим дедом. Да уж послежу. В его возрасте нужно внимательно относиться к своему здоровью. А он у вас шустрый. Вот список лекарств. Ого, почему так много? Для профилактики, чтобы мы реже с вами встречались. А лучше и вообще никогда. Доктор, ну а писать-то мне можно? Да почему бы нельзя? Но только не фантастику. Это почему же? Да потому что вам вредно волноваться, батенька. О вашей фантастики то взрывают, то стреляют. Так что давайте что-нибудь такое. Лирическое. Лирическое? Да. Как у Паустовского, или вот как у Тютчева, помните? Как сердцу высказать себя? Другому. Как понять тебя? Доктор, что-то я вас не очень понимаю. Причем здесь Тютчев-то? Да, да. Мысль изреченная есть ложь. Поэтому давайте выберите какую-нибудь тему поспокойнее. О рыбалке, например. О рыбалке? А что? Я, например, рыбалку очень уважаю. Кому же нервы успокаивает. И снешься так бывало утром на рассвете. Выйдешь на крыльцо. У вас дача есть? Нет. Жаль, жаль. Придется ехать из города. Только мой вам совет. Не начинайте сразу охотиться за большой рыбой крупной. Возьмите так потихонечку, по маленькой. Главное, чтобы все было без лишних волнений. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не отъел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не отъел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Держи вот ключ и дупликат вчера сделал. Ой, спасибо, Паша. Теперь у меня свой ключик есть. Можно охранника не бояться. А то устал оправдываться. А чего достает? Еще как. Что у вас в сумке, что понесли, что откуда, зачем, почему. Ну, сколько можно? Ну, ты же у меня женщина головастая. Ты же придумаешь сегодня? Конечно, придумаю. Да, сегодня моя подруга возвращается из рейса. Это проводница, которую ты школьную жертву сплавила, да? Ну, да. Заодно узнаю, если спрос на казенные харчи. И вторую партию отвезу. Так что после школы сразу на вокзал. Буду поздно. Ну, хорошо. Солнце ты мое. Мне так привет. Привет. Че, кислая такая? Да, как всегда. Приятель мой детдомовский. Подожди, они что, опять руки распускают? Да нет, достают ужас. Проходы не дают. Че им надо-то? Да так, говорят, стыд потеряла про своих, забыла. Блин, я уже не могу. Ты им передай, что если что, будут иметь дело лично со мной. Спасибо, Степ. Какой же ты меня все-таки молодец. Слушай, Стас, подскажи, пожалуйста, где можно приличных шмоток купить? Тебе зачем? Надо. Да ладно, колись. Хочу Полинку впечатлить. Шмотками? Ой, давай только вот без этих твоих шуток, ладно? И только ей не говори ничего, я сюрприз хочу сделать. Это что, бабло лишнее завелось? Завелось. Откуда? От верблюда, заработал. И что, на крутые шмотки хватит? Че ты прицепился? Да удивляюсь. Раньше ты столько не зашибал. Понимаешь, у барменов профессия такая. Можно наварить столько, сколько нужно. Смотри, брателло, да наваришься. Короче, понятно, зря спросил. Да ладно. Иду и на манежку, там этих бутиков немерено. Понял. Че, на руки не пойдешь? Не, не пойду. И передай Полине, чтобы она дождалась меня, ладно? Окей. Здравствуйте, Петр Степанович. Здрасте. Я вам пирожков испекла. Тоже мне удивили. Хотите, я вас блинчиками с мясом угощу? Откуда ты у вас? Оттуда. Любовь Кирилловна, новая наша повариха, с утра встала, блинчиков напекла, мне принесла. Вот это я понимаю. Угу. Повариха. А че это вдруг? Не вдруг. Новенькая, а понимает, кто в школе главный. Угу. Петр Степанович, а вы ветреный. Да. Легко вы меняете свои перестрасти. Вот как раз я, Елена Петровна, постоянно. Как любил много начинки, так и люблю. Приземленный вы тип. Впрочем, вы никогда меня не понимали. Да. Угу. Прощайте. Да не помню. Ой, как хорошо дома-то, а? Ну, а ты теперь в школу? Дед, в какую школу? У тебя диета, вон сколько лекарств прописали. В аптеку пойду. Ну, а в школу-то не опоздаешь? В школу я не пойду. Лен, если это из-за меня, то не надо. Надо, надо. Лечить тебя буду. А ты без пересмотра совсем от рук отбился. А прогуливать нехорошо. Ой, да ладно, дед. Один раз прогуляю, и никто там без меня не помрет. Типун тебе на язык. А ты точно из-за меня в школу идти не хочешь? Или что-нибудь случилось? Или что-нибудь случилось? Ты у меня случился. Со своими приключениями. А так больше ничего. А мне кажется, что из-за чего-то другого ты в школу не идешь. Или из-за кого-то. Дед, что ты такой мнительный стал, а? Ты моя главная причина и очень уважительная для прогулок. Давай ложись. Виктор Михайлович. Да, Наташа. А вам Лена не звонила? Нет. А что? Да я просто в школе сегодня не была. Да? Наташа, да мы сами позвоним. Извините, Виктор Михайлович. О, Стас. Привет. Ты Гуцулова сегодня видел? Да я его сегодня буду в школе. А нам нужен? Да, я тут хотел, чтобы он мне помог инвентарь перенести. А да не вопрос, давайте я помогу. Да я ничего. Я теперь сам справлюсь. Ну ладно. Да? Можно к вам? А? Это вы? Хорошо, что это вы. А то я сама собиралась к вам идти. Да что вы. А зачем? Поговорить. Призвать к порядку. Это вы сейчас о чем? А сами-то не догадываетесь? Нет. Без году неделя в школе. А уже охмуряете чужих мужиков? Каких мужиков? Да бросьте. Забыли, кому таскали пирожки с блинчиками? Так это вы про Петра Степановича. Да побойтесь бога. Да я просто хочу, чтобы всем хорошо было. Да что вы говорите? Ну профессия у меня такая. Ничего не могу поделать. Постоянно всех подкармливаю. Хотите, я вам принесу? А мне-то зачем? Ну что вы на меня так смотрите? Ну я же пекусь об общем благе. Знаете что? Пеките все в себя в столовой. А я сама неплохо готовлю. Ну как хотите. Ну ладно, ладно. Говорите, зачем пришли. Есть разговор. Деловой. Деловой? С коммерческим интересом. У нас же сегодня репетиция. Точно. Потом у меня занятия с Борзовой. Все клево, правда возвращаться домой поздно. Ну смотри, если какие проблемы, то... Нет-нет, нет проблем. Все пачком. Ну смотри. Кстати, репетиция. А Ленки-то нет? Пойду у девчонок спрошу. Может они знают, где она? Что-то не хочется есть. На, бери мою порцию. Спасибо. Ладно. Я пойду, у меня там дела. Давай. Пока. Нет, это невозможно. Ну, дети голодают. На что вы предлагаете? Заказывать больше еды. Больше, чем учеников в школе. Зачем? Ну как зачем? Да вы посмотрите, какие дети пошли. Акселерат. Ага, у всех были нормальные, а у вас вдруг сразу пошли. Ну вы в столовую зайдите. Да они же едят за пятерых. А зачем вы много выдаёте? Положено по одной порции. Ну не могу я. Не могу смотреть на голодных детей. Да с чего вы взялись, что они голодные-то? А у меня глаз такой. Вот я сразу вижу. Да что я оправдываюсь. Ей-богу. Я же для детей стараюсь, для школы. Они же учиться не смогут. Угу. Раньше почему-то учились. Не понимаю. Голодное брюхо, к учению глухо. Голодное. А может все-таки сытые? Голодные, я вам говорю. Ну ладно, ладно. Конечно похвально ваше рвение желание помочь учащимся. Но существуют нормы. А, все понятно. Нормы. Да. Представьте себе нормы. И между прочим прописано в министерстве. И мы не вправе их нарушать. Значит дети пусть голодают. Иммунитет понижен, истощение. Нормы есть нормы. Ну знайте. Есть ли вам нормы дороже жизни учащихся? Я хотела сказать. Ну если у вас так все строго. Хорошо. Я тогда подумаю. И может быть что-нибудь придумаю. Надо же как-то помочь бедным детям. Так, дедуль. Лекарства все купила. Это выпьешь сейчас. А этот после еды. Спасибо тебе, мученька. Ой, как хорошо же болеть. Я уже забыл об этом. Особенно когда такая забота. Лучше б ты здоровый бегал. Тебя бы веселее было. А то лежи тут про рыбалку думай. И не говори. Так и вижу себя с удочкой на берегу какого-нибудь лесного озера. Еда на кухне там на неделю хватит. Причем нам обоим. Спасибо. Ну а ты чем займешься? Пойду книжку почитаю. Зависли что. Спасибо. Алло. Ленк, а мы тебя потеряли. Я дома. Ты заболела? Да нет, все в порядке. Деда из больницы выписали. Как он себя чувствует? Он в порядке? Типа того. Деда прописали, лекарства. Все такое. В общем, шуршу по малинку. Подожди, а ты на уроки не придешь? Не. Это же конкурс-то. И на репетиции ты тоже забила? Ладно, на репу подтянусь. Точно? Я же сказала, расслабься. Давай, мы тебя ждем. Людмила Федоровна. Да-да, Степан. Помните, вы на прошлом уроке говорили, скоро ЕГЭ, что готовиться надо и все такое? Да-да, говорила. И больше всего это касается тебя. Я знаю, поэтому и пришел. Я заниматься хочу. Белута, я приятно удивлена. Не ожидала от тебя такой сознательности. Догадываюсь. Я же ведь поступать собираюсь. Ты? Ты собираешься поступать в ВУЗ? А если не секрет, то в какой? В автодорожной. Автодорожной, да. Я знаю, но ты знаешь, там тоже требуется хорошая база по математике. Я знаю, я поэтому и пришел. Я слышу, у вас Нюта занимается новенькая, Морозова. Можно я с ней заодно? Чудеса. Просто какие-то чудеса. Я говорю, что ж, это похвально. Похвально. Ты вообще молодец, Степан, молодец. Ну, конечно, конечно, я помогу тебе в твоих благих начинаниях. Спасибо. Стас! Слушай, а ты не знаешь, где Гуцу? Его почему-то на уроках не было. Знаю, но не скажу. Что опять случилось? Да ничего. Он сам просил тебя не говорить. Сюрприз тебе готовят. Понятно. Очередная заколочка за сто баксов. Офигеть. Слушай, я не в курсе. Сказал, зайдет за тобой после уроков. Просил его дождаться. Интересно, что у него хватит фантазии. Она же у него ограничена финансами. Ладно, Жень, я пойду тогда, хорошо? Вечером зайду к тебе. Ой, слушай, давай не сегодня. Почему? По-моему, я заболела. Как-то очень плохо себя чувствую. Видно, у меня температура. Ну вот, начинается. Ладно, ты выздоравливай. Тогда потом, в следующий раз. Анечка, пока. Ты что, правда заболела? А репетиция? Да нет. Понимаешь, мне пришлось ему соврать, чтобы отмазаться. Зачем? Чтобы он родителям меня не спалил. А что такое? Я шифруюсь. От родителей? Да, понимаешь, они сказали, что музыка мешает подготовке к институту. И мне пришлось им сказать, что я буду меньше заниматься музыкой, больше готовиться. Да, ну и дела. Ой, откуда это нам такого красавца занесло? А что, дядь Петь, скажете, плохо? Сногсшибательно. Я вот думаю, может не пускать тебя? Ты же так все уроки сорвешь? Ой, да ладно, прям сорву. Сорвешь? Девчонки, как тебя такого увидят, так они про свою учебу забудут. Ой, ну скажете-то уже, ладно. Слушай, а ты сегодня прогулял, что ли? Ну, было дело. Непорядок. Как ты не боишься, что тебе влетит-то по первое число? От кого влетит-то? Ну? О, Гуцулов. Пойдем-ка со мной. Потолковать надо. Пойдем. Я говорил. Предупреждал. Твоя весна тиха, весна. Для наслаждения ты рождена. Вы знаете, а мы буквально каждые выходные берем палатку, идем в лес, костер, шашлыки. Я, честно говоря, даже не ожидала, что мне это понравится. Ну, я как-то привыкла к другим видам отдыха. Ну что вы. Вдвоем с любимой засыпать под звездами. Это... Ну, мне пора. Продолжим нашу увлекательную беседу как-нибудь в другой раз. Ну, конечно. Все отдыхают. С семьей. Вирослав Николаевич. Вы знаете, я долго думала над тем, что вы мне вчера сказали. И кое-что придумала. Что? Понимаете, мужчины в жизни чаще всего мыслят рационально. А мы, женщины, живем эмоциями. И иногда здесь скрывается проблема. Не понимаю. Понимаете, порой именно слова мешают понять друг друга. Тогда нужно менять тактику. Что вы имеете в виду? Ну, например, танец. Софья Сергеевна, вы предлагаете мне станцевать для Светланы? Угу. Вы меня совсем не знаете. Вирослав Николаевич, вы знаете, танец был частью магического ритуала. Поэтому в нем заключена могущественная сила. Язык танца, он необыкновенно богат. И настоящая страсть живет именно в танце. И ни одна женщина не может удержаться перед мужчиной, который танцует. Ну, я... Я не танцую. Напрасно. Поверьте мне, если бы вы закружили Светлану в танце, да для нее бы перевернулась вся жизнь. И в ее сердце остались бы только вы. Софья Сергеевна, все, что вы говорите, это, конечно, потрясающе. Но это абсолютно не для меня. Ну, так что звали-то, Виктор Михайлович? У меня времени мало. Классный у тебя костюмчик вручал. Спасибо. У вас тоже ничего было в фильме. Так вы меня ради этого позвали? Костюм похвалить? Ты чего, вот этим хочешь ее взять? Да, хочу. И вообще, это не ваше дело. Да, дело не мое. Ну, и что тогда? Вам какая разница, какие у меня дела с моей девушкой? Ты чего, Муцлов? Опять к ней клини подбиваешь? Так вы про Ленку, что ли? Да она здесь при чем? Как это при чем? Да нафиг она мне сдалась? У меня теперь Полина Зеленова. Прислав Николаевич, вы не должны отчаиваться. Нужно немного приложить усилия, и тогда все получится. Откуда вы так много знаете про танцы? Я с детства увлекалась танцами. А как же вы стали учителем химии? Родители настояли. У нас все в семье химики. И папа, и дедушка. И я пошла по их стопам. И вот какие именно танцы вы танцуете? Разные. Например, латиноамериканский. А хотите, вас научу? Вдумайте, у меня может получиться. Ярослав Николаевич, да я просто уверена. Соглашайтесь. Ну, сами понимаете, положение у меня безвыходное. Как вернуть Светлану, я не знаю. Так что терять мне нечего. Вы согласны? Тогда я прямо завтра же принесу музыку. Можем остаться после уроков и начать. Что-то так сразу. Ну, конечно. У вас все получится. Поверьте мне. Это подонок Гуцулов. Сначала запудрил мозги одной, теперь за другую взялся. Я никому ничего не пудрил. Мне Зеленова нравится. Ах, нравится? А Ленка? Поигрался и выбросил? Слушайте, что за бред? Да у вас с ней серьезные отношения были. Или как это у вас? У молодых теперь называется. Виктор Михайлович, а мне кажется, что вы ведете себя как баба. Чего? Что ты сказал? Да что слышали? Сплетни какие-то собираете. Вы мужик или кто вообще? Что ты себе позволяешь? Эй, вы чего? А ну стоять! Послушай, Лен, ты тут это, разберись со своим отелом. Чувствую себя какой-то лохушкой. Почему? Потому что стою здесь как дура и жду Гуцула. Разве я девушка должна его ждать? А разве тебе не интересно, какой сюрприз он тебе приготовил? Интересно. Иначе не стояла бы здесь, как прибитая. И что, это вот твой сюрприз, да? Нет, Полиночка, это еще не все. Я приглашаю тебя в ресторан. В кафе, да? Нет, не в кафе. В приличный ресторан. О, в какой-то дорогой, да? В дорогой. Я заказал нам столик на байк. Гуцула, ты прямо растешь на глазах. Да не гуляла я с Гуцулом. Я деда из больницы забирала. Ну, я же не знал. Может, надо было сначала у меня спросить, а? Прежде чем руки распускать. Прости, я подумал... Да вы посмотрите на себя со стороны. То вы от меня бегаете, то с Гуцулом в драку лезьте. Вам не надоело? Ты не понимаешь. Я все понимаю. Я вчера вам столько наговорила, вот вы и беситесь. Давайте уже играть в открытую, а? В смысле? Ты о чем? Я вас люблю, и вы меня любите и ревнуете. Это очевидно. Ладно, ладно, потом поговорим. Позже. Когда потом? Через два месяца после выпускного? Позже. Ну что, я всю запись пересмотрел. Пока никаких намеков на воровство в подсобке нет. Ну, может, они догадались, что мы камеру установили? Да вряд ли. Мы никому не говорили, а ее так сразу не видишь, вон. Смотри, какая маленькая. Да, ее отсюда не видно. Слушай, а может, это Гуцул? Гуцул? А почему Гуцул? Ну, смотри. Пока его нет, все в порядке. Все на месте. Похоже, Гуцул ворует. Не, ну почему Гуцул? Ну, а кто тогда? Я не знаю, но Гуцулу просто так обижать тоже не дам. Он, конечно, парень с характером. Как выкинет, что хоть стой, хоть падай. Но воровать? Похоже, я поторопился. Значит, думаешь, не Гуцул? Нет. Мне кажется, что он честный. Ладно, давай подождем. Я думаю, в ближайшее время станете ясно. Подождем. Ты знаешь, я сегодня домой пораньше пойду. Угу. А чего? Женя в библиотеке будет задерживаться. Хочу ей на ужин что-нибудь вкусненькое приготовить. Угу. Давай. Лен, это ты сейчас с учительным разговаривала? Да. Ну, вы с ним ругались, ты не боишься? Чего? Ну, как, это же учитель. У тебя потом проблем не будет. Люд, слушай, это мое личное дело. Я по-хорошему прошу, не лезь. Люд, ты не обижайся, мы тебе потом объясним. Девчонки, давайте репетировать. Ленка, ты как? Как, как? Давайте репетировать. Гуцов, а ты прям как-то всерьез за меня взялся. Что ты имеешь в виду? Ну, как, прибарахлился, гуляешь мне в дорогом ресторане. Зачем так грубо? Гуцов, потусуйся с мое. Ну, а если я тебя люблю? Понятно. Еще скажи, что ты надумал на мне жениться. Почему бы и нет? Гуцов, ты выразил меня в самое сердце. Полин, вот скажи, а каким ты видишь свое будущее? Будущее? Ну, я модель, поэтому меня ждет Париж, Милан, высокая мода. Понятно. В общем, без вариантов. Ну, какие тут могут быть варианты? Ну, ты понимаешь, что это моя жизнь, мой мир, дорогие рестораны, красивые мужчины. А вот не так. А как не так? Ну, понимаешь, я не могу целый год копить, чтобы потом один раз сходить в приличное место. Мне нужно все и сразу. Всегда. А давай представим, что так будет всегда. И что сегодня это обычный день из нашей обычной жизни. Игорь, ты фантазер. Ну, хорошо. Давай представим. Здравствуйте, тетя Лиз. Как там Женька? Она дома? Здравствуй. Дома? А почему она должна быть дома? Ну, как, она же болеет. Болеет. Ты уверен? Да, она мне сегодня сама сказала, что плохо себя чувствует, пойдет домой. Я вот ей варенье принес. Прелестно. А мне сказала, что и в библиотеке заниматься будет. Понятно. Значит, опять ранетки. А нам с отцом обещала к экзаменам готовиться. Ну, я тогда пойду, да? Не-не-не-не, Коль. Ни в коем случае. Посидим. Подождем нашу Женечку. Спросим ее, с каких пор она нас обманывать начала. Четлис, может, не надо? Надо, Коля, надо. Я ей сейчас такое устрою. Ой, а вы что, автомобиль хотите купить? Зачем мне ее покупать? Я и так любую тачку могу тормознуть. Забыл, с кем разговариваешь? А зачем тогда изучаете? Ну, мне нужно все про автомобиль знать. Это в моей работе самое главное. Это как? Ну, как? Ну, например, тормознул я тачку с гибридом, так? Гибрид? Гибрид это что такое? Какая-то еще глупенькая. Гибрид это такой, знаешь, двигатель, который может и на бензине, и на электричестве работать, понимаешь? И что, такие бывают? Бывают. Ну, так вот, тормознула тачку с гибридом. Она с виду такая невзрачная, мне-то ведь знаю, что она дорогая, правильно? Да. И что, это все из журнала можно узнать? Ну, не только из журнала, по машине вообще о человеке все можно рассказать. Вот, например, тормознула я такую тачку, и знаю, что ее водитель точно продвинутый и очень смекалистый мужик. Страфовать его, конечно, можно, только очень осторожненько, понимаешь? Да, это же целая наука. Это целая наука. А ты что сегодня такая грустная, а? Ой, да и ничего. Гуцула не было, я ничего не наколбасила. А кто это Гуцул? Парень твой? Да нет, партнер по бизнесу. Надюш, я вот давно тебя хотел спросить, ты такая вроде молодая, красивая. А что у тебя парня нет, а? Да что-то не попадается никто. Одна шушара. Вот я и говорю, что ты зеленая. Понимаешь? Чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за перспективного лейтенанта. Так жаль, что все хорошее так быстро заканчивается. Ну почему же, это еще не конец. У меня есть для тебя еще один сюрприз. Сюрприз? А где он? Я заинтригована. Ну, пойдем, я тебе все покажу. А у Гуцул, ты меня пугаешь. Это далеко? Нет, не далеко. Пойдем. Че делаешь? Ничего. Читаю. Понятно. Слушай, давай в шахматы сыграем, а то мне не с кем. С тобой все в порядке. А с тобой? Давай. Ну, как же понять, перспективный он или не перспективный? Ну, понять, конечно, непросто. Но можно. Тут два варианта. Значит, либо у него родители при бабках. Это раз. Либо он сам парень с головой. Есть такие, например, у тебя нет? Есть один. Только он меня отшил. Отшил? Ты сразу и ручки опустила, да? Вот нет никакой целеустремленности. Ты знаешь вообще, что у него на уме этого парня? Что он собирается делать? Нет. Нет. А надо знать. Рынок нужно изучать, на то он и рынок. Вот у меня в классе, понимаешь, одни идиоты были. Вот одни идиоты. Что, правда? Конечно. Кто-то хотел артистом стать, кто-то певцом, а не вообще инженером. А вы, дядь Паш? Я, Надика, с детства мечтал на дороге стоять и махать палкой. Вот так. И кто теперь в шоколаде, а? Скажи мне. Дядь Паш, я от вас балдею. Вы такой клевый. Что, Ирина не пишет? Нет. А брат? Тоже нет. А у тебя как дела? Не спрашивай. Хорошо. Тебе мат. Людмила Федоровна, я готова. Да-да, конечно, сейчас начнем. Нам просто надо подождать еще одного ученика. А он тоже будет с нами заниматься. Да? А кто? Белута? Что ты тут делаешь? Как что? Я вот тоже решил математику подтянуть. Да, Белута собирается поступать в автодорожный. И я согласилась ему помочь. Я даже очень рада, что вы теперь будете вместе заниматься. Почему? Ну, как почему? Заканчиваем мы поздно. Тебе одной добираться. А Степа сможет тебя проводить. Да, Степан? Конечно, провожу. В лучшем виде. Ну, вот и хорошо. Значит, давайте теперь начнем. Сидим, как последние лузеры. Играем в шахматы. Оплакиваем свою личную жизнь. Что, мы не мужики, что ли? Хватит вздыхать, ведь настоящий мужчина в такой ситуации должен сделать ход конем. В смысле? В прямом. Надо встряхнуться. Взять судьбу под усы и пойти. Конем? За угол, что ли? Хоть бы и за угол. Поменять что-то в своей жизни. Пожертвовать чем-то. Как ты сейчас пожертвовал пешкой? Я пожертвовал пешкой. Сидим, как два старых деда. Перед шахматами. Два молодых мужика. В самом расцвете сил. Так, завтра концерт у Кантора с Ронетками. Познакомимся с кем-нибудь? Новые лица? Девушки? Пойдем. Встряхнись. Пойдем. Тебе опять мат. О, Любаш, устала брусничка моя? Умоталась, сил нету. Ну, как твоя подруга? Ха, вот, гляди, наш навар. О-о-о. Это что, так хорошо пошли школьные харчи? На ура! Так что со сбытом проблем не будет. Подружка довольна. Вот, самогонки привезла с Израни, с родины моей. Ну, вот это вот дело я люблю. Я считаю, нужно отметить успех нашего предприятия. А? Любань! Слушай, Степ, получается, Борзова заставила тебя меня проводить? Так это не обязательно. Как это не обязательно? Посмотри, какая темнотень кругом. Да ладно, я и сама дойду. Тем более, у тебя, наверное, своих дел предостаточно. Ну, почему? Я и сам хотел тебя проводить. Так ты и поэтому к Борзовой пришел? Ну, нет, по математике тоже не мешало бы подтянуться. Ну, а во-вторых, меня реально забыть о твоей терке с детдомовскими. Да ладно, Степ, я сама разберусь. Привыкла уже. Знаешь что, не женская ты делала разборки. Слушай, Степ, тебе не кажется, что ты слишком много времени мне уделяешь? А что такое, тебе неприятно? У тебя на меня аллергия? Да нет, не в этом дело. Ты и об Аньке подумал, что она скажет. Ну, а что, Анька? Анька мировая девчонка. Тем более, она сегодня с утра сама меня хвалила, что я о тебе забочу. Так что, пошли. Ну, за успех нашего семейного бизнеса. Все у нас хорошо. Одно меня беспокоит. Что? Ты представляешь, какие дурацкие в школе у них законы. Нельзя заказывать больше обедов, чем учеников. Слушай, ну крохоборы в этом их министерстве вообще о детях не беспокоятся. Ничего, я что-нибудь придумаю. Внутром чувствую. Все можно провернуть через завхозиху. Да. Завхоз в школе человек не последний. Придется с ней подружиться. Пашенька, как я устала. Этому дай, этому подмашь. Слушай, не говори. Эта коррупция вот здесь вот у меня уже стоит, понимаешь? Что с нашей страной творится, а? Паша, спокойно. Тебе нельзя волноваться. Нельзя. Давай. За Россию. За Россию и за процветание таких людей, как мы. У Женьки один ветер в голове. Говоришь, не говоришь, все без толку. Коль, я тебя хотела попросить. Может, ты с ней пообщаешься, а? О чем? О будущем. Я знаю, что ты мальчик серьезный. Давно к вступительным готовишься. Ну, повлияй на нее. Ну, вы что думаете, она меня послушает? Ну, понимаешь, в вашем возрасте дети, они редко прислушиваются к совету старших. Понимаешь? Считают, что сами все лучше знают. Ну, есть такое, да. Вот. А сверстники для вас авторитет. Вот и я думаю, может, она тебя послушает. Но я же просто не знаю, что делать. Ну, завалит экзамены. Тетя Лиз, вы не волнуйтесь. Я с Женей обязательно поговорю. Только вы послушайте на меня или нет, это уже другой вопрос. О, явилась, не запылилась. Ну, здравствуй, Женя. Женей! Женей! садись мы же только что ели я больше не хочу кушать нет, Полиночка я подготовил для тебя другую, духовную пищу чего? ну, в общем как бы тебе сказать в общем, я я написал тебе песню песню? для меня? ну да я во время уроков забежал к ребятам на студию, мы там кое-что записали в общем, сейчас сама все услышишь утром, вечер, день и ночь больные сны тлеет время вечер, шепот, холод, дождь стеклянный город на мгновенье утро черствая вода сжимает дождь, но он растает и разорвутся холода и наконец она настанет весна 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 В сердце пряный красный сок Размоет землю под ногами Новый выдох, новый вдох Его не описать словами Первый шаг навстречу ей Ты слышал, как она шептала И разорвались холода И наконец она настала Весна 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 Продолжение следует... Не скромничай, и так он. Веселый какой, бодрячком ходишь. Бодрячком? Конечно, это слово. Порох в топорховницах был, а разгуляться не давали, не пускали рокера на сцену. Теперь отпустили. Да, товарищи, слушай, вообще телефон оборвали, а это вас устроит, а как вам будет удобно. Слушай, Наташка, ну прям не знаю, как мне тебя благодарить, а? Слушай, а хочешь банку варенья и ящик печенья? Нет, главное, твое хорошее настроение. Слушай, нет, это так запросто, а мне что-то хочется для тебя вот такого необычного сделать, а? Смеешься, пап. Мы и так у тебя на разогреве выступаем. Да, но смотрите, если нас после вашего выступления забросают гелыми помидорами, мы вас больше на свой концерт не позовем. Договорились. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. О, блин, что такое? Да, блин, говорю, завтрак хороший, блин. Мне перед работой, Любань, знаешь, Самый раз блинков-то покушать. Ешь, ешь, хоть всю тарелку съешь. Любань, классные блинчики с маслицем. Ты б взяла, знаешь ли, парочку на работу И угостила б свою эту завхозиху. Может, баба б подобрела, По сговорче б стала, а? Она и сама постряпать не дура. Что и мои блины? Слушай, ну такие-то вкусные, наверное, стряпать не умеют. Я тебе говорю. Ешь давай, захвалишь меня. Любань, знаешь, что я думаю? А что бы тебе не попробовать в твоей школьной столовой Своей стряпнёй приторговывать, а? Ну, пирожки всякие, ватрушки. А что, на расхват, я думаю, пойдут, знаешь, И всё в дом, лишняя копейка. А что, готовлю я, пальчики обрижешь. Сладкое ребятишки любят. Может, что и получится? Да получится, точно тебе говорю. Всё, давай, доедай, А я в школу побегу на работу. Заодно к завхозихе подъеду И про пирожки и удочку заброшу. Люба, ты моё. Люба моя. Девчонки, вчера был самый адский вечер в моей жизни. Рассказывай. Прихожу домой, и на пороге стоят Коля и мама. Одному я сказала, что болею, Другое, что занимаюсь в библиотеке. Вот это да. Мам, мне такой разнос устроил. Мне до сих пор в ушах звенит. Ты обещала готовиться как заново. Платон, что? Придёл в своём банку в арене. Хотел настроение поднять. Подожди, а маме-то ты что сказала? Я сказала, что после сегодняшнего смотра я больше не буду с вами играть. Какого смотра, Жень? Мы же у отца на разогреве сегодня выступаем. Да и тряпка. Я не смогла ей во всём признаться. Ну что смотрится на меня такими глазами? Женька, да никто на тебя не смотрит. Просто я думаю, что когда будет реальный смотр, вот как ты будешь оправдываться? Что ты маме скажешь? Я уже так заворалась, что мне всё равно. Придумай что-нибудь. Скажу, что мы выиграли и прошли во второй тур. Лиза. Ну? Ты не занята? Можно тебя отвлечь на пару минут? Сходи в подсобку и принеси шейкеры, потому что один кажется трясным. Ну? Что у тебя? Лиза, представляешь, я вчера камеру забыл выключить. Она всю ночь работала. Я её утром проверил. Просмотрел запись. И что? Ворует по ночам, да? Да нет. Тут другая история. В общем, ты должна всё это сама увидеть. Ты подойди ко мне, когда освободишься. Да-да-да, я сейчас... Сейчас с Димой разберусь и подойду. Давай-давай. Слушай, у тебя когда кастинг? Сегодня. Представляешь, я дома косметичку забыла. Придётся сниматься так. Natural face. Да ладно, Полин, ты же у нас так красотка. Вон у Гуцула спросил, он подтвердил. Игорёк, это кот котик. Привет, я тут соскучился. Целую ночь не виделись. Ладно, Олечка, мы пойдём? Да? Вот это новости. Тоже мне телетесто жених и невеста. А лучше подруге ничего не сказала. Да. Елена Петровна, доброе утро. Ой, чаёк пьёте. А я как раз сегодня утром блинчиков напекла. Попробуйте. На разжевые, что ли? А я на сыворотке делаю. Так нежнее получается. Ой, всё-то вы знаете, всё-то вы умеете. Ну, всё не всё. А с дубу сделать смогу. Вот и я про то же. И по этому поводу у меня есть к вам маленькая предложенница. Зачем такому таланту пропадать? Ну, кто вас в школе оценит? Ну, учителей угостите. Ну, Петру Степановичу пирожок другой отнесёте. Пётр Степанович в кулинарии не разбирается. Ему бы только пожирнее, этого больше. Так вот и я про то же. А давайте нашим ребятишкам печь начнём. А? Пусть кушают на здоровье. В столовой поставим поднос с пирожками. Раскупят в лёд. Что значит, раскопят? На детях наживаться? Вы не забывайте, у нас всё-таки школа, госучреждения. Да какая нажива? По себестоимости будем отдавать. Ну, так, только чтобы вернуть затраты на муку, на масло. А детям польза одна. Они ведь обедами не наедаются. Ну, если без наживы, то нужно подумать. Подумайте, Елена Петровна, подумайте. Пирожки, слоечки, растягачки. Ходовой товар, сплошная выгода. Для ребятишек я имею в виду. Ладно. Только у меня к вам просьба имеется. Вы вот свои эти пирожки-растягачки больше Петра Степановича не таскаете. У меня давно там место прикормленное. Да не знала я. Ну, думала так. Побаловать мужчину некому. Да есть кому, есть. Он и так мужчина. Избалованный. Больше не пирожка. А вы, Елена Петровна, с этим вопросом не откладывайте. Какое хорошее дело мы с вами придумали. Ну, ладно, что откладывать. Прямо сейчас к Савченко и пойду. Он мужчина толковый. Наверняка поймет, что идея стоящая. Жень, привет. Ну, что ты на меня дуешься. Я же как лучше хотел. Варенье тебе принес. Малиновое. Да в гробу я видал это варенье. Ты меня с подрохами сдал. Меня мама весь вечер пилила. Что, сложно было догадаться, что я родителям вру? Ну, потом-то я сообразил. И, кстати, пошел против своих принципов. Тоже соврал, что у вас какой-то там смотр. Какой ты принципиальный. Жень, ну я же говорю, я как лучше хотел. Ты говоришь, что плохо себя чувствую. Ну, я и думаю, дай пойду на вещу. Кстати, если бы ты мне сказала, что ты на репетицию ходишь, ничего бы не было. Понимаешь, если мама обо всем узнает, то плакали наши концерты. Поэтому я уже запуталась. Кому можно говорить правду, а кому нельзя? Ну, мне-то можно. Я, между прочим, ради тебя кому угодно совру. И что, против принципов пойдешь? Да. Ну, прости меня, Коль. Я больше тебя не буду обманывать. Ну, и ты меня, прости. А я больше не буду тебе варенье таскать. Давай, рассказывай. О чем? Что это за тема на глазах у всей школы с гуцулом обжиматься? Ты раньше и слышать о нем не хотела? Видимо, была глупая. Не видела, что он за человек. А теперь вдруг разглядела? Как интересно. Ну-ка, расскажи мне, что он за человек? Ты знаешь, он такой, такой сильный, умный, целеустремленный. Зеленова, ты что, влюбилась? Не знаю, может быть, приехали. Сколько он за тобой ухаживает? Месяц, два? И вдруг ты в него влюбилась. Ты знаешь, какой он вчера вечер устроил? Просто очуметь. Ты повелась на ресторан. Ой, Оля, хватит молоть ерунду. Ты понимаешь, что он мне, он мне прям настоящий праздник устроил. Я в шоке. Ты раньше на такое бы не клюнула. Он мне песню посвятил. Представляешь, сам сочинил и спел. Фу, вау, вау. Умереть не встать девушке спели рыбак, и она повелась. Да нет, это был не рыбак. Это была очень медленная и красивая песня. Честно говоря, когда он мне пел, ты знаешь, у меня прям внутри все перевернулось. У тебя в голове все перевернулось. Фу, ну что ты не понимаешь, Оля? Вы со своим Стасом только мотаетесь по этим клубам, каким-то кафешкам. Ну да, мы общаемся. Ничего серьезного. Вот именно. А Куцу, понимаешь, он совсем другой. Он, вот с ним хочется, чтобы все было по-настоящему всерьез и надолго. Вов, ну кошмар какой-то. Кошмар, просто выключи скорее. Да. Дело, конечно, молодое. Да, но это не значит, что в нашем кафе можно черти что устраивать. Мне, конечно, Вов, все равно, с кем и как Игорь встречается. Но если не втерпешь, можно и другое место найти. Лиз, никто ничего не устраивает. Хотя, конечно, ситуация, прям скажем, нештатная. Вот я сейчас позвоню ему и скажу, что это не место для подростковых обжималок. Лиз, ну так в лоб тоже нельзя. Надо как-то деликатнее. Да какая деликатность? Уволил его к чертовой матери. Лиз, успокойся. Я когда увидел, тоже обалдел. Ну, я решил с тобой посоветоваться, чтобы не пороть горячку. Давай так. Когда придет, с ним поговорим спокойно, без истерии. Да и с ним не то, что разговаривать. Я ему даже в глаза посмотреть не смогу, неловко будет. Ладно. Тогда я сам поговорю. Спокойно, по-мужски. Да, Вов. Да, это будет правильно. Здрасте. Ну-ка. У нас с тобой сегодня интереснейшая тема. Людмила Федоровна, а можно перенести сегодняшнее занятие? Я не смогу сегодня остаться. А что такое? Что случилось? Ты себя плохо чувствуешь? Да нет, нет. У нас просто с девчонками сегодня концерт, и нам нужно подготовиться. Понятно. Ну что ж, буду Белуту мучить своей интереснейшей темой. Вообще-то, Сидёпа тоже хотел с нами пойти. Да? Вот как? Ну тогда я к вам присоединюсь. А вы рок любите? А вы что, рок играете? Нет, ну это вот, когда громко, там, гитары, барабаны, ну я не знаю. Ну мне будет очень приятно, если вы к нам присоединитесь. Ну замечательно. Тогда я и Виктор Львовича с собой захвачу. Договорились? Конечно. Здорово. Ну всё, Полин, я побежал. А я тебя не отпущу. Ну мне на работу надо. Кафе? Да. Наша кафе. Тогда передавай ему от меня большой-большой привет. Потому что у меня с ним связаны хорошие воспоминания. Ну может быть, пойдёшь со мной, и мы повторим наши хорошие воспоминания. Ну ты говоришь, я не могу. У меня кастинг. Какой кастинг? Зачем он тебе нужен? Я тебе и без него могу сказать, что ты самая красивая девушка во всём городе. Всё там в городе. Во всём мире. Нет, ты говоришь, правда не могу. Ну и когда мы теперь увидимся? Завтра. Я не могу так долго ждать. Я тоже по тебе буду очень-очень сильно скучать. Правда? Ну что, Елена Петровна, были у директора? Ну да. Савченко в целом идею одобрил. Замечательно. Ну что, ставим тесто? Можно и поставить. Завтра ребятам ватрушек испечём. Как говорится, с пылу, жару из печи. Ватрушек. Значит, сегодня надо успеть творога купить и ванилина. Бойкая вы женщина, Любовь Кирилловна. Даже директор отметил. Инициативно, говорит, работник. Это наша новая повариха. Ну вы знаете, не могу сидеть без дела. Хорошо, хорошо. Витя, ну что, ты с таким лицом и на концепт поедешь? А что у меня с лицом не так? Да лицо у тебя прекрасное, волевое и мужественное. Девчонкам такие нравятся. Только вот кривишь, ты его не по делу. Вот только про девчонок не надо, ладно? Давай так. Так, мы сейчас приедем в клуб, ранее так отправим на сцену. А сами в отрыв. Что отрывать будем? Голову твою пессимистическую. Просто потусуем, потанцуем. Ладно, посмотрим. А вы на концерт ранее так собрались? Да. Наши девчонки сегодня как взрослые выступают на разогреве у Боба Кантера. Да, нас вот тоже пригласили. А вот что-то портиться начала. Боюсь как бы не опоздать. Серьезно? Так поехали с нами, у нас там места полно. Спасибо, с удовольствием. Видал? Любви все возрасты покорны. Не все, Игорек, не все. Это я тебе как специалист говорю. О, здорово, Надюха, как сама? А, помаленько куцел. Слушай, я вот все хотела тебя спросить, а что это твой друг к нам совсем не заходит? Какой друг? Стас, что ли? Ну да, он тут все раньше тусил постоянно, а теперь совсем не заходит. Ну что, у него своих дел навалом, что ему здесь тусить? А тебе-то что? А может он мне нравится? О, ну так Стас много кому нравится. Лебедевые вот, например. У них там, кстати, что-то нарисовывается. Поэтому, понимаешь, как бы против Оли не попрешь. Это мы еще посмотрим. Слушай, когда будете это, борьбу в грязи устраивать, меня позовете, ладно, только обязательно. Угу. Я ни с кем драться не собираюсь. Стас сам поймет, с кем мы лучше будем. С тобой, что ли? Так, Мирослав Николаевич. Смотрите, плечи расслаблены, движение легко, почти небрежное. От бедра. Раз, два, три и... Это утопия, я так никогда не смогу. Сможете? Танец он не в ногах, в голове, в душе, если хотите. Угу. Вокруг только море, солнце, банановые рощи. Хорошо. Раз, два, три. Мирослав Николаевич, что у меня получается, это же самбо, самооборона. Причь самого себя. Да, вот именно. Вам нужно полюбить себя, понимаете? И учить свое тело двигаться свободно. Фух. Хорошо. Вот так. Ага. А теперь давайте бедрами больше. Нет, ну, 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 ну что, у меня так никогда не получится. Вовсе нет. Будем упражняться, и тогда все получится. Ага. Знаете, сколько танцоров проводят время на тренировках? Но самое главное, это поверить в себя, понимаете? Поверить в то, что я вот такой вот толстый, неуклюжий коль с мукой смогу двигаться так же, как вы? Мирослав Николаевич. Конечно, тоже идеалист и фантазер. Но это невозможно. А вы Светочку хотите завоевать? Очень. Тогда перестаньте ныть, соберитесь и давайте танцевать. Ну что, Надюха, как там наш маленький бизнес поживает? Ну, когда как. Сегодня нормально вышло. Только эти деньги позже отдам. Что шифроваться-то, господи. Ну ты вообще даешь. Что ж я тебе? Предверенные деньги буду прям вот так при всех отдавать, что ли? Ну, хозяин идет. Здорово, молодежь. Ну что, как рабочие будни? Ну, когда как. Сегодня, например, нормально вышло все. Да? Ну, молодцом. А я, Игорь, с тобой поговорить хотел. В общем, так. Будет свободная минутка, подойди ко мне. Хорошо, хорошо. Да выпендривался. Сейчас нам хана будет. Слушай, не паникуй, а. Скорее всего, просто рабочие вопросы накопились. Сейчас я вернусь и все расскажу. Девчонки, полный зал. Вообще, я в шоке. Слышите? Ага. У меня аж мурашки по коже. А я сейчас в обморок упаду. Эй, ты чего? Я боюсь, там так много народу. Буду играть, а вдруг им не понравится. Нет, ну, тут-то ведь проще, чем в школе. Успомни конкурс, жюри и оценки. А здесь игры в свои удовольствия и все дела. Не дрейфь, Нютка. Поддержку зала с Платоновым мы вам обеспечим. Орать будем. Всех остальных вообще не услышат. Давайте, девчонки, рвите зал. Вы же лучшие. Ну что, пойдемте? Ни пух, ни пера. Включи от кафе, сдай мне, пожалуйста. А как же я буду на работу ходить? Ты теперь будешь здесь бывать строго в рабочее время. Извините, а вы что, мне не доверяете? С некоторых пор да. А что случилось-то? А ты сам не догадываешься? Нет. Почему чуть что сразу гуцул? Почему я должен один за все отдуваться? Можешь один. Можете вдвоем. С кем ты накануне тут куролесил? Вот с ней отвечайте. Только не оправдывайся. У нас все на камеру записано. Подождите, вы что, везде здесь камеры понапихали? Только в подсобке. Пришлось, знаешь ли, установить. И как видишь, не зря. И, простите, что вы там наснимали? Эротический триллер. С тобой и твоей подружкой. А, это? Угу. Блин, извиняюсь, но так в этом же нет ничего противозаконного? Нет. Но я бы попросил тебя на рабочем месте этого больше не делать. Хорошо, хорошо. Я бы это случайно получилось. Я обещаю, больше такого не повторится, правда. Ну, значит, договорились. Владимир Петрович, а камеры-то в подсобке зачем? Это уже совсем другая история. Тебе нравится, как делаю это? Тебе нравится, как делаю то? Называешь меня просто ранее ткань. Или что-то типа того. Товарищ физрук. Почему не танцуем? Почему стоим? Девчонки зажигают. Как я делаю это? Или что-то типа того. Типа того. Девчонки зажигают. Девчонки зажигают. Девчонки зажигают. Девчонки зажигают. Девчонки зажигают. Здорово, Бук. Сто лет не виделись. Чувак, какими судьбами? Да понимаешь, что я мимо клуба вижу на афише знакомое до боли лицо. Ну, не могу же я такую встречу пропустить? Ну, молодец, что пришел. Мы по этому поводу такой деревянный отжиг сейчас устроим. Ай, Борька, Борька, ты все тот же. Да, сколько с тобой портреем-то было выпито, а сколько песен спит. Да-да, отрывались, конечно, не по-детски. Да-да. Ну, ты что, где, как ломаешь? Ну, да и нет. Я ребятишек учу. Преподаю в музыкальном колледже. О, да я смотрю, серьезным человеком стал, да. Мы вот все в дранных джинсах по сцене. Ну, знаешь, во-первых, не такие же нюти и дырямы, а во-вторых, по сцене скакать тоже. Дело хорошее. Ну, согласен, согласен. Ну, скажи, ты как относишься к юным дарованиям? Ты меня, мам, прости, но не тянешь ты на юное дарование. Ну, я ж не про себя. Дочка у меня на гитаре играет. Знаешь, чувство ритма офигенное. Музыку пишет сама. Да? Что, в папу пошла? Ну, конечно. Кстати, сам убедишься. У нее группа своя с девчонками, школьная. Я их пригласил на разогреве отыграть. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Нам талантливые ребята в колледже нужны. Талантливые. Талантливые всем нужны. У нее сейчас выпускной класс. Надо же думать, где дальше-то учиться. И как зовут? Наташа, ты вон она на соло-гитаре играет. Музыка Понимаешь, Игорь, баланс у нас не сходится. В последнее время, почему-то, расход больше, чем выручка. Так, и что, вы меня подозреваете, да? Да перестань. Никто никого не подозревает. Поэтому и камеру установили. Может, хоть что-то прояснится. Да, с камерой это вы хитро придумали. Ты только об этом никому не говори. Хорошо? Да нет, вы что, я понял, не дурак. И смотри мне, будешь девчонок сюда водить, вылетишь в два счета. Это я с тобой как мужик с мужиком говорю. А была бы здесь Елизавета Петровна, получил бы ты по полной программе. А что, Елизавета Петровна сердится, да? Еще как. И, между прочим, правильно делает. У вас выпускной на носу, а у вас, черти что, в голове. После выпускного любовь крутить будете. Ясно тебе? Да ясно, ясно. Вон, Женька, моя целыми днями в библиотеке сидит. И ты вышел заниматься? Женька, в библиотеке? Так они вон с девчонками сегодня в клубе выступают. В каком еще клубе? Ну, они с ранетками у кого-то на разогреве в клубе. А вы что, не знали? Так, вот это новость. И раз, два, три. Прогиб! Прогиб! Ниже, Мирославчик. Бочки! Мирослав Николаевич, тебе что, плохо? Мне хорошо. А что тебя так скрючил-то, а? Это мы с Софьей Сергеевной новую позу учим. Меня Софья Сергеевна обучает танцем. Дело хорошее. Научишься плясать, а девок от бой не бой. Что, правда так считаете? Конечно, я сама в молодости. По плюсу нам сохла. А я вам что говорила? Так, 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 давайте же, давайте же танцевать все вместе. Ну? А мне, к сожалению, пора бежать. На свиданку торопишься? Да нет. Так, музыкальное мероприятие. Ну, как же жалко, у меня же только начало получаться. Ну, я думаю, что вам пора отдохнуть. А в следующий раз продолжим. До свидания. Все хорошо. Спасибо вам большое, Софья Сергеевна. До свидания. Счастливо. Ну что, Вов, поговорил с Гуцулым? Все нормально? Поговорил. Женька нас опять за нос водит. Женька? А какое она имеет отношение к тому, что здесь Гуцул по ночам вытворяет? Да бог с ним, с этим лавеласом. Я с ним разобрался. А вот Женьку мы, похоже, опять упустили. Врет она нам. И на танцульке бегает опять. Неправда. В библиотеке она. Я полчаса назад с ней по телефону говорила. Да? А музыка в библиотеке не очень громко играет? Так. Ты что, думаешь, что она опять с ранятками играет? Да не думаю, я знаю. Гуцул сказал, что у них сегодня концерт в каком-то клубе. И не апа какое, а с каким-то известным рокером выступают. А почему она нас не пригласила? Врет Гуцул. Врет. Да нет, Лиз. Похоже, она врет. Знаешь что? Собирайся, поедем. Поедем и сами все проверим. И если она там, то я и устрою сладкую жизнь. Лиз, Лиз, ты только не горячись. Слышь, Павел Иванович, все застукали нас, засекли? Да не паникуй ты, не трясись, все нормально. Нас пока никто не подозревает. А зачем ты так, Петрович, подсобку таскал? Извини. Мужской разговор у нас был. Не твое дело. В смысле не мое дело? Геот, знаешь, как тряслась, пока тебя ждала? Так, колись давай. Ладно, только никому. Поняла? Могила. В общем, я вчера сюда Зеленого приводил. Ну, танцы, шмансы, там, шампанское, все дела. Короче, они меня спалили. Как? Наскрытую камеру сняли. В смысле, здесь что, камера стоит? Ну, все нас точно застукли. Да успокойся ты. Камера стоит только в подсобке. Фу, я уже испугалась. Правильно сделала, что испугалась. Они камеру поставили, потому что недостачи большие пошли. Сечешь? Всего? Ну, все, Гуцун, с сегодняшнего дня завязываем. Не-не-не, рано пока. Они, понимаешь, на поваров думают, что те продукты воруют, а вечером в подсобке по сумкам ныкуют. Слушай, сегодня на поваров, завтра на официантов. Потом они камеры переставят незаметно. Да незаметно у них не получится. Камера-то одна. Если что, мы узнаем. А пока камера висит в подсобке, можно продолжать операцию обогащения. Ой, Гуцун, рисковать. Ну, что делать? Хочешь жить, умей вертеться. Хм. Неизменно и никем не замечено. Не, ну ты погляди на нее, а? Маленькая, хрупкая, так по барабанам лупит, шум стоит. Между прочим, это хорошая музыка. А, конечно, конечно, да, я рок люблю. Шо вы говорите? Да, да. А ты помнишь, как мы в молодости тайком битв слушали? Да, да, как ты, будучи комсоргом, нас на планерках песочила из-за этих битул. Ну ладно, времена были другие. Если партия прикажет, танцевал ответит, есть! Ну ладно, ну ладно, я понимаю, другие времена, всё по-другому. Да, да, и как ты Октябрину гоняла из-за того, что она в школьном ансамбле играла. Ну что ты всё гоняла, песочила, старая помянет, тому глаз вон. Ну ладно. Может быть, эти девчонки в меня вторую молодость вдохнули. Вот смотрю на них, душа радуется. Такие свободные, открытые, я даже им завидую. Людмила Фёдоровна, мне кажется, что вторая молодость вам лучше идёт. А давай потанцуем? Потанцуем. Невозможно тому море переплыть. Будет берег, но мы ещё не знаем. Ведь мы с тобой, члены любви, И мы с тобой, члены любви. Далеко, далеко от любви, Что никто не смог узнать. И мы с тобой, члены любви, И мы с тобой, члены любви. И мы с тобой, члены любви. И мы с тобой, члены любви, И мы с тобой, члены любви. Далеко, далеко от любви, Что никто не смог узнать. И мы с тобой, члены любви, И мы с тобой, члены любви. И мы с тобой, члены любви, И мы с тобой, члены любви. Всем спасибо! Это были... Ранятки! А теперь небольшой перерыв. Отдыхаем! Ну что, Коленька, Хороший концерт? Здрасте. Стоим, 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 стоим. Куда? Или ты к Жене побежал? Поговори с ней о том, Как важно перед экзаменами хорошо заниматься. Ты же мне вчера обожился. Сказал, что оба будете в читалке сидеть. А сам, оказывается, знал про концерт? Как же тебе не стыдно врать? Я от тебя этого не ожидала. Елизавета Петровна, Женя девушка моя. Разве я ее мог предать, а? А по концертам шляться вместо занятий, это не предательство? Вы куда поступать собираетесь? В нормальные вузы или в цирк Шапито? Да Женя умная девочка и поступит куда захочет. Или куда вы захотите. Ладно, ладно. Об этом потом поговорим. А сейчас давай веди, показывай, где эта рокерша. Она к римёрке. Вот и покажи. Куда идти? Сюда. Пошли, Лов. Пошли, пошли. Пошли. Иди. Девчонки, вот это было круто. Да, зал мы порвали. Нет. Ну что, не собираешься больше в оморок падать? Нет. Было классно. Вы такие крутые. Да ладно, кто бы говорил. Сама играла вот так вот. Здравствуйте. Екатерина Ведерникова, Пускальный канал. А, девчонки, если вы не против, мы снимем небольшой сюжетик про вас. А, короткое интервью, буквально пару вопросов. Ну, давайте, у нас время есть. Отлично. Я за операторами. Блин. Девчонки, я попала. Ты чего, Жень? Классно же, по телеку покажут. Ну, что я скажу родителям? Что мне библиотеки снимали? Ой, ты брось ты. Ну, неужели они так часто музыкальный канал смотрят? Ну, вообще-то нет. Ну, вот и не парься. И вообще, когда еще этот эфир по телевизору покажут? Легко вам говорить. Жень, ну, может, его еще не скоро покажут? Ну, как тебе? Вкусно. Кушай, кушай, мой хороший. Устал-то поди, целый день палкой махать. Да сегодня, представляешь, день такой сумасшедший. У всех все нормально. Ни к чему не прикопаешься, представляешь? А у меня наоборот. С завхозихой все на мази. Завтра начинаем пироги продавать. Договорились по себестоимости. Много вы там торгуете? С чего навар-то? Не волнуйся, я устрою. Там муки не доложу. На начинки сэкономлю, на масле. Вот тебе и прибыль. Не торговля, а сплошная математика какая-то. Лучше бы, знаешь, систему штрафов ввели. Вот это было дело. Каких еще штрафов? Ну как? Например, не доел малец кашу? С него штраф. А если булочку на пол уронил? Предупреждение. Ну а если уж посуду за собой не унес, то это вообще, я не знаю, лишение дневника года на полтора. Ты мой затейник. А я у тебя такое. Коша. Ранетки – широко популярная группа в узких кругах. Вас любят в школе, у вас есть фанаты. А на профессиональной сцене, такой как сегодня, вы часто выступаете? Ну, раньше мы играли на больших площадках, но сегодня у нас первый концерт после долгого перерыва. Нам известно, что у вас в группе пополнение. Вместо ушедшей ударницы к вам пришла новая участница. Давайте знакомиться. Меня Нюта зовут. Я всегда была поклонницей группы Ранетки, и теперь играю с ними. Для меня это до сих пор кажется сном, и я очень боюсь проснуться. А как вам сегодняшний концерт? Просто супер. Публика отличная. Девчонки супер играли. Вас отлично принимают. Зал просто в восторге. А как вы относитесь к своим успехам? Вы знаете, мы просто делаем то, что нам нравится, и стараемся играть хорошо. У вас это получается. За плечами череда успешных концертов, выступления в Лужниках. Вы дальше планируете заниматься музыкой профессионально, или Ранетки так и останутся школьной группой? Ну, школьной мы будем всего лишь два месяца, скоро выпускной. То есть, когда вы закончите школу, Ранетки распадутся? Ну, мы пока об этом не думали. Кстати, о поступлении. Вы уже определились с выбором вузов? Вот вы, например. Я, скорее всего, буду поступать в юридический. Хотите быть адвокатом или прокурором? Этого больше хотят мои родители. Не просто будет совмещать учебу в таком институте и занятия музыкой. Возможно, придется сделать выбор между Ранетками и образованием. Я бы выбрала Ранеток. Наверное, пришло время серьезно поговорить с родителями. Ну что? Да, совсем не школьные задачи ставят перед вчерашними ученицами жизнь. Любимое дело или престижное образование. Давайте пожелаем девчонкам, чтобы они сделали этот выбор сами. Специально для музыкального телеканала с концерта Ранеток Екатерина Ведерникова. Девчонки, спасибо. Интервью смотрите в ближайшем выпуске новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Виктор Михайлович, пойдемте танцевать? Нет, Лен, я сто лет не танцевал. Разучился уже. Игорь Ильич, почему Виктор Михайлович отказывается танцевать со мной? В самом деле, Виктор Михайлович, чего этого? Нехорошо отказывать девушке, тем более такой красавице, спортсменке. Да не буду я танцевать. А я говорю, иди. Ладно, ну и Валет, путь стоит, дуется. Пойдем со мной потанцуешь. Нет, Игорь Ильич, нельзя. Вы же мой учитель, а я ваша ученица. Вы ведь поэтому не хотите со мной танцевать, да, Виктор Михайлович? Виктор Михайлович, в самом деле, что ты, как ребенок? Иди, поговори с ней. Сам разберусь. Игорь Ильич, не понимаешь по-хорошему? Придется дома устраивать комендантский час. Мам, да пусти, мне больно. Мне тоже больно. Я тебе верила, понимаешь? А ты мне врешь на каждом шагу. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома. Да не буду. Будешь. Лиза, ну зачем так? А что ты предлагаешь мне, сисюкаться? Мама, мне здесь хорошо. Я лучше знаю, где тебе хорошо, а где плохо. Да здесь мои друзья. И вообще пусти меня, взрослый человек. Взрослые люди так себя не ведут. Вова, скажи в конце концов что-нибудь. Пойдем, дочь. Дома спокойно обо всем поговорим. Да, у нас теперь будет много времени для разговоров. С сегодняшнего дня, голубушка, будешь сидеть дома и ни шагу без разрешения не можешь контролировать свою жизнь. Мы тебе поможем. Девушка, отлично танцуете. Спасибо. Вы тоже хорошо двигаетесь. Спасибо. Давайте знакомимся. Меня Игорь зовут, а вас? А меня Софья. Сонечка, значит. Ну что, Сонечка, давайте растормошим это болото. Давайте. Нравится музыка. Да, очень. Хорошая. Приятель мой играет. Круто. Да. Кантербоб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Да, концерт клевый получился Жалко, что рано пришлось уйти Ну а чего ты не осталась? Девчонки твои веселятся Да вы что? У нас же распорядок Режим Деддоме с этим строго Вот мы и пришли Спасибо, что проводили Спасибо, что ты нас пригласила Давненько мы так хорошо не отдыхали Ты беги, а то попадет До свидания Увидимся в школе Славная девочка, правда ведь? Да, замечательная девочка Прямо как наша октябринка И честная, и открытая, и умница А я дура, вместо того, чтобы с ней Время побольше проводить Все по парцам бронен бегала Люся, ну что ты на себя наговариваешь? Ты была хорошей мамой Да нет, Вить Если бы можно было все назад вернуть Может, я и была бы хорошей матерью И относилась бы к дочери по-другому Да и к жизни тоже Всем вам спасибо! Мы обязательно встретимся! Ну, как тебе, Гош? Ну, я не знаю, ты вариант Я не знаю, просто, ну просто отжег Нет, я, конечно, от тебя многого ожидал Но чтобы такое, это, ну не знаю, это высший пилотаж В общем, это просто улет Ну ладно, правда понравилось, что я? Слушай, давай как-нибудь встретимся Пивка попьем, ладно, вспомним молодость Ну а что? Мой телефон у тебя есть, так что давай, звони, не вопрос Все, забились, да? Кстати, у меня и дельце к тебе кое-какое есть Да? Да И что за дельце? Ну, к слову тебе расскажешь Слушай, встретимся и перетрем Кстати, может быть, ты к нам в гости заглянешь, а? Кстати, Ольга будет рада тебе Давай, хочешь ли я хоть завтра зайду? Все? Так, все, давай, я по ценам Бывай, старина Давай, давай, до завтра Здорово, ребята, отыграли Да? Я от кантора с детства балдею Ну, кто от него не балдеет? Еще помню, как мы в школьной дискотеке под него так зажигали Да, танцуйте вы просто восхитительно Я люблю танцевать, в городе Серьезно, а может быть, сходим куда-нибудь по пляжу, а? Да? Может, оставите свой телефончик? Обещаю, никаких грязных домогательств, только культурный досуг Ну, если культурный, то ладно Обещаю, только культурный А может быть, еще немножко прогуляемся? Такая прекрасная погода К сожалению, нет, Игорь Как-нибудь в другой раз Возьми, мне нужно завтра рано вставать в школу Нужно выспаться Ну, приятно было познакомиться Пока Пока В школу Побольше бы таких концертов Наташа, ты спроси папы, может он нас еще раз пригласит? Спрошу Ему вроде даже понравилось Ладно, девчонки Дальше уж Саня дойдет, я свой пост сдал Давай, за школу увидимся Пока Пока Слушай, Аня, а у Забилы-то все в порядке? Да все вроде нормально, а что? Да странно он какой-то, молчал всю дорогу Да? Я даже не заметила Да ладно, ерунда Завтра в школе спрашиваю, чего он такой молчаливый был Ладно, Наташа, давай пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok